14. Стрела Аполлона. Машина уничтожена. Комплекс Электры. 15. Афир принадлежал Гвардии Смерти. Его перерабатывающие заводы, мельницы и прометеевые скважины теперь повиновались воле Мартариона и когорт-механикум магистра войны. 15. Пламя локализовали, повреждения устранили. И через 10 часов после начала атаки 14-го легиона инфраструктура Афира уже полностью функционировала. Собирались соединения танков, заполненных драгоценным топливом для отрядов лендрейдеров, носорогов и боевых танков, которые грохотали по растрескавшимся площадкам из Пермакрита. 15. 10 тысяч воинов легиона были готовы выступить на запад, к полям сражений. Однако мешала одна проблема. 9 тысяч километров густых джунглей, 9 тысяч километров скалистых утесов, волнистых холмов, ребристых хребтов и отвесно обрывающихся бассейнов рек. 15. Генералы Молеха полагали, что джунгли Куша, как и Ордуэна Сильва Старой Земли, совершенно непроходимы, и потому от нападения с этого направления защищала лишь Старая Куртинная Стена. Местные называли ее «общинной чертой». 16. Орбитальные авгуры засекли на ней пренебрежительно малое имперское присутствие. Генералы Старой Земли оказались неправы, но Молехские справедливо считали джунгли непроходимой преградой. 17. Ландшафт сам по себе был плох, однако во влажных, от пароглубинах обитали смертоносные звери, бродячие стаи ажджархидов, имевшие свои индивидуальные участки малагры или же хищные группы ксеносмилусов. И все это были лишь самые мелкие из громадных чудовищ, которые, по слухам, жили в мрачном сердце джунглей. 18. От сотен машин Гвардии Смерти, грохотавших на границе джунглей, отделился один носорог. Он ничем не выделялся внешне. Старый корпус покрывали рубцы повреждений. 18. На башенке отсутствовали болтеры, и было похоже, что символика Гвардии Смерти выгорела в бою за захват Афира. 19. Он проехал между высоких башен, возведенных для наблюдения за джунглями, и скрылся из виду. 20. Одинокая машина следовала по старой охотничьей тропе, некогда использовавшейся домом Нуртен, пока последний из этого рода не погиб, когда самец малагры в сезон гона порвал рыцаря на части. 21. Заросшая и неудобная для любого транспорта, кроме гусеничного, тропа была едва проходима. Шум и вибрация двигателя не могли не привлечь внимания. 22. За носорогом следовала стая колючих сеносмилусов, мускулистой помеси саблезубого тигра с крокодилом, обладавшей мимикрирующей шерстью и неуемным аппетитом к плоте. 23. Вожаком стаи был чудовищный зверь, шипы которого напоминали копья, а клыки – мечи. Он был столь же крупным, как носорог. 24. Его шкура рябила от пестрых теней джунглей и мимолетных колонн солнечного света. 25. Когда носорог двинулся по тропе вдоль края скалистого склона, стая захлопнула ловушку. 26. Три зверя подбежали сбоку. Они врезались в носорог, скребя по корпусу и бороздя металл пожелтевшими когтями. 26. Вожак выпрыгнул из укрытия, и его похожие на кувалды лапой снесли машину с тропы. 27. Она опрокинулась на бок и покатилась по склону туда, где когда-то располагался бассейн реки. 28. Теперь же он стал местом для убийства. 29. Остальная стая атаковала, раздирая перевернутый носорог и отрывая его броню, словно бумагу. 29. Прежде чем они успели полностью разрушить машину, на борту распахнулся увеличенный люк, и в высохшую пойму вышла громоздкая фигура. 30. Закованная в полностью герметичный экзоскафандр для внутреннего обслуживания плазменных реакторов, предшественник терминаторских доспехов, фигура оказалась в челюстях вожака. 31. Крючковатые зубы в глубине челюстей зверя вгрызлись в слои адамантия и керамита. 31. Тяжеловесные пластины застонали, но чудовище не ощутило вкуса плоти. 32. Заревев от злобы, Ксеносмилус махнул головой и швырнул фигуру на осыпь камней. 33. Скала раскололась, однако броня выдержала. 33. Пассажир носорога плавно поднялся, как будто для него не имело никакого значения, что громадные хищники бросают его, как тряпичную куклу. 34. Стая оставила в покое носорог и встала кругом, с челюстей капала едкая слюна. 35. Облаченный в броню воин поднял руки и расстегнул сложную последовательность топорных болтов и вакуумных затворов. 36. Он снял шлем и бросил его на землю. 36. Показавшееся лицо постоянно перетекало между жизнью и смертью. 37. Между вздохами кожа успевала сгнить до состояния мертвичины и восстановиться. 38. Стаяные хищники, произнес Игнаций Грульгор. 39. Досадно, я надеялся на более крупных зверей. 39. Ксеносмилусы не атаковали, они учуяли в добыче порчу, и их шипы встали дыбом. 40. Даже падальщики не трогают плохое мясо. 41. Первыми погибли высокие камыши, окружавшие Грульгора. 41. Расходящаяся волна смерти покрыла землю черной сгнившей растительностью. 41. Он выдыхал токсины, болезни, бактерии и штаммы вирусов, которые некогда были запрещены, 42. Но уцелели благодаря человеческой алчности. 42. Каждый его вздох превращал воздух в смертоносное оружие. 43. Вожак стаи рухнул, откашливая о мертвелой комья, растворяющейся ткани легких. 44. В мгновение ока плоть растаяла на костях, словно замедленную пик запись процесса разложения запустили с ускорением. 44. Стая умерла вместе с ним, а Грульгор расширил зону охвата пожирателя жизни. 45. Его сила нарастала по экспоненте с каждым вздохом, который не был вздохом. 46. Окружавшие его джунгли умирали. За один удар сердца деревья падали, превращаясь в разлагающийся перегной. 46. Реки сворачивались, становясь прахом, а растительность – насыщенной газом слизью. 47. Он был отправной точкой, нулевым пациентом и всеми мыслимыми переносчиками. 47. Его прикосновение означало смерть, его дыхание означало смерть, и его взгляд означал смерть. 48. Там, где он ступал в джунгли гибли, им уже не суждено было вырасти вновь. 49. Игнаций Грульгор был пожирателем жизни, получившим разум, ходячей пандемией, богом чумы, способным поспорить с Носоем, порожденным безрассудством Пандоры или же ужасным Морбусом Романии. 49. То, что когда-то было непроходимыми джунглями, таяло, будто лед перед огнеметом. 49. Тысячи гектар оседали и растекались вокруг перерожденного сына Мортариона, словно плавящийся воск. 50. Игнаций Грульгор подобрал свой шлем и вернулся к носорогу, который теперь покоился в болоте, поврежденной раком растительности. 51. Пропитанное варпом тело с легкостью смогло перевернуть машину, и траки ударились о влажный ковер гнойной материи. 52. Там, где он раньше едва мог видеть на 10 метров в любом направлении, теперь горизонт уходил все дальше, по мере распространения им своей буйной порчи до самого дальнего предела. 52. Игнаций Грульгор снова забрался в носорог и продолжил путь на запад по чумной гнилостной пустоши. 53. В 50 километрах позади за ним последовала гвардия смерти. 53. Пол Галлина Наамы Кальвер был залит кровью, которая перетекала из стороны в сторону с каждым маневром, который приходилось совершать пилоту. 54. Галлин был построен на увеличенной базе самаритянина, и внутри него был оборудован полноценный хирургический комплекс и 20 коек для пострадавших. 54. Каждая из этих коек была переполнена в два раза. Около трети солдат, которых они везли, были мертвы. 54. Кьел не прекращал уговаривать ее избавиться от трупов. Но Наама бы скорее сама выпрыгнула с кормы, чем вот так вот бросила своих мальчишек. 55. Ее форма хирурга-капитана должна была быть светло-зеленой, однако от груди и ниже пропиталась кровью. 55. Рубиновые капельки испещряли кожу оттенка красного дерева, которое было чересчур бледной от нехватки сна и слишком многих долгих дней на медицинских вахтах. 55. Глаза, видевшие гибель слишком многих мальчиков, отяжелели от скорби и помнили каждого из них. 55. Мобили Медикус Галлен представлял собой тяжелую гусеничную машину длиной и шириной со сверхтяжелый танк. 55. Однако в отличие от всех прочих известных ей сверхтяжелых танков, двигатель этого изрядно оставлял желать лучшего. 55. Он обычно мог вывести раненых в безопасное место, но оставалось множество того, что могло двигаться быстрее них. 56. Она не могла с этим ничего поделать и поэтому сосредоточилась на насущном деле. 57. В 90 километрах от Авадона они с лейтенантом Кьеллом вытащили солдата из обломков гибельного клинка, у которого взорвался двигатель. 58. Согласно нашивкам, его звали Никс, а его юные глаза напоминали ей о собственном сыне, который нес службу за пределами планеты в 24-м полку молехских отпрысков племени. 58. Эти самые глаза умоляли ее спасти ему жизнь. Но Ноама не знала, сможет ли это сделать. 59. Ему вспорола живот раскаленным до красна осколком снаряда, а обожженная прометием кожа сползала с груди, будто сырая глина. 60. Однако его должно было убить не это. Данная честь должна была достаться рассеченной брюшной артерии в животе. 61. Он не выкарабкается, Ноама, закричал Кьелл, перекрывая рев двигателей. 62. Мне здесь нужна помощь, и этот действительно может выжить. 62. Заткнись, лейтенант, огрызнулась Ноама, наконец ухватив извивающуюся артерию. 63. Я его не потеряю, я смогу справиться. 64. Блестящий кровеносный сосуд ввился у нее в руке, словно враждебная змея. 64. Галин качнула, и ее хватка на долю секунды ослабла. 64. Проклятие, Ансон, заорала она, когда артерия скользнула обратно внутрь тела солдата. 64. Держи нас ровно, троном клятый идиот, не заставляй меня к тебе подниматься. 64. Пытаюсь, мэм, отозвался Ансон по Воксу. 64. Но трудновато ехать с такой скоростью, со всеми этими пробками. 64. Сотни машин спасались от резни во Вадони, направляясь в укрепленный лагерь, который формировался в 600 километрах к югу вокруг Луперкалии. 64. Полки с баз на границах степей Тасхар и восточных окраинах, около общиной черты, уже собирались в Луперкалии, и с каждым днем подходили все новые. 64. Все прекрасно, если исходить из того, что они так далеко продвинулись. 64. Слухи из обрывков переговоров по Воксу и из уст раненых утверждали, что их преследовали вражеские титаны. 65. Но Ама мало верила подобным разговорам. Было более чем вероятно, что сплетни – типичный солдатский пессимизм. 65. По крайней мере, она на это надеялась. 65. Нам удастся, капитан? – спросил Кьел. 66. Не задавай мне таких глупых вопросов, – бросила она. – Я занята. 66. Сыны Гора собираются нас перехватить, да? 67. Если это случится, я точно дам тебе знать, – сказала Ама. 67. Она слышала от человека без рук и ног, что титаны трех легио идут их спасти, но не знала, была ли это фантазия умирающего или же правда. 68. Учитывая то, что ей было известно о вещах, которые мужчины и женщины говорили в мгновение наивысшей боли, Ама склонялась к первому варианту. 69. Вернись сюда, скользкий маленький ублюдок, – произнесла Ама, вдавливая пальцы в тело солдата. 69. Она нащупала артерию. 69. Я чувствую эту мелкую сволочь, но она заставляет меня потрудиться. 69. Ее пальцы сомкнулись на разорванном кровеносном сосуде, и из медицинской перчатки выдвинулись тонкие, как волос, зажимы для шва, чтобы запечатать его. 69. Попался, – произнесла она, вдавливая артерию на место при помощи искусных движений кончиков пальцев. 70. Но Ама выпрямилась и удовлетворилась тем, что с угрожающими жизни мальчика ранениями пока что покончено. 70. Подозвала субвокальной командой имплантированного санитарного сервитора. 71. Залатай его и покрой ожоги антисептическим гелем, – сказала она. 71. Я не собираюсь останавливать кровотечение только для того, чтобы он умер от проклятой инфекции. 72. Ясно? 72. Так, еще следи за его кровяным давлением и дай мне знать, если начнутся скачки. 73. Понятно? 74. Сервитор подтвердил распоряжение и приступил к работе. 74. Но Ама перешла к следующему ужасающе израненному солдату. 75. Так, – произнесла она, – повоевали, да? 75. Два полководца Легиофордитус вышли из мрачных пещер без занарка. 76. Плечом к плечу за ними следовали последние из их Легио. 76. Силы принца Псауты Дагона насчитывали два полководца и четыре Пса войны. 76. На большинстве полей сражений этой огневой мощи с легкостью бы хватило, чтобы выиграть бой. 76. Против силы, видимой на предупреждающем ауспике Уты Дагона, это было все равно, что плевать в око буре. 76. Когда дошли вести о гражданской войне на Марсе, Ута Дагон предположил, что его братья по Титаникус будут в самом сердце схватки, встав рядом с теми, кто верен императору. 77. Лишь впоследствии, когда появились подробности касательно катастрофы, охватившей Красную планету, скрылась правда. 77. Они были всем, что осталось от Легиофордитус. 78. Впрочем, в конечном итоге, это ничего не меняло. 79. Молех воевал, и перед ним был тот, кто устроил гибель его Легио. 79. Ута Дагон плавал внутри своего амнионического саркофага, в головной секции Красной Мести, титана класса полководец, который он пилотировал на протяжении 80 лет, и который переименовал после яркого сна наяву в коллекторе. 79. Его сестра Принцепс Уту Лерна также была вынуждена сменить имя своей машины, полководца, который теперь назывался Кровавая Подать. 79. На службе Легио Ута Дагон уже давно пожертвовал своими природными глазами, но авточувство Красной Мести воспринимали небо ярко-красным. 79. Славное небо для смерти произнесла Уту Лерна, прочитав его мысли через коллектора, как она часто делала. 80. Они были близнецами, чьи пуповины были перерезаны под дождями Пакс Олимпус, и их рождение воспринимали как знамение. 80. Так и оказалось, когда обоих в детстве забрала коллегия Титаникус. 80. Красная Месть и Красное Небо за Красную Планету закончила Уту Лерна. 81. Небо прочертили полосы от горящих звездолетов. Видели ли его братья на Марсе подобное небо перед смертью? 81. Он надеялся на это, ведь именно под таким небом и родился Легио, сражаясь в долине Гизан против возродившегося клана Тарават. 81. Я вижу их, брат, сказала Уту Лерна. Боевое зрение Кровавой Подати было острее, чем у Красной Мести, и Ута Дагон привык доверять тому, как его близнец интерпретирует восприятие своей машины. 81. Спустя считанные мгновения Ута Дагон тоже увидел их. 81. Пятнадцать машин на затянутом помехами горизонте шагают на юг, преследуя выживших из Аваддона. 81. У ног титанов роилась огромная колонна бронетехники. 81. Падальщики, следующие за высшими хищниками. 81. Через три минуты или меньше вражеские титаны смогут достать отступающие имперские силы. 81. Погибнут тысячи, если только преследователям не дать более соблазнительную цель. 81. Ута Дагон услышал позади себя вздох и повернул свое иссохшее тело в заполненном жидкостью саркофаге. 82. Урнаму тоже их видела. Ее почти человеческое лицо было озарено приглушенным свечением предупреждающего Ауспика. 83. Как и Ута Дагон, разжигатель войны принадлежала к механикуму. 84. Она не могла управлять машиной, однако решила умереть вместе со своими братьями и сестрами. 84. Тебе не следует умирать, Урнаму, произнес Принцепс. Сегодня мы присоединимся к нашим братьям в смерти. 85. Я не боюсь смерти, мой Принцепс, сказала Урнаму, прежде чем одернула себя и отразила свой ответ в коллекторе. 86. Я боюсь, что в грядущем бою не смогу помочь вам. 87. Твое присутствие здесь, честь для меня, произнес Ута Дагон. 87. Ты та, кого другие в Титаникус именуют Экзекутор Феттиал, поскольку можешь свободно переходить из одного легио в другой. 87. Тебе нет нужды умирать в моей машине. 87. Где же еще мне желать умереть, спросила Урнаму, и простая откровенность ее контирования не нуждалась в ответе. 88. Принцепс вновь обратил свое внимание на надвигающуюся боевую обстановку. 89. В интерфейсе внутри его черепа выстроились векторные контуры и особенности рельефа. 89. Записи коллектора быстро идентифицировали машины предателей. 89. Разбойники. Волна ужаса. Рука погибели и Мермидон Рекс из Легио Мортис. 90. Безмолвие смерти и Пакс Асцербус из Легио Интерфектор, прозванного богами убийства после Иствана Три. 91. Пасть ночи из Легио Вулканум. 92. Псы войны. Китсуны и Кумиха из Легио Вульпа. 93. Венотарис моря и Карнафаги из Вулканум. 94. И, наконец, полководцы. Лик погибели. Талисманник и награда злобы, тоже из Вулканум. 94. Меч Ксестера и владыка призраков из Легио Мортис. 94. Вокруг Утадагона парили данные о вражеских машинах, сражениях, уничтоженные ими машины, сведения об обслуживании и свидетельства о повреждениях. 95. В честном бою такие подробности могли означать разницу между победой и поражением. Здесь они не имели значения. 96. Возможно, шанс причинить чуть больший ущерб перед уничтожением. 96. Они нас видят, брат, произнесла Уту Лерна. Самый полный ход скомандовал Утадагон, и его жрецы-механикума вывели реактор на более высокую мощность. 97. Красная месть ускорила шаг. От ее громовой поступи трескала земля. Она давила магнитные рельсы, когда не хватало места обойти их. 97. Утадагон почувствовал, как его фантомные конечности наполняются жаром, пока системы вооружения готовились к стрельбе. 98. Правая рука была жгучей мощью пушки-вулкан, левая — стиснутым кулаком орудия-адская буря. 99. Он ощущал, как множество ракет движутся по его железному могучему телу к пусковым установкам на панцире. 99. Псы войны движутся, чтобы окружить нас, сестра. 99. Они считают нас жалкими, брат. Избавим их от иллюзий. 99. Нет, давай изобразим искалеченный Легио, каким они нас полагают, произнесла Уту Лерна. 99. Насколько он мог слышать с ухмылкой на призрачном лице. 99. Тебе в голову всегда приходили лучшие идеи, сестра, — отозвался Утадагон. 99. Хотя коллектор красной мести опознал его как Пакс Асцербус, разбойник Легио Интерфектор, оно именовало себя Тератусом. 99. Его новым маслом стала кровь, костным мозгом, состоящий из миллиона обрывков варпа разум. 99. Осовращенный дух машины превратился в жаждущую убивать воющую тварь, пронизанную варпом. 99. Вместе с четырьмя псами войны у своих ног оно шагало к Легио Фордитус с мрачными намерениями. 99. Позади двигались талисманник с владыкой призраков, и Тератус вычерпал энергию из всех своих систем, чтобы оставаться впереди более крупных машин. 99. Они выли, требуя, чтобы он замедлил наступление и дал им разделаться с обреченным Легио. 99. Но Тератус не обращал на них внимания. 99. Машины Фордитус работали едва ли на половине мощности. 99. Их пробудили чересчур поспешно и без надлежащего освещения. 99. От слишком долгого отдыха огонь их реакторов превратился в тлеющие угли. 99. Пустотные щиты до сих пор искрили от аварийного запуска. 99. Титаны шли, отяжелевшие шаркающей походкой приговоренного, направлявшегося на казнь. 99. Псы войны, окружившие двух полководцев, были жалки, осторожны, когда надлежит проявить агрессивность, держаться поближе к крупным машинам, когда следует вести поединок с противниками. 99. Ослабевшие полумашины, произнес он, и твари-модерати, гнездившиеся в орудийных отсеках, дернулись от кантируемых колкостей, пронизанных мусорным кодом. 99. Их сломала гибель своего легио, убить их будет милосердием. Отправив через коллектор импульс приказ, он послал своих псов войны атаковать разведывательных титанов Фордитус. 99. Нетерпеливые щенки устремились вперед с ревом боевых горнов. Они путались друг у друга на пути, каждому хотелось совершить первое убийство. 99. Тиратус ускорил шаг, неосознанно пытаясь поддерживать темп малых машин. Разрыв между ним и следовавшими позади полководцами увеличился. 99. Между разведывательными титанами затрещали пристрелочные выстрелы. Тиратус не обращал на это внимания. Скалят клыки, не более того. 99. На краю его восприятия замерцали предупреждения. Скачки энергии, предостережения о термоядерных реакциях. 99. Вспышки излучения. Поначалу в этом не было смысла. А затем внезапным толчком осознания он понял, как заблуждался. Собственное чувство праведного превосходства заставило его видеть то, что он хотел. Ни одна из машин Фордитус не была настолько ослабленной, как казалось поначалу. Их реакторы рывком ожили от высокообъемных инъекций плазмы. Смертельно рискованный маневр, который мог оборвать полезный срок службы реактора одной финальной, жгучей яркой солнечной вспышкой. Системы вооружения полыхнули энергией и в тот же миг открыли огонь. Первыми пострадали Китсуны и Кумиха. Визжащие залпы из адской бури сорвали с них пустотные щиты. Точечные выстрелы из пушек вулкан воспламенили отсеки принципсов, и бьющиеся конечности заскребли по земле. Венатарис Мори и Карнофаги рассредоточились при первом обстреле, однако недостаточно быстро. Венатарис Мори рухнул с оторванной ногой, а Карнофаги пропахал своей кабиной стометровую борозду. Когда гиросистемы чрезмерно компенсировали отчаянные маневры уклонения от Принцепса. Машина уничтожена, взревела в коллекторе открытая вокс-передача от Легио Фордитус. Тератус испустил вопль, и его существа Модерати взвыли от боли. Он перевел энергию с двигателя на лобовые пустотные щиты. Слишком мало, слишком поздно. Пока полководцы Фордитус уничтожали разведчиков Тератуса, их собственные бежали вперед, пригнув головы и поля из орудий. Шакалы, рассчитывающие повергнуть сухопутного Левиафана. Турбовыстрелы, огонь гатлингов и мелькающая ракета сорвали щиты Тератуса свежащими вспышками разрядов. Однако титано-разведчики не могли выйти против боевого титана и выжить. Тератус развернул гатлинг-бластер к ближайшему нападающему. Псы войны были быстрыми и ловкими, но ничто не в силах опередить выстрелы. Шквал зажигательных снарядов разорвал пустотные щиты машины. Яростная канонада заставила ее пошатнуться. Лишившись щитов и скорости, она оказалась обречена. Ударный импульс мелты превратил кабину Принцепса в субатомный шлак. Самонаводящиеся ракеты рванулись с верхней секции панциря Тератуса и вколотили другого пса войны в землю. Тот забил ногами, пытаясь выпрямиться. Тератус обрушил вниз свою огромную ступню. Колоссальная громада полководца расплющила машину в блин. Тератус насладился предсмертным криком жертвы, вбивая бинарную энергию в свой извращенный коллектор. Его горные спустили торжествующий рев. Щиты отказывали, их сбивал беспокоящий огонь двух оставшихся псов войны. Разбойник отступил назад, когда объединенный обстрел из адских бурь надвигающихся полководцев лишил его остатков защиты. Псы войны были превосходными хищниками-одиночками, но также великолепно охотились в стаи. Они рванулись вперед, и их орудия обрушились на уязвимую кормовую секцию разбойника. Броня на корпусе реактора начала отгибаться. В сознании Тератуса вспыхнули предупредительные символы. Утечки охладителя, выброс плазмы. Он сделал еще один шаг назад, понимая, что нужно соединиться с титанами полководец, которые он так сильно старался опередить. Правая нога застопорилась, оплавившись под повторяющимся выстрелом двух псов войны. Его сочленения и сервоприводы горели, и их было не заблокировать никакими мерами по устранению повреждений. Тератус наблюдал, как два полководца Легиофордитус приближаются. Он чувствовал, как их орудия берут пакс Асцербус на прицел. Ощущал, как сила, напитавшая его в залитых кровью храмах-ангарах, покидает железное тело. Он тоже навел свои орудия. «Давайте», — произнес Тератус, — «умрем вместе». Угроза в виде двух полководцев сбоку теперь стала слишком серьезной, чтобы оставлять ее без внимания. И титаны-предатели прекратили преследование защитников Аваддона, чтобы сокрушить имперские машины. Оставив за собой пылающие трупы Тератуса и псов войны, «Красная месть» и «Кровавая подать» захромали в зубы талисманника, владыки призраков, мирмедона Рекс и лика погибели. В конечном итоге прошло еще три часа, прежде чем пала последняя машина Легиофордитус. «Красная месть» и «Красное небо» за Красную планету! Сибелла Дивайн уже давно утратила всякое удовольствие, которое когда-то получала от Терзания пасынка. Первой умерла Надежда Альбарда, затем его ожидание смерти. Он знал, что они в состоянии держать его живым неопределенно долго. Кошмар продолжающегося существования изъел его разум до глухоты, к ее уничтожительным колкостям. Она бы давным-давно его убила, однако перворожденный сын являлся носителем кровной линии. В практике Шергали Ши сработали бы только с жизненной влагой кровной линии. Возле двери Альбарда Сибелла отпустила сокрестанцев. Некоторые интимности предназначались лишь для матери. В очаге горел голографический огонь, испускавший в мрачное помещение фальшивый жар и свет. Она приходила сюда настолько часто, что могла различить отдельные элементы пламени и сказать, сколько времени осталось до начала нового цикла. В уголке глаза лопнула кровавая жилка, и она отвернулась от призрачного света. Яркость причиняла ей боль. И только регулярные инъекции сложных эластинов и пергаментовых клеток в глазные яблоки позволяли ей вообще видеть. Капелька побежала вниз по натянутой, словно на барабане, к коже лица Сибеллы, но она этого не почувствовала. Ее кожу столько раз пересаживали, растягивали и подвергали инъекциям, что она омертвела практически до полной нечувствительности. Смрад в покоях Альбарда, несомненно, был отвратителен. Однако, как и тактильное восприятие, ее обоняние также атрофировалось. Шаргали Ши обещал восстановить и улучшить ее возможности. И с каждой процедурой она становилась все ближе к совершенству, которым некогда обладала. Серебро ее экзоскелета блеснуло в свете пламени, и Альбард поднял взгляд от своего кресла, заполненного мехами и гнилью. С края его рта сочилась слюна, от которой деревенела неухоженная борода. Однако, его натуральный глаз был более ясным, чем когда-либо за уже долгое время. Визит Ревена вернул его к жизни. Хорошо, ей требовалось дать выход боли, своей скорби за кого-то другого. За креслом Альбарда поднялась тупоносая клиновидная голова. Раздвоенный язык лизнул в воздух. Шеша, нага ее бывшего мужа. Зашипев-то вновь погрузилась в дрему, столь же отжившая свой век и бесполезная, как ее нынешний хозяин. «Здравствуй, Сибелла», – произнес Альбард. «Уже пора?» «Пора», – отозвалась она, присев рядом с ним и положив покрытые аугметикой руки ему на колени. Корка грязи на покрывале вызывала у нее отвращение. Это выглядело так, словно он обгадился, и сейчас она была рада, что больше не чувствует запахов. «А где Ликс?» – спросил он натреснутым и нервным голосом. «Обычно это она играет в вампира». «Ее здесь нет», – сказала Сибелла. Альбард разразился сухим отрывистым кашлем, который перешел в фыркающий смех. «Стоит возле супруга, пока он сражается за молях». «Что-то вроде того», – сказала Сибелла, извлекая из складок платья три аметистовых фиала и пустотелый клык наги. При виде фиалов хриплый смех Альбарда оборвался. Сибелла бы улыбнулась, не будь это сопряжено с риском разорвать себе кожу до самых ушей. Она сдвинула покрывало, обнажив тощие, изможденные ноги Альбарда. По внутренней стороне бедра тянулись пролежни и следы проколов, кожа вокруг которых была натерта и покрыта ступьями. «Сокрестанцы их чистят?» – спросила она. «Боишься, что я могу подхватить инфекцию и отравить вас всех?» «Да», – произнесла она. «Кровная линия должна быть чиста». «В твоих устах даже слово «чистый» звучит грязным». Сибелла подняла клык наги и прижала его к скудным остаткам плоти на ноги Альбарда. Кожа вмялась, как высушенный пергамент, и проступили лиловые вены, похожие на дороги на карте. Альбард подался вперед, и это движение было настолько неожиданным, что Сибелла вздрогнула от удивления. Ей уже годами не доводилось видеть, чтобы пасынок шевелил чем-либо, кроме мышц лица. Она даже не была уверена, что он вообще может двигаться. «Ликс обычно дразнит меня подвигами Ревена», – произнес Альбард. И в его интонации появилась насмешка, от которой Сибелле захотелось перерезать ему глотку здесь и сейчас. «Ты не собираешься поступить так же?» «Ты сам сказал, что твой брат сражается за моля», – ответила она ровным голосом. «Нет, нет, нет», – хихикнул Альбард. «Насколько я слышал, мой сводный брат лишился двух сыновей при Аладоне. Ужасно жаль». Сибелла дернулась вперед, разбросав склянки. Кровь там или нет, но она собиралась убить его, слить досуха через еремную вену. «Мои внуки мертвы!» – закричала она. Кожа в уголках ее рта разошлась, и разлетающаяся слюна смешалась с кровью. Она схватила его рукой за шею. «Стой!» – сказал Альбард, устаившись ей за плечо. «Гляди!» Сибелла повернула голову, и в этот момент рука Альбарда на что-то нажала под покрывалом. Голографическое пламя взорвалось слепящим сиянием, и Сибелла завопила, когда свет вонзился в ее чувствительные глаза, словно раскаленные иглы. «У Шеши не осталось яда, чтобы ослепить тебя», – прошипел Альбард. «Так что придется обойтись этим». Сибелла вцепилась в собственное лицо. Щеки перечеркнули полосы красных слез. Она силилась подняться. Ей нужно было выбраться, нужно было, чтобы сокрестанцы отвели ее в потаенную долину Шергали-Ши. Рука Альбарда поднялась над покрывалом и вцепилась в нее. Сибелла изумленно глянула вниз, видя Альбарда сквозь просвечивающую красную пелену. Его хватка была крепкой, непреклонной, ее кожа растрескалась, и между его пальцев всочилась зловонная кровь. «Твои внуки», – продолжил Альбард, – «повитухи следовало удавить этих рожденных в кровосмещении уродов еще влажной пуповиной. Они ничем не лучше зверей, на которых мы когда-то охотились. Вы все чудовища». Она билась в его хватке. Туго натянутая кожа порвалась на предплечье. Злоба переселила шок, и Сибелла вспомнила, что в ее второй руке клык Наги. Она занесла его и всадила туда, где, как ей казалось, должна была находиться шея Альбарда. Клык попал ему в плечо, но он был до такой степени закутан в меха, что она сомневалась, что достала до иссохшей плоти. Сибелла селилась вырваться, но безумие придавало Альбарду сил. Пришла ошеломляющая, неизведанная боль, когда кожа на руке разошлась до самого плеча. Она сползла с мышц, как будто консортка-дебютанка снимала оперную перчатку. Ужас приковал Сибеллу к месту, а Альбарт выронил покров кожи, который сорвал с ее руки. Он ухватился за каркас экзоскелета. Используя ее вес в качестве рычага, он с гримаса яростного напряжения подтянул себя к краю кресла. Огонь померк, и она увидела, что в его второй руке что-то поблескивает. Какой-то клинок, скальпель, она не могла сказать наверняка. Где Альбарт достал скальпель? — Ликс получает удовольствие от моих страданий, — произнес Альбарт, словно она задала вопрос вслух. Она точно знает, как сделать мне больно, но не слишком тщательно собирает свои маленькие игрушки. Скальпель дважды полоснул быстрыми взмахами. — Я много узнал о страдании от моей суки-жены, — сказал Альбарт. — Но мне нет особого дела до твоих страданий. Я просто хочу, чтобы ты умерла. — Можешь это для меня сделать, мать-шлюха? — Пожалуйста, просто умри. Она пыталась ответить, проклясть его, пожелав вечной боли, но ее рот был заполнен жидкостью. Горькой, насыщенной жидкостью с привкусом металла. Она подняла клык наги, словно еще могла сразить своего убийцу. — На самом деле я солгал, — произнес Альбарт, аккуратно перерезая скальпелем связки у нее на запястье. Кисть обмякла, и клык со стуком упал на пол. — Мне есть дело до твоих страданий. Сибелла Дивайн снова осела на колени, колотясь в конвульсиях. Литры крови толчками изливались из ее артерий на колени Альбарта. Экзоскелет дергался и содрогался, силясь интерпретировать сигналы, поступающие от умирающего мозга. Наконец он прекратил свои попытки. Альбарт наблюдал, как жизнь покидает налитые кровью глаза Сибеллы, и испустил сухой вздох, который сдерживал внутри себя больше сорока лет. Он столкнул труп мачехи с колен и собрался с силами. Ему их едва хватило для схватки с ней. Он был немногим более чем калекой, и только ненависть придала ему сил, чтобы убить ее. Глядя на мертвое тело, он моргнул, когда, всего на мгновение, увидел труп Малагры. Стальные прутья арматуры стали костями, меховые одеяния шкурой животного. Чрезмерно натянутая кожаная маска Сибеллы превратилась в пасть скоробея, принадлежащую огромному хищнику, который лишил его глаза и обрек на эту аугметику, заполняющую череп постоянным шумом помех. А затем она вновь стала Сибелла, стерва, убившая его собственную мать и занявшая ее место. Та, которая произвела на свет двух нежеланных отпрысков, и настроила их обоих против него разговорами о старых богах и судьбе. Ему следовало убить ее в тот же миг, когда она впервые явилась в Луперкале и пробралась в дом Деваем. Его колени стали липкими от ее крови, та ужасно пахла, словно тухлое мясо или молоко, оставленное киснуть на солнце. Он решил, что это был запах ее души. Это делало ее чудовищем, и ему вновь показалось, будто ее очертания размываются, превращаясь в малагру из его кошмаров. Альберт бросил скальпель на тело мачехи и прокашлялся. Он сплюнул мокроту и бурую грязь из легких. «Сюда!» – закричал он так громко, как только мог. «Сакрестанцы! Стража рассвета! Немедленно сюда!» Он продолжал кричать, пока дверь не отперли, и ручные сакрестанцы его матери не открыли ее с опаской. Их наполовину человеческие, наполовину механические лица еще не утратили способность демонстрировать изумление. И их глаза расширились при виде госпожи, лежащей замертво перед огнем. Двое вооруженных солдат стража рассвета остановились в дверном проеме. Выражение их лиц очень сильно отличалось от сакрестанцев. Он видел облегчение и знал о его причине. «Вы двое!» – произнес Альберт, взмахнув рукой в направлении сакрестанцев. «На колени!» Укоренившаяся привычка к повиновению заставила тех немедленно подчиниться. И Альберт кивнул двоим солдатам, стоявшим позади. Вмиг перед тем, как заговорить, он увидел их не смертными, а громадными рыцарями дома Дивайн. Они были закованы валой, несли на сегментированных панцирях славные знамена. И он увидел в стеклянной кабине собственное отражение. Не получеловек, которым он являлся, а сильный, могущественный воитель. Бог среди людей, победитель зверей. Альберт указал на колено преклоненных сакрестанцев. «Убейте их!» – распорядился он. Сакрестанцу умоляющих скинули руки, но два лазерных заряда пробили им черепа еще до того, как они успели что-либо сказать. Обезглавленные тела завалились на пол из каменных плит рядом с Сибелой. Альберт поманил своих солдат, или это были героические рыцари, к себе. Казалось, что их шаги определенно слишком тяжеловесны для смертных. «Снимите с этой ведьмы ее экзоскелет», – приказал Альберт. «Мне он понадобится». 15. Пещера Гибсона. Белая Нага. Огненный Ангел. Магистру войны нашли новый лендрейдер. Он был оснащен световым щитом, многослойными пластинами из цементированного керамита с абляционными ионными расщепителями, генераторами помех и пусковыми установками осколочных снарядов. Механику мы вновь заявили, что машина защищена от всего, кроме орудий боевого титана. Гор позволил Эзекилю убить 16 из них, чтобы напомнить о прошлом разе, когда они хвалились подобным. Лендрейдер работал на холостом ходу, стоя у подножия горной цепи, известной как плоскогорье Унсар. Его окружали тысячи бронемашин, сцепленных круговыми лагерями, чтобы образовать миниатюрные крепости. Даже сам владыка железа одобрил бы оборону, организованную вокруг магистра войны. Назад к побережью тянулась сплошная цепь машин снабжения, танкеров, транспортов с боеприпасами и погрузчиков механикума. Вдоль линии снабжения, словно бдительные пастухи, рыскали псы войны. А над магистром войны стояли на страже два полководства, цвета к легио-вулканам. Гор поднимался на холмы, плотно окруженный марнивалем. За ними взбирались терминаторы-юстерианцы, которые больше напоминали незнающие покоя машины, нежели живых существ, закованных в броню. Луперки Гера-Геродона также были где-то здесь, невидимые во мраке. Гор чувствовал их присутствие, как будто что-то скребло по небу. Нельзя увидеть, но невозможно игнорировать. Над головой кружилось небо цветов сбаламученного донного осадка. Над разрушенными орбитальными батареями и ракетными шахтами на вершинах гор клубился дым. Ночь разорвала молния, сполох на все небо, высветивший очертания неровных зубцов скалы. Ливень падал сплошной стеной. С утесов лилась сотня новых водопадов. Гор встречал более крупные пики, чем эти. Однако с такого ракурса они выглядели самыми высокими, какие ему доводилось видеть. Казалось, они могут зацепить проходящую Луну. Наверху в насыщенных статикой облаках летали огненные хищники и громовые ястребы. Шум их двигателей был далеким гулом на фоне грома, звучавшего словно артиллерия. Энергетические разряды в ходе сражения на низкой орбите ударили по атмосфере планеты. По всему Молеху каскадом расходились жестокие бури. Гор знал, что штормы будут только усиливаться, пока последний из них не кончится финальной апокалиптической катастрофой. «Безумие так останавливаться», — произнес Абаддон, доспех которого покрывали полосы дождевой воды и лунного света. «Мы слишком открыты. Сперва десантные корабли на двеле, потом те рыцари. Выглядит практически так, будто вы стараетесь нарваться на неприятности. Это наша работа — брать на себя подобные риски». «Эзекиль, ты знаешь меня достаточно давно, чтобы понять, что я слеплен из другого теста», — отозвался Гор. «Я воин. Я не могу постоянно оставаться в стороне и позволять другим лить за меня кровь». «Вы слишком ценны», — настаивал Абаддон. «Мы уже ходили по этой дороге, сын мой», — сказал Гор, — «да всем четверым понять, что это его окончательное слово по данному вопросу». Абаддон уступил, но Гор, словно охотничья-гончая, почуявшая кровь, понял, что тот скоро вернется к этому спору. «Ладно, но с каждой секундой нашей задержки эти ублюдки могут окопаться еще глубже», — произнес Абаддон. «Ты до сих пор думаешь, что этот мир важен», — поинтересовался Нактуа, запыхавшийся, будто смертный. Гор остановился и вслушался в биение сердца Граэля сквозь шум дождя. Его вторичное сердце до сих пор отставало от темпа основного, и кровообращение, вероятно, никогда не стало бы настолько эффективным, как того требовал сконструированный организм. «Что ты имеешь в виду подважен?» — спросил Абаддон. «Я имею в виду, как военная цель, как нечто, что можно захватить в бою, а затем удержать и укрепить». «Разумеется», — произнес Абаддон. «Молех — это мир плацдарм. Контролируя его, мы контролируем эллиптический путь. Легкий подход к варп-маршрутам, сегменту Массола и крепостные миры внешних систем — это головной мир для штурма Терры». «Ты не прав, Эзекиль», — сказал Аксимант. «Это вторжение никогда не было связано с чем-либо столь прозаичным, как территория. Как только мы выиграем сражение, то покинем моля. Не так ли, мой повелитель?» «Да, маленький гор, — ответил магистр войны. Скорее всего, так мы и поступим. Если я прав насчет того, что Империум обнаружил на Молехе, то станет неважно, какие миры мы удерживаем. Важно будет лишь то, что произойдет, когда я встречусь с отцом. Вот что всегда было в основе». «Так зачем же мы сражаемся, если нам плевать на молях?» — спросил Кибре. «Зачем вообще вести наземную войну?» «Так как то, что мы заберем, будет стоить больше ста подобных скал», — произнес Горд. «Тебе придется поверить мне на этот счет. Фальк, ты мне веришь?» «Конечно, сэр. Хорошо, тогда довольно вопросов», — сказал Горд. «Скоро мы должны добраться до пещеры». «Какой пещеры?» — поинтересовался Аксимант. «Пещеры, где Император заставил нас забыть молях». Судя по прочной рабочей форме женщины, она была портовым рабочим, возможно, такелажником. Сложно сказать наверняка, из-за того количества крови, которым она была покрыта. Грудь вздымалась и опадала сбивчивыми рывками. Каждый вдох давался, словно победа. Ее принес на Галин Наамы Кальвер, плачущий муж с двумя детьми. Он умолял Нааму спасти ее, и они собирались чертовски хорошо постараться. «Что с ней случилось?» — спросила Наама, срезая женщины окровавленную одежду. Сперва мужчина не ответил. Его тело сотрясалось от всклипываний, слезы текли по открытому, честному лицу. Двум девочкам лучше удавалось держаться. «Я могу сделать для нее больше, если буду знать, что произошло», — сказала Наама. «Скажи, как тебя зовут? Ты ведь можешь это сделать, верно?» Человек кивнул и вытер перемазанное соплями и слезами лицо рукавом, будто ребенок. «Джефф!» — произнес он. «Джефф Парсонс!» «И откуда ты, Джефф?» — спросила Наама. Женщина застонала, когда Кьелл начал ощупывать ее кожу и прикреплять пластины считывания биологических показателей. Она попыталась оттолкнуть его, сильно, для столь тяжело раненого человека. «Спокойно!» — сказал Кьелл, прижимая ее руку назад. «Джефф!» — снова спросила Наама. «Смотри на меня!» Тот глядел на растерзанную плоть тела своей жены и видел, как кровь капает с каталки. Женщина потянулась вверх и взяла его за руку, оставив на запястье красные следы. Наама видела, что она сильна, сильно ранена, но все еще способна успокоить окружающих. Джефф сделал глубокий вдох. «Ее зовут Оливия, но она ненавидит это имя. Считает, что оно звучит слишком формально. Мы все зовем ее Лив, и мы прибыли из Ларсы. Сыны Гора высадились в Ларсе большими силами, уничтожив размещенный там контингент армии за одну ночь жестокого боя. Портовые сооружения теперь находились в руках врага, что могло означать лишь плохое. «Но ты вытащил ее и ваших детей!» — произнесла Наама. «Это хорошо. Ты справился лучше, чем большинство». «Нет», — сказал Джефф, «это все Лив, она сильная». Наама уже успела прийти к такому же выводу. У Оливии была поджарая, волчья наружность солдата, но она была не из армии. На ее правой руке виднелась выцвевшая татуировка, вписанный в круг треугольник с глазом посередине. Написанные по периметру окружности слова покрывала кровь. Но Наама в любом случае не узнавала языка, к которому они относились. Ей в бок попал осколок, лицо посекло стеклом. Ничего из этого не выглядело опасным для жизни. Однако она теряла много крови из-за одной раны ровно под ребрами. Показатели на планшете не рисовали ободряющих прогнозов. «Мы присоединились к колонне беженцев на радиале Амброзиус», — произнес Джефф. И слова полились из него, как будто прорвало плотину. «Она думала, что выбралась из Ларсы достаточно быстро, но предатели нас догнали. Танки, думаю. Не знаю, какие именно. Они обстреляли нас и подбили. Зачем они это сделали? Мы же не солдаты, просто люди. У нас были дети. Зачем они по нам стреляли?» Джефф покачал головой, не в силах постичь, как кто-то мог открыть огонь по-гражданским. Наама в точности знала, что он чувствует. «Ей почти удалось», — сказал Джефф, обхватив голову руками. «Она почти нас вытащила, но прямо возле нас произошел взрыв. Вышибла ее дверь и...» «Трон! Вы сами видите, что с ней стало!» Наама кивнула, копаясь в ране под ребрами Оливии. Она почувствовала, что рядом с сердцем зарылось что-то зазубренное. Фрагмент осколка. Крупный. Количество крови из раны означало, что, возможно, он рассек левый желудочек. В соответствующем медицинском помещении спасти Оливию было бы нетрудно. Однако Галлен не предназначался для столь сложной хирургии. Она подняла взгляд на Кьела. Тот видел биологические показатели и знал то же, что и она. Он приподнял бровь. «Придется попытаться», — произнесла она, отвечая на невысказанный вопрос. Джефф пропустил суть этих слов мимо ушей и продолжил говорить. «Они бы убили всех, но Лив вела эту грузовую пятерку, словно воздушный истребитель. Нас по всей кабине швыряло резкими поворотами, жестким торможением и всяким таким. Она вывела вас из-под атаки вражеских танков?» — с впечатленным выражением на лице спросил Кьелл. «Раскладывая инструменты, которые должны были им понадобиться, чтобы вскрыть Оливию и добраться до ее сердца. Вот это женщина!» «Чуть не угробила двигатель», — согласился Джефф. «Но думаю, потому-то она и хотела пятерку. Не самая большая укладка, но сногсшибательные движки». Но Ама накрыла рот и нос Оливии анестезирующей маской, увеличивая темп подачи. Скорость кровопотеря означала, что им было необходимо действовать быстро. «Ты вытащила своих детей», — сказала она. «Ты их спасла». Глаза Оливии открылись, и Наама увидела в них отчаяние. «Прошу, книга, там сказано, надо попасть в Луперкалию». Судорожно выдохнула она в маску. «Обещай мне доставить нас туда». Оливия взяла кисть Наамы и сжала ее. Ее хватка была сильной, настойчивой. От нее исходила волна убеждения и смелости. И Нааме вдруг стало важно лишь воплотить последнее желание Оливии в реальность. Та расслабилась, только когда подействовал газ. «Я тебя туда доставлю», — пообещала она, зная, что намерена это сделать тверже, чем намеревалась сделать что-либо за всю свою жизнь. «Я вас всех туда доставлю». Но Оливия не услышала ее обещания. За десятилетия, прошедшие со времени привидения Молеха к Согласию, в пещере устроило логово что-то огромное и хищное, у входа, размеров которого оказалось бы достаточно для титана-разведчика, валялись разбросанные кости, и даже ливень не мог скрыть зловоние полупереваренных останков. Земля возле Зева пещеры превратилась в сырое болото, но ее пересекали ведущие туда и обратно расплывающиеся следы когтистых лап шире, чем у Дридноута. «Сэр, что их оставило?» — спросил Аксиман, опустившись на колени рядом со следами. Гору было нечего ему ответить. Следы не принадлежали ни одному из зверей, которых он помнил по Молеху. Однако это не должно было его удивлять. Принимая во внимание обрывочность воспоминаний о времени, проведенном на этой планете, и все же удивляло. Император не стирал его воспоминания, лишь манипулировал ими. Одни затемнял, другие размывал. Ему было известно о зверях-абригенах Молеха. Он видел их головы на стенах рыцарских твердынь, изучал их изображения и препарировал трупы в освещенных бестиариях. Так почему же он не узнавал эти следы? «Сэр», — повторил Аксиман, — «что мы планируем тут найти?» «Давайте выясним», — произнес Горд, отринув сомнение и шагнув во мрак. Прожекторы доспехов-юстерианцев прочесали широкий вход. И когти гора замерцали синим светом, когда он последовал вглубь. Грубо высеченные стены были покрыты стробоскопическими тенями. Следом вошел Абаддон, а за ним Кибре, Аксимант и Нактуа. Пещера закручивалась вглубь горы примерно на сотню метров. Ее заполняли искаженные отголоски и странным образом отраженный свет. Проход высотой с коридор на звездолете поблескивал от дождевой воды, которая просачивалась сквозь микроскопические трещины в скале. Движущиеся лучи попадали на падающие капли, и между стенами вспыхивали мерцающие радуги. Они остановились, когда из глубин тоннеля донеслось низкое булькающее рычание, чего-то громадного и голодного, предупреждение нарушителям границ. «Что бы это ни было, нам следует оставить его в покое», — произнес Кибре. «В кои-то веки я с тобой полностью согласен, Фальк», — заметил Нактуа. «Нет», — сказал Горд, «мы идем дальше». «Так и знал, что вы это скажете», — произнес Абаддон. «А если мы это встретим, чем бы оно ни было?» — спросил Аксимант. «Мы его убьем». Марниваль приблизился к гору. Все вынули клинки и огнестрельное оружие. Воздух был сырым от брызг. Они стучали по пластинам брони и шипели на активированных лезвиях клинков. «Вы знаете, что это, не так ли?» — спросил Аксимант. «Нет», — ответил Горд, «не знаю». Вновь раздались звуки звериного дыхания, со скрежетом проходящего между влажных клыков. Оно манило гора, пусть даже некая примитивная часть мозга и говорила ему, что даже он не сможет победить то, что таится во тьме под горой, что бы это ни было. Мысль была столь чуждой, что он замер на месте. Вторжение в душу было столь незаметным, что обнаружилось лишь благодаря такой нелепой мысли. Впрочем, казалось, что это не нападение, а скорее некое изначальное свойство пещеры, или же побочный эффект чего-то, произошедшего здесь. Горд двинулся дальше. В конце коридор расширялся в неровную пещеру, полную каплющих сталактитов и напоминающих клинки сталагмитов. Часть из них соединялась в причудливо сросшиеся колонны, которые были сырыми и поблескивали, словно деформированные кости или мутировавшие сухожилия. Середину пещеры заполняло стоячее озеро, поверхность которого походила на базальтовое зеркало. У края воды была свалена разложившаяся растительность. Гниющий навоз и груды костей длиннее человеческого роста. Окружающая температура упала на несколько градусов, и перед магистром войны и его сыновьями затрепетали облачка дыхания. У гора начало пощипывать кожу от присутствия чего-то мучительно знакомого, но при этом совершенно неизвестного. Он уже ощущал подобное у подножия разбитой молнией башни, но это было иначе, сильнее, более насыщенно, как будто его отец стоял где-то вне поля зрения, скрываясь в глубинах и наблюдая. Прожекторы юстерианцев разошлись по залу, и тени вытянулись и поползли. «Я уже был здесь раньше», — произнес он, сняв шлем и пристегнув его к поясу. «Вы помните эту пещеру?» — спросил Аксиман, пока Марневаль и юстерианцы расходились. «Нет, но все фибры моего тела говорят мне, что я стоял здесь», — сказал гор, перемещаясь по залу. Свет, преломляющийся в полупрозрачных колоннах и кристаллических выростах, расцвечивал стены. Зелень желчи — лиловый цвет раковой опухоли, желтизна кровоподтека. Они стояли внутри чрева горы, в буквальном смысле. Пищеварительная камера, свет прожекторов доспехов играл над озером, держась достаточно ровно, чтобы показаться гору низковисящей луной. Не луной Молеха, а луной Теры. Словно озеро было вовсе не водным массивом, а окном во времени. Ему доводилось сидеть с отцом на берегах Уск-Циль, бросая камешки в лунный лик. И на мгновение, просто мимолетное мгновение, он ощутил запах их перенасыщенных солью вод. Свет переместился, и вода стала просто водой. Холодной и недружелюбной, но всего лишь водой. Чувствуя цель все сильнее, гор направился к краю воды. Казалось, над водой поднимается бормотание тысячи голосов. А по стенам, где их совершенно не должно было быть, потянулись тени. Он бросил взгляд назад, на Марниваль. Слышали ли они голоса? Видели ли тени? Он в этом сомневался. Эта пещера не вполне принадлежала этому миру. И что бы ни удерживало ее, оно истончалось. Просто находясь здесь, он выдергивал распутывающиеся нити. Его вновь посетил образ костей и жил. Нечто органическое, строение разума. «Вот что ты здесь сделал», – произнес он, разворачиваясь. «Ты рассек тут мироздание и переделал нас, заставил забыть увиденные нами твои действия». «Сэр», – переспросил Аксимант, – горкивнул сам себе. «Вот скол, который ты оставил, отец. Подобная сила оставляет след, и вот он, отпечаток, который остался, когда ты сотворил свой обман». Износившаяся кромка слегка сдвинулась, скол отошел назад. По пещере начали двигаться призрачные фигуры, которые обретали жизнь, когда он разбередил рану в стыках пространства и времени. Все они выглядели таинственными и размазанными, словно силуэты за грязным стеклом. Они были неясными, однако гор узнал каждого. Он зашагал среди них, улыбаясь, как будто братья были сейчас с ним. «Хан стоял здесь», – произнес гор, и первая фигура остановилась и преклонила колени слева от него. Вторая опустилась справа, а лев вон там. Гор чувствовал, что он сам окружен светом, окутан холодным сиянием. Сам того не зная, он повторял шаги, которые делал почти сто лет назад. Гор отодвинулся назад, отделившись от образа собственного тела, созданного окружающим светом. Как и призраки братьев-примархов, его лучащийся двойник опустился на колени, когда к нему по озеру приблизилась фигура. Золотое пламя и пойманная молния. Император без своей маски. «Что это?» – требовательно спросил Абаддон, подняв болтер и приготовившись стрелять. Фигуры только теперь становились видимыми для них. Гор жестом велел им опустить оружие. «След, оставшийся с минувших дней», – произнес он. «Психический плод общности сознания. Призрак его отца ступал по поверхности озера, безмолвно повторяя какое-то психокогнитивное преобразование, которое сотворил, чтобы переделать пути разума в своих сыновей. «Здесь я забыл молек», – произнес он. «Быть может, здесь же я и вспомню его». Аксиман скинул болтер, прицелившись в загадочное существо на воде. «Вы сказали, это отголосок, психический след?» «Да», – ответил Горд. «А почему тогда от него кипит озеро?» Металлические пальцы хирургиона подрагивали, прилаживая на правую руку Ревена очередной лоскут плоти. Кожа от грудных мышц до запястья была розовой и свежей, как у новорожденного. Боль была сильна, но теперь Ревен знал, что физическое страдание переносить проще всего. Гибель Эдараки Хакон означала, что на него легла обязанность сохранить жизни тысячам солдат, спасшимся из Авадона. Легио Фордитус выиграл для отступающих имперских войск возможность надлежащим образом перегруппироваться в лесных долинах земледельческого пояса. При наличии удачи и попутного ветра, через два дня они должны были соединиться у стен Луперкалии с авангардными подразделениями Молехской гранд-армии Тианы Курион. Координирование военного отхода было нелегким делом само по себе, но Ревену приходилось разбираться еще и с постоянно растущим гражданским компонентом. С севера и востока текли потоки беженцев. Из Ларсы, Хвиты, Леосты и Люфра, со всех земледельческих коммун, заливных ферм и скотоводств, десятки тысяч перепуганных людей на армаде наземных машин, грузовозов и прочего движущегося транспорта, который они нашли, двигались к оборванному воинству Ревена. Он принял бремя с радостью, эта роль поглощала его в достаточной мере, чтобы не давать сосредоточиться на утрате сыновей. Однако стоило угрозе немедленного уничтожения отступить, как Ревен ушел в себя. От пролитых слез и припадков, подпитываемой скорбью ярости, дюжина слуг оказалась избита до полусмерти. Внутри раскрылась дыра, пустота, которую, как он понял лишь теперь, заполняли собой сыновья. Ему никогда не доводилось испытать счастье, сравнимого с рождением Эделика. И появление Озгора было не менее чудесно. Даже Киприан неохотно улыбнулся. Старый ублюдок наконец-то оказался доволен тем, что сделал Ревен. Беннон появился на свет нелегко. Осложнения природок едва не погубили его вместе с матерью. Однако мальчик выжил, хоть и постоянно сидел в трапезных. Его было сложно любить, но в нем была бунтарская жилка, которой Ревен не мог не восхищаться. Смотреть на Беннона было все равно, что глядеться в зеркало. Теперь же остался лишь Озгор, мальчик, который никогда не проявлял склонности или энтузиазма к рыцарству. Вопреки здравому смыслу, Ревен позволил ему последовать за Ликс в змеиный культ. Хирургион завершил свою работу, и Ревен глянул на малиновую, насыщенную кислородом плоть руки. Он кивнул, отпуская человека, который со словами благодарности удалился из серебристого павильона Ревена. Впрочем, хирургионам повезло меньше. Ревен встал со складного походного кресла и налил большой кубок цыбанского вина. Он двигался неловко, новая плоть и восстановленные кости груди были еще хрупкими. Бич погибели, получил тяжелые повреждения, и отдача от боли рыцаря пришлась на его тело. Он выпил вино одним глотком, чтобы притупить боль в боку. Налил еще один. Боль в боку угасла, однако ему требовалось куда больше, чтобы приглушить боль в сердце. «Разумно ли это?» произнесла Ликс, входя в палатку. Она прибыла из вуперкалии поутру. Великолепное валом платье с пластинами из меди и перламутра. «Мои сыновья мертвы», – огрызнулся Ревен, – «и я собираюсь выпить, в сущности, много выпить». «Этим солдатам необходимо руководство имперского командующего», – сказал Ликс. «Как это будет выглядеть, если ты станешь обходить лагерь, шатаясь, будто пьяница?» «Обходить лагерь?» «Этим мужчинам и женщинам нужно тебя видеть», – произнес Ликс, подойдя ближе и прижав кувшин с вином к столу. «Тебе необходимо продемонстрировать, что дом Дивайн с ними, и тогда они встанут рядом с тобой, когда это будет важнее всего?» «Дом Дивайн», – проворчал Ревен. «Дома Дивайн уже практически нет. Этот ублюдок убил и Гелика, и Беннона. Или ты меня не слышала, когда прибыла сюда?» «Я тебя слышала», – ответил Ликс. «Правда?» «Просто хотел убедиться», – бросил Ревен, развернувшись и швырнув кубок через весь павильон. «А то на тебя это произвело такое впечатление, будто я рассказал, как особенно славно сходил облегчиться. «Их убил сам Горд?» «Не произноси этого имени», – взревел Ревен, схватив Ликс за шею и сжимая руку. «Я не желаю его слышать». Ликс сопротивлялась, но он был слишком силен и разъярен от горя. Ревен выдавливал из нее жизнь, и ее лицо сморщилось и приобрело синюшно-лиловый оттенок. Он всегда считал ее глубоко омерзительной, пусть даже ее внешность указывала на противоположное. Она была сломлена внутри, и от этой мысли по его телу прошел спазм отвращения. Он был так же сломлен, как и она. Возможно, они оба заслуживали смерти. Может и так, но она станет первой. «Мои сыновья должны были стать моим бессмертием», – сказал он, едва не плюя ей в лицо и прижав ее спиной к стене павильона. «Моим наследием должно было стать славное продолжение дома Дивайн. Но ублюдок магистр войны положил конец этой мечте. Доспехи моих сыновей ржавеют на пляже Аваддона, а их тела лежат сгнившими и неприбранными. Пища для стервятников». Он почувствовал у своего паха что-то острое и глянул вниз и увидел, что к внутренней стороне бедра прижат крючковатый клык наги. «Я тебе яйца отрежу», – произнесла Ликс, силой вдавливая ему в ногу игольчатое острие. «Вскрою бедренную артерию от промежности до колена. Ты полностью лишишься крови за 30 секунд». Ревен ухмыльнулся и отпустил ее, с удивленным ворчанием отступив от своей сестры жены. Ее лицо вновь обрело свой цвет, и он был уверен, что возбуждение, которое он видел в ее глазах, точно повторяется в его собственных. «Отрежь мне яйца, и тогда дому Дивайн точно конец», – сказал он. «Фигура речи», – отозвалась Ликс, массируя помятое горло. «В любом случае твоя утроба уже высохла, как степь Тасхра», – произнес Ревен, пока Ликс наливала им обоим выпить. Он покачал головой и принял предложенный ею кубок. «Милая сестрица, ну разве мы не отличная пара? Мы такие, какими сделала нас мать», – ответил Ликс. Он кивнул. «Вот тебе и разговоры про то, чтобы обратить волну вспять». «Ничего не изменилось», – произнес Ликс и протянула руку, чтобы погладить розовую кожу у него на шее. Он дернулся от ее прикосновения. «У нас есть еще Озгар, и ему очень хорошо известно, как важно продолжить имя дома». «Для этого мальчика в большей мере отец Ширга-Лиши», – сказал Ревен, лишь теперь осознав, какой ошибкой было подпускать того к змеиному культу. «И судя по тому, что я слышу, ему неинтересно не брать себе всего одну супругу, не становиться отцом ребенка. Он не станет тем, кто сохранит жизнь роду Дивайн. Ему нет необходимости быть отцом, лишь бы поместил дитя в шрево достаточно подходящей супруге», – ответил Ликс. «Но это разговор для того времени, когда завершится война». Ревен кивнул и взял еще вина. Он чувствовал умиротворяющую размытость на пределе восприятия. Вино и болеутоляющие химикалии давали опьяняющую смесь. Он попытался вспомнить, о чем они говорили до любовной ссоры. «Так ты полагаешь, что я все еще тот, чьи действия обратят в вал войны вспять?» «Если на то пошло, я в этом убеждена еще сильнее», – сказал Оликс. «Это еще одно видение?» «Да, расскажи. Я видел обичь погибели в самом сердце великой битвы за Молех. Тяни горы железный кулак. Поступь богов войны сотрясает землю. Рыцари Молеха окружают пламя. Смерть и кровь красной волной разбиваются обичь погибели. А ты сражаешься, словно сам владыка буй». Глаза Оликс затуманились, помутнет от психических катаракт. «Вокруг твоего рыцаря бушует битва, которой завершатся все битвы. Но никакой клинок, никакой снаряд, никакой враг не в силах повергнуть его. И когда наступает назначенный час, на поле боя сразят самого могучего из богов. Его падение становится боевым кличем, и все вокруг выкрикивают имя Дивайн». Пелена на глазах Ликс угасла, и она улыбнулась, словно на нее только что снизошло великое откровение. «Она здесь», – произнесла она, задохнувшись от волнения. «Кто?» – спросил Ревен. Воздух стал холоднее. «Белая нага!» «Она здесь?» Ликс кивнула и обернулась так, словно ожидала увидеть в павильоне Ревена воплощение змеиного культа. «Кровавая жертва, принесенная у Авадона, привела ее божественную сущность в мир людей», – сказала она, взяв его за руку. «Смерть наших сыновей дала тебе право говорить с ней». «Где она?» «В лесу», – ответила Ликс. Ревен фыркнул от неопределенности ответа. «Ты можешь говорить точнее, как мне ее найти?» Ликс покачала головой. «Веди бич погибели в лес, и белая нага найдет тебя!» Оно двигалось быстрее, чем все, что когда-либо встречал Гор. Быстрее эльдарского мастера клинков, быстрее мегарахнидов убийцы, быстрее мыслей. Его тело состояло из тумана и света, шума и ярости. Первым погиб юстерянец. Его торс перерезало посередине, словно он на полном ходу, налетел на ленточную пилу. За один удар сердца тело лишилось крови и органов. Гор пришел в движение раньше всех, ударив когтистой перчаткой в сияющий свет. Его когти рассекли пустой воздух, а ему в живот врезался золотистый кулак. Согнувшись вдвое, он увидел, как оксимант ведет огонь. Вдоводел высматривал цель. Нактуа стоял на одном колене, схватившись за грудь. Абаддон подбежал к нему сбоку, низко держа меч с длинным клинком. Пламя строчащих стволов заливало пещеру с тробоскопическими вспышками. Прожектора доспехов раскачивались и плясали. Беспощадные залпы массореактивных зарядов разносили кристаллические выросты, вышибая куски известнякового камня размером с кулак. Юстерианцы перемещались, чтобы оказаться между нападающим и магистром войны. Стоя на коленях, Нактуа открыл огонь. Кибрэ тоже добавил огонь своих комби-болтеров к прочесывающему обстрелу, не целясь, просто стреляя. Они ни во что не попадали. Внезапно пещеру заполнило величественное сияние. Огненный ангел, державший в распростертых руках мечи из молний. Безликий, безжалостный. Гор понял, что это такое. Создание страж, последняя психическая ловушка, оставленная императором, чтобы уничтожить тех, кто попытается раскопать тайны его прошлого. Гор едва мог зафиксировать взгляд на существе. Его свет был столь яростным, столь ослепительным. С мечей сорвались разветвленные разряды молний. И Оксиманда швырнула через всю пещеру. Его дымящееся тело врезалось в стену. Камень и броня раскололись. Гор знал, что силу удара хватило, чтобы переломить позвоночник. Блестящие синевой мечи хлестнули, словно кнуты. Абаддон нырнул вбок. Ему начисто срезало наплечник. Кусок плеча первого капитана остался внутри, и руку залила яркая кровь. Не успев опомниться, один из юстерианцев сделал шаг в сторону поверженного капитана. Существо обратило свой взгляд на терминатора. Воин пошатнулся. Комби-болтер выпал из его руки. Он силился сорвать себя шлем. В Оксе звучали вопли агонии. В сочленениях доспеха корчилось текучее освещение, которое изливалось наружу стремительными потоками бело-зеленого пламени. Гор открыл когтистую перчатку, загоняя заряды в казеннике встроенных болтеров. Он часто рассказывал об убийце гору Спикисхтонии, который привел его к этому оружию в арсенале давно умершего полководца. Это было не вполне так, однако истина предназначалась для одного лишь гора. Перчатка была изготовлена в барочном стиле, с несравненным мастерством. И хотя в ту пору Гор был немногим более чем не оперившимся юнцом, она подошла к его покрытой кровавыми струпьями руке так, словно ее сделали именно для него. Из оружия полыхнул двухметровый язык пламени, отдача была чудовищной. Но Урцима Левулус хорошо сконструировал доспех, и суспензорные компенсаторы позволили не потерять цель. От ангела полетели брызги света, похожие на расплавленную сталь. Оторвавшееся тело, эссенция потускнела, и за считанные секунды растворилась в пар. Существо издало виск, и воздух между ним и гором пошел волнами от ударной мощи. Последний юстарианец разлетелся на куски. Расщепившись, будто сборный макет чего-то чрезвычайно сложного. Его скелет и внутренние органы распылило на атомы жгучей вспышкой живого света. Гор отлетел назад, как будто его оторвал от земли ураган. Он тяжело рухнул в воду, и леденящий холод выбил из него дыхание, словно удар кулаком. Рот заполнила черная вода. Мускулы гортани мгновенно отреагировали, изолировав легкие и переключив дыхание на вторичные дыхательные органы. Он сплюнул черным и поднялся из воды как раз вовремя, чтобы увидеть, как абаддона пригвоздили к месту пылающие трезубцы молний. Изо рта первого капитана изливался свет. Кибра заливал огненного ангела очередями, окутывая того тучей и стлеющего фосфора. Объем массореактивных зарядов, которого бы хватило, чтобы уложить самца Грокса, не давал никакого эффекта против горящего стража. Гор вышел из озера, с его когтей холестали огненные дуги. Нактуа всадил свой меч в спину ангела. Клинок мгновенно расплавился, и Нактуа вскрикнул от боли, схватившись за изувеченную руку. Оксиман полз в сторону схватки. Его хребет был сломан, и ноги бесполезны. Гор не стал утруждать себя стрельбой по ангелу. Он усилием мысли отключил питание когтей. Существо имело божественное происхождение, и оружие смертных было бесполезно. Он потянулся к единственному альтернативному варианту. Ангел крутанулся ему навстречу, освободив абаддона от своих потрескивающих шипов. Первый капитан упал лицом вниз, едва не изжаренный до смерти божественным огнем. Ангел обрушился на горы. За его спиной раскрылись крылья из яростного пламени. Молниевые мечи превратились в длинные когти. Тело пылало жаром горно. Гор шагнул ему навстречу. Он взмахнул сокрушителем миров снизу вверх, словно метатель молотов из древних времен. Оружие, выкованное рукой самого императора. Сокрушитель миров был даром от Бога. Его смертоносное навершие погрузилось в пылающее тело ангела. Это существо могло прикончить лишь одно – та сила, которая породила его. Ангел взорвался. Умирая, он испускал шлейфы огня, похожие на горящий прометий. Он кричал, так как сила, связывавшая его с этим местом, оказалась разрушена. Когда булава магистра войны завершила свой взмах, ангела уже не было. Его вопль задержался дольше, эхом расходясь по горе, по всему Молиху и по неисчислимым уголкам пространства и времени. Тлеющие угли его горячие, словно солнце, сердцевины оседали на пол пещеры, будто прикованные к могиле светлячки. И с его смертью Гор вспомнил Молих. Он вспомнил все. 16. Флагман Экзогенез Проникновение Даже после случившегося, после предательства, бойни и всего, что произошло впоследствии, у Локена все так же перехватывало дыхание при виде мстительного духа. Он был чудовищен и прекрасен. Золоченая машина, предназначенная лишь для того, чтобы разрушать. «Нам следовало бы знать, что этим все кончится», – прошептал он, когда на планшете замерцало изображение его бывшего флагмана. «Что ты имеешь в виду?» – спросила Рассуа. «Мы покинули Теру, чтобы устроить войну», – произнес Слокен. «Вот и все. Сигизмунд был прав. Война никогда не кончится. Но чего нам еще было ожидать, если мы странствовали среди звезд на кораблях, подобных этому?» «Это был крестовый поход», – сказала Рассуа. «И нельзя планировать отвоевать галактику добрым словом и благими намерениями». Перед тем, как мы достигли Ксенобии, у Эзекиля был такой же спор с Луперкален. Он хотел немедленно начать войну с Интерексами. Магистр войны сказал ему, что Великий Крестовый Поход перетерпел метаморфозу, что раз человеческий род больше не на грани вымирания, суть Крестового Похода должна была измениться. Мы должны были измениться. «Меняться непросто», – произнесла Рассуа. «Особенно людям вроде нас». Локен кивнул. «Нас создали для сражения, для убийства, и сложно изменить то, что был рожден делать. Однако мы были способны еще на столь многое». Он вздохнул. «Чего бы еще, мы не могли достичь такой возможности, у нас никогда не будет. Отныне и впредь нам остается только война». «Это уготовано всем нам», – сказала Рассуа. «Они совершили переход в систему Молеха на самой внутренней границе точке Мандевилля. Рискованный маневр, но при наличии столь хорошего корабля, как Тарнхельм, и искусного пилота стоило рискнуть. Приближение к Молеху осуществлялось почти в полной тишине. Системы Тарнхельма работали на нижнем пределе. Краткий импульс мощного ускорения в момент активности пятен на Солнце направил корабль-невидимку к Молеху. А остальное должна была сделать инерция. Три следующих дня следопыты провели в уединенных размышлениях, готовя свое боевое снаряжение и проводя собственные процедуры подготовки. У Рубио они включали в себя медитацию, у Варина с Северианом маниакальную разборку и сборку оружия. Войт Экскрузом ежечасно играли в регицит, а Калеон Завин оттачивал мономолекулярное лезвие своего клинка из рубящего когтя. Алтон Нагай проводил время, обучая Раму Караяна разновидности боевого искусства, которое выглядело странно умиротворенной. Лишь Брор Тюрфингер не знал покоя, он расхаживал по палубе, словно разгоряченный олень в сезон гона. Локен проводил время в одиночестве, пытаясь не обращать внимания на скрытые тенью очертания фигуры в капюшоне, в углу своей спальной ниши. Он знал, что там ничего нет, только обретшая форму воспоминания, но от этого оно не исчезало. Оно говорило с ним, пусть даже ему было известно, что все слова звучат у него в сознании. Убей меня, когда увидишь меня, убей! Ему досталось, произнес Круз, когда над столом повис покачивающийся образ мстительного духа. Он указал на почерневшие участки корпуса, воронки от попаданий вдоль хребтовых крепостей и согнувшиеся опоры, расплавленные концентрированным огнем лазером. Кто-то заставил его заплатить за победу. Это был сложный бой, сказал Варин, показывая надрифующие островы многочисленных легких крейсеров и орбитальных платформ. Они сошлись вблизи и насмерть. Изображение флагмана магистра войны проецировалось устройством, которое принес Тубол Каин. Какая-то компактная логическая машина, размером примерно с небольшой ящик для боеприпасов. Локен наблюдал, как бывший железный воин водил частью этого приспособления над кораблестроительными планами Сциллы на вилле Ясу Ногосены. Теперь эти схемы отображались в трехмерной галалитической форме, где каждый структурный элемент и отсек были прорисованы до мельчайших деталей. Картинка мерцала, пока с лобовых сканеров Торнхельма загружалась информация, корректирующая внешний облик корабля с того, каким он был построен, на тот, который приближался. Тубол Каин подстраивал устройство с точностью архитектора, приближая различные части корабля. Действуя так быстро, что остальные не успевали за его работой, бывший железный воин выискивал слабые места конструкции и прорехи в обороне, которыми они могли бы воспользоваться. «Есть что-нибудь?» – спросил Тюрфингер, барабаня пальцами по столу. «Под фюзеляжный хребет на левом борту выглядит подходяще», – сказал Севериан. «Если ты хочешь умереть», – отозвался Каин. «Что?» – с низкой и угрожающей интонацией переспросил Севериан. «Посмотри на внутреннее устройство дальше», – произнес Каин. «Выделяю секцию поперечного ребра жесткости. Мстительный дух относится к типу Глориана, а не Церцея. Мы пройдем слишком близко к главной проходной магистрали. Здесь, здесь и здесь будет автоматическая защита. А на этих перекрестках – сторожевая охрана. Я мог бы мимо них пройти. Но ты же делаешь это не один, так ведь?» Севериан пожал плечами и снова сел. «И что ты предложишь?» «Как я и говорил Локину, у большинства кораблей с самым слабым местом всегда являются нижние палубы. В точности, как я подозревал, они не обращены к планете внизу». «Ну и?» – спросил Варин. «Эх ты!» – отозвался Каин, качая головой. «Так зациклено на том, чтобы всадить топор кому-нибудь в голову». «Я его скоро тебе в голову всажу», – пообещал Варин. «Почему?» «Я просто рассказываю вам, как лучше проникнуть на нашу цель». «Объясни, каким образом», – сказал Локин. Каин приблизил нижние палубы, участок корпуса, истерзанный попаданиями торпед и бортовых залпов. «Судя по тому, что об этих секциях помнил Локин, Каин показывал спальные отсеки и помещения для боеприпасов. На Глорианах конструкции Сцилы эти области предназначались для чернорабочих, орудийных команд и прочих отбросов, опускавшихся в чрево корабля», – произнес Каин. «Это место не для Легиона, так что весьма маловероятно, что там проводили какой-либо ремонт». «Вот тут», – сказал Рама Караяна, указывая на воронку от попадания в тени обрушившейся отражающей системы. «Это была глубокая выбоина на борту Мстительного Духа, практически незаметная даже для устройства Каина. Рана, размеров которой Таранхельму хватит, чтобы с легкостью войти». «Хороший выбор, мастер Караян», – произнес Каин. «Передай это Рассуа», – сказал Локен. «Я уже это сделал», – ответил Каин. Рассуа положилась на устройство Каина и движение Таранхельма, предоставив кораблю нащупывать путь вдоль лабиринтов эсминцев, фрегатов, мониторов системы и орбитальных патрульных катеров. Прибор Каина был подключен к панели бортовой электроники корабля и генерировал постоянно обновляющийся маршрут. Флот предателей был огромен. На высокой орбите пришвартовалось много сотен звездолетов. Большие корабли держались в геостационарной позиции, но более не совершали никаких движений. Рассуа требовалось тревожиться только о легких крейсерах и эсминцах. Те патрулировали пустоту над Молехом, одновременно выступая в роли бдительных охотников и сторожевых псов. Предупреждающие ауспики полосовали орбитальное пространство в поисках добычи. Рассуа не считала, что они смогут учуять незаметного лазутчика, даже если бы поисковая волна прошлась прямо по Торнхельму. Однако на случай, если врагу повезет, она вела Торнхельм призраком среди груд орбитального мусора, чтобы между ней и охотниками было как можно больше дрейфующих остров. Это был именно такой, изящный, сверхсложный стиль полета, которого мог достичь лишь тот, кого воспитали и подвергли аугментации хирурги-магистра вклад. И все равно ее лоб покрылся тонкой блестящей пленкой испарины. «Дай мне знать, как только любой из этих эсминцев изменит курс хоть на микрон», – произнесла она. Каин кивнул, но наградил ее снисходительно покровительственным взглядом. Она точно не знала, что из себя представляет его устройство, однако Каин утверждал, будто оно в состоянии найти путь даже сквозь самые плотные слои обороны, и до сих пор оно их не подвело. В верхнюю орбиту усеивали установленные после боя мины, электромагнитные пульсары и пассивные ауспики, но прибор учуял каждый из них и внес в курс поправки, чтобы избежать их. Когда она спросила у него, откуда оно взялось, он ответил лишь, что эту безделушку создал владыка. В один из периодов наиболее замкнутого настроения. Она рассмеялась и сказала, что не думала, что его примарх склонен к замкнутости. Он странно поглядел на нее и ответил, чем сильнее и оригинальнее разум, тем более он будет склоняться к уединению. Покинув ее заверением, что прибор будет безупречно работать и без него, Каин вернулся в отсек для экипажа, и его место занял Арис Войтек. Рассуа предстояло вести корабль, а Войтеку управлять его орудиями. Любая существенная стрельба, скорее всего, выдала бы их присутствие так же ясно, как оповещение по Воксу, однако было лучше оставаться на готове. Войтек подключился к консоли, и его чувства переплелись с пассивным ауспиком. «Управляемая сервитером одна зарядка», — произнес он, зафиксировав активность сканеров торпеды, в которую был встроен сервитер, чтобы запустить ее при обнаружении цели. «900 километров вверх на 10 часов!» «Вижу ее», — отозвалась Рассуа, «меняя курс, чтобы обойтись сектора хвата». «Перекрывающая сторожевая система прямо по ходу», — сказал Войтек, «ты можешь сжечь ее ауспик узконаправленным волкитным лучом?» «Могу, генерирую расчет микроимпульса». «Арест, подожди», — произнес Рубио, возникнув в люке позади них. Его лицо было покрыто морщинами от напряжения. «Не стреляй в нее!» «Почему нет?» — спросил Войтек. «У меня есть идеальный огневой расчет. Уничтожишь ее и оповестишь наших врагов. Я не собираюсь ее уничтожать, просто ослеплю основной ауспик. Тебе надо волноваться не об ауспике. Собьем ее и откроем просвет необходимых размеров», — пояснил Войтек. «Эти штуки отправляют на командный корабль сообщение, только когда что-то засекут. Никто не заметит, что она погасла». «Открой огонь и узнаешь, насколько сильно можешь ошибаться», — сказал Рубио. «На борту есть извращенный разум механикума, нечто аналогичное талаксам, но имеющее единственное назначение — поддерживать связь в цепи ауспиков. Если нарушишь цепь, враг узнает о нашем присутствии. Нам нужен этот просвет», — произнесла Рассуа. «Игрушка Каина сможет найти дорогу на мстительный дух только при наличии просвета». Рубио кивнул и прикрыл глаза. «Я дам тебе просвет, Рассуа. Арис, будь готов, стреляй по моей команде». Веки Рубио окутала Марьева колдовского свечения, и на его хрустальном капюшоне запульсировали коронные разряды. Рассуа почувствовала, как волосы у нее на загривке встают дыбом. Глаза Рубио метались из стороны в сторону, словно он следовал по извилистому лабиринту, где один неверный поворот означал катастрофу. Его губы разошлись, выдохнув ледяной туман. «Стреляй!» произнес он. «Сейчас!» Рассуа не заметила, как что-либо произошло. Войтек управлял орудиями посредством имплантированной серво-руки, а волкитный луч был слишком быстрым и точным, и все же она затаила дыхание. Рубио открыл глаза, но его капюшон продолжал светиться. Кожа побледнела, он выглядел так, словно только что съел нечто неприятное. «Что ты сделал?» поинтересовалась Рассуа. «Поместил в его грязное сознание образ мертвого космоса», — ответил Рубио. Войтек уничтожил его глаза, однако оно видит то, что я хочу. Оно полагает, что до сих пор является частью цепи ауспиков. «Как долго оно будет так считать?» «Пока я сохраняю прочность образа в его разуме», — ответил Рубио, крепко ухватившись за дверные опоры. Усилия по поддержанию ложных мыслей в сознании аномального киборга не проходили даром. Лагистр Каина издал звон, обнаружив вновь созданный просвет, и предложил курс. Рассуа уже заводила Тарнхельм туда при помощи тяги маневровых двигателей. «Лети ровно и плавно», — предостерег Рубио. «Я только так и летаю», — заверила его Рассуа. Перед Тарнхельмом увеличивался в размерах мстительный дух. Громадное сооружение из черного металла, находившееся в двухстах километрах и приближавшееся. При виде флагмана магистра войны Рассуа затрепетала, словно он был ненасытным океанским хищником, а они истекающим кровью лакомым куском, который беззаботно плыл в его направление. Все в мстительном духе излучало угрозу. Каждая орудийная амбразура представляла собой щерющуюся пасть. Каждая закрытая бортовая батарея — зубчатое скопление горгулий и демонов. Огромные янтарные глаза на бортах, каждый из которых был не меньше сотни метров в поперечнике, неотрывно глядели на нее. Носовой клинок был кинжалом убийцы, единственным предназначением которого было перерезать ей горло. Рассуа попыталась избавиться от наползающего ужаса, который вызывал корабль. «Трон — это же просто звездолет!» Стали камень, двигатель и экипаж. Чтобы очистить мысли, она зашептала мантры клады. Она сосредоточилась на мониторах и элементах управления Тарнхельма, но постоянно обнаруживала, что ее взгляд вновь притягивает выкованные в преисподние глаза мстительного духа. Воронка от попадания зияла перед Тарнхельмом, словно врата в бездну, словно черная дыра, ведущая в неизвестное. «У звездолетов есть машинные духи, верно?» — спросила Рассуа. Войтек поднял глаза от консоли. На его полумеханическом лице читалась озадаченность от того, какое время она выбрала для вопроса. «Дар амнисии!» «Да!» — наконец произнес он. «Любую сложную машину наделяют им в момент активации. Чем крупнее машина, тем сильнее дух. И каков же дух этого корабля?» «Тебе известно его назначение. Так как ты думаешь?» «Я думаю, что всякого корабля, который строили, чтобы властвовать над миром, полным ядом от смерти, лучше избегать. И все же мы должны влезть в сердце этого», — произнес Войтек. И мстительный дух полностью поглотил Тарнхельм. Они встретились на острове посреди искусственного озера. На мягко колышущейся поверхности трепетал отраженный свет луны. Это место говорило о прежних периодах истории Легиона, до того, как ритуал заменил традицию, когда все было проще. Теперь же казалось, что даже простота была обманом. Пылающее копье, всаженное в землю в центре острова, горело оранжевым светом. Окутывая черты лиц, собравшихся здоровым румяным сиянием, скрывавшим их подлинное состояние. Кожа абаддона напоминала восковую, из-за регенеративных бальзамов и пересаженных лоскутов плоти. Нактуа теперь выделялся пощелкивающей аугметикой на месте правой руки, а Оксиманда поддерживал спиной каркас, пока срастались его разгробленные позвонки. Только фаль Кибра вышел из схватки с огненным ангелом невредимым. Рядом с Марнивалем стоял Малагарст, который в кое-то веки выглядел наименее пострадавшим среди них. Герги Радон и его растущая группа луперков тоже собрались послушать о следующем этапе вторжения. «Сыновья мои, мы совершили великие дела! Однако самый тяжелый бой еще впереди!» Начал Горд, обходя горящее копье и приложив руку к янтарному оку на своей груди. «Перед нами сосредотачиваются враги, целое воинство людей и бронетехники тянется до самой горы Железный Кулак. Армии собираются со всего Молеха, но они не помешают нам достичь луперкалии». Из круга выступил Оксимант. «Ну, конечно, это должен был быть Оксимант. Он уже сотни раз провел грядущее сражение у себя в голове. Из всех его сыновей маленький гор Оксимант был самым дотошным, самым добросовестным, тем, чей образ мысли был ближе всего к его собственному». «Соотношение сил не в нашу пользу, мой повелитель», произнес Оксимант. «Не все в сражении определяется соотношением сил», заметил Кибре. «Я знаю, Фальк, и все же нас превосходят в соотношении почти пятьдесят к одному. Возможно, если бы вместе с нами сражалась Гвардия Смерти...» «Наши братья из четырнадцатого легиона готовы стать наковальней, на которой Молот сынов Гора сокрушит имперцев», произнес Горд. «Они будут с нами в предстоящем бою», спросил Оксимант. «Мы можем на это рассчитывать». «А тебе случалось видеть, чтобы пехотинцы Мортариона подводили», поинтересовался Горд. Оксимант кивнул, соглашаясь по этому вопросу. «Каковы ваши приказы?» «Просты. Мы сражаемся за живых и убиваем за мертвых. Разве не так вы говорите?» «Что-то в этом роде», — ухмыльнулся Оксимант. «А что в Луперкалии?» — спросил Абаддон, голос которого от огня навеки стал опаленным хрипом. «Что вы узнали со смертью тварей в пещере?» Горд кивнул. «Я вспомнил, зачем император приходил сюда, что он обнаружил и почему. Он не хотел, чтобы об этом знал кто-то еще. В Луперкалии я найду то, что нам нужно, чтобы победить в этой долгой войне». «Так что оно вам показало?» — спросил Оксимант. «Всему свое время», — сказал Горд. «Но сперва у меня есть для вас вопрос, мои сыновья. Знает ли кто-нибудь из вас, как на старой земле зародилась жизнь?» Никто не ответил, но он и не ждал от них этого. Вопрос выходил далеко за рамки их обычного круга тем. «Сэр», — переспросил Малагарст, — «как это связано с Молехом?» «Полностью», — ответил Горд, наслаждаясь редкой возможностью побыть учителем, а не воином. Некоторые из ученых Земли полагали, что жизнь зародилась в ходе непроизвольной химической реакции в глубине океана, возле гидротермальных источников, случайный энергетический градиент, который обеспечил преобразование диоксида углерода и водорода в простые аминокислоты и протоклетки. Другие считали, что жизнь пришла на Землю посредством экзогенеза, что микроорганизмы были погребены в сердце комет, странствующих в пустоте. Горд подошел к краю озера, воины расступились перед ним. Он опустился на колени и зачерпнул ладонью пригоршню воды. Он обернулся к сыновьям и дал ей протечь между пальцев. «Но я и вы появились не так», — произнес Горд. «Как выясняется, наш сон начался вообще не на Земле». Локен никогда не бывал в этой части корабля, но даже в противном случае он сомневался, что узнал бы ее. Тарнхельм сел под наклоном на пологом скате согнутой плиты, обращенной в пустоту. Посадочные захваты крепко прижимали его к палубе, а Рассуа продолжала держать двигатели на минимальных оборотах. Локен вывел следопытов из корабля в воронку на мстительном духе. Из его брони исходили облачка выдохов. От нагретого ранца доспеха тянулись шлейфы пара. Пока он пересекал пробитое помещение, шлем был заполнен звуком дыхания. «Рассуа, когда мы окажемся внутри, выводи Тарнхельм наружу и как можно лучше следи за нашим перемещением через локаторы доспехов», — произнес Локен. «И держись ближе к корпусу. Если все пойдет плохо, нам понадобится быстрая эвакуация». «Хочешь, чтобы я глядела своим глазом охотника?» — спросила пилот. «Так хорошо, как только можешь. Положись на это», — сказала Рассуа, давая отбой. Перед ним тянулось бескрайнее пространство, нескончаемый черный гобелен пустоты и точек света возрастом в ионы. Позади находился корабль, где он познал наивысшее счастье и глубочайшее горе. Он вновь оказался на мстительном духе и не знал, что чувствовать по этому поводу. В этих арсеналах и коридорах сформировались его лучшие и худшие воспоминания. Он встретил своих лучших друзей и увидел, как они стали самыми ужасными из его врагов. Локен ощущал себя убийцей, на месте преступления или же терзаемым призраком, который вновь посещает место своей смерти. Он знал, что вернуться сюда будет непросто. Однако находиться здесь наяву было совершенно другим делом. На его левый наплечник легла рука. Раньше он гордо носил там геральдический символ сынов гора. Теперь там было пустое место, отполированное и серое. «Знаю, парень», — произнес Ектон Круз. «Странно вернуться, а?» «Мы долгое время называли этот корабль своим домом», — сказал Локен. «Я помню». Круз постучал пальцем по виску. «Помни его, каким он был, а не тем чудовищем, в которое они его превратили. На этом корабле все началось, на нем все и закончится. Помяни мое слово, парень». «Это просто корабль», — произнес Севериан, двигаясь по смятой палубе. «Сталь и камень, двигатель и экипаж». Круз покачал головой и последовал за Северианом. Локен почувствовал на себе взгляд древних глаз. Он сказал себе, что это всего лишь игра воображения, и направился за Крузом. Он двигался за остальной частью группы вглубь пещеры, выбитой в борту корабля. Судя по внешнему виду стен, это было спальное помещение. Теперь оно оказалось опустошено. Чтобы за оружие не разорвало корпус корабля, взрыв выбросил в космос все незакрепленные элементы аппаратуры. «Перпендикулярный удар», — произнес Арис Войтек, указывая на линии разрыва и направление взрывной деформации. «Удачное попадание! Торпеду сбили точечные защитные орудия, и она ушла с курса по спирали». «Интересно, считали ли его удачным люди внутри?» — сказал Алтан Нагай. «Удачно или нет, но они все равно умерли». «Это были предатели», — произнес Варен, пробираясь мимо. «Какая разница, как они погибли? Они умерли, и этого достаточно». «Они умирали с криками», — сказал Рубио, прижав руку к боку своего шлема, и они кричали очень долго. Следопыты рассредоточились, двигаясь к неповрежденному участку ближайшей внутренней переборки. Войтек прошел вдоль стены. Его серворуки постукивали и пощелкивали по переборке, словно что-то выискивали. «Здесь», — произнес он, — «на той стороне есть атмосфера. Каин!» «Начинаю», — отозвался Каин. Он поставил у ног Войтека то же самое устройство, которым пользовался для прохода сквозь лабиринт рассеянных защитных сооружений, окружавших мстительный дух. Отсоединив выносной зонт, подключенный витым кабелем, он поводил им вверх-вниз. «Ты прав, мастер Войтек», — сказал он, сверившись мягко светящимся экраном на приборе. Коридор с одного конца запечатанный обломками. Корабельные чертежи указывают, что в другую сторону есть проход — второстепенный туннель, который ведет к линии подвода боеприпасов нижней орудийной палубы. «Он приведет нас вглубь корабля?» — спросил Локин. «Я уже сказал, что приведет», — ответил Каин. «Ты не знаком со схемой второстепенных туннелей орудийных уровней?» «Нет, не особенно». Каин покачал головой, упаковывая свое устройство и вставив зонт на место. «Лунные волки — это чудо, что вы вообще хоть как-то ориентировались». Севериан вытащил свой боевой клинок. «Если хочешь, я могу его убить», — предложил он. «Возможно, позже», — отозвался Локин. Севериан пожал плечами и наклонился на царапать на стене символ — угловатую руну, состоящую из вертикальных и пересекающихся линий. «Ты знаешь футарк?» — спросил Брор Тюрфингер, заглянув Севериану через плечо. «Откуда ты знаешь футарк?» «Что такое футарк?» — поинтересовался Локин. «Боевые символы», — ответил Севериан. «Разведчики космических волков, прошу прощения, волка Фенрика пользуются ими, чтобы направлять следующие за ними силы внутри пустотных скитальцев и тому подобного. Каждый знак содержит в себе основную информацию о том, что находится впереди и наилучших маршрутах. Что-то в этом роде». «Ты не ответил на мой вопрос», — произнес Брор Тюрфингер. «25-я рота не раз несла службу вместе с вами», — сказал Севериан, завершая надпись. «Меня этому научил волк по имени Свессл». «Если я его еще увижу, он об этом пожалеет», — проворчал Брор. Мимо Брора и Севериана прошли Круз и Рама Караян. Они начали доставать из узких ящиков, в которых возможно когда-то хранились ракеты для пусковых установок, массивные распорки и переносные генераторы. Это была сфера компетенции Караяна, и тот быстро установил нечто, напоминающее каркасный шаблон двери. При помощи Войтека Караян прицепил сооружение к генератору и крутил ручку, пока лампочка на боку не загорелась зеленым. Караян нажал на активационный переключатель с защелкой. Вокруг внутренних кромок рамы замерцала текучая энергия, которая стала распространяться, пока не заполнила внутреннее пространство, будто поверхность мыльного пузыря. Она колыхалась, затуманиваясь цветами радуги. «Герметизирующее поле установлено», — произнес Караян. «Делать брешь безопасно». Войтек кивнул, и его серворуки протянулись сквозь поле, ухватившись за выступы на переборке. «Создаю проход», — сказал Караян, и высокоточные мелторезыки на тыльной стороне рамы вспыхнули с краткосрочной, но яростной интенсивностью. Они мгновенно рассекли переборку, и Арис Войтек выдернул вырезанную металлическую плиту сквозь герметизирующее поле. «Мы внутри», — произнес Варин. Заявление магистра войны вызвало шок, недоверие и замешательство. Оксимант почувствовал, что магистр войны говорит правду, и земля под ногами превращается в зыбучий песок. «Разве вы этого не чувствуете, сыны мои?» — продолжил Гор. «Не ощущаете, насколько особенное место Молях? Как он выделяется среди всех миров, что мы завоевали?» Оксимант обнаружил, что кивает, и увидел, что не одинок в этом. Луперкаль зашагал по кругу, на каждой фразе ударяя кулаком в ладонь. На заре великого переселения император совершил путешествие сюда, в скромном обличье, и нашел врата во владение бессмертных богов. Он предложил им то, что мог предложить лишь желающий стать богом, и они поверили ему. Они наделили его толикой своей силы, и при помощи этой силы он разработал науку, раскрывающую и тайны созидания. Говоря, Гор сиял, словно уже вознесся на божественный уровень реальности. Однако император не собирался возвращать свой долг богам. Он обратился к ним, принял их дары и объединил собственным генетическим мастерством, чтобы породить полубогов. Император порицает варп как неестественный, но лишь для того, чтобы никто более не осмелился воспользоваться им. «В моих жилах течет кровь нематериального царства. Она течет в жилах каждого из нас, ведь я сын императора, а вы сыны гора». И на Молихе раскрыли секрет нашего бытия. Проход к этой силе находится в Луперкалии, глубоко под горной скалой. Он запечатан от света ревнивым богом, который знал, что придет день, когда один из его сыновей вожелает превзойти его свершение. И, наконец, Аксиман понял, почему они явились сюда, почему тратили столько ресурсов и противоречили всей логике войны, чтобы последовать по стопам божества. Это должен был быть миг, когда они восстанут, чтобы бросить императору вызов при помощи того самого оружия, которое он берег для самого себя. Это должно было стать апофеозом каждого из них. Караян и Севериан пошли впереди, углубляясь в запутанный хаос коридора по ту сторону герметизирующего поля. Следом двинулись Локен и Круз, за которыми быстро последовали остальные. Коридор был темным и загроможденным, раскуроченным металлом. Дорогу освещали только слабое свечение линз шлемов и случайные искры, коротящие аппаратуры. Палубу истилали обломки. В воздухе рассеивалась влага и пар из разорванных труб. Авточувства Локена воспринимали это, как застоявшуюся воду в стылом горном водоеме. Он услышал помехи, напоминающие скрежет терки по камню. Протяжный шепот. «Семь нерожденных!» «Шепчущие вершины!» «Самус!» «Самус здесь!» Локен встряхнул головой, чтобы прогнать непрошенную мысль. Однако-то засело, словно осколок, углубляющийся вплоть. Он увидел, как Рубио протянул руку к стене, чтобы удержать равновесие, а затем отдернул ее, словно поверхность была докрасна раскалена. Локен уставился на спину Калиона Завина, представляя, как бы та выглядела, если бы ее разорвал массореактивный заряд или же вспорол цепной меч. Он задумался, будет ли предсмертный крик Завина сопровождаться безупречно высоким эхом. Локен спросил Алтон Нагай. «Что-то не так?» «Темп твоего сердцебиения повышен». «Я в порядке», — сказал Локен. Образ убийства не отпускал, словно привкус крови. «Это место, тяжело возвращаться. Если апотекарий и расслышал ложь, то не подал виду». Локен двинулся дальше, слыша возле плеча тихое дыхание, которого не мог слышать. Они прошли по коридору, добравшись до перекрестка, где раздавались отголоски падения капель. А с потолка свисали перепутанные кабели. И с мятой распределительной коробки с шипением летели синие искры. На стене было грубо нарисовано белой краской око гора. Потеки создавали впечатление, будто оно плачет молочными слезами. «Каин, куда?» Как я и говорил, прямо и вверх по лестнице в конце. Северян уже двигался, крепко прижимая к себе болтер. Казалось, что выше пояса его тело сохраняет абсолютную неподвижность. Ствол оружия ни разу не шелохнулся, ни на миллиметр не отклонился от линии взгляда. Бесшумное перемещение в силовой броне было трюком, который мало кому удавалось освоить. Но Северян и Караян подняли его до уровня искусства. Если уж на то пошло, рама Караян двигался даже с меньшим видимым напряжением, чем Северян, повторяя его маршрут по мере продвижения вперед. По сравнению с ними, Локен ощущал себя неуклюжим. Эхо каждого его шага звучало, будто топающая поступь Дридноута. Он видел, что остальные чувствуют то же самое. Зубы Локена заныли от раздавшегося позади скрипа клинка, напоминающего скрежет пилы апотекария по кости. Проявив уважение к неудовольствию Брора Тюрфингера, Северян предоставил воину стаи отмечать их путь. Грядущий штурм предстояло осуществлять его генетическому предку, и эта симметричность доставляла ему удовольствие. Железная лестница оказалась именно там, где и говорил Каин, и следопыты поднялись на одну из подфюзеляжных орудийных палуб. Наверху открылось помещение с высоким потолком и акустическими щитами, которые провисали на стенах скомканными кусками и заполняли воздух парящими пылинками. Еще одно око гора на стене. Локен протянул руку и потрогал его. Краска еще не высохла. Линия подвода боеприпасов, защищенная от выброса из орудий, перегретого сжатого пропилена тяжелыми щитовыми заслонками, представляла собой заглубленный проход шириной в 10 метров под рядом орудий. В ходе боя по рельсам бы перемещался непрерывный поток плоских каталог, которые бы распределяли снаряды по батареям макропушек и оттаскивали стреляные гильзы в плавильне. Орудия молчали, но в громадных лебедках гремели цепи, а воздух вибрировал от гула магазинных подъемников. Вернулся кислый запах, который Локен чувствовал раньше, на этот раз сильнее. Голоса, скребущиеся на пределе слуха, словно оставленные под дождем животные, стали отчетливее. «Что это?» – произнес Завин. «Ты это слышишь?» – спросил Локен. «Ну, конечно, похоже на полу настроенный вокс в соседней комнате», – ответил Завин. «Повторяет одно и то же, раз за разом». «Что ты слышишь?» – настойчиво спросил Рубио. «Точно не знаю», – сказал Завин. «Барматание. Маэль шаэль атеракия, что бы это ни означало». «Нет, это вообще не слова», – произнес Варин. «Это крики. Или, быть может, кто-то пытается прорубиться сквозь адамантии при помощи цепного топора?» «Это ты такое слышишь?» – поинтересовался Тубал Каин. «Должно быть, все эти удары по голове повредили у тебя в мозгу центры слухового восприятия». Рубио встал между Каином и Варином. На его психическом капюшоне замерцало свечение, хотя он и не имел к нему никакого отношения. «Что ты слышишь?» – требовательно спросил Рубио. «Шум орудийной палубы», – ответил Каин. «Что еще я могу слышать?» Рубио кивнул. «Радуйся, что ты полностью здравомыслящий человек», – Тубал Каин. «Что происходит, Рубио?» – спросил Локен. Псайкер повернулся, обращаясь ко всем. «Что бы вам ни слышалось, это не по-настоящему. Под поверхностью бурлит психическая энергия низкого уровня. Это как фоновое излучение, но внутри сознания». «Это опасно?» – спросил Нагай. «Я фиксирую у каждого из вас повышенный уровень адреналина и боевых рефлексов. Потому что он только что сказал нам, что мы под действием Малификарума», – прошептал Брор Тюрфингер, оскалив клыки. Мейсер Варен отцепил свой топор. Его палец завис над активационной кнопкой. Шум, издаваемый цепными зубьями, был слышен на сотни метров во всех направлениях. Рубио сжал кулаки, и в хрустальной матрице его капюшона заплясали призрачные огоньки. Шепот в шлеме Локена поплыл прочь, словно его уносило сильным ветром. Вскоре он пропал, остался лишь вибрирующий стук орудийной палубы. Локен выдохнул. «Что ты делаешь?» – спросил Тюрфингер у Рубио. «Защищаю всех вас от психических излияний, которые пронизывают этот корабль», – произнес Псайкер. И Локен услышал в его голосе напряжение. «Все, что вы услышите с этого момента, будет правдой». Эта мысль не добавила Локену комфорта. 17. Звери Молеха. Критично важное. Нет совершенства без несовершенства. Горизонт пылал уже несколько дней. Джунгли горели не в первый раз. Однако за всю жизнь лорду Балморну Донору, не доводилось видеть ничего, сравнимого по масштабу с этим пожаром. Хуже того, передний край огня находился в лучшем случае в одном дне от них. «Это гвардия смерти?» – спросил Робарт, подведя своего рыцаря на стену к отцу. Ногу рыцаря Робарда починили, однако ее латали второразрядные подмастерья. Основное направление вражеской атаки располагалось на севере, и с общинной черты сняли адептов механикума и большинство сакрестанцев. Их всех направили на гору Железный Кулак, чтобы обслуживать бога машины Легио Круциус. «Это не может быть гвардия смерти», – отозвался он. «Это никто не может быть. Даже самым мощным огнеметом, химическим чистильщиком или радиационным бомбам потребуются месяцы или годы, чтобы проложить подходящую дорогу, не уничтожив собственную армию». «Тогда что это?» Лорд Донор не стал торопиться с ответом. Его сенсориум отображал небо в виде плоской черной кляксы. Но иногда, всего на долю секунды, она расходилась с гудением помех, будто невообразимо огромный рой мух. «Не знаю, мальчик», – наконец сказал он. «Но чертовски уверен, что это не огонь». «Мой термальный ауспик утверждает противоположное», – произнес Роберт. «Как и орудие стены». «Да, но показатели подскакивают вверх, затем затухают почти до нуля. А потом цикл повторяется», – заметил Лорд Донор. «Проклятье! Я не эксперт, но даже мне известно, что огонь себя так не ведет. Я не знаю ничего, что бы себя так вело. Так что нам делать? То, что мы делаем всегда, сын», – произнес Лорд Донор, – «держать черту». Спустя час на стену обрушились стаи зверей. Первыми появились асджархиды. Самые быстрые из великих зверей мчались впереди черной волны, охватывающей джунгли. Длинные шеи покрывала чешуя и перья. Крокодилии и клювы растягивались и щелкали в животной панике. Когда они оказались в тысячи метров от общинной черты, настенные орудия открыли огонь. Шум был ужасающим, даже под прикрытием брони рыцаря. Лорд Донор отфильтровывал крики и наблюдал, как стаи атакуют сквозь стремительный ураган огня роторных пушек. Не обращая внимания на бойню, подскакивающие налетающие птицы вопили. Когда их срезали безжалостные снаряды, на шестистах метрах начали стрелять рыцари Дома Донор. Заряды боевых пушек оставляли после себя пятиметровые воронки и разлетающиеся расчлененные тела. Стаберные орудия прорезали в орде кровавые борозды. Многие падали и следующие позади топтали их в кашу. Поле боя превратилось в болото из пропитанной кровью земли и не поддающегося опознанию мяса. Воздух заполнился красной дымкой и приобрел привкус металлической стружки. Следующие стаи стали ксеносмилусов. Сотни чудовищных четвероногих с рыком отчаяния бросались на стену. Орудия размазывали их. Тысячи кровавых взрывов рвали плоти кости. Василийские медузы железной бригады Копикулу метали через стену снаряды, подняв стволы на максимальный угол возвышения. Сейсмические ударные волны и сокрушающее давление от близких детонаций сотрясало стену, и кладку на фасаде рассекли острые трещины. Целые участки общинной черты заметно просели. Слово «резня» было недоступным для описания боя. Однако вскоре беснующиеся стаи нашли просветы, где настенные орудия общинной черты были неэффективны. Оказавшись слишком близко для артиллерийской атаки, потоки хищных зверей плынули к стене. «За мной!» – закричал лорд Донор, зашагав закрыть просветы. Он покрутил плечами, и его рыцарь отреагировал. Орудия зарядились. Лотки с боекомплектом встали на места. Твердые пули загнало в казенники. В поле зрения защелкали значки целеуказания. Слишком много, чтобы выбирать. Слишком много целей, чтобы промахнуться. Лорд Донор почувствовал дух рыцаря и возбуждение всех его предыдущих пилотов в мгновение близости смерти. Другие аристократы наделяли своих рыцарей именами. Однако для дома Донор важен был человек внутри. Машина может обладать славным прошлым. Но соедините ее с плохим воином, и никакая слава уже не будет иметь значения. Лорд Донор насчитал по меньшей мере две сотни ажджархидов и вдвое больше ксеносмилусов. Зверей было больше, чем он видел за всю свою жизнь. Шипящие, ухающие и каркающие стаи. И впрямь пытались проложить себе дорогу сквозь стену при помощи когтей и зубов. Что же настолько плохое находилось у них за спиной, что оно заставило их уничтожать себя подобным образом? От линии деревьев сочились черные миазмы, гряда рыскающего дыма. Все насекомые планеты явились понаблюдать за убийством. Не было времени размышлять, требовалось сражаться. Ажджархиды находились в ловушке у подножия стены. Они верещали и бились до смерти у заваленного трупами основания. Стаи ксеносмилусов карабкались на стену, словно осаждающие, погружая твердые, как железо, когти, высыпающуюся и трескающуюся кладку и подтягивая свои громадные тела вверх по наклонной поверхности. Лорд Донор наметил толкущуюся стаю у подножия стены и дал сдвоенный выстрел из установки боевого орудия. Поднялись два грибовидных взрыва. В воздухе разлетелись изуродованные тела, обожженные до неузнаваемости. Стаберная пушка прошлась из стороны в сторону, срывая ревущих зверей со стены. Трупы соскальзывали вниз, присоединяясь к постоянно растущей груди мертвых животных у основания. Турель справа от него разлетелась от преждевременного взрыва пары дефектных снарядов. Раскуроченный овал почерневшего металла, пылая, рухнул со стены. Все больше турелей смолкало по мере того, как истощались их резервы боеприпасов. «Закрыть просветы», — скомандовал лорд Донор. «Роберт, разберись здесь!» Рыцарь его сына зашигал к осыпающемуся участку стены, где еще стояло дымящееся основание турели. Упершись в стену одной ногой, Роберт наклонился и всадил во рду свое термальное копье. Разогретый до температуры магмы, воздух с визгом полыхнул среди ажджархидов, испарив по меньшей мере девять из них. Стабер очистил стену. Однако на каждую дюжину убитых ими зверей позади возникало вдвое больше. Распадающиеся джунгли покидал непрерывный поток монстров. Смерть от имперских пушек была для них предпочтительнее встречи с тем, что выгнало их из лаговищ. Черные миазмы растворяли толстые стволы деревьев, превращая их в разлагающийся перегной. Ксеносмилусы взобрались на вал. Их массивные лапы были окровавлены. Когти практически выдрало в ходе подъема. Лорд Донор обезглавил зверя одним выстрелом. «Слишком близко для боевой пушки!» – закричал Роберт. «Идеально для работы жнецом!» – ответил Лорд Донор, ведя свою машину к самому плотному скоплению зверей, рвущихся на зубцы стены. С ревом ожил его клинок жнец – шестиметровая цепная пила с бритвенно-острыми зубьями. Первых зверей, перебравшихся через стену, рассекло надвое одним-единственным взмахом. Крутящиеся зубья клинка отшвырнули расчлененные тела на двадцать метров. Обратный удар снес со стены сломанные зубцы. Лорд Донор мог так сражаться целый день. «Пусть идут все звери джунглей, он прикончит всех!» Рыцари перемещались по вершине стены. Стаберы вели огонь, пока не опустили, или пока стволы не раскалились слишком сильно для стрельбы. Клинки жнецов поражали все, что добиралось до стены. Избиение происходило механически. Смерть, которую машина несла животному, словно робот-забойщик-набойник. Клинок жнец Робарда заклинило костями и сженой плотью, так что он пользовался своим термальным копьем, как дубиной. Собственный вес также служил ему оружием, и он давил противников когтистыми ногами. Он был один и в окружении. Однако прорывавшиеся мимо звери не поворачивали, чтобы атаковать его уязвимую спину. Они спускались с эспланады, беспорядочно убегая, чтобы оказаться как можно дальше от стены. Отделение гифсирмов открыли по ним огонь, однако уложили лишь горстку тварей. Лорд Донор развернул своего рыцаря как раз вовремя, чтобы увидеть, как почерневшая гниющая кромка джунглей распалась на части и появились малагры. Обезьяноподобные колосы бежали к стене длинными скачками, волоча кулаки по земле. Их жучьи головы были пригнуты, словно тараны. «Люфиас! Урбана! Ворота! Сейчас же!» распорядился Лорд Донор. «Робарт! Стена на тебе! Не сдай ее, сын!» Два наземных рыцаря оторвались от рубки на валу и последовали за своим господином. Пара ксеносмилусов прыгнула на спину Урбана и помешала работе его жнеца на достаточное время, чтобы еще шесть разобрались на стену и потянули его вниз. Продолжавшего стрелять Урбана перетащили через вал. Лорд Донор и Люфиас зашагали сквозь схватку к воротам. Немногочисленные оставшиеся Малкадоры Капикулу разместились в капонирах по обе стороны от ворот. Стрелковые роты бельгарских гефсирмов заняли высокие брустверы и доты из мешков с песком. По стенам бил огонь ручного оружия. Лазерные заряды, ракеты, тяжелые болтеры несущественно в сравнении с вооружением рыцарей. Лорд Донор и Люфиас добрались до ворот как раз в тот момент, когда в них ударила первая Малагра. Металл вмялся, а затем вмялся еще и еще. Одна за другой Малагры объединяли свой колоссальный вес, чтобы сбить ворота с креплений. Хотя при этом наверняка ломали кости в плечах и шеях. Петли размером со стволы орудий и сотрясатель земли сорвались со своих мест и ворота наконец уступили напору. Сквозь проем вломился вал покрытых серой шерстью гигантов. Сплошные мышцы, клыки и ярость. Лорд Донор снес первым двум черепа снарядами стабера. Люфиас испарил трех следующих термальным копьем. Малкадоры рвали плоть в клочья, превращая ворота в сплошное кровавое месиво. Лорд Донор стрелял, пока его стабер полностью не сжег резервные лотки с боекомплектом. Он увидел, что значок Киры погас. Смерть того прошла незамеченной и после потери еще одного рыцаря все новые и новые звери взбирались на вал. Бойницы оказались потеряны. Волна беснующихся чудовищ перевалилась через стену. Люфиас погиб, когда пара вставших на дыбы малагр пробила панцирь и рассекла его надвое отточенными обрубками когтей. Лорд Донор ожидал, что гигантские существа развернутся к нему. Однако те просто продолжали движение, тяжело удаляясь от стены. Только тогда Лорд Донор заметил то, что должен был увидеть еще в начале атаки. Звери не представляли собой опасности. Они не нападали на общинную черту, как военная сила. Они нападали потому, что она стояла у них на пути. Ему давным-давно следовало открыть проклятые ворота. «Всем силам, отход!» – скомандовал Лорд Донор. «Уходите у них с дороги! Дом Донор, ко мне!» Его раздражало позволять тварям спокойно проходить. Однако сражаться значит означало умереть. Приближалось нечто худшее, нечто такое, для боя с чем им требовалась численность. Последние четыре рыцаря отступили в сторону, по мере возможности заняв укрытие. Пока лавина порождений джунглей заполняла собой стену и покидала поле боя. Солдаты Капикулу и Дивсирма все еще гибли, раздавленные бегущим стадом. Но Лорд Донор ничем не мог им помочь. Он плотно прижимал своего рыцаря к внутренней стороне стены. Ему было стыдно, что общинная черта оказалась прорвана. Однако удержать ее не было шансов. Скорее всего звери найдут прибежище в горных пещерах на краю степи Тасхар. Тех, кто этого не сделает, если они направятся дальше, на запад или север, уничтожат Кушитский восток Абдихеды. Прошел еще час, прежде чем волна тварей из джунглей закончилась. Последние зверей, безусловно, были жалкими представителями своего вида. Искалеченными, дряхлыми и больными. Когда они проходили мимо, гифсирмы стреляли по ним. И это были убийства из милосердия. Общинная черта лежала в руинах. Ворота были завалены мертвыми животными. Целые участки стены пробило артиллерийскими выстрелами, произведенными с близкой дистанции. На стену можно было попасть лишь по одной рампе из лесов. И лорд Донор поднимался по ней осторожно, прислушиваясь к каждому скрипу древесины и стону перенагруженного металла. Вершина стены представляла собой разрушенные развалины со сломанными пеньками в тех местах, где когда-то можно было укрыться за защитными зубцами. Весь арсенал турелей был уничтожен или же остался без боеприпасов. Лорд Донор немедленно увидел, что все это не имеет значения. Кашутские джунгли исчезли, их полностью стерли с лица земли. 600 миллионов гектар пышной растительности теперь представляли собой бескрайнее болото и замертвелые черные слизи. Лорду Донору было известно лишь одно оружие, способное полностью уничтожать жизнь с такой скоростью. Черные мязмы на краю того, что когда-то было несравненно глубокими или плодородными джунглями, начало рассеиваться, словно ночь перед рассветом. Сенсориум забило гудящими помехами, и над океаном гнили по ту сторону стен поднялось нечто, похожее на триллион мух. Лорд Донор ударил по запорному механизму кабины, позволив сегментированному капюшону рыцаря сложиться внутрь панциря. Первым на него обрушился смрад, парализующая зловоние тухлого мяса, навоза и зараженной почвы. Мязмы продолжали подниматься, и Лорд Донор увидел, как по разлагающимся остаткам джунглей пробивает себе дорогу армия вторжения. Громадные топливные танкеры с золотыми гербами прометеевых гильдий Афира тянулись к горизонту, где тяжеловесно вышагивали титаны. Возглавляемая буквально уничтоженным носорогом воинство, боевых машин и гигантских артиллерийских орудий, взметала из-под гусениц огромные комья черной грязи, надвигаясь на стену. Рядом с ними мрачно маршировали тысячи воинов-легионов в доспехах, которые когда-то имели цвет светлой слоновой кости, однако теперь были покрыты нечистотами и разлагающейся материей. Во главе армии находился закованный в броню гигант, облаченный в плащ, сплетенный из лохмотьев и железа. Его лицо выглядело, как зловещий череп, рот закрывал бронзовый респиратор. Он держал клинок жнеца, имевший такие размеры, что представлялось вероятным, будто он вырубил джунгли без посторонней помощи. Лорд Донор увидел, что во множество чудовищных кулеврин и крупнокалиберных орудий заряжают громадные бреширующие снаряды. Его сердце застыло, он развернул своего рыцаря и спустился со стены. «Отец!» – спросил Роберт, когда лорд Донор оказался на земле. «Рыцари дома Донор!» – произнес тот. «Идемте со мной!» Лорд Балморн Донор прошел через ворота, его рыцари быстро последовали за ним по заваленному трупами проходу. Рыцари стояли перед невероятной армией гвардии смерти. Ракочущие, сверхтяжелые танки нацелили на них вооружение, способное убивать титанов. Орудия вулкан, плазменные бластеры и ускорительные пушки. Переизбыток огневой мощи был нелепым. На ауспике лорда Донора возникли отметки цели, слишком много, чтобы их сосчитать. На них и на стену, на защиту которой они потратили всю жизнь, было направлено достаточно оружия, чтобы уничтожить дюжину рыцарских домов. Пушки лорда Донора были пусты и бесполезны. Пригодным для использования оставался только клинок-жнец, и он намеревался противопоставить его ублюдку-повелителю гвардии смерти. «Осталось отдать только один приказ», — произнес Роберт. «В атаку!» — вскричал лорд Донор. Разметив нижнюю орудийную палубу, следопыты направились вглубь мстительного духа. Они продолжали держаться линии подвода боеприпасов, вжимаясь в стены, когда наверху проходили сторожевые сервиторы, и перемещаясь, когда звуки их движения скрывал далекий гул. После орудийной палубы они последовали указаниям Каина, выйдя в тускло освещенные магистрали. Они проложили путь к тем узлам конструкции, где попадание торпеды или макропушки нанесло бы наибольшие повреждения, и участкам, где можно было осуществить абордаж с захватом обширных плацдармов. Брор Тюрфингер отмечал такие места футарком, а Арис Войтек устанавливал скрытые локационные маячки с шифрованными имперскими активаторами, чтобы направлять штурмовые боты и торпеды. Формально командиром операции был Локен, однако он шел в оцепенении, до сих пор пораженный неуместностью пребывания на борту Мстительного Духа. Нижние палубы были ему незнакомы, но при этом странным образом казались гостеприимными. Часто он слышал за плечом шепот, который направлял его без необходимости получать подтверждение от сканирующего устройства Каина. Ему на глаза попадались все новые изображения ока Гора, и каждый раз Локен видел, что краска еще липкая, как будто кто-то, находившийся прямо перед северианом, намечал их дальнейший маршрут. Казалось, что каждое око следит за ним, как портреты в галерее, будто сам корабль безмолвно наблюдал за чужеродными организмами, перемещающимися внутри его тела. «Я вас вижу! Я вас знаю!» Он гадал, видит ли их еще кто-нибудь. Круз странно на него поглядел, как будто ощущал, что что-то не так. Локен услышал тихий вздох, настоящий вздох, не шипение выдоха через решетку шлема, дыхание старого друга. Рубио закрывал их от пронизывающих корабль психических эманаций. Что же тогда его издавало? Слуховые галлюцинации, вызванные полученной наистований травмой, или же ему помогал мертвый друг. Скрытый психоз или же попытка выдать желаемое за действительное. Гарви Локен увидел на следующем перекрестке медленно движущуюся фигуру. Механикум в черном одеянии, покрытый аугметикой. Из позвоночника техножреца тянулись кабели. Вокруг просвечивающего черепа кружилось множество сервочерепов с синими глазами. За ним следовала свита из горбленных карликов-сервиторов, которые трещали, издавая бинарные импульсы и фырканье. Черепа повернулись к ним, глаза полыхнули вишнево-красным. Рама караян упал, прижимая болтер к плечу. Прицел был подключен к визору. Оружие закашлялось, выпустив очередь из трех зарядов гораздо тише, чем мог звучать, какой бы то ни было болтер. Одинокий техножрец беззвучно рухнул, осев, будто здание при управляемом подрыве. Та же самая очередь убила двоих из сопровождающей его свиты. Прежде чем остальные сервитеры смогли среагировать, рядом с ними оказался Севериан. Его боевой клинок ударил. Один, два, три раза. Сервочерепа повисли над трупами, крепко удерживаемые паутиной кабелей и медных проводов. Свет в их глазах мигал. Севериан перерезал что-то под капюшоном техножреца. Брызнула маслянистая жидкость, и парящие черепа упали на пол. Он поманил остальных следопытов вперед. «Освободите перекресток», — распорядился он. Они утащили тела с видимого пространства и сложили их в темной нише дальше по коридору. Серворуки Войтека сняли с потолка одну из панелей и незакрепленные обломки, чтобы прикрыть их. «Надзиратель за артиллерией», — произнес Варин, откидывая капюшон. Локен не понимал, как тот об этом узнал. Череп трупа превратился немногим более чем в чашу с месивом из разорванной мозговой ткани и фрагментов механизма. С болтающейся нижней челюсти свисала золотистая решетка Вокса. Когда Варин отпустил ее, наружу выпали железные зубы. «Никогда не видел ничего подобного», — сказал Севериан. «У нас на завоевателе были похожие», — произнес Варин, постукивая по грубому, утыканному электродами имплантату, все еще прикрепленному к куску черепа. От него к остаткам мозга тянулись многочисленные оголенные кабели. Встроенные, мотивирующие иглы. Палубные орудия перезаряжаются не настолько быстро, как должны. Болевые центры мозга получают разряд. Батарея промахивается мимо цели. Двойной разряд. Промажешь еще раз, и плоть мозга выжжет в пар. Поддерживает высокий уровень мотивации у орудийных бригад боевого корабля. «Лунные волки никогда не нуждались в подобных вещах», — с отвращением произнес Круз. «Это больше не корабль лунных волков». Эти сервочерепа послали сигнал тревоги, — поинтересовался Рубио. «Зависит от того, нарушил ли выстрел Караяна на асферную связь прежде, чем они успели загрузить во мне предостережение», — сказал Войтек. «Есть способ узнать точно», — спросил Локен, подняв глаза навстречу безмолвному взгляду очередного нарисованного ока гора. Войтек постучал по изуродованному черепу техножреца. «Уже нет! Его отсутствие скоро заметят», — сказал Ту Балкаин. «Вне зависимости от того, поднял техножрец или его черепа тревогу, или нет». Круз покачал головой. «Когда это заметят, мы уже давно уйдем». «Тогда давайте не будем тратить время на полпути», — произнес Локен. Чем дальше следопыты проникали внутрь мстительного духа, тем отчетливее у Локена в сознании становилось ощущение, что в их команде есть невидимый участник. Он часто останавливался под предлогом проверки углов и маршрута позади, чтобы посмотреть, не сможет ли увидеть их призрачного помощника. Присутствие того не излучало угрозы. Пусть даже он понимал, что это указывает на более серьезную проблему в глубине его души. Темная служебная лестница вывела их на металлические мостки и в свойчатые помещения, увешанные далекими колышущимися предметами, которые могли бы быть знакомыми, однако, вероятно, таковыми не являлись. На некоторых было вышито око, и Локен старался на них не смотреть. Они, по возможности, избегали контактов, убивая лишь при необходимости. Большую часть работы делали боевой нож Северяна и болтер с глушителем Караяна. Однако, сделанный из рубящего когтя клинок Калиона Завина также увлажнился, а серворуки Войтека навсегда заткнули глотки многих замешкавшихся членов палубной команды. Все убитые были чернорабочими, людьми или киборгами. Глубокие области корабля редко посещались воинами Легиона. И следопыты в полном объеме пользовались этим небольшим преимуществом. Время тянулось медленно. Суточный цикл, который создавал на борту звездолета иллюзию дня и ночи, больше не поддерживался. В глубинах мстительного духа часы превращались в дни. Они отмеряли время по пению незримых хоров, не имеющему никакого источника и механическим шумом труб и туннелей. Локену казалось, будто далекие части корабля перешептываются, передавая сообщения и обмениваясь страшными секретами. Нижние палубы освещались только разрозненными световыми лентами, огнями топок и изолированными помещениями, где их изможденные обитатели собирались на островках яркого света. Постоянно звонили колокола, ревели клаксоны, а хрипящие адепты механикума в изодранных черных одеяниях задавали темп работы своим жалким подопечным при помощи хлыстов и трескучих стрекал. «Пора проникнуть на верхние палубы», — произнес Брор Тюрфингер, когда Тубол Каин остановил их, чтобы загрузить в свой планировщик новые результаты замеров. «Мы достаточно бродили ниже ватерлинии». «Чем выше мы поднимемся, тем больше рискуем оказаться обнаруженными», — заметил Круз. «И встретить силы легиона», — добавил Караян. «Давайте их сюда», — сказал Варин. «Самое время моему топору пораскалывать черепа предателей». «Этот твой топор будет слышен до самого стратегиума», — произнес Алтан Нагаев. «Как только сыны гора узнают о нашем присутствии, миссии конец». «Мы здесь не для того, чтобы сражаться», — напомнил Варину Локен. «Мы здесь, чтобы разметить путь для штурма шестого легиона». «Тогда пора отметить критично важные для миссии объекты», — настаивал Брор. «Основные батареи орудий, арсеналы легиона, реакторные отсеки, командные и управляющие узлы». «И как только мы их отметим, то двинемся дальше». «Волчий король не чурается слегка хитрить и сбивать с толку, однако он явится к магистру войны не из теней. Он придет к нему, высоко подняв голову и оскалив клыки». После встречи с Лемоном Руссом за доской для хнефа Тафля Локен был склонен согласиться. Однако идея направиться в более знакомые участки корабля представляла собой неприятную перспективу. «Ты прав, Брор, — сказал он. — Пора показать, почему нас выбрали для этого задания. Нам нужно отметить горло этого корабля, подготовить его, чтобы «Волчий король» смог его вырвать. Мы отправляемся выше по мстительному духу». На сенсориуме Бича по гибели попытался прорезаться очередной прерывающий сигнал Вокса. Но эхо прошлых пилотов растворило его прежде, чем он смог достичь Ревена. Им, как и ему, не было дела до того, чтобы слушать требования Тиан и Курион вернуться на линию фронта. Гранд-армия Молеха собиралась на холмах к северу от Луперкалии и тянулась на восток от изрезанного основания плоскогорья Унсар до горы Железный Кулак. Имея тысячи боевых бронемашин, сотни тысяч, если не больше, солдат, множество батарей артиллерии и два легио титанов, мобилизующихся к бою, лорд-генерал явно могла справиться без одного рыцаря. К настоящему моменту он уже несколько дней обыскивал горные леса, пробираясь по шероховатым утесам и болотистым долинам в поисках Белой Наги. Первоначальное возбуждение от пребывания на пороге чего-то чудесного угасло почти сразу же, как он покинул лагерь. Божественное воплощение Змийного Культа странным образом никак не могло появиться перед ним, и его терпение истощалось. Он выбрал направление случайным образом, направив своего рыцаря прочь от лагеря, целеустремленный поступью. Причиненный магистром войны ущерб еще сохранялся. Пробирающая до костей боль, которой никогда не суждено было пропасть. Вечное напоминание, способное поспорить с потерей сыновей. Подключение к бичу погибели через позвоночные имплантаты придавало чувство утраты отдаленности, отстраненности, как будто это случилось с кем-то другим. Да, трагично, но совершенно переносимо. Сразу после отключения отстраненность бы пропала, и он забавлялся дикой идеей о том, чтобы никогда не покидать бич погибели. Нелепо, разумеется. Продолжительное соединение с машинным духом рыцаря заполняло мозг пилота чужеродными воспоминаниями, бессвязным информационным мусором и фантомными ощущениями. Остаться внутри рыцаря слишком надолго означало встречу с безумием. При всем своем сумасшествии идея пустила корни, и от нее было не избавиться. У Ревина пересохло во рту, желудок урчал. Он ничего не ел с момента ухода из лагеря, и в животе кисло вино. Система рециркуляции, фильтрующие отходы, позволяли ему обходиться без пищи и воды. Но он уже чувствовал, как в теле скапливается отрава, как физическая, так и духовная. Если белая нага не появится в скором времени, он не выживет и не вернется с каким бы то ни было божественным даром. Мысль о смерти в одиночестве в глубине леса на мгновение развеселила его. Какой бы это стал смехотворный конец для рыцаря Молеха? Он превратится в статую из железа и иссохшей плоти, которая будет одиноко стоять, позабытая на тысячи лет. Ревен представил, как выродившиеся дикари из будущей эпохи обнаруживают его и собираются поклоняться его трупу, словно бич по гибели древний языческий алтарь. Он моргнул, когда сенсориум замерцал и растянулся, словно разлитый сироп. Демонстрируемые им изображения не подвергались внешней обработке машинами. Это скорее были ментальные проекции, управляемые стимуляцией синапсов, проецирующие визуальное отображение показателей ауспика. А затем Ревен увидел, что это не был сбой сенсориума, это искажалась самоместность. Обычно дисплей был монохромным, полностью очищенным для ясности в бою. Но сейчас он взорвался чувствами. Деревья наливались новой жизнью и невероятно разрастались. Там, где он ступал, распускались цветы, их аромат опьянял, и был сладок практически до невыносимости. Его атаковали не имеющие названия цвета и досели неслыханные звуки. Ревен видел сосуды каждой травинки, не мигающие глаза на каждом листе, историю мира в каждом камне. Все цвета, все поверхности стали невыносимо отчетливыми, мучительно реальными и раздулись от потенциала жизненной силы. Это было слишком. Перезагрузка восприятия грозила выжить чувственные связи в его разуме. Ревен задыхался, желудок пронзала тошнота. Не будь он уже пуст, его бы вывернуло наизнанку. Бич погибели, пошатывался в ответ. Железный колос переваливался, словно пьяный. Громада рыцаря ломала корчащиеся ветви на части и сдвигала с места колышущиеся рябью валуны. Энергетический кнут наносил удары, валявиковые деревья, которые кричали во время падения. Со скользкой от дождя почвой не было никакого сцепления, как будто та хотела, чтобы он упал. И Ревен силился удержать рыцаря в вертикальном положении. Упасть так далеко от помощи означало смерть, и эта мысль его больше не забавляла. Он боролся с управлением, а подавляющее буйство гиперреалистичности мира скрывало его и обдирало до костей. «Слишком!» — закричал он. «Это слишком!» «Нет такой вещи, как слишком!» Мощь голоса сорвала мигающие листья с деревьев в радиусе ста метров, и разум Ревена вспыхнул, будто от аневризмы. Сделанный из бронестекла фонарь кабины рыцаря треснул, и он вскрикнул, когда правый глаз залило кровью. Наконец он выровнял спотыкающегося рыцаря и узрел божественное. «Белая нага!» — задохнулся он. «Одно из многих моих имен. Я — Просветитель. Начало и конец. Антологический идеал совершенства». Не сознавая этого, бич погибели опустился на колени перед божественным существом. «Белая нага!» — переливалась сиянием. На молях в телесном обличье явилось солнце, чей жар был столь свиреп, что в мгновение ока сжег бы его без следа. «Здесь!» — всхлипнул Ревен. «О, трон! Ты здесь!» Ее сопровождали бесформенные облака ароматного мускуса, а также звук зеркал, которые разбивались от неспособности отразить подобную красоту. Воплощение было чудесно и непостоянно. Извивающийся гобелен с образом крылатого змея. «Твоя кровавая жертва привела меня на молях, Ревен Дивайн!» Ее многочисленные руки потянулись к нему, маняк себе. Ревен ничего так не желал, как поднять своего рыцаря на ноги и раствориться в ее объятиях. Сдаться прекрасному вовсе не означало капитуляцию. Его удерживал последний обрывок человеческого инстинкта, который вопил, что, покорившись белой наге, он навеки окажется связан с службой ей. И разве это будет так плохо? Все ее воплощения сгорали и перерождались, словно она постоянно стремилась достичь вершины безупречности. Звезда белоснежных волос, словно ореол, окружала глаза оттенка потворства своим желаниям. Ревен хотел заговорить, однако, что такого он мог сказать божеству, что не оказалось бы банальности? «Говори и делай, что пожелаешь, Ревен Дивайн. Вот и весь закон. Ты волен отбросить оковы тех, кто сковывал твою волю и сдерживал желание. Все должны быть свободны позволить себе любые излишества. Выжимай досуха каждый миг ощущений и приблизишься к совершенству». Ревен селился поспевать за ее словами, каждая из которых била в голову изнутри, словно молот. «Некогда человечество было свободным, Ревен. Оно было знатным и жило с честью. Эта свобода сама по себе ведет к достойным свершениям, но империум вверг ваш рот ваковы. Вас ограничивают, и ваша благородная суть борется за то, чтобы прекратить это рабство, ибо люди всегда будут желать того, в чем им отказано. Смысл послания был столь прост, чист и ясен, что Ревена поразило, что он не постиг этого раньше самостоятельно. У него в животе извернулась колючая злость, которую он ощущал перед ритуалом становления. Мощный клубок болезненного отпрощения, затуманивший его глаза слезами. И как будто на глаза опустились фильтрующие линзы, сквозь слезы Ревен увидел, что находилось под прикрытием белой наги. Раздутая и змееподобная, это было не божественное создание, а ужасное чудовище, вышедшее прямиком из древних бестиариев. Омерзительная змея с радужной чешуей и драконьими крыльями, цепкими руками и гротескным лицом, которое одновременно было прекрасным и отталкивающим. «Что ты такое?» – завопил Ревен. Оно уловило его ужас, и его чары глубже запустили свои когти ему в сознание. Образ божественного воплощения боролся со звереподобной тварью, которой, как он знал, оно являлось. «Я твой бог, твой избавитель, я поведу тебя к славе!» «Нет!» – произнес Ревен, чувствуя, как могучая воля белой наги обвивается вокруг его собственной, словно удар. Он вцепился в шипы ненависти в своем сердце, и белая нага закричала, когда они впились в ее сущность. «Ты предлагаешь не свободу!» – сказал Ревен, проталкивая каждое слово сквозь наркотический мускус, окружающий существо. «Ты предлагаешь рабство!» «Это ложь!» «Проклятая грязная ложь!» Мускус заволновался от дурманящей силы, и Ревен ощутил, как ярость чудовища нарастает, будто физическая мощь. Оно принуждало его подчиниться. Чем бы на самом деле не была белая нага, оно приподнялось на своем свернувшемся змеином теле, чтобы взглянуть на него сквозь фонарь кабины бича погибели. Что более глупо, чем отрицать совершенство всеприемлющего существа? Не может быть никакого принципа, никакого лидера, никакой веры, которые были бы столь гармоничны, безупречны и закончены во всех отношениях, как я. Что за безумие заставляет тебя отвергать меня? Ревен чувствовал, как стены реальности рушатся, и силился удержаться на средоточии собственного самоощущения. На образ чудовища медленно накладывалась красота Бога. Отчаянные инстинкты самосохранения выбросили на поверхность отрывок из нудных занятий по эстетике, которые ему приходилось терпеть в юности. «В мире нет такой вещи, как совершенство», закричал он, копаясь в памяти в поисках уроков наставников молодости. Будь что-то безупречным, оно бы никогда не смогло совершенствоваться, а потому не обладало бы подлинным совершенством, которое определяется прогрессом. «Совершенство зависит от незавершенности». Власть Белой Наги над ним пропала всего на секунду, на долю секунды. Этого ему хватило, чтобы взглянуть ей в глаза и увидеть там зияющую бездну безумия. Эго, которое ни во что не ставило все прочие живые существа, и было озабочено лишь тем, чтобы те пали на колени и преклонились перед ним. Ревен стиснул кулак, и бич погибели скрутил свой энергетический кнут. Издав вопль ярости, ужаса и боли, он нанес удар. Кнут затрещал, его фотонная кромка хлестнула по могучим, мускулистым плечам Белой Наги. Из раны брызнуло млечное свечение, словно существо было создано из сверхплотной жидкости, находящейся под сильным давлением. Крыло смялось, порвалось, будто ткань. Верхняя рука отлетела прочь, как сломанная ветка дерева. Кнут разорвал торс существа, и оно закричало от боли, как бог, против которого обратился самый пылкий из верующих. Белая Нага, или какая-то проклятая тварь, которой она была на самом деле, отшатнулась от бича погибели. Некогда прекрасное лицо исказилось от шока, став уродливым. Хуже, чем уродливым, оно достигло предела омерзительности. Отталкивающий образ подпитывал нарастающее внутри Ревена чувство несправедливости. Ревен встряхнул другой рукой и ощутил жар, обнаружившего цель термального копья. Он редко пользовался копьем. На его вкус, смертоносная сила оружия была слишком быстрой и надежной. Однако именно это ему сейчас и требовалось. Разозленная Белая Нага вздыбилась. Из ее изуродованного тела сочилось свечение целой галактики звезд, скрытой внутри груди. Одно крыло свисало с мускулистой спины. Правый бок представлял собой искореженное, оплавленное месиво, разрезанное молниями плоти. Руки безвольно обвисли. Ревен прожег ей грудь термальным копьем и бросился бежать. 18. Эвентер Пытки Запоздалая смерть Каждый ухаб на дороге остро передавался через подвеску галеона, пронзая бок Оливии приступами боли. Грудь ужасно болела. И всякий раз, когда она поворачивалась на каталке, свежепересаженные лоскуты болезненно натягивались. И все же она знала, что ей повезло остаться в живых. Или, по крайней мере, повезло, что не вышло хуже. «Тебе нужно еще более утоляющих бальзамов?» спросила Ноама Кальвер, хирург-капитан, увидев ее поджатые губы. «Нет», сказала Оливия, «я и так слишком много проспала». «Конечно, но просто дай знать, если понадобится», произнесла та, упустив смысл слов Оливии. «Нет нужды страдать, когда прямо тут есть лекарство». «Поверь мне, если станет слишком плохо, ты узнаешь об этом первой». «Обещаешь?» «Клянусь жизнью», отозвалась Оливия, проводя рукой поверх сердца. Ноама улыбнулась с материнской заботой. Она сжала руку Оливии, словно та была ее собственной дочерью. И именно такую эмоцию Оливия и заложила в ее сознание. У Ноама Кальвер был сын, который служил в полку армии за пределами планеты. И она тревожилась за его благополучие лишь слегка сильнее, чем о раненых людях, находившихся у нее на попечении. Оливии не нравилось так использовать людей, особенно хороших людей, которые могли бы помочь ей, если бы она просто попросила. Но для нее, для них, было слишком важно попасть в Луперкалию, чтобы допускать вероятность того, что Кальвер могла не помочь. С Кьеллом вышло и того проще. Славный человек. Он пошел в медики в силу желания держаться вне передовых, слабо понимая, что зачастую медики оказывались в самой гуще боя без оружия. Гранд-армия Молеха готовилась сойтись с армией магистра войны в открытом сражении, так что было легче легкого подтолкнуть его к мысли к движению на юг, к Луперкалии. Но Ама двинулась дальше по Галину, проверяя прочих раненых на борту. Все они должны были вернуться в свои подразделения, однако промолчали, когда Но Ама велела своему водителю, впечатлительному мальчику по имени Ансон, который хотел только вернуться в Луперкалию и повидать девушку по имени Филл. Фия, выезжать из боя. Слишком легко. Джефф лежал, растянувшись на каталке дальше внутри Галина и храпел, будто двигатель на пониженной передаче. Она улыбнулась от того, как разгладилось его лицо и возненавидела саму себя за то, что заставило его столь сильно о ней заботиться. Она достаточно пробыла в одиночестве, а девушка в силах пробыть сама по себе лишь конечное количество лет, пока компания, любая компания, не станет для нее бесконечно предпочтительнее. Она знала, что ей следовало оставить его в Ларсе в ту же минуту, когда рухнул звездолет. Но без нее бы он не прожил и часа. Если честно, пожалела бы ты его раньше? Достаточно легкий вопрос, но все было не так просто. Наличествовали осложнения, два осложнения, если быть точным. Миска и Вивьен сидели и играли в настольную игру под названием Махбуса и беновыми и костяными фигурами. Она научила их этому несколько месяцев назад. Старая игра, с которой она познакомилась в счетных домах гегемона, хотя и подозревала, что та даже старше, чем тесный город песцов. Поначалу девочки относились к Оливии с подозрением и были правы. В их мире она была незваной гостьей, соперницей в борьбе за любовь их отца. Однако она завоевала их своими играми, добротой и фантастическими историями о самых могучих героях Старой Земли и ее магическими древними легендами. Никто не умел так рассказывать истории, как Оливия, и девочки увлеклись с самого начала. Ей даже не пришлось манипулировать их душами. И даже не вполне осознавая это, Оливия оказалась в роли матери. Она не ожидала, что получит удовольствие от подобного, но так оно и вышло. Они были славными девочками, шаловливыми, но обаятельными и большеглазыми, что позволяло им оставаться безнаказанными. Оливия знала, что вернулась в жилой блок не из-за Джеффа, а за Миской и Вивьен. Она даже никогда не задумывалась о том, чтобы стать матерью, и не была уверена, возможно ли это вообще для подобных ей. Ей говорили, что у нее есть более важные заботы, нежели жизни отдельных людей. Но когда на Ларсу обрушились первые удары, Оливия осознала, как глупо было слепо с этим мириться. Привязанности ставили под угрозу каждую часть ее миссии. Она нарушала все правила, которые установила для себя, когда впервые прибыла на моле. Однако, не жалела о решении стать частью их семьи. Если бы ее сейчас увидел Джон, он рассмеялся бы ей в лицо и назвал лицемеркой лгунией. Он был бы полностью в своем праве, но она все равно пнула бы его по яйцам и обозвала трусом. Вивьен оглянулась на нее и улыбнулась. Да, оно определенно того стоит. Девочка встала со своего сиденья и подошла к Оливии с надеждой во взгляде. Кто выигрывает, поинтересовалась Оливия. Миска, но она старше, так что все окей. Оливия улыбнулась. Окей, одно из словечек Ола. Еще одно из того, чему она их научила. Они пользовались им в школе, и другие дети странно на них глядели, услышав его необычное звучание. «Если хочешь, могу тебя научить нескольким ходам», сказала Оливия. «Меня обучали лучшие. Это могло бы дать тебе преимущество». «Нет, все окей», ответила Вивьен со всей серьезностью 12-летней. «Я много, что делаю лучше, чем она, поэтому хорошо, что у нее есть это». Оливия скрыла улыбку, увидев, как Миска скорчила рожу у Вивьен за спиной и сделала жест, который бы ее отец не одобрил. «Ты в порядке?» спросила Оливия, когда Вивьен забралась на каталку. «После того, как мы покинули Ларсу, было довольно трудно, а?» Вивьен кивнула. «Я в порядке. Мне не понравилось, когда по нам стали стрелять танки, но я знала, что ты нас вытащишь целыми». «Знала?» «Да». Оливия улыбнулась. Детская убежденность. «Бывает ли что-нибудь тверже?» «Почитаешь мне сказку?» спросила Вивьен, постукивая по ящику для оружия, положенному рядом с Оливией. Даже раненая та не позволяла забрать его у нее. «Ну, конечно», сказала Оливия, прижав большой палец к запорной пластинке и сдвинув ее так, чтобы девочка не увидела. Она открыла ящик и миновав Ферлахскую серпанту, нащупала потрепанный сборник рассказов, который взяла в библиотеке Оденце Дамкирке. Кое-кто мог бы сказать украла, но Оливия предпочитала думать, что спасла его, истории существуют, чтобы их рассказывали, а не чтобы торчать в старом музее. Чем дольше она владела книгой, тем больше ей поражалось. У нее были загнувшиеся уголки, страницы пожелтели и выглядели так, будто им были сотни лет. Содержавшиеся внутри истории были гораздо древнее, но Оливия позаботилась о том, чтобы книга никогда не разваливалась, не выцветала и не утратила старого, затхлого запаха библиотеки. Оливия раскрыла книгу, она выучила все сказки наизусть, и ей не нужно было читать с листа. Перевод оставлял желать лучшего, и читаемое ею зачастую не сходилось с написанными словами. Порой казалось, будто при каждом чтении слова меняются, не сильно, но ровно настолько, чтобы она это замечала, словно историям нравилось периодически растягиваться и пробовать новое. однако картинки, ксилография, как она полагала, были прелестны, и девочки любили задавать вопросы об изображенных там странно выглядевших людях, пока она читала вслух. Вивьен придвинулась поближе, и Оливия зашипела, когда покров синтетической кожи снова туго натянулся. «Прости, все окей», отозвалась Оливия, «бывало и хуже, гораздо хуже, как когда умер ангел-страж, и наама решила, что потеряла меня, когда мое сердце остановилось». Она правила пальцем по оглавлению сказок. «Какую ты хочешь послушать?» «Вот эту», сказала Вивьен. «Хороший выбор», произнесла Оливия, «особенно теперь». «О чем ты?» «Ни о чем, не бери в голову». «Так ты хочешь, чтобы я ее читала, или у тебя есть еще вопросы?» Вивьен покачала головой, и Оливия начала. Однажды жил-был очень злой демон, и он сделал зеркало, которое заставляло все хорошее или прекрасное, что отражалось в нем, казаться мерзким и ужасным, а все никчемное и плохое выглядеть в десять раз хуже. Люди, увидевшие свои отражения, с криком убегали от собственных искаженных лиц, а демон утверждал, что это чрезвычайно забавно. А когда в голову кого-либо, глядящего в зеркало, приходила благочестивая мысль, стекло извращало ее, и демон заявил, что теперь люди впервые могут увидеть, как в действительности выглядят мир и человечество. Демон всюду носил свое изобретение, пока в конце концов не осталось ни одной стороны и человека, кто бы не взглянул в это темное зеркало. И что он тогда сделал, спросила Вивьен, хотя уже слышала эту историю дюжину раз, а то и больше. Демону захотелось взлететь на небо и обманом заставить ангелов посмотреть в злое зеркало. Что такое ангел? Оливия замешкалась. Это как демон, но хорошее, а не плохое. Ну, большую часть времени. Вивьен кивнула, демонстрируя, что Оливии следует продолжать. Однако, чем выше взлетал ангел, тем более скользким становилось стекло. В конце концов, он еле мог его удержать, и оно выскользнуло у него из рук. Зеркало упало на землю и разбилось на миллионы кусочков. Оливия понизила голос, чуть-чуть подавшись к Вивьен и придавая своим словам сухую, холодную интонацию. Но теперь зеркало принесло больше несчастья, чем когда-либо прежде, ведь некоторые фрагменты были не крупнее песчинки, и они разлетелись по всему миру. Когда один из этих крошечных осколков попадал человеку в глаз, то незаметно застревал там. С этого момента люди видели лишь худшее в том, на что глядели, поскольку даже самый маленький кусочек сохранял ту же силу, что и все зеркало. Некоторым осколок зеркала попал даже в сердце, и это было очень ужасно, ведь их сердца становились холодны, будто кусок льда. Думая об этом, злой демон хохотал до упаду. Так его веселило зрелище устроенной им беды. Теперь подошла и миска, привлеченная размеренным ритмом голоса Оливии и мастерством древнего сказочника. Обе девочки устроились рядом с ней, и Оливия стала рассказывать остаток сказки про маленького мальчика по имени Кай, глаз и сердце которого пронзил осколок зеркала демона. И с того момента он стал жестоким и бессердечным, пошел против своих друзей и делал худшее, что только мог вообразить, чтобы причинить им боль. Попавшись в ловушку злой королевы зимы, Кай оказался обречен на вечное заточение на ледяном троне, который медленно вытягивал из него жизнь. Однако больше всего им нравились части про приключения подруги Кая, девочки по имени Герда, которая, казалось, всегда была одних лет с миской и Вивьен. Одолевая разбойников, ведьм и ловушки, она, наконец, отыскала дорогу в логово королевы зимы. И Герда освободила Кая силой своей любви и невинности, произнесла Оливия. Ее слезы растопили лед в сердце Кая, и когда тот увидел все ужасные вещи, что совершил, то разрыдался и смыл осколок зеркала демона из своего глаза. Ты забыла кусок про слово, которое Кай должен был сложить. Ах да, мне никак нельзя было о нем забыть, отозвалась Оливия. Ледяная королева дала клятву, что даст Каю уйти, если он сможет решить дьявольски сложную головоломку и сложить особое слово. А что это было за слово, спросила Вивьен. Очень важное слово, с насмешливой серьезностью, ответила Оливия, слово, отголоски которого и по сей день гуляют в мире. От самой старой земли до Молиха и обратно. Да, но что это? Оливия перелистала страницу к концу сказки и уже собиралась произнести слово, которое читала сто раз. В изначальном языке оно выглядело, как и Вичхеден, однако сейчас на странице было не оно. Лив, спросила Миска, когда она не ответила. Нет, этого не может быть, проговорила Оливия. Что это? спросила Вивьен. Что за слово? Морт, произнесла Оливия. Убийство. В главном военном шатре Сынов Гора было жарко и сыро, будто в пустыне после дождя. Землю устилали толстые ковры из звериных шкур. Вдоль колышущихся матерчатых стен тянулись стойки с оружием. В центральном очаге медленно горело низкое пламя. Как и в покоях вождя равнинных варваров или же на одной из редких аудиенций хана, тут отсутствовали удобства, которых можно было бы ожидать от примарха. Гор стоял с западной стороны костра, читая книгу, обернутую человеческой кожей. Ларгар утверждал, что переплет и страницы сделаны из трупов сыства на три. И у Гора в кои-то веки не было причин ставить его слова под сомнение. Символизм? Вот какое слово употребил его брат в ответ на вопрос «Зачем столь омерзительная обложка книги и без того источающий ужас?» Гор понимал подобное и разместил прочих, деливших тесное пространство военного шатра соответствующим образом. Напротив него, на восточной стороне, олицетворяющий дух и дыхание жизни, на вытяжку стоял Граэль Нактуа. Он был высок и горделив, невзирая на полученные на молите ранения. Аугметическая рука уже практически полностью срослась с его нервной системой. Однако там, где когда-то билось сердце, до сих пор оставалась пустота. На севере, в стороне земли, стоял Гергеродон, фарфорово-белые кукольные глаза которого совершенно не отражали света пламени. Его аспектом были рождение, жизнь, смерть и перерождение. Напротив предводителя луперков, на южной позиции огня, парила фигура красного ангела. Они глядели друг на друга с напряжением, от которого, как будто, потрескивал воздух. Нематериальные чудовища, связанные со смертной плотью. Один добровольный носитель, другой добровольная жертва. Книга позволила Гору много узнать о том, как красный ангел появился на пропитанном кровью Сигнуси Прайм, равно как и позволила передать малогарству ритуалы призыва. Слова, которые произносил Гор, были не словами, как таковыми, а гармониями, резонирующими на ионном уровне бытия, словно музыкальные ноты или ключ в замке. От их использования смердело черной магии. Слыша этот термин, Ларгар призрительно улыбался. Однако тот был более уместен, чем полагал его колхидский брат. С каждым стихом охватывающие красного ангела цепи натягивались сильнее. Все, кроме одной. Его доспех скрипел и трескался еще больше. Трещина лизала шипящее белое пламя. Цепь, которая окружала череп, плавилась, стекая изо рта раскаленными до бела ручейками. Мудр ли это, спросил Нактуа, когда красный ангел выплюнул последние остатки пуд. Может и нет, Граэль, однако необходимость заставляет. Красный ангел обратил свои горящие глазницы к гору. Горлу, перкаль, я оружие. Муки тысячи проклятых душ, согнанные в создание из чистейшей ярости, произнес он. А ты держишь меня связанным цепями из холодного железа с древними заговорами. Я жажду убивать, калечить, разрушать тех, кто некогда называл эту оболочку своим братом. Его слова были словно зазубренные крючья, пронзающие уши. Демон источал злобу, и даже сам Гор ощутил себя затронутым его силой. Ты получишь свою долю крови, сказал Гор. Да, произнес красный ангел, принюхиваясь и облизывая свое безгубое лицо почерневшим языком. Перед тобой собирается вражеское Миллионы сердец, которые можно поглотить. Целая эра страдания, которые можно учинить на костях мертвецов. Трупы, заполняющие пустошь, станут игрушками для пускающих кровь. Нактуа повернулся к Геру Геродону. Все создания варпа столь нелепо вычурны. Геродон ухмыльнулся. Те, кто служит владыке убийства, несомненно, любят определенные кровавые гиперболы. А кому служишь ты, поинтересовался Гор. Вам, мой повелитель, ответил Геродон, только вам. Гор в этом сомневался, однако сейчас было не время обсуждать верность. Ему требовалась информация такого рода, которую можно было получить лишь у существа не из этого мира. Смерть стража моего отца внутри горы открыла мне многое, но я все еще хочу кое-что узнать. Все, что тебе нужно знать, что есть враги, чью кровь еще предстоит пролить, ответил Красный Ангел. Освободи меня, я умоюсь в океане крови, глубоком, словно сами звезды. Нет, сказал Гор, выдвинул из перчатки когти, развернулся и вонзил их в грудь Красного Ангела. На самом деле мне нужно узнать немного больше. Красный Ангел издал вопль, шквал перегретого воздуха всколыхнул крышу военного шатра. Цепи заскрипели и извергли мерцающие частицы энергии варпа. По лицу демона пошли трещины, как будто теперь получила право поглотить его. Я тебя уничтожу, произнес Гор, если ты не сообщишь мне то, что я желаю знать. Что я найду под луперкалией? Врата в мир по ту сторону снов и кошмаров, прошипел сломавшийся демон. Трещины расходились по его шее и пластинам доспеха. Губительное царство безумия и смерти для людей. Абсолютное владение хаоса, где обитают боги истинного пантеона. Гор погрузил когти глубже в грудь красного ангела. Лучше что-нибудь несколько менее туманное, сказал он. Несмотря на страдания, красный ангел расхохотался. От этого звука в костре потухли последние остатки пламени. Ты ищешь ясности там, где ее нет, магистр войны. Царство импирий не предоставляет смертным простых определений, понимания и цельности. Это вечно меняющийся водоворот силы и жизненной энергии. Я не могу дать тебе от того, что ты ищешь. Ты лжешь, отозвался Гор. Расскажи, как я могу последовать за моим отцом. Расскажи про обсидиановый путь, что ведет к дому очей, медной цитадели, вечному городу и беседкам энтропии. Красный ангел в припадке ярости оскалил зубы на Гера Геродона. Цепи, которые связывали его руки, заскрипели. Звенья растянулись. Тармагеддон, ты предаешь свой род. Называешь то, что нельзя называть. Геродон пожал плечами. Гор Луперкаль мой господин и всегда им был. Я служу ему. Но даже мне неизвестно то, что знаешь ты. Обсидиановый путь закрыт для смертных, произнес Красный ангел. Закрыт не значит невозможен, заметил Гор. То, что вероломный злоумышленник прошел дорогой костей, не означает, что ты можешь последовать за ним, прошипел Красный ангел. Ты не он. Ты никогда не сможешь стать им. Ты его незаконный сын, абортированный потомок того, чем он был и чем однажды станет. Гор повернул когти, погружая их вглубь и чувствуя внутри лишь пустоту сожженных органов и испепеленной плоти. завопил демон. Я порождение вечного хаоса, жнец крови и душ. Я вынесу любые пытки, которые ты не в силах придумать. Возможно, ты на это действительно способен, однако эти пытки придумал не я, ответил Гор, кивнув в направлении книги и содранной кожи. Их придумали подобные тебе. Гор произнес слова силы и Красный ангел закричал. Расползающиеся черные вены становились толще, растягиваясь. От его конечности пошел дым, источником которого было не пламя, а растворение самой его сущности. Теперь я привлек твое внимание, поинтересовался Гор, сжимая когтистый кулак внутри тела Красного Ангела. Я могу разорвать твой огонь на части и приговорить каждый обрывок тебя к небытию. Подумай об этом, когда заговоришь в следующий раз. Красный ангел повис на цепях. Говори, прошипел он, говори и я отвечу. Обсидиановый путь, произнес Гор, как на него пробиться? Как и всегда, ощерился демон, кровью. Вот теперь дело пошло, сказал Гор. Красный ангел обмяк в цепях и Гор вытащил потрескивающие когти из тела демона. Склизкий черный ихор капал с клинков и скрывался в земле вокруг костра, словно зарывающиеся черви. Вы получили то, в чем нуждались? Гор медленно кивнул, сгибая когти. Думаю, что да, Гер, хотя я не могу отделаться от мысли, что мне следовало добиться этого от тебя. Геродон тревожно пошевелился, возможно осознав, что приглашение в военный шатер Луперкаля не являлось честью, как он мог вообразить. Я не улавливаю, мой повелитель. Улавливаешь, произнес Гор «Насколько я понимаю, ты, брат красного ангела, вы оба дети Эриба, один, рожденный в мире крови, и другой, рожденный в мире огня». «Как и в мире смертных, среди нерожденных существует иерархия», ответил Геродон. «К моему неприходящему сожалению, существо, сотворенное на демоническом мире темным принцем варпа, стоит выше выпистыванного смертным». «Даже столь могущественным смертным как Эриб?» «Эриб, обманутый щенок», выплюнул Геродон. «Он мнит себя помазанником, однако все, что он сделал, открыл дверь». «И в этом-то вся суть, не так ли?» поинтересовался Гор, обходя Геродона по кругу и позволяя клинкам когтей скрести под оспеху луперка. «Вы не в силах явиться в наш мир, если только мы этого не позволим. Все Геродон расправил плечи, уже вызывающе. «Продолжайте себя в этом убеждать. Почему ты не рассказал мне того, что он знал?» «Я ответил, почему». «Нет, ты правдоподобно солгал», сказал Гор. «А теперь ответь по-настоящему, иначе я перейду к действительно интересным стихам из этой кошмарной книги». Геродон пожал плечами. «Хорошо, он был соперником, теперь же нет». Гор убрал когти, удовлетворившись ответом Геродона. Он отвернулся от демонических существ и подошел к Нактуа, который на протяжении допроса демона стоял неподвижно, словно статуя. «Это тебе урок о надлежащем применении силы», произнес Гор. «Однако я позвал тебя не за этим». «Тогда почему я здесь, сэр?» спросил Нактуа. «У меня для тебя особое поручение, Граэль», сказал магистр войны, «не примет участие в грядущем бою». Спустя мгновение он собрался. «Чего вы от меня хотите, мой повелитель?» Гор отечески положил руку на наплечник Нактуа. «На борту моего флагмана незваные гости, Граэль». «Незваные гости?» переспросил Нактуа. «Кто?» «Блудный сын и два вероломных труса, которые некогда сражались вместе с тобой, как от духа». «Я их найду», пообещал Нактуа, «и убью». «Очень хорошо, Граэль, однако я не хочу, чтобы они все умерли». «Не хотите?» «Убей прочих, если они создадут тебе проблемы», сказал Гор. «Но блудный сын нужен мне живым». «Почему?» забывшись на миг, спросил Нактуа. «Потому что я хочу, чтобы он вернулся». В небе на востоке господствовала гора Железный Кулак. Черная клякса на горизонте указывала на далекие пожары где-то в районе общинной черты. Земледельческие районы к северу от Луперкалии заполняло собой огромное собрание имперской мощи, его армия. Ревен гнал бич погибели вперед, спотыкаясь, когда токсины в крови искажали восприятие сенсориума рыцаря. Тот колыхался, нарушаясь призрачными образами постей и глаз, в которых пылала ярость, вызванная отречением. Его тошнило от мысли о том, чему он чуть было не поддался. Или это была мысль о том, чему поддался. Он уже этого не знал, и ему не было дела. Ревен вел рыцаря вниз, к тысячам бронемашин, множеству полков и целым батальонам артиллерии. Ему указывало путь тысячи блестящих знамен, полковые флажки, ротные штандарты, указатели мест сбора и отметки расстояния. На панцирях собравшиеся знаки реяли знамена домов. Ташкар, Кошек, Индра, Каска, Мамарагон, прочих он не узнавал или не мог различить. По сравнению с их рыцарями, солдаты армии выглядели карликами, однако это были далеко не самые крупные и не самые гибельные убийцы на поле. Дюжина боевых машин Легио Грифоникус и Легио Круциус шагала по выделенным коридорам, чтобы занять свои боевые вызывающие благоговение. Но всех затмевала незыблемая рукотворная гора в середине строя. Титан Император Идеал Терры представлял собой громадную твердыню из адамантия и гранита, передвижную военную цитадель, возведенную давно лелеемым искусством и сотворенную при помощи крови и молитв. Одновременно храм Амнисии и бог Разрушитель. Император был центральным бастионом, на который опирались оба фланга армии. Черно-белая раскраска Легио была геральдическими цветами Принцепса Этаны Колонис, чьи предшественницы из механикума пилотировали первые машины на Ризе. В воздухе висела Марева от жара орудий, и Ревен моргнул, стряхивая слезы изнеможения. Утомление от соединения вызвало у него боль в костях, в каждой части его тела. В суставах скребло битое стекло, а острая боль по ту сторону глаз была такой, словно нечто пыталось прорыть нору наружу из середины мозга. Жидкости, переработанные телом, гораздо больше раз, чем это было безопасно, сохранили ему жизнь, однако теперь отравляли его. Патрульное отделение разведчиков Страж обнаружило Ревена, когда он, пошатываясь, вышел из-за линии деревьев, возвышавшихся над армией. Они направили на него тяжелые огнеметы и мультилазеры. В ответ он приготовил собственное вооружение, пока не отправились и не вернулись надлежащие протоколы. Заставьте меня к сакристанцам, прокрепел Ревен. Он потерял счет времени или же оно ускользнуло от него. Как бы то ни было он помнил, как падает из открытого панциря бича погибели, а грубые руки, металлические руки, поднимают его и несут в его павилион. Ликс ждала его, но выражение боли в ее глазах вызвало у него лишь улыбку. Ему нравилось делать ей больно, и он не мог подумать о причине этого. Она задавала вопросы, на которые он не мог или не собирался отвечать. В любом случае его ответы не имели смысла. В его плоть вонзились иглы, отравленную кровь вытягивали прочь, внутрь вливались литры свежей. Обезболивающие бальзамы умасчивали натертые стеклом суставы, сглаживали острые грани. Время раздробилось на части, сбившись с хода. Ему слышались растерженные голоса и стук машин. Он в самом деле чувствовал жидкости, текущие внутри него, словно он был огромной насосной станцией над прометеевыми бассейнами Афира, втягивающей внутрь себя громадные порции топлива и выплевывающей их в колоссальные хранилища. Ему понравился образ себя, как громадного насоса. Нет, не насоса, двигателя. Движущие силы, направлявшие кровь планеты по мириаду систем. Инфраструктура, как кровеносная система. Да, такая метафора была ему по душе. Рэйвен посмотрел вниз. Его руки были сделаны из темного железа. Поршневая машина, жидкая от смазки и гидравлических жидкостей. Руки покрывал прометий. И он вообразил, как сидит, а тот извергается у него изо рта пылающим гейзером. Вторая рука представляла собой погружающуюся вглубь земли извивающуюся трубку, в которой булькали жидкости, вытекающие из недр планеты. Он был соединен с ядром молеха. Эта мысль была слишком колоссальна, и его желудок взбунтовался. Он был не в силах постичь, как один человек может быть столь близко связан с внутренним механизмом целого мира. Его разум нырнул в глубины планеты, мчасть быстрее света сквозь множество слоев, пока не пробился через ядро, судорожно вдохнул, глотая полные легкие воздуха. Вместе с кислородом пришло некоторое прояснение. Высокие метафоры, связи с планетой и телесной инфраструктуры начали угасать. С каждым вдохом Ревен чуть отчетливее осознавал, что его окружает. Он почувствовал привкус металла и духов, во рту пересохло, а к небу липла мускусная пленка. Ревен был знаком с расширяющими сознание наркотиками. Яды шергали-ши достаточно часто позволяли ему совершать путешествия за пределы собственного черепа, чтобы он узнал эффект воздействия мощного галлюциногена. Кроме того, ему досталась и порция бальзамов. Охота на великих зверей требовала готовности пострадать. И Киприан еще в детстве вбил в него терпение к боли. Он еще мог понять бальзамы, но галлюциногены. С какой стати сокристанцам применять галлюциногены? «Что вы мне дали?» спросил он, зная, что поблизости находится по меньшей мере один сокристанец. Медицинский персонал, скорее всего, тоже, судя по звуку пониженных голосов, шаркающим шагам и пощелкиванию аппаратуры. Никто не ответил. «Я спросил, что вы мне дали?» «Яд наги, смешанный с каким-то сильнодействующим производным спорыньи», произнес голос, которому тут было не место. Ревен попытался пошевелить головой, чтобы говорящий попал в поле зрения, однако что-то было не так. «Не можешь двигаться?» «Нет, почему?» «Это мышечные релаксанты». Позади Ревена раздалось шипение и лязганье. Он закатил глаза и увидел старика, который глядел на него сверху вниз. Сперва он не узнал, чисто выбритая и лоснящаяся от лекарственных снадобий лицо. Но голос. Ах, насчет этого голоса ошибки быть не могло. Равно как и насчет шипящего и лязгающего экзоскелета, облегающего изможденные конечности. «Я до сих пор брежу», произнес Ревен. «Ты не можешь быть здесь». «Уверяю тебя, я совершенно определенно здесь», ответил Альберт Дивайн. Его единственный здоровый глаз подрагивал, словно ему было трудно сохранять резкость. На это ушло сорок лет, однако я наконец-то здесь, чтобы вернуть то, что принадлежит мне по праву. На единокровном брате была одежда на несколько размеров больше. Она свисала с его костлявого тела, будто лохмотья. К Лацкану был приколот лавровый знак имперского командующего. «Ты не можешь так поступить, Альберт», произнес Ревен. «Только не сейчас». «Когда же, если не сейчас?» «Послушай, тебе не нужно этого делать», сказал Ревен, силясь не допустить паники в голосе. «Мы можем что-нибудь придумать, так ведь?» «Ты впрямь пытаешься выкупить свою жизнь», рассмеялся Альберт, издав хрипло скрижащущей кашель. «После всего, чего ты меня лишил, после всего, что со мной сотворил, он принадлежит матери, да?» «Сибелла была матерью и тебе, не мне. Ей не понравится, что ты его носишь». «Не беспокойся, он ей больше не нужен». «Ты ее убил?» спросил Ревен, хотя уже успел прийти к этому заключению. Лишь смерть могла отделить Сибеллу Дивайн от ее экзоскелета. Однако ему требовалось больше времени, чтобы стража рассвета поняла, что среди них змея, чтобы вернуть Ликс. Кто-нибудь, кто угодно. «Я перерезал твоей матери горло», сказал Альберт, наклонившись достаточно близко, чтобы Ревен ощутил запах его трупного дыхания. «Она истекла кровью у меня на колене. По-своему это было почти прекрасно». Ревен кивнул, а затем замер, осознав, что только что сделал. Впрочем, Альберт не заметил или же оставил без внимания, что он пошевелился, слишком погрузившись в грезы об убийстве мачехи. Действие мышечных релаксантов проходило. Ревену не светило побороться с Малагрой в обозримом будущем, но ведь ему наверняка хватит сил одолеть коллегу в экзоскелете. «Где Ликс?» спросил Ревен. «Или ты ее убил?» «Она жива». «Где?» «Она здесь», ответил Альберт, наклонившись что будет дальше. Позади Ревена что-то сдвинулось, и стол развернулся вокруг центральной оси, переведя его в вертикальное положение. Сдерживающий ремень на талии не давал ему упасть лицом вниз. У входа в павильон стояло двое стражей рассвета, а группа сакрестанцев трудилась возле машин, которые предположительно возвращали ему здоровье. При виде закованных в броню солдат у Ревена упало сердце. Закон закреплял их верность отпрыску Дома Дивайн, и когда Альберт покинул башню, они стали подчиняться ему. Люди стояли по бокам от Ликс, руки которые были связаны, а глаза широко раскрыты от непонимания. Рот заткнули кляпом, по щекам текли слезы. В чем дело, Ликс, поинтересовался Альберт, покачиваясь от непривычной манеры перемещения экзоскелета. Будущее разворачивается не так, как планировалось. Реальность не совпадает с твоими видениями. Он выдернул кляп у нее изо рта и отбросил его в сторону. Она плюнула ему в лицо. Он дал ей пощечину, покрывавший ладонь металл разорвал кожу у нее на щеке. Кровь смешалась со слезами. Не трогай ее, закричал Рейвен. Ликс была моей женой до того, как стала твоей, сказал Альберт. Это было давно, но я, кажется, припоминаю, что ей такое нравилось. Слушай, ты ведь хочешь быть имперским командующим, так? произнес Рейвен. Ты носишь лавры на ласканье, я вижу. Хорошо, да, хорошо. Можешь быть командующим, конечно же можешь. Ты перворожденный отпрос к Дому Девайн. Это должность твоя, я ее тебе отдаю, забирай. Заткнись, Рейвен, завопил Аликс. Ничего ему не предлагает. Рейвен проигнорировал ее. Будь имперским командующим, брат. Мы с Ликс уйдем, ты о нас больше не услышишь. Мы отправимся на юг, за горы, в степи Таскар. Ты нас никогда не увидишь. Альберт бесстрастно слушал его поток слов. Наконец он скинул руку. Ты предлагаешь мне то, что уже и так мое, сказал Альберт. По праву рождения, и что ж, назовем это ему не давай, он убил нашего сына. Ах да, я разве об этом не упомянул, поинтересовался Альберт. Из тела Ревена вышел весь воздух до последней молекулы. Его как будто раздавил пневматический пресс. Он не мог дышать, легкие вопили, требуя воздуха. Сперва Эгелик и Бенон, а теперь Озгар. Горе боролось со злобой. Злоба безжалостно сокрушила горе. Ублюдок, выкрикнул Ревен, я убью тебя, спущу твои кишки с башен Дивайна, водружу твою голову на кабине бича погибели. Я так не думаю, отозвался Альберт, прижав ладонь к груди Ревена. Наркотики, которые циркулируют по твоему телу, принес Озгар. Такой славный мальчик постоянно приходил навестить своего несчастного, спятившего дядюшку в его башню. Держал меня в курсе о происшествиях вокруг Луперкали, о том, как верования Шерга-Лиши в Белую Нагу распространяются среди его кузенов из числа рыцарей. Увидев ужас Ревена, при упоминании аватары змеиного культа, Альберт ухмыльнулся. Это поразительно напоминало щерящийся череп. Он не говорил, что твои рыцари последователи змеиного культа, спросил Альберт. Не упоминал, что они теперь верны не тебе, а культу? Нет? Что ж, ты всегда считал Озгара слабейшим из братьев, не правда ли? Никакого аппетита к сражениям, хотя, как я понял, он бесчинствовал на оргиях. Ревен попытался справиться с путами, но пусть даже к нему вернулась крошечная толика контроля, этого не хватило. Озгар даже время от времени проносил мимо сокрестанцев хоть он и любил потакать безумному старому дяде, но не думаю, что он простил бы мне убийство вас двоих. И полагаю, ты согласишься, что ваша смерть уже давно запаздывает. Ты не можешь этого сделать, взмолилась Ликс. Я супруга Дивайн, я видела будущее. Все не может так закончиться. Я видела, как Ревен обращает прилив войны вспять. Я его видела. Ошибаешься, Ликс, ответил Альберт. Озгар рассказал мне, что на самом деле ты никогда не видела в своих видениях Ревена. Ты видела бич по гибели. Альберт кивнул стражу рассвета, державшему Ликс. Солдат заставил ее опуститься на колени и приставил ей к голове ствол своего болт-пистолета. Я видела, начала была Ликс, но ее слова резко оборвал выстрел. Нет, взревел Ревен, когда Ликс завалилась вперед с дымящейся воронкой на затылке. Прокляни тебя трон, Альберт, тебе не нужно было этого делать. Нет, 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 тебе нет, прошу, нет. Альберт отвернулся от тела Ликс и вынул из кожаных ножен на поясе охотничий нож. А теперь твоя очередь, Ревен, произнес он. Это произойдет не быстро, и я обещаю, что будет больно. Девятнадцать Боевые потери Приказ отдан. Владыка бурь выступает. Коридор заполняли заряды болтеров. Они отскакивали от выступающих стоек и вышибали куски и стен. Находившийся напротив Локена Круз нырнул обратно за укрытие и вынул из своего оружия магазин. От ствола исходили дым и жар. Круз вогнал в оружие свежую обойму. Проклятие, вступай в бой, заорал он Локену. Локен покачал головой. Все это было неправильно. Кроме того, стреляли в коридоре, ведущем к арсеналу. Внутри находилась сторожевая группа сынов гора и несколько адептов механикума, засевшие за укрытием, которое создавалось, чтобы не дать врагу захватить хранилище боеприпасов, вооружение и взрывчатки. Рядом разорвалась граната. От доспеха со звоном отскочили кусочки раскаленного железа. Несколько засело в броне, ни один не пробил ее. «Локен, ради хтонии, стреляй!» крикнул Круз. Болтер в его руках казался реликвией, раскопанной консерваторией. Нечто очаровательное на вид, но с совершенно чуждым и неизвестным предназначением. Он также не мог применить оружие, как и понять механизм машины, создавший его. Локен! Следопыты столкнулись с сынами гора, когда направлялись отметить арсенал для торпедного удара третьей волны. Они нацарапали на стенах указательные символы футарка, выслали штурмовые группы оповещения и остановились, чтобы Тубол Каин нашел путь к близлежащей артиллерийской сигнальной системе. Севериан и Караян проводили разведку возможных маршрутов, когда прямиком в радиальный узел вышли сыны гора. Это был сектор наблюдения Локена, но тот их пропустил. Он их не слышал и даже не сознавал, что они приближаются. Он был поглощен созерцанием ока гора на противоположной переборке и попытками не слышать голоса, скребущиеся на пределе слуха. Он осознал присутствие врагов лишь тогда, когда сержант окликнул их, требуя назвать себя. Глупо, ему следовало первым делом стрелять. Только общее удивление и спасло следопытов. Ни ошеломления как раз хватило, чтобы Локен поднял тревогу. Алтон Нагай и Брор Тюрфингер открыли огонь, и сын Игора перегруппировались в радиальном коридоре, ведущем к арсеналу. «Контакт», сообщил Каин. Круз высунулся наружу и дал короткую очередь. «Давай же, Локен», крикнул он в промежутке между очередями. «Мне надо, чтобы ты продвигался вперед со мной». Подрезки коридор заполняла буря сплошных снарядов. От стен бешено отскакивали рикошеты. Осколок снаряда смял металл рядом со шлемом Локена. Он стиснул свой болтер, хватка грозила раздавить приклад. «Это неправильно! Сыны Гора были предателями, а магистр войны архипредателем. Но это же твои братья. Ты принял узы братства с ними и дал клятву ответить им как брат». «Нет», прошипел он, ударив болтером по лицевому щитку шлема. «Нет, это предатели, и они заслуживают смерти». «Ты сын Гора, как и Яктон, как и Севериан. Убей их и себя, если так хочешь погубить весь рот Луперкаля». Локен силился отогнать голос. Раздался треск Вокса. «Начинайте, когда услышите нас», произнес Севериан. Штурм арсенала наверняка означал, что в вооружением. Но какой у них оставался выбор? «Тубал, входа и выхода только два!» крикнул Круз. Каин кивнул, листая слои схемы палубы. «Да, согласно имеющимся планам». «Оба закрыты». «Войтек с Рубио блокирует второй», сказал Варин, который не стрелял, но держал на готове свой цепной топор. «Итак, им не выбраться», произнес Круз. «Но они прямо сейчас станут вызывать помощь по Воксу». «Войтек применяет Вокс-глушилку», сказал Каин, увеличивая изображение их текущего местонахождения. «Как скоро адепты наладят резервный канал?» спросил Завин, стреляя в коридор, ведущий к арсеналу. «И никого больше хоть немного не тревожит, что мы палим в арсенал». «18 секунд до запуска резерва», отозвался Каин. «Если ты там не прострелишь ничего чувствительного, это время с нами все будет в порядке». «Чувствительного?» переспросил Брор. «Хьёльда, это проклятый арсенал, там все чувствительное». «Напротив, я полагаю, что ты обнаружишь», начал было Каин, но его прервал Круз. «Прекратите», произнес он, оглянувшись и бросив взгляд на Локена. «Всем продолжать стрелять и быть наготове». «Ты сказал в арсенале только два выхода?» спросил Завин. «Да», подтвердил Каин. «Тогда как Севериан попадет внутрь?» «Готов?» спросил Севериан. Караян кивнул и Севериан выставил таймер на две секунды. Они откатились вбок и гравитационная граната взорвалась и спустив импульс энергии, от которого к желудку подступила тошнота. Сфера аномального гравитационного поля расширялась и тысячекратно увеличивала сосредоточенную массу стальных балок и блоков в циркуляции воздуха в пустом пространстве внутри укрепленного потолка. Шар сверхплотной материи сжался, словно сердце нейтронной звезды, и рухнул в арсенал с силой опускавшейся ноги Титана и Императора. Караян первым миновал отверстие, упав внутрь арсенала, будто обретшая массу тень. Спустя мгновение за ним последовал Севериан. Он приземлился на краю пробитой в полу воронки и скинул болтер. Враги среагировали на возникших среди них незваных гостей быстрее, чем того бы хотелось Севериану. Это были сыны гора. Чего же еще было ожидать? Севериан всадил в ближайшего болт, сместился и прошил второго очередью. За ним последовал ответный огонь. Караян предпочитал работать ножом. Его неотражающий светоклинок отыскал зазор между шлемом и горжетом сержанта. Он вогнал оружие и провернул. Брызнула кровь. Он продолжал двигаться, подныривая, перекатываясь, используя стены и пол. Его нож убивал адептов механикума. Воздух затуманился химическим дымом. Стены заливало потоками соляных маслянистых жидкостей. Севериан опустился на одно колено и сделал еще три выстрела. Двое легионеров упало, третий вовремя вскинул энергетический щит и отвел болт в стену. Удивление едва не стоило Севериану жизни. Воин был слишком громоздким и обладал слишком большим количеством рук. Владыка кузницы, манипуляторная обвязка. Тот бросился на Севериана, целясь ему в шею фотонным боевым ножом, зажатым в механической конечности. Севериан скинул свой болтер и клинок рассек оружие, достаточно замедлившись, чтобы доспех выдержал удар. Вторая и третья руки вцепились в шлем и плечо. Севериан толкнулся вперед, с треском ударив локтем в лицевой щиток владыки кузницы. Ротные цвета указывали на пятую, людей маленького гора Оксиманда. Они покатились по полу, сцепившись, сражаясь, будто банды убийц кто не и на аренах. Колени, локти, головы. Все становилось оружием. У владыки кузницы их было больше, и они были тверже. Когти выдирали куски из доспеха Севериана. Плазменный резак прожег огромную борозду в плите пола в одном пальце от его головы. Севериан вогнал свой шлем в визор противника. Треснули линзы. Не его. Клинок полетел на пол арсенала. Без хватки на рукояти лезвие гасло. Он перекатился. На шлем обрушился сапог. Снова перекатился. Вспышка пламени, размытое пятно синеватого свечения, боль и кровь. Легкая с хлопком опустошается через нагрудник. Севериан зацепил локтем руку владыки кузницы, состоявшую из плоти и крови, и крутанул. Позвоночник прострелило болью, но рука переломилась с убедительным деревянным хрустом. Владыка кузницы зарычал от непродолжительной боли. Клешня манипулятора врезалась Севериану в лицо. Тот вырвал нож из сломанной манипуляторной конечности и отсек клешню от обвязки. На него брызнуло черное масло и смазка. У них был привкус солодого уксуса. От изрыгаемого владыкой кузницы двоичного кода мускулы доспеха сводило судорогой. Севериан прижал противника плечом нанося ему в шею и грудь колющие удары шипящим клинком. Он перерезал соединительные кабели и линии блока мыслеуправления. Серворуки обмякли превратившись в мертвый груз. По внутренней поверхности наплечника ударил заряд болтера выстрел с пола. Он крутанулся и обрушил ногу на шлем раздавив его будто ледяную скульптуру. На него Севериану Слишком много часов в арсенале недостаточно в бойцовых клетках. Севериан увернулся от неуклюжей атаки и выкрутил одну из безвольных серворук. Он ткнул ей в поясницу владыки кузницы и вручную активировал плазменный резак. Из линз шлема владыки кузницы вырвалось раскаленное до синевы пламя. Тот закричал, сквозь него прожигал себе дорогу, перегретый воздух. вонзились в грудь через остановленную энергетическим клинком рану. Удар и взрыв отшвырнули его спиной на стойку с болтерами. Вокруг него с лязгом разлеталось недавно смазанное нетронутое оружие. Он схватил один из болтеров, разумеется не заряжен. Ни один квартермейстер никогда не держит оружие полностью заряженным. Севериан попытался встать, но заряд болтера выбил из него дух. Легионер предатель целился из болтера и вытаскивал свой цепной меч. Эффективно, подумал Севериан и болтер выстрелил. Севериан глядел прямо в ствол и даже в момент дульной вспышки знал, что должен быть уже мертв. А потом он увидел, что в воздухе перед ним завис крутящийся заряд. Болт покрывала сеть светлых линий, напоминающих замерзшую паутину. Двигайся, прошипел голос у него в голове. Предполагаемый убийца изумленно уставился на него и вновь прицелился. Его сбило с ног взрывом. Воздух заполнился дымкой крови, которая веером била из раздробленной груди. Внезапно арсенал заполнился стрельбой, у которой было множество источников и направлений. Оглушительный рев цепного топора. Севериан схватил упавший магазин и силой вогнал его в свой новый болтер. «Чисто!» прокричал голос. «Тюрфингер!» «Чисто!» «Круз!» «Граната, Ектон!» «Серьезно?» «Туболкаем!» Севериан ухмыльнулся. Воздух наполнил уцелевшие легкие и второстепенные органы. Вместе с ним пришла боль и воин поджал губы. «Вы чертовски долго!» произнес он, когда Арис Войтек приблизился и протянул ему руку. Севериан ухватился за нее и поднялся на ноги. Арсенал заволокло дымом от выстрелов, внесло движущимися газами болтеров. Закованные в броню тела, вскрытые, будто расколотые яйца, добавляли в помещение запаха мяса, металла и масла. «Всего четыре секунды с момента вашего прорыва», сказал Арис Войтек. «Только-то», спросил Севериан, признательно положив руку на плечи бывшего железнорукого. «Мог бы поклясться, что больше. Так воспринимается бой», заметил Войтек. «Если только ты не из железных рук с их встроенными хронометрами, тогда точно знаешь, сколько времени прошло с начала атаки». «Поверю тебе на слово». «Нагай», закричал Круз, «скорее». Завина и Варина уложили. Они заперли арсенал и унесли раненых с места схватки. Мимо следов боя никто бы не прошел, но они хотя бы могли на какое-то время помешать обнаружить тела. Каин быстро исследовал забытые проходы и коридоры в поисках какого-либо изолированного и безопасного места. Они старались не оставлять следов крови. Помещение, куда их привел Каин, было заполнено разбитыми столами и стульями. Стены покрывали поврежденные водой фрески и непристойные графики. Некоторые показались Локену странно знакомыми. Размеры мебели и ее заброшенность свидетельствовали, что когда-то здесь было прибежище смертных. Однако он не мог придумать причины, по которой мог бы зайти в место вроде этого. Нагай начал трудиться над Варином и Завином. Рубио предложил свою помощь и Нагай с благодарностью ее принял. Оба павших воина получили тяжелые повреждения, но раны Завина были серьезнее. Они выберутся, спросил Крус. В Апотекарионе да. Как здесь не знаю, ответил Нагай. Локен сидел, прислонившись к длинной стойке и играл колодой заплесневелых карт с изображениями мечей, кубков и монет. Раньше он знал кого-то, кто играл в старую игру франков такими картами, но не мог сконцентрироваться на лице. Человек, да, кто-то с поэтично-низменным характером и неожиданно высокими моральными принципами. Имя продолжало ускользать. Это было чрезвычайно неприятно для воина трансчеловека, предположительно обладающего эйдетической памятью. Он ощутил на себе взгляд и поднял глаза. Тубол Каин стоял под непристойной фреской, выполненной с анатомической точностью в деталях. К счастью, повреждения от времени и вода скрыли вызывающие фрагменты. Каин сел, положив одну руку на свое устройство. Другая покоилась на рукояти Болтера. Что? спросил Локен. Локен, тебе в тягость находиться здесь, произнес Каин. Это вопрос или утверждение? Я еще не решил. Пока что считай вопросом. Это странно, признал Локен, убирая карты в подсумок на поясе. Но от корабля, который я знал, мало что осталось. У этого звездолета тоже название, но это не мстительный дух. Не тот, что я знал. Это кривое отображение гордого корабля. Неприятно, но не более, чем я ожидал. Правда? Я пришел к выводу, что ты испытываешь значительные физиологические трудности. Иначе с чего бы тебе не принимать участие в бою в арсенале? Локен немедленно насторожился, но подавил желание сразу же все отрицать. Он встал и смахнул с брони капли воды. Когда-то это был мой дом, произнес он, медленно двигаясь к Каину. Те сыны Гора когда-то были моими братьями. Мне стыдно, что теперь они предатели. Нам всем стыдно, добавил Круз, из кабины на другом конце комнаты, где он чистил свой болток. Говори за себя, заметил Северян, который сидел на длинной стойке, вырезая на своем наруще засечки убийств при помощи новоприобретенного фотонного боевого ножа. Пробитая легкая вынуждала его говорить с придыханием. Нет, сказал Каин, дело не в этом. Будь это так, я бы ждал таких же физиологических проявлений у Яктона Круза и... Погоди, Северян, а как тебя полностью зовут? Тебе достаточно знать, Северян, да и то многовато. Ты не сделал ни единого выстрела, Локен, произнес Каин. Почему? Теперь Локен почувствовал злость. Он поднялся на ноги, пересек помещение и встал перед Каином. Ты хочешь сказать, что я не гожусь для дела? Что ты не можешь на меня положиться? Да, именно об этом я и говорю, отозвался Каин. У тебя проявляются все характерные признаки серьезных посттравматических повреждений. Я наблюдал за тобой с того момента, как мы оказались на борту мстительного духа. Локен, ты сломлен внутри. Я приказываю тебе немедленно вернуться на Тарнхельм. Твое дальнейшее присутствие подвергает опасности миссию и нашей жизни. Тебе надо сдать назад, произнес Севериан, повернув свой боевой клинок и направив потрескивающее острие на Каина. Почему? Уж ты-то знаешь, что Локен не годится для этого задания. Локен впечатал Каина спиной во фреску. Он крепко прижал предплечье к горлу Каина. Скажи это еще раз и я тебя убью. К чести Каина нападение Локена его не смутило. Это только лишний раз докажет мою правоту, сказал он. Рядом с Локеном появился Круз, который положил руку ему на плечо. Убери пушку, парень. Локен нахмурился. О чем ты говоришь? Он посмотрел вниз и увидел, что упирает в грудь Каину свой болт-пистолет. Он не помнил, как вытащил оружие. Брор Тюрфингер отвел руку Локена от горла Каина. Хьёльда, Локен, произнес Брор. Довольно скоро нас будет пытаться убить масса народу и без того, чтобы ты делал за них их работу. Ты жалеешь, что покинул сынов гора? Спросил Каин. В этом дело. Ты поэтому отправился на это задание, чтобы вновь примкнуть к бывшему господину. Заткнись, Тубол, бросил Брор, оскалив зубы. Я не понимаю, почему вы все с готовностью игнорируете травмы Локена, произнес Каин. Он нападает на Круза на Титане, не может сражаться стоят жизни двоим из нашей команды. А теперь он наставляет на меня оружие. Мы на критично важном для миссии этапе проникновения, и Локен не может продолжать. Я не говорю ничего такого, о чем не думали бы остальные из вас. Локен отступил от Каина и убрал пистолет в кабуру. Он обвел взглядом остальную часть отряда следопыток. Он прав? Требовательно спросил он. Вы все думаете, что я не подхожу для руководства операцией? Круз с северяном обменялись взглядами, но ответил Варин, который подковылял от того места, где его заштопал Алтон Нагай. Грудь бывшего пожирателя миров представляла собой изрешеченное месиво в попадании от болтера и кровавых пятен. Внутренности удерживались на своем месте лишь благодаря обтягивающей пленке и герметизирующим лоскутам. Его кожа лоснилась от пота, генетически усовершенствованное тело жарко пылало в процессе излечения. У нас есть лидер, произнес Варин. Я проливал кровь вместе с Натаниэлем и Тилусом, чтобы вернуть Локена с Иствана. Любой воин, переживший ту бойню, заслуживает нашего уважения. Он заслуживает твоего уважения, Тубол. Малкадор и волчий король сочли Гарвеля Локена, подходящим для этого задания. И я не стану им противоречить, и тебе не следует. Каин ничего не ответил, но отрывисто кивнул. Такова воля группы? Да, сказал Брор Тюрфингер. Если кто и заслуживает возможности нанести магистру войны ответный удар, так это Локен. Вы совершаете ошибку, произнес Каин. Однако я больше ничего не стану говорить. Рядом с Варином появился Алтан Нагай, руки которого были по локоть вымазаны в крови. Завин, спросил Круз. Нагай покачал головой. Как и индустриальные воины, возвестившие о первом падении Старой Земли, битва при Луперкале началась с предрассветного обстрела. 53 свежевыгруженных артиллерийских полка, имевшие больше двенадцати сотен орудий, разорвали день громом огня из поднятых стволов Василисков, Грифонов и Минотавров. На артиллерийских базах ждали основного наступления более тяжелые пушки. Бомбарды и Колосы, Медузы и Брунгильды. Их орудия не годились для стрельбы на дальние расстояния. Им предстояло следовать за механической пехотой, чтобы ударить по имперскому хребту в мгновение перед финальной эскаладой. Полки армии, верные магистру войны, приближались широкими колоннами позади наползающего града высокомощной взрывчатки и блестящей завесы экранирующих бомб. Десятки тысяч бронетранспортеров с намалеванным оком гора, несущие на себе символы противоестественного происхождения, с ревом двигались на врага. На боевых танках были установлены покрытые крючьями стойки для трофеев из трупов, а к одному скату из пяти был прикован пленник из-за Ваддона. Шагали раздутые, похожие на насекомых, жуткие конструкции механикума, состоящие из темного железа, лязгающих лап и шипастых колес. Их сопровождали дикие стаи, скитариев, опасливо державшихся на расстоянии. По обширным просторам низинного агропояса с ревом двигался вал брони и плоти. Пивавшиеся траки перемалывали житницу континента. Тянувшиеся от края до края горизонта, золотисто-зеленые пахотные земли. На стойках для тотемов поверху плоских транспортеров раскачивались шесты с железными символами, окруженные сотнями закутанных в рясы культистов. Те присваивали себе кровожадные титулы. И противоестественные ветры несли их песнопение и ритмичный бой барабанов к ожидающим имперским войскам. За ужасным воинством следовали примерно половина титанов вулканом, Мортис и Вульпы. Машин-интерфектор нигде не было видно. Бой с Легио Фордитус дорого обошелся магистру войны. Его Легио обладали численным преимуществом, однако у имперцев был Титан Император и множество рыцарей. Рыцарь не мог сравниться с Титаном, но только Глупец стал бы оставлять без внимания их объединенную силу. Тиана Курион наблюдала за наступлением армии магистра войны с плоского полумесяца хребта, расположенного на удалении в 15 километров. Она откинулась в башенке своего сверхтяжелого грозового молота, вводя магнокулярами из стороны в сторону. Отказавшись от боевой формы, она надела церемониальное зеленое облачение. В нем было неудобно и жарко, однако весь ее полк решил скопировать ее, вызывающий внешний вид, чтобы она не выделялась для вражеских снайперов. «Их много, мэм», произнес Нейла, ее начальник штаба. Он сидел за второстепенной турелью на кромке машины, листая донесения, поступающие из фланговых наблюдательных постов. «Недостаточно», отозвалась она. «Мэм», переспросил Нейла, «мне кажется, их здесь в изобилии». «Согласна, но где сыны Гора?» «Дают несчастным, проклятым смертным принять на себя главный удар». «Возможно», с сомнением сказала Курион. «Более чем вероятно, что они заставляют нас расходовать боеприпасы на худшие войска?» «Меня раздражает тратить снаряды на отбросы из числа перебежчиков». «Либо так, либо пусть они на нас накатятся», заметил Нейла. Курион кивнула. «Силы легиона довольно скоро покажутся», сказала она. «А пока мы заставим эту мразь заплатить за недостаток верности». «Приказ отдан», произнесла Курион. «Всем подразделениям открыть огонь». Ед Дурса вел грозовую птицу низко, прижимаясь к скатам плоскогорья Унсар. Имперские истребители из горных гнезд Луперкалии свизгом сцеплялись со стаями стервятников на больших высотах. Но сражение с прочесыванием земли было делом легиона. Маленький горок Симант сидел рядом с Дурсом в пилотском отсеке во главе 50 сынов гора. Они принесли клятву момента и жаждали боя. За машиной Аксиманда колеблющейся лесенкой держали строй 10 грозовых птиц. Сверху летели десантные корабли седьмой роты, орудия которых уже находились в режиме захвата цели. «Им не терпится», заметил Аксимант. Точно, отозвался Дурса. «Слишком не терпится», произнес Аксимант. Седьмую роту потрепали у Аваддона. У них недостаточно численности, чтобы позволять себе бессмысленный героизм. Предупреждающий Ауспик издал трель, учуяв несомненное излучение выстрелов. На планшете возникли мерцающие значки, их было слишком много для тщательной обработки. Имперское воинство превращалось в красную кляксу, блокирующую продвижение клуперкалии. «Так много», произнес Дурса. «Если мы выполним свою работу, скоро станет сильно меньше», ответил Аксимант. «А теперь ищи разрывы в строю». Аксимант подключался к различным ВОК-сетям, анализируя сотни полков при помощи незаметных синоптических каналов, отделяя важное от несущественного. Все, что им требовалось, чтобы у одного вражеского командира жажда славы пересилила тактический здравый смысл. ВОК с ротного уровня. Командиры танков запрашивают цели, наводчики выкрикивают предупреждения об угрозах и векторы вражеской атаки. ВОК с командного уровня. Страдальческие распоряжения бросить поврежденные танки, забрать выживших или догнать неповоротливые авангардные подразделения. На фоне всего этого завывал вопящий барьер шифровального мусорного кода. Коммуникаторы темных механикумов с громадных боевых машин обменивались верещанием. Он убавил громкость, но оно продолжало нарастать. Звук скрежетал с такой интенсивностью, что Аксимант понимал, что это просто неправильно. «Никакая машина не должна так звучать», сказал он. Аксимант слушал потоки ВОК-с сообщений достаточное время, чтобы собрать необходимую ему информацию. Координаты подразделений, мощности ВОК-са и приоритетные ресурсы. Вместе это рисовало столь же живую и полную картину, как любая сенсорная симуляция. Грозовая птица вырвалась из облаков, и на всех каналах легиона раздался голос Лупер Каля. «Мои капитаны, мои сыновья», произнес он. «Полномочия воины, атаковать цели по возможности, отход только по моей команде». «Запускай нас, ед», распорядился Аксимант. «Принято», отозвался Дурса, подняв привязанное к запястью Око Гора и приложив его к губам и глазам. «За Гора и Око! Убивайте за живых, убивайте за мертвых», произнес Аксимант. Дурса повел грозовую птицу на снижение. Боль, во время его неудавшегося становления, была несравнима с мукой, которую он испытывал теперь. Кабели нейроинтерфейса, имплантированные в покрытые струбьями разъемы на позвоночнике Альбарда, были будто раскаленные до белокопья, вонзающиеся в сердцевину мозга. Они так и не зажили надлежащим образом с того дня, когда их врезали в него. Бич погибели, боролся с ним. Машина знала, что он чужак, и пыталась сбросить его, как дикий жеребец. Духи ее бывших хозяев знали, что Альбард сломлен, что он уже однажды не сумел соединиться с рыцарем. Мертвые седоки не приветствовали в своих рядах недостойных. Альбард поборол их. Несмотря на все их отвращения, на его стороне были десятилетия ненависти. Он чувствовал в механическом сердце Бича погибели эхо присутствия Ревена, однако это лишь придавало ему решимости. Единокровный брат попрал все, что когда-то было дорого Альбарду, и теперь тот намеревался отплатить. Системы рыцаря сбояли и постоянно пытались перезагрузиться, внесенные сакрестанцами доработки не позволяли им отключить его. Сердце рыцаря кричало на него, и Альбард кричал в ответ. 43 года назад он сел напротив Ревена и позволил страху забрать лучшее, что в нем было. Не в этот раз. В молодости Альбарда ослепило на один глаз беснующаяся Малагра, и обезьяноподобные твари всегда занимали особое место в его кошмарах. Когда одна из них вырвалась на свободу в день его становления, в день, который должен был стать мигом его наивысшей славы, его поглотил страх. Его рыцарь ощутил этот страх и отверг его как недостойного. Проклятый в глазах отца, он оказался обречен на полное страдание и насмешек жизни в руках единокровного брата и сестры. Ревен убил его отца. Хорошо, он ненавидел паршивого старого ублюдка. Альбард отомстил при помощи охотничьего ножа и досконального знания анатомии, которую он приобрел, будучи с другой стороны клинка. Его вероломные единокровные сородичи теперь сплелись в ирригационной канаве, раздуваясь от насыщенной питательными веществами воды и трупных газов. Еда для червей. Альбард дернулся, когда его уколол задержавшийся в ядре рыцаря фрагмент следа Ревена. Он почувствовал отвращение брата, но хуже того, почувствовал и обрывок жалости. «Даже в смерти ты насмехаешься надо мной, брат», прошипел Альбард, ведя 23 рыцаря Дивайнов через задние ряды имперских полков. Сотни тысяч людей и их бронемашин ожидали приказа выдвигаться. Тиана Курион было быть не пассивная линия обороны, а активное маневренное сражение. Нужно было пользоваться возможностями наступать, затыкать разрывы. В этой последней задаче состояла роль, которую она отвела рыцарям Молеха, прославленной резервной силе. Унижение уязвляло, подобное оскорбление оставляло большое пятно на чести рыцарских домов Молеха. Мимо прошли рыцари дома Тасхар, почтительно склонившие свое оружие. Многие смеялись над обитавшими в песках дикарями, однако те знали свое место, в отличие от наглых ублюдков из дома Мамарагон, самодовольные паладины которых толкались на месте в авангарде, как будто они могли хоть когда-нибудь возвыситься до положения первого дома Молеха. На южных рыцарях дома Индра висели золотые и зеленые знамена, и Альберт подозревал, что они реют чуть-чуть выше его собственность. Неприкрытая попытка затмить славу дома Дивайн. Подобная дерзость не должна была остаться без ответа, и Альберт почувствовал, как системы вооружений Бича погибели отреагировали на его воинственные мысли. Внутри его души смешивались злость, неуверенность и паранойя, которая подталкивала к неистовому нарциссизму непроходящее присутствие, инфекция, недавно появившаяся на сенсориуме. В сердце Бича погибели таилось нечто змееподобное и сладострастное, жуткое, но соблазнительное. Альберду захотелось познать это, и он скользнул по нему своим разумом. В ответ нахлынула объединенная ярость бывших пилотов рыцаря. Реакция страха. Альберт судорожно глотнул воздухо, когда сенсориум поплыл от помех, фантомных образов и жестоких отголосков былых воин. Система произвела очистку, бича погибели, переплетая их с забытыми унижениями и ложным величием. Альберт услышал шипящий смех. Его травмированный разум пытался отделить настоящее от памяти, однако области мозга, необходимые для полного взаимодействия, были необратимо повреждены 43 года назад. В сенсориум хлынули его собственные воспоминания, смешавшиеся с давно завершенными войнами и воображаемыми убийствами. Он втягивал ядовитую информацию в себя, выпивая ее залпом, будто славное вино. Сенсорное отображение окружавшего его поле боя размывалось и искажалось, словно медленно перенастраивающаяся трансляция фиктов, где одна картина затухает, а другая вплывает в фокус. То, что когда-то было упорядоченным имперским лагерем с механически построенными укреплениями, складами боеприпасов, топливными хранилищами и точками сбора, превратилось в нечто совершенно иное. Туда-сюда маршировали люди в калетах из вываренной кожи и железных шлемах с забралами. У некоторых были блестящие хауберги из железной чешуи. Они несли на плечах длинные мечи с железными клинками и секиры, мрачно вышагивая в ногу. Возле их ног лязгали зубами сотни охотничьих гонщиков, которых подгоняли вперед псори с кнутами. Коронады с драконними пастями, тысячами тянувшиеся по склонам холмов извергали громовые удары. Окопавшись среди плетеных габионов и земляных валов, стрелковые академии Роксии и Киртера привезли свои лучшие кулеврины и мортиры, чтобы покарать врагов картечью и снарядами. Разноцветные флаги хлопали в сталкивающихся термических токах воздуха над голодными до пороха орудиями. Артиллеристы потели и тяжело дышали, выгоняя своих железных чудовищ на огневые позиции. Стволы Широкогрудые тасхарские рабы поднимали тяжелые каменные шары. Пушки впечатляли, однако это было ничто в сравнении с великолепием рыцарского воинства. Невероятные воители в полных доспехах ехали на могучих боевых конях в фантастических попонах, изображавших вставшие на дыбы зверей, которых не видели на Молихе уже на протяжении поколений. Альберт повернулся, чтобы взглянуть на едущих рядом с ним и рыцарей. Кузены, племянники и дальние родственники все из рода Дивайн. Они ехали на битву верхом на широкогрудых боевых конях. Однако ни один из скакунов не мог сравниться с золотистым жеребцом, на котором ехал он сам. Зверем с огненной гривой и широкими сильными плечами, королем среди лошадей. «Братья мои!» выкрикнул Альберт, позволив райской змеиной отраве добраться до каждого из них. «Узрите Некоторые почти устояли, однако в конечном итоге сдались все. Их тайные желания и амбиции подпитывали инфекцию, и та забирала каждый обрывок их похоти, вины или горечи, превращая это в нечто худшее. Он повернулся в седле, глядя на эмблему в виде двух молний, развивавшуюся на древке его знаменосца. Древний герб самого Владыки Бурь пылал в лучах дневного солнца. Знак был столь ярким, что освещал поле боя на сотни метров во всех направлениях. Это было его знамя. Он был Владыкой Бурь, а эти рыцари теми же самыми ваджрами, что ехали вместе с ним по фульгуритовому пути столько веков назад. Его заполнило неистовое ощущение собственной значимости, и он ударил шпорами. Бич по гибели двинулся сквозь полки пехоты, и Владыка Бурь увидел в клубящихся облаках пушечных выстрелов громоподобное и чудовищное создание. Титанический зверь, колос нечеловеческих масштабов. Его покрывала черно-белая чешуя, и он громогласно ревел. Пожиратель миров. Это и был тот враг, которого его призвали сразить. Часть третья Призраки 20. Битва при Луперкалии Громовой ястреб разбился. Выпотрошенный остров продержался ровно столько, сколько требовалось, чтобы доставить их на землю. Ему уже не суждено было взлететь, но кого это заботило. Абаддон, пошатываясь, вышел из пламени и останков на месте крушения, рассылая вызовы юстерианцам. Двое определенно мертвы, один не отвечает. И так будем считать, что мертвы трое. Примерно этого он и ожидал при таком приближении к пушкам горы Железный Кулак. Им предстояло потерять еще больше к моменту, когда они захватят траншеи и бункеры, рассыпанные по подножию и нижним отрогам, словно стальная плесень. К горе мчались десантно-штурмовые корабли. От их пусковых установок прокатывались залпы ракет «Тайфун». Штурмовые пушки и болтеры «Ураган» строчили снарядами. Пространство над головой рассекали полосы огня артиллерии и противовоздушных орудий. Взрывы, зенитные выстрелы и непрерывный рев пушек сопровождались неослабевающим ливнем пыли и тлеющих сигнальных ракет. В грозовые орлы было сложнее попасть, чем в громовой ястреб. Однако огромный объем огня, исходящего с горы, с каждой секундой сбивал все больше из них с неба. По низким предгорьям были разбросаны останки десятков десантно-штурмовых кораблей. Крушение не являлось целью плана, однако было более чем вероятным исходом и приемлемым риском. Пятьсот терминаторов построили среди пламени и дыма, исходящего от мест падения. Имперские стрелки всерьез полагали, будто отбили воздушный штурм. Они ошибались. Только то, что воздушная машина упала, еще не значит, что находящиеся внутри воины мертвы, особенно если эти воины сыны гора. Слева от абаддона на скалы рухнул грозовой орел. Над обломками поднялся гриб взрыва боеприпасов. Из окружающей его круговерти черного дыма возник фальк кибры. Ты вообще разбивался? поинтересовался абаддон, увидев, что на доспехе вдоводела нет повреждений от огня или удара. Нет, пилот высадил нас под прикрытием откоса, сказал кибры, указав комби болтером. Пятьсот метров к востоку. Клянусь, ты самый удачливый ублюдок, какого я когда-либо встречал, произнес абаддон. Его голос был скрижещущим и лишенным той веской интонации, которой когда-то обладал. Огненный залп императора лишил его этой черты. Начисто выжег ее, оставив ему этот хрип горгульи. Если не считать нескольких синяков, вдоводел вышел из той стычки невредимым. Чем больше я дерусь, тем удачливее становлюсь. Абаддон кивнул. Он сверился со счетчиком в углу визора. Четыре минуты. Дым и пыль от бьющихся десантно-штурмовых кораблей все еще скрывали их присутствие. Однако этому предстояло длиться недолго. Грохот артиллерии на равнине нарастал. И все же более тяжелые орудия оставались позади. Главные ударные волны еще не достигли цели. Все до сих пор в силе спросил Кибры. Похоже на то. Тогда нам лучше найти какое-нибудь укрытие. Вон тот утес впереди. Не густо. Лучшее что я вижу. Абаддон кивнул и открыл канал связи с юстерианцами. Новая позиция для штурма произнес он. Двигайтесь на мой маркер и не поднимайте свои проклятые головы. Вдохновляюще заметил Кибры. Теперь понимаю почему Луперкаль сделал тебя первым капитаном. Сейчас не время вдохновлять отозвался Абаддон. Сейчас время надеяться что проклятые механикумы не промажут. Вар Зерба был одной из старейших защитных платформ на орбите Молеха и за десятки лет накопила внушительный арсенал. Торпедные блоки, ракетные шахты, каллимирующие бозерные орудия и бесчисленные батареи макропушек создавались, чтобы полностью разбивать атакующие флотилии. Однако подобное вооружение также было способно бить и по планетарным целям. Эзекиль Абаддон захватил Вар Зерба, практически нетронутый. И фрегаты Копье Селинара и Сожаление Бесконечности едва не сожгли свои реакторы, пока перетаскивали ее с геостационарной позиции над океанами Молеха к точке ровно над Агропоясом к северу от Луперкалии. Западнее поле боя, чтобы учесть вращение планеты, но все же идеальное положение для удара сверху. Орбитальные обстрелы не являлись изощренным оружием, равно как и изобретательным. Практически никому не доводилось слышать, что бои их применяли в ходе боевых операций. Огромный объем огня был бы слишком опасен, слишком непредсказуем и слишком разрушителем, пойди что-нибудь не так. Отказа боеприпаса, вспышки атмосферного разряда или простой ошибки в расчете хватило бы, чтобы направить артиллерию, способную сравнять города с землей совершенно мимо цели. Однако, когда целью выступала крупнейшая гора Молеха, риск, вероятно, можно было счесть допустимым. Кровники стояли на коленях, обнажив мечи и вонзив их в землю перед собой. Все воины помазали багряные пластины брони черным и ждали, пока надзиратель Серкан ходил среди них, растирая пепел по крылатым каплям крови на наплечниках. Пока снаряды падали на надвигающуюся орду, он предлагал каждому из воинов толику собственной мудрости и выслушивал их последние слова. Ни у кого не было никаких иллюзий на тему того, что это может стать чем-то иным, нежели последним боем. Дразин Акора знал, что не доживет до следующего восхода солнца. Однако эта мысль не слишком его тревожила. Не было никакого сомнения, что это они убили имперских солдат в джунглях, пусть даже он так и не мог объяснить, как это произошло. Они не просто убили невинных и охотились будто звери, но еще и не исполнили свой долг быть примером всего хорошего и благородного, что есть в легионах. Магистр войны уже запятнал честь легионов так, что им никто больше не поверит, и кровавые ангелы позволили себе стать частью этого. Кровники прибыли на молях, чтобы сражаться, однако на это поле боя они явились, чтобы умереть. Витус Саликар встал, и позади него поднялись на ноги девяносто шесть кровавых ангелов, каждый из которых отсалютовал своим клинком небу. Не врагам, те были недостойны какого-либо признания. Это был последний салют императору Этере, Сангвинию и Баалу. Саликар очистил свой силовой меч от грязи при помощи промасленной тряпки, и Акура увидел, что с тыльника в виде капли крови свисают личные жетоны. Акоре не требовались психические силы, чтобы ощутить связанное с ними бремя вины. Ржавчина и несомненный запах крови смертных говорили сами за себя. Саликар заметил его взгляд и убрал клинок в ножны. Жетоны загремели о чехол из кожи это сделать, спросил Акора. Собираюсь, подтвердился Ликар. Он сжал кулак и скинул согнутую в локте руку. Десять бронетранспортеров на срок запустили двигатели, извергая масляный дым и сотрясая землю. Тебе не следует пытаться меня переубедить, Акора. Я не собираюсь очернять этот миг необходимостью тебя строить. Я не собираюсь делать ничего подобного, ответил тот, хотя мятежная мысль уже мелькала у него в голове. Он немедленно его силы были велики, однако не настолько, чтобы переломить такую каменную волю. Вы верите, что это наказание, спросил Акора. Да, ответил Соликар. Вы ошибаетесь, произнес Акора, положив руку на полускрытый символ легиона на наплечнике командира. Фамильярный жест, практически слишком фамильярный. Они с Соликаром были боевыми братьями, однако далеко не друзьями. Соликар глянул на руку Акоры. Тогда что же это такое? Это правосудие. «Пошли!» закричал Аксимант. Третье отделение вырвалось из-за укрытия, перемещаясь и стреляя, пока коготь дредноутов Унгеран вел огонь из пушек и ракетных установок. Стремительные залпы крупнокалиберных снарядов и выписывающих спирали ракет ударили по линии решетчатых укреплений. Заполненные щебнем и сложенные, будто детские кубики, те представляли собой идеальные временные сооружения. Временные или нет, однако преодолеть их должно было быть чертовски сложно. Позади него среди огней мест падения или жестокой посадки дымились грозовые птицы. Около пяти сотен сынов гора хлынули на израненную местность плоскогорья Унсар менее чем сотни метров от ступенчатой обороны. Неважно, откуда велся штурм, с земли в море или воздухе. Последние сто метров всегда было необходимо пересечь воинам, желающим сойтись с врагом в лоб. Фланг имперского фронта располагался на подножии гор и тянулся прочь плавным полумесяцем, пока не доходил до громадного пика горы Железный Кулак. Двадцать километров между этим и тем местом представляли собой цельную линию имперских танков и пехоты. Хорошо окопавшиеся, хорошо над линиями плыли желтые облака дыма, выбросы имперских пушек, смешанные с разрывами снарядов тяжелой артиллерии Луперкаля. Титаны вели поединки при помощи орудий, способных ровнять землей города. Грохот их шагов ощущался даже здесь. Император посреди строя не перемещался. Его верхняя секция поворачивалась ровно настолько, чтобы навести апокалиптическое вооружение. Каждый выстрел пушек пробивал в армии магистра войны кровавые раны. Сотни гибли от каждого заряда орудия адская буря и еще сотни от ярости плазмы аннигилятора. Ракеты, лазерные заряды и ураганы огня болтеров окутывали верхние башни и бастионы дымом. Император без посторонней помощи потрошил армию Луперкаля или по крайней мере ее смертную часть. Внимание Оксиманда окрашенные багряным носороги рванулись вперед клином, чтобы рассечь наступление надвое. Славная атака на вражеские порядки, на которые осмелились бы только воины легиона. Герзко, но глупо, прошипел Оксиманда. Вражеское воинство было слишком огромно, чтобы его разбило на части столь малое количество воинов, пусть даже это были воины уровня Кравовых Ангелов. Шипение прошедшего мимо лазерного заряда вернуло его к собственному бою. Туда заорал Оксиманда, указывая на основание ступенчатого выступа, где шквал ракет грозовых птиц рассек усиленную решетку. Щебень грозил высыпаться наружу. Требовалась лишь небольшая помощь. Отделение Ариуса, обрушьте эту стену. Белар, займи ее, когда пробьют. Со скальной полосы слева от Оксиманда протянулись дуги инверсионных следов очереди ракет. Громадный взрыв разметал укрепление щебнем. Разбитые скалы осыпались дождем колотого камня и обломков. Пыль от взрыва еще не успела развеяться, а отделение Белара уже пришло в движение. На утесе наверху, куда высадились чисто штурмовые подразделения Оксиманда, полыхнули прыжковые ранцы. По ним ударили выстрелы. Шестерых сбили на лету, когда они еще не достигли верхней точки управляемого прыжка. Вы это видели? спросил Йед Дурса. Видел, сказал Оксиманда. Это сделали несмертные солдаты. Согласен, это легион. Стучащие пушки ударили по укреплениям, откуда были сделаны выстрелы. Но Оксиманд знал, что они никуда не попали. Если он не ошибался насчет того, кто там находился, то те уже сменили позицию. Отделение Белара приземлилось прямо перед установленными блоками и согнуло ноги для еще одного прыжка. Земля взорвалась полосой пламени, когда сдетонировала линия мелтамин с дистанционной активацией. Оксимант нырнул назад. Авточувства отключились, чтобы защитить его от вспышки. Отделение Белара практически испепелило. Воздух поднялся, один-единственный воин, но только его верхняя половина. Сбоящие ускорители унесли его труп за стену. Дистанция как раз такая, чтобы понадобилось два прыжка, прошипел Оксимант. Они знали, что штурмовикам понадобится там приземлиться. Определенно, легион, заметил Дурса. Некровавые ангелы, отозвался Оксимант, что оставляло лишь один вариант. Здесь ультрадесант. Третье отделение на позиции, передал Павоксу Дурса. Унгеран готовы. Ударьте по ним всем, что есть, произнес Оксимант. Максимальное подавление, мы возьмем эту стену сами. Первым симптомом надвигающегося обстрела стало давление внутри шлема Абаддона. У него заныли зубы, и визор потускнел, ожидая удара. Ты смотришь вверх, поинтересовался Кибре. Ты хочешь ослепнуть? Как часто тебе удается оказаться настолько близко к такой потрясающей разрушительной огневой мощи? Даже одного раза слишком много. Абаддон ухмыльнулся. Это было так для него нетипично, что он сам удивился. После ранения у него было чрезвычайно мало поводов для смеха. Пламя ангела не просто лишило его голоса, но еще и осталось непрерывно тлеть в костях, как подземный пожар, который никогда не вырывается наружу, но продолжает все гореть и гореть, даже когда не остается пищи для его поддержания. Думай об этом так, произнес Абаддон. Когда произойдет удар, прямо по руинам, либо будем мертвы. В любом случае, если я умру, Луперкалю понадобится кто-то на место первого капитана. Я не хочу получать его таким образом. Сентиментальность Кибры разозлила Абаддона. А как еще, по-твоему, ты его получишь? Кибр не ответил, и Абаддон перевел взгляд на небо. С момента начала вторжения небесомолиха раздирали электрические бури и бушующие атмосферные возмущения. Низкие облака шипели, словно перегружающиеся генераторы. Наконец, они взорвались, будучи не в силах сдержать буйство энергии внутри. Между ними и самыми высокими из пиков горы протянулись ветвящиеся узоры синего свечения, словно опорный пункт был гигантским громоотводом. Столкновение с истощающимися пустотными щитами свизгом заполнило небеса расходящимися маслянистыми пятнами света. Молнии плясали на незримом барьере, с каждым ударом отодвигая его. И с каждым пронзительным разрядом пустотные щиты приближались все ближе к пределу прочности. Словно пузырь, растянутый до максимума, они издали вопль и лопнули. В небо ударил микрошторм, генераторы сдетонировали от отдачи, и вокруг горловины горы взметнулись дейзеры взрывов. Но это было лишь предвестие. Глянцевые столпы лазеров коснулись горного пика, сверлились вглубь скалы. В небеса рванулся перегретый пар, брызги раскаленного камня увенчали высокий пик золотистой огненной короны. Однако даже это являлось только прелюдией. Торпедные залпы и снаряды макропушек, запущенные с варзерба на сверх высоких скоростях, пробились их сбить. Но катастрофический взрыв системы пустотных щитов вывел из строя почти все кагитаторы целенаведения. Орбитальные боеприпасы, созданные для проникновения в подземные бункерные комплексы, врезались в гору, нанося удары в шахты, пробуренные орбитальными лазерами. Гора «Железный кулак» была укреплена, чтобы выдержать бомбардировку с воздуха или огонь наземной артиллерии. Но обстрел с орбиты был намного порядков мощнее всего, что предвидели строители Легио Круциус. Верхние 500 метров горы просто исчезли. Боеголовки, лишь чуть слабее атомных, ударили глубоко в ее сердце, раздирая внутреннюю структуру пустотелой горы адской пламенной бурей. Огромные адамантиевые опоры сгибались и плавились от температур, обычно встречающихся в ядрах звезд. Балки жесткости и несущие своды обрушились, и вся гора содрогнулась от каскада нарушений структурной устойчивости. Массив внешней части горы падал внутрь, образуя пылающую кальдеру. Гора железный кулак рушилась, словно скульптура из песка. Скорость распада увеличивалась с каждой секундой разрушения. Многокилометровые шлейфы взрывных газов и тучи пыли вздыбились пронизанным огнем грибовидным облаком. Ударная волна от попаданий и мгновенного уничтожения целой горы разошлась серией толчков сейсмических волн давления. Абаддон крепко ухватился за скалу, как будто земля пыталась его стряхнуть. Зев новосотворенного вулкана изрыгал камни и пламя. Вниз хлынула лавина обломка, миллионы тонн раздробленного камня и стали. Сокрушительный вал, похоронивший скопление имперских укреплений вокруг горы под сотнями метров щебня. Первая рота, произнес Абаддон, когда ударные волны начали рассеиваться. Пять сотен терминаторов поднялись из-за укрытия и двинулись в адскую бурю, окружавшую гибель горы. Витус Саликар ехал во главе Кровавых Ангелов. Двигатели его багряного носорога ревели, словно мезоскорпион на жире. Он отдал технодесантникам приказ перегрузить их. Через считанные минуты они выгорят, металл заскрежещет по металлу, наружу вырвется пламя из лопнувших под давлением линий подачи масла. Это не имело значения. Этим носорогам уже никогда бы не понадобилось вновь двигаться после исполнения этой задачи. Конец для всех нас, произнес он. Позади них, там, где уже треснули распределители топлива, оставались пылающие следы. Пламя быстро распространялось по полям, и сзади поднималась стена дыма и огня. Теперь они не могли отступить, даже если бы захотели этого. Фронт предателей представлял собой цельную стену из плоти и железа, танков и марширующих солдат, которая тянулась, насколько хватало зрения. Задние ряды скрывались в клубах дыма от грохочущей артиллерии. Трещали выстрелы, земля покрывалась воронками от разрывов. Выстрелы били по дополнительно усиленному скату его носорога, но не пробивали его. Заряд лазера зацепил наплечник, превратив в стекло пепел и грязь, размазанные поверх эмблемы легиона. На капле крови образовалась глинцевитая корка. Он посмотрел налево и направо. Дразин Акора и апотекарий Вастерн, как и он, ехали в выше своей машины, как дикие вожди племен Бала Секундус на своих колесницах в минувшей эпохе. «За императора и сангвине!» выкрикнулся лекарь. Испаренные болтеры на крыше носорога открыли огонь. Нескольких предателей в сознательно изодранной форме армии и украшенных фетишами шлемах снесло с ног. Он наметил себе цель армейская химера соком гора намалеванным умброй на переднем скате. Позади нее реяло знамя из рваной ткани с изображением истекающего кровью орла. Машина командующего или офицера. Двигатель за спиной салекара заглох с резким ударом и глухим мощным стуком. Капитан почувствовал привкус горящего прометия и смазки. Машина передала на траке последний импульс энергии и ее заклинило с ужасающим лязгом раскалывающегося металла и рвущихся шестерней. Носорог в лоб столкнулся с раскрашенной химерой. Металл прогнулся и деформировался. Более тяжелая машина космического десанта разнесла фронтальную секцию химеры, как будто та была сделана из фольги. Салекар прыгнул с крыши носорога, использовав столкновение, чтобы попасть вглубь вражеских рядов. Чешуйчатый плащ трепетал позади него, словно золотые предателей. Его меч сделал взмах, лезвие полыхнуло янтарным пламенем, люди погибли. У него за спиной сшипованный отбойник носорога расчленил вражескую машину, будто труп на мясницком столе. Повалил черный дым, штурмовые люки распахнулись и наружу хлынули кровавые ангелы. Они врезались в разрозненных предателей, сносять их с дороги ударами каплевидных щитов и короткими колющими выпадами своих мечей. Саликар перемещался и убивал с изяществом и красотой, словно танцор, каждое движение которого казалось отрепетированным по сравнению с противниками. Смертные пытались сразить его, но его движения были слишком быстрыми, слишком пластичными и слишком красивыми. Озаренное огнем лезвие вспарывало тела. Отделанный золотом пистолет изрыгал выстрелы по головам при каждом нажатии на спуск. По его груди и плечам били выстрелы, некоторые даже поражали солдат, с которыми он сражался. Они знали, что не могут биться с Саликаром на равных и пытались убить его любыми возможными способами. Он не переставал двигаться, собирая вокруг себя как можно больше врагов. Если они планировали его застрелить, для этого им предстояло убивать своих же людей. Кровавые ангелы построились к линиями закованных в красное убийц вокруг своих предводителей. Надзиратель Серкант пробился сквозь группу раздетых по пояс воинов, плоть которых покрывали шрамы от каленков ножей. Его украшенный орлиными крыльями символ власти наносил им новые раны, но этим уже не суждено было зажить. Алекс Вастерн апотекарий, знавший каждый дюйм человеческих тел и восстанавливавший их всю свою жизнь, теперь прилагал все силы для их уничтожения. Дразина кора сражался чудовищным двусторонним топором, прорубая красный проход сквозь отделения аугментированных солдат, облаченных в плащи из кожи с кровавыми прожилками и вооруженных как техноварвары, некогда воевавшие среди разрушенных адских пейзажей старой земли. Саликар проталкивался через толпы сгрудившихся солдат, чтобы объединиться с ним. Капитана не коснулся ни один клинок, однако лазеры и пули долбили по броне и вгрызались в нее. В любом другом бою целью было бы расчищать место, перемещаться, находить разрывы между противниками и упиваться убийством. Здесь же задача состояла в том, чтобы заполнять это пространство их плотью, превращать их в щиты. Со всех сторон вражеская атака продолжалась в том же темпе. Мимо с ревом двигались химеры, несмотря на всю свою внешнюю дикость, армия магистра войны была дисциплинирована. Соликар обезглавил двух смертных, державших тяжелый болтер, и пнул третьего, на груди которого находился подрывной заряд. Смертному раздробило ребра, и он взлетел в воздух. Переносимый им заряд сдетонировал, оторвав спонсон ближайшему боевому танку. Тот завертелся и через мгновение тоже взорвался. Соликар опустился на колено, когда по нему прокатилась ударная волна. Он поднялся на ноги и двинулся дальше. Его наконец догнал почетный караул. Они бросили щиты. Защита теперь стала несущественна, значение имела лишь атака. Остроконечные формации кровавых ангелов соединились, образовав одно общее острие атаки прямо сквозь вражеский центр. Примерно четверть воинов биться индивидуальное мастерство противников. Те бежали от его увлажнившегося клинка, по рукам и ногам щелкали выстрелы. На дисплее визора мерцали предупреждения, но они его не заботили. Сегодня он должен был умереть, и это не могло изменить никакое предостережение. Теперь рядом с ним сражался Дразина Кора, лезвие топора которого блестели от красной влаги. Заместитель заметил его и отрывисто кивнул. Единственное, что можно было позволить себе среди буйства схватки. Соликар ответил тем же и увидел, что смертные перед ним превратились в силуэты на фоне адского огня. Акора издал вопль и рухнул на колени. Топор выпал у него из рук. На него навалилась масса тел, тыкающих ножами, винтовками и мечами. Соликар колол и рубил, отгоняя отребье. По спине хлопнул выстрел, более тяжелый заряд. Он пошатнулся, еще один засыпил шлем и он упал на одно колено. Соликар протянул руку и схватил Акору за наплечник. Вставай, брат, скомандовал он. Акора поднял глаза. Его шлем заволокло потрескивающими линиями энергии, а линзы лучились внутренним светом, кроваво-красным сиянием поразительного артериального оттенка. Оно здесь! выкрикнул Акора. Спаси нас, Трон! Оно здесь! Соликар вскочил на ноги. На него нахлынула неистовая ярость, смертоносное бешенство, подобного которому он никогда не знал. Нет, это было не так. Однажды ему доводилось познать такое. Несколько месяцев назад в Кушицких джунглях красная пелена невообразимой ненависти и ярости, необузданная злоба миллиона душ. Все враждебные мысли и первобытные порывы, получившие полную свободу. Соликар судорожно выдохнул с дикой свирепостью. Перед ним сквозь огонь двигалась фигура, воин трансчеловеческих пропорций. Его почерневший красный доспех окутывало пламя. Хуже того, его доспех был таким же, как у Соликара. Несмотря на обвивавшее ее пламя, обжигающее глаза, крылатую каплю крови на наплечнике было ни с чем не спутать. Чем бы ни являлось это существо, когда-то оно было кровавым ангелом. Оно парило в метре над окровавленной землей. Позади него вволочились цепи. Его лицо представляло собой обожженный кошмар с вечно пылающей плотью, которая почернела от огня и туго натянулась в предсмертной гримасе панической злобы. В одной руке оно держало отсеченную голову, принадлежащую надзирателю Агане Серкану. «Узрите нашего сородича!» произнесло оно, и Соликар почувствовал, как под шлемом у него из ушей потекла кровь. Собравшиеся вокруг смертные попадали на колени. Они больше не пытались убить его, а молились чудовищному порождению преисподней. Соликару хотелось прикончить каждого из них, не сражаться с ними, не убивать их, а забыть. Хотелось омыться их кровью, снять себя броню и размазать по обнаженному телу их внутренности. Он бы пожрал их сердца, высосал бы мозг из костей, глаза были бы сладостью, кровавым нектаром. Соликар утратил все цивилизованные порывы и увидел, как утопает в крови убитых им. И каждый забранный череп выстилает его путь к бессмертию. Вот чего вы все хотели, Витус, произнес падший ангел, протянув к нему руку. Примите это. Ваши братья уже испили из кровавой чаши, которую я им предложил на Сигнусе. Теперь они убивают во имя меня. Без сожалений утоляют свою жажду крови. Я знаю, что вы ощутили отголоски того мига в собственной резне, Витус. Не вини себя, прими ангела-убийцу внутри тебя. Присоединись к своим братьям, присоединись ко мне. Саликар почувствовал позади себя чье-то присутствие и неохотно отвел взгляд о демонической твари. Рядом с ним стоял Дразина Кора, который одной рукой держал перед собой топор, будто талисман. Нарекаю тебя порождением варпа, выкрикнула Кора. Колдовское свечение из-под шлема распространилось по его телу и окутало лезвие топора. Я Круорангелус, красный ангел, возопила обвитая пламенем мерзость, и из ее перчаток вырвалась пара пламенеющих мечей. Склонись передо мной. Апотекарий Вастерн стал между Красным Ангелом и своим капитаном. Я тебя знаю, произнес он. Ты, Мерас из Кровавых Ангелов, ты мой боевой брат из Хеликс Примус, сейчас и всегда. Никакая сила в галактике не способна разорвать эти узы. Я, пламя ярости, темное желание, красная десница и обрыватель жизни, сказала тварь Варпа. Мераса давно нет. Они с Тагасом зажгли во мне пламя души, но кровь в моих жилах это дух и порча вашего примарха. Саликар силился сдержать свою ярость и не поддаться ее красному искушению. Каждый из фибров его воли истощался, выгорая в пепел внутри разума. Было бы легко сдаться, покориться и принять свою внутреннюю жажду крови. Акора протянул руку и положил ладонь на наплечник Саликара. На фульгуритовой молнии, вырезанной в пепле, замерцало и заплясало золотистое свечение. Саликар втянул в легкий большой глоток воздуха, словно утопающий, который наконец-то достиг поверхности. Он моргнул, прогоняя кровавую дымку, заслонившую зрение. Сорвал шлем и отшвырнул его в сторону. Обоняние заполнило зловоние поля боя, кровь и вспоротое мясо, моча и грязь. Его кровавые ангелы стояли на коленях в грязи вокруг, глядя на него в поисках указания. Их окружали предатели, которые смотрели на них, как на воплощение убийства и резни, как на новоприобретенных богов. Мысль, что подобные отбросы могут чтить их, вызвала у него тошноту. Свет пламени отразился в личных жетонах, примотанных к тыльнику меча Саликара. И то, что раньше было виной, стало обещанием спасения. Мы, кровавые ангелы, мы убийцы, жнецы плоти, но мы не душегубы, не дикари. Витус Саликар повернулся, чтобы его увидели все воины. Он перевернул свой меч, они встретились с ним взглядами, они знали, они поняли, они развернули свои клинки так же, как и он. Присоединитесь ко мне, сказал красный ангел, станьте моими кровопускателями. Никогда, произнес Саликар и вогнал гладий себе под основание челюсти так, что тот вышел снаружи через темя. Два пса войны из интерфектор, лязгающая машина под названием Лохан и хромающий зверь именуемый Кровавая Пелена создали огневую поддержку. Оксиманты пятая рота атаковали под прикрытием стремительного урагана турбовыстрелов и снарядов вулканов. Фрагменты решетчато-блочной стены уже поддались. Новорожденный вулканический взрыв на дальнем фланге обрушил незакрепленные блоки с вершины импровизированной баррикады. И огонь двух псов войны довершил дело. На ту сторону крикнул Оксимант «Устройте им бой!» Сыны Гора петляли среди щебня, некоторые стреляли от бедра, другие останавливались, чтобы прицелиться. Оксимант не делал ни того, ни другого. Он крепко прижимал свое оружие к груди. Скорость была его лучшим шансом добраться до укреплений живым. Над головой мелькнули два реактивных мотоцикла скеметар, обстреливавший защитников из тяжелого болтера на бреющем полете. По другую сторону блоков прокатились взрывы. Реактивные мотоциклы резко повернули, сбрасывая скорость ради быстрого разворота. «Ошибка!» понял Оксимант. Наверху справедливо то же, что и внизу. Скорость означала выживание. Вверх ударили выстрелы чего-то скорострельного, сбившие половину скеметаров, однако три более крупных штурмовых спидоров продолжали дело рявкающим огнем лазеров. К небу рванулся взрыв, за которым быстро последовал еще один. Спидоры преследовал обстрел, но теперь скеметары снова оказались на рубеже для атаки и не щадили защитников. Издаваемый титанами грохот заставил Оксиманда глянуть вверх как раз вовремя, чтобы увидеть, как Лохан наступил на дальний участок стены. Посыпались обломки и сыны гора толпой бросились в брешь. Кровавая пелена тенью следовала за своим порывистым кузеном, видя огонь контролируемыми очередями вулканов. Выброшенные гильзы извергались из задней части оружия водопадом металлолома. За псами войны следовало безмолвие смерти, разбойник с выжженными на панцире глубокими бороздами. Он получил повреждения в битве за Моле и один из рубцов ожогов наделил кабину пилота кривой гримасой. Титан напряг ноги, создавая впечатление, будто он слегка присел, словно собирающееся исправиться животное. «Ложись!» заорал Аксиман, присев и прижав шлем к груди, насколько мог. Бластер и мелто-пушка разбойника выстрелили с визгом рвущегося воздуха. Трассы полохнули мгновенной жгучей вспышкой света. Доспех Аксиманда передал предупреждение о катастрофическом скачке температуры, который исчез практически сразу же после появления. Гром перегретого воздуха прокатился по нему вместе с термальной ударной волной. Краска на спине и плечах пошла пузырями. Аксимант выпрямился, центр стены исчез. Апокалиптические взрывы расширяли остатки по сторонам, открыв дорогу пехоте. Аксимант побежал к пылающим остаткам стены, нащупывая дорогу в мареве раскаленного жара. Камень под ногами был расплавленным и стеклянистым. Температурные потоки сбивали авточувства, превращая те просто в струящуюся массу ложных сигналов цели. Аксиманда швырнула в воздух серией мощных взрывов, массированный огонь боевых орудий. Он тяжело упал на оплавленные остатки блока, ранее бывшего части укреплений. Он перекатился, доспех треснул в дюжине мест, шлем раскололся посередине. Аксиман сорвал его и попытался подняться на ноги. Казалось, будто внутренности раздавило штурмовым кулаком титанополководец. Ударная травма. Легкие силились делать вдох. Когда им это удалось, тот оказался обжигающим и болезненным. Аксиман чувствовал вкус сженого мяса, оплавленного металла и камня. Повсюду вокруг лежали мертвые сыны гора. Расколотая броня и сварившаяся плоть. Ед Дурса поднялся на ноги, держась за кисть руки так, будто рисковал ее потерять. Аксимант увидел, что поперек остатков стены лежит пес войны из интерфектора. Ему разорвало один бок, механические внутренности выпали наружу, а экипаж превратился в сжженное пятно на внутренней стороне панциря. Кровавая пелена или лохом, он не мог сказать наверняка. Порожденные паром призраки делали видимость дальше сорока метров нелепой. Глаза Аксиман дожгло от едких испарений осадков после выстрела мелкой, в дыму двигались фигуры. Высокие, размашисто идущие, низко сгорбившиеся и несущиеся сквозь гейзеры перегретого воздуха, рыцари, по меньшей мере дюжина. Аксимант попытался вспомнить документы по расстановке сил, которые читал. Зелено-синяя символика, увенчанная огнем гора. Дом кошек, обитающий в аркологии дом, низкотехнологичные ресурсы. Согласно оценке, максимум шесть рыцарей, уровень угрозы средний. Свернувшаяся змея над оранжево-желтым полем. Дом Тасхар, южная степная знать, известная свирепостью и коварством. Согласно оценке, всего восемь рыцарей, уровень угрозы высокий. Они шли парами, один движется, другой ведет огонь. Тяжелые стаберы прочесывали стены, а термальные пушки пронзали дым, словно яркие копья. Оксимант на мгновение застыл, подумав, что они идут за ним. Однако рыцари нацелились на более крупную добычу. Позади него словно молния полыхнула вспышка пустотного щита, и рыцари направились к оставшемуся псу войны и разбойнику. Неравная схватка, но когда это имело значение? Рыцари пронеслись мимо, за руины блочной стены. С их панцирей ревели охотничьи горны, а затем Оксимант увидел, кто на самом деле идет за ним. Закованные в кобальтово-синее и золотое, на шлеме легата белел поперечный гребень, сияющие серебряные клинки обнажены. Тринадцатый легион, ультрадесантники. Использование юстерианцев в этом бою было тратой сил. От правого фланга имперцев ничего не осталось. Пепельные статуи, когда-то бывшие людьми, и погребальные остовы танков, превратившиеся в печи-ловушки. Позиция артиллерии засыпала камнями, из наносов горячего пепла торчали перекрученные стволы василисков и минотавров. Скулящие выжившие умоляли вытащить их из-под скальных завалов, которые медленно увидел стоящего на коленях полководца. Нижняя часть ноги машины расплавилась и слилась с камнем горы. Титан пытался выпрямиться, согнув спину. В вертикальном положении его удерживали только руки орудия, по локоть зарывшиеся в пепел. Два пса войны лежали, распростершись на брюхе. Их кабины были расколоты. Раненые скитарии и ступлен накопали, чтобы добраться до экипажа. Терминаторы убили их, не сбавляя шага. После уланорской кампании Оксимант много общался с воинами ультрадесанта. Это было время напряженности между 16 и 13 легионами. Как и белые шрамы, ультрадесантники невольно выступили в роли приманки луперкаля, пока лунные волки нанесли удар прямо в сердце империи Зеленокожих. Воины и Желемана и Хана без доброжелательности воспринимали, что их использовали как наживку, а слава досталась другим. Та кампания породила множество причудливых историй. Часть возвеличивала ее, часть принижала, но все сходились касательно эффектности одержанной победы. Когда императоры гор сражались спиной к спине, Оксимант гадал, будут ли вообще пересказывать эту историю в грядущие годы. Эзекиль был безжалостен, не слишком изящно насмехаясь над медлительными ультрадесантниками. «Всегда опаздывайте на битву», привел Эзекиль, Ламиат бросил ему вызов. Эзекиль согласился. Он превосходил худощавого ультрадесантника ростом на голову, однако Ламиат уложил его на лопатки менее чем за минуту. «Если тебе нужно драться с ультрадесантником, ты должен убить его быстро», предупредил Эзекиля Ламиат. «Если он еще жив, значит, это ты мертв». Здравый совет. Хотя до настоящего момента Оксимант никогда не понимал, насколько здравый. Ультрадесантника заметили угрозу, исходящую от безмолвия смерти, и отступили на позиции, подготовленные для такого случая. Практично, несомненно. А теперь 300 воителей в облачении синего цвета ясного неба и с ненавистью в сердцах налетели на разрозненных воинов 16-го легиона. У Оксиманды имелось порядка четырех сотен, но они были раздроблены и рассеяны среди руин. В лучшем случае в его непосредственном распоряжении было сотня, возможно 120. Соотношение сил было в пользу ультрадесанта, но когда подобное имело значение для сынов Гора? «Луперкаль!» закричал Оксиманд, выхватывая скорбящего из заплечных ножен. Клинок блеснул в жестоком свете битвы. Нанесенные вдоль желоба рунические надписи засветились в предвкушении. Сыны Гора стянулись на имя магистра войны. Оксиманд скинул клинок к плечу зарядами болтеров. Броня трескалась, тела падали. Слишком мало, чтобы остановить волны. Оксиманд наметил себе цель сержанта с изубренным мечом. Тот поразил его тем, что являлся полной противоположностью всему, за что стоял 13-й легион. Убив этого легионера, он оказал бы примарху Желеману услугу. Какой пример тот подавал своим воинам? Зелень океанской волны и синева кобальта столкнулись с оглушительным треском доспехов и клинков. Полыхали пистолеты, сшибались клинки, броня раскалывалась. Оксиманд одним взмахом рассек сержанта ультрадесанта от ключицы до таза. Такой остротой не обладало еще ни одно фотонное лезвие. Он махнул в обратную сторону и разрубил легионера в поясе. Воинства переплелись, превратившись в тяжелодышащую рычащую толпу закованных в броню тел. Слишком близко и тесно для работы мечом. Оксиманд вогнал Эфес в визор воина. Тот треснул, полетели искры. Выстрел из пистолета вышиб его. У яда Дурса сломался меч. Он вертелся среди схватки с двумя пистолетами. Стрелял пользуясь случаем в головы, позвоночники, глотки. Словно мастер пистолетного боя из ауксилии скаутов. Он никогда не останавливался. Бой был жестоким. У синих было преимущество. Они сражались упорядоченными рядами, будто живая молотилка. Их клинки и пушки трудились без устали, словно ультрадесантники дрались под неслышимую диктовку невидимого мастера боя. Это была война без героизма, без искусства. Однако она приносила победу. Уже находясь в меньшинстве сыны гора сражались обособленно. Каждый воин был героем своей собственной битвы. Но герои не могли победить сами по себе. Им требовались боевые братья. Аксимант видел, что их портило самомнение. Они явились на молях, ожидая легкой победы. Это заставило их забыться, и 13-й легион наказал их за самоуверенность. Аксимант взревел и описал скорбящим широкую дугу, кричал Аксимант. Покажите этим восточным псам, как дерутся дворняги-ублюдки с хтонии. Воины собрались вокруг него. Слишком мало, чтобы не позволить выдавить себя с поля боя шаг за шагом. Аксимант атаковал воина 13-го легиона, вооруженного алебардой с длинным клинком. Листовидное острие мерцало от энергии. Это давало ему преимущество в дальности. Золотистый клинок сделал колющий выпад в направлении Аксиманда и тот отскочил назад. Теперь Аксимант увидел, что воин был знаменосством. На его оружии с длинным древком раньше располагался флаг. Обгоревшие остатки безвольно свисали с плетенных красных креплений. Ты потерял штандарт, сказал Аксимант. Тебе следует проткнуть себя этой своей пикой. Вы все здесь умрете, произнес ультрадесантник. Аксимант отвел Алибарду своим клинком Скорбящего. Он крутанулся, оказавшись в мертвой зоне, и разбил ультрадесантнику лицо локтем. Воин пошатнулся, но не упал. Если тебе нужно драться с ультрадесантом, Аксимант вогнал Скорбящего в нагрудник знаменосства. Крестовина ударилась о блестящую ультиму на пластине. Знаю, произнес Аксимант убедись, что убил его. Находясь в своем жарко натопленном военном шатре, Гор наблюдал за гололитическим отображением разворачивающегося сражения. Когда ряды коленопреклоненных к калькулю слоги загружали в кагитатор каждое новое обновление, Гор отдавал отрывистые приказы вестовым из-за уксилии скаутов, которые передавали в окс-шатры. Снаружи шатра сотни носорогов лендрейдеров и громовых ястребов готовились снести тысячи сынов Гора в битву. Среди легионеров были расставлены оставшиеся титаны вулканум, Мортис и Вульпы. Они были силой, способной учинить абсолютное разрушение, однако тоже ждали. Малагар стоял рядом с магистром войны, но после начальных выстрелов битвы мало что говорил. Гор ощущал его замешательство, вызванное ведением сражения, при котором целая треть армии еще не вступила в бой. Гор не вдавался в объяснение, довольно скоро его мотивам предстояло стать очевидными. «Естарианцы Эзекиля ожесточенно пробиваются к центру», произнес Малагар «Уничтожение горы Железный Кулак полностью разбило левый фланг. Чудовищные ударные волны при орбитальном обстреле свар зерба показались им гулом далекого землетрясения. На горизонте словно тлеющая зла тянулся пронизанный огнем дым. Дождю пепла предстояло длиться несколько недель, превращая весь агропояс в мрачную пустошь. Если Эзекиль не намеревается быть уничтоженным идеалом Терры, ему понадобится поддержка. «Он ее получит, Мал», заверил Горд. «Откуда, сэр?» спросил Малагар «Предполагалось, что Красный Ангел вернет Кровавых Ангелов в безумие и разрушит центр, чем воспользуются наши части армии. Но сыны Сангвиния мертвы, а наш центр еще не нанес сколько-нибудь существенного удара. Они гибнут там толпами». Гор сделал жест над гололитическим дисплеем, уже зная, что именно увидит. Имперские пушки расправлялись с его подразделениями армии в середине наступления. Поля перед хребтом представляли собой смертное поле, покрытое горящими остовами и трупами. Тысячи уже умерли, и еще тысячам предстояло умереть. Гора задевала, что Круор Ангелус не сдержал своего обещания обратить кровавых ангелам, принимая во внимание, что он сам нарушил планы Эриба, чтобы предотвратить то же самое на Сигнусе, ирония от него не укрылась. А Аксимант увяз направом против сил 13-го легиона, продолжил Малагарск. Чтобы пробить этот фронт, понадобится копье сынов Гора. Вам нужно задействовать остальную часть легиона и силы титанов. Мал, ты указываешь мне, что делать? Нет, сэр. Хорошо, произнес Гор, потому что я вижу составляющие войны иначе, чем другие люди. Убийства таких масштабов не сводятся только к численности и перемещениям на поле боя. Просто наблюдая за ними, я облекаю их форму и подчиняю своей воле. Ты можешь представить, чтобы кто-то из моих братьев справлялся со столь хаотичным делом, как война, так же, как я. Нет, сэр. Гор укоризненно покачал пальцем. Брось, Мал, ты не такой. Хватит говорить, будто сикофант. Ответь честно, Малагарск поклонился. Возможно, Желеман. Слишком очевидно, сказал Гор. Некоторые думают, будто у него нет мужества для войны, что его заботят лишь великие планы и стратегемы. Они ошибаются, он знает войну так же хорошо, как я, просто жалеет об этом. Тогда, быть может, Дорн? Нет, он слишком закостенелый, произнес Гор. И не лев с вулканом, не хан, хотя у нас с ним очень близкие подходы. Кто же тогда? Ферус, ответил Гор, постукивая по крышке, стоящей рядом с ним из украшенной коробочки из лакированного дерева и железа. Если он был так одарен, почему же он мертв? Я не говорил, что он был безупречен, произнес Гор, подавшись вперед, когда обновившийся гололит зарябил от помех. Но он знал войну, как никто другой. Тера уже была бы наша, если бы он к нам присоединился. Если бы мой брат фениксиец подошел к делу с толикой хитрости. Хитрость никогда не была сильной стороной фулгрима, заметил Малагарск. Нет, однако этот недостаток сыграл здесь нам на пользу. В самом деле, та сила, которую фулгрим столь охотно принял, многие годы сладко нашептывала во снах правителей Молеха, произнес Гор. Эти грезы вот-вот воплотятся в реальность. И когда это случится, Мал, поверь мне, ты будешь рад, что мы остались так далеко. Каменная перемычка треснула и обрушилась, перекрыв проход дальше по траншее. Над головой забушевала огненная буря, и абаддон сжался в стену из превратившегося в стекло камня, по всей ее протяженности которого ревела пламя. Огонь мало угрожал терминаторской броне, но это было ставшее оружием плазма из орудия Титана. Титана-Император. Пушки идеала Терры раздирали мир на части. Ракеты, разрывные снаряды, ураганы болтерного огня, лазеры и убийственные лучи пушки Вулкан. То немногое, что уцелело от траншей и опорных точек на этом фланге, превращалось в разносимую выстрелами пыль. Юстерианцы могли пережить многое, больше, чем любое другое живое существо на поле боя. Однако проклятый император собирался перебить их всех. Стены траншеи вышибла вовнутрь ударной волной от очередной системы вооружения. Абаддон отпихнул от себя куски раскаленного камня и металла. Абаддона вытащил один из ветеранов, единственный оставшийся у него рукой. Вторая оканчивалась у плеча, где ее оторвала волна давления от проходящего мимо заряда гатлинга. Над головой открыло огонь еще одно орудие, что-то со сплошными снарядами, хотя Абаддон больше не мог отличать стрельбу одного оружия от другого. Избыточное давление от чередующихся снарядов било по его броне, будто армия оскорбленных кузнецов. Все сливалось в единый непрекращающийся гром взрывов, сотрясающих землю тяжелых ударов и обжигающих грозовых ливней невероятно яркого света, которые выжигали все, с чем соприкасались. Траншеи давали какое-то прикрытие, но они были несопоставимы с катастрофическим разрушением, которое мог выпустить на волю император. Абаддон сомневался, что до этого момента дожила половина его воинов. Еще несколько минут и все они станут покойниками. О чем думал магистр войны, когда послал нас во все это? Заорал Кибре, шатающейся походкой, выбираясь из-за дамантиевого бункера, который плазменное пламя сделало мягким словно масло. Абаддон увидел внутри трупы по меньшей мере дюжины юстерианцев. Еще больше заполняло траншею вокруг него, но он их не видел. Слишком много красных значков, чтобы понять, сколько умерло, а сколько живо. Больше мертвецов, чем он думал, когда-либо увидеть среди юстерианцев. Как мы должны пройти мимо этого императора? Абаддону было нечего ответить вдоводелу, и он направился дальше по траншеи. Движение оставалось их единственным союзником, а остаться на месте означало умереть. Траншеи сотрясались от новых взрывов. Почва разверзалась и изрыгала землю и дым. Казалось, что само скальное основание Молеха разламывается на части. Абаддон в какой-то степени ожидал увидеть просачивающиеся сквозь трещины в земле озера магмы. Над головой заревели сотни лазерных зарядов, горизонтальный ливень смертоносного света, новые взрывы, новые пожары, новые детонации, новые смерти. Его однорукий спаситель погиб, когда ему рассекло грудь тремя крутящимися кусками арматуры, которые пригвоздили его к скале. Два вонзились в землю менее чем в полуметре от Кибры. Абаддон ухмыльнулся и покачал головой. Стены траншеи лопнули от сотрясающего мироздания удара. Выплавленное огнем стекло треснуло и осыпалось на землю. Сверху хлынул опаленный грунт. Его сопровождали изорванные тела, которые грозили похоронить их заживо вместе со своими жертвами. Так что, требовательно спросил Кибры, проталкиваясь по заваленной трупами траншеи позади Абаддона. За ними следовали взрывы. Дождем сыпались обломки, небо обращалось в огонь. Абаддон остановился. Это было не оружие, произнес он. Тогда что, во имя девяти преисподних это было? Шак, ответил Абаддон, это император, он идет раздавить нас. На Молихе настал конец света. Это должен был быть последний выезд в Ладыки Бурь, финальное путешествие в челюсти смерти. Его благородные рыцари Ваджры ехали вместе с ним навстречу демоническому зверю и концу мира. Оно возвышалось над всем. Создание тьмы размером с гору, каждый выдох которого поглощал мироздание. Черноту и белизну его чешуи затмевало лишь окружавшее его пламя. Пламя от его демонического дыхания и колдовских кулаков. Оно уничтожало мир, и он знал, что должен попытаться остановить его. Пусть даже это наверняка будет стоить ему жизни. Боевой конь под ним поднялся на дыбы. Разум животного объяснимо не желал ехать в пламя погибели. Он успокоил его разум усилием мысль. Но вместе с этой мыслью пришла и другая, предательская и неподобающая. Мысль смертного. Это не по-настоящему, утверждала она, это фантазия. Голос становился все громче, пока не стал воплем, звучащим внутри черепа. Владыка бурь пытался заглушить его, но тот становился лишь сильнее. И на мгновение громадная фигура дракона заколыхалась, ее очертания расплылись, и Альберт увидел, владыкой бурь. Нет, он был Альбардом Дивайном, перворожденным отпроском Киприана Дивайн, рыцаря Синишаля Молеха, имперского командующего империума человечества. Это был его мир. Ядовитая пелена упала с возбужденных глаз Альбарда, и он увидел сквозь муть в единственном оставшемся глазу внутреннюю обстановку кабины бича погибели. Он полулежал среди постоянно меняющегося пространства, с противоестественными углами и вздымающимися мускусными облаками, с шелками, золотом и самоцветами. Внутренняя отделка перестала быть механически отполированным металлом. Она приобрела фактуру плоти и мехов цвета удовольствий. Раньше он был включен в работу рыцаря при помощи позвоночных имплантатов. Теперь же его истощенное тело покрывали корчащиеся змееподобные жгуты, просачивавшиеся изнутри извращенного интерьера. На их кончиках морщились миножьи рты. Погрузив вплоть его конечностей крошечные игольчатые зубы, они питались им и заполняли его вены ароматными токсинами. «Нет!» закричал Альберт, но в ответ раздался только смех. «Один из братьев отвергает меня и пытается убить. Думаешь, я позволю второму поступить так же? Я Альберт Дивайн», возопил он, цепляясь за ощущения самого себя, пока райский экстаз заполнял его разум наслаждением. «Я...» Его протесты замерли, когда ласкающие его конечности побеги отпустили, и он увидел, во что превратился. Под ртами массы змееподобных усиков он оказался обнаженным, но вовсе не тем истерзанным образцом убожества, какой ожидал увидеть. Альберт всхлипнул, увидев могучие бедра с четко очерченными квадрицепсами. Его живот был плоским, с резкими брюшными мышцами. Мускулы груди представляли собой законченный образец рельефного совершенства. Он стал богом среди людей, безупречным, как золоченые изваяния сыновей императора, которые стояли по бокам от входа в святилище. Годы, проведенные после его неудачного становления, сгинули, и открылось все то, чем он мог бы стать. Таким он и должен был быть. Вот чего его лишили Ревен и Ликс. Вот что змеиные боги предложили Ревену. И вот что тот эгоистически швырнул обратно им в лицо. Он не совершит такой ошибки. Альберт намеревался оправдать обещания всего того, что его воспитывали ждать. Он проживет славную жизнь среди змеиных богов. Те предлагали все, чего его лишили. У сломленной души Альберда Дивайна не было шансов против подобных обольщений и силы его собственных амбиций. «Я ваш!» прошептал он. Ими ножьерты змей-побегов вновь сомкнулись на его конечностях. Боль от их зубов, входящих в его безупречное тело, была желанной болью. Он согнулся в конвульсия, когда по его телу потекла пьянящая смесь демонических эликсиров. Ощущение блаженства было неудержимо. С ним мог сравниться лишь ужас перед искалеченным существом, которым он когда-то был. Альберт моргнул, и внутреннее пространство кабины пилота скрылось из виду. Боевой конь владыки бурь скакал громадному черно-белому зверю, который обратил свое смертоносное пламя на воинство отважных рыцарей-пехотинцев, давших свой последний бой возле извергающего пламя кратера, где некогда стояла грозная крепость. «Ваджры!» взревел он. «Скачите со мной навстречу победе!» В конечном итоге сынов гора Оксиманда спасла неприродная хтанийская свирепость или горячая как ад в сердце стойкость, никакая либо редкой гениальности тактика работы малыми группами и негероическое руководство харизматичного офицера. В конечном итоге их спасли титаны. Скорбящий собирал устрашающие вырожаи. Лезвие было таким же острым, как в тот день, когда магистр войны воссоздал его. Однако острого меча и машущей им руки было недостаточно. Сыны гора отчаянно отступали с боем через лабиринт из разбитых блоков, который был единственным, что осталось от фланговой стены. За каждым поворотом на них наскакивали жаждущие мести ультрадесантники. Сотни воинов боролись, кололи друг друга и перестреливались в тумане от взрывов и горящих движущих газов. Среди щебня была разбросана разбитая техника. В огне сама возгорались и трещали шальные боеприпасы. Смертные солдаты достаточно невезучие, чтобы оказаться посреди этого гибли в считанные мгновения. Их довели в схватки, разрубали или же рвали губительным перекрестным огнем. Это была война легионов, смертным не было в ней места. От доспеха Оксиманда отскакивали заряды болтеров, мечи оставляли на керамике борозды, а взрывы молотили по нему обломками. В дымном кошмаре озаренным огнем у сражающихся стирались любые намеки на цель и контроль. Но даже в этом хаосе Оксиманд понимал, что ультрадесант берет вверх. С каждым рубящим ударом, с каждым полученным выстрелом из пистолета сыны Гора оказывались на шаг ближе к поражению. Оксиманд убил 17 ультрадесантников. Достойный восхищения счет, однако он обошелся не бесплатно. У Оксиманда больше не было правого наплечника. Его сорвал мощный заряд стационарной автопушки. Плоть под ним обгорела дочерно, и от каждого движения руки с губ срывалось шипение от боли. Пластрон треснул. Из пересекающихся под ним трубок охладителя вниз по ногам низвергались маслянистые потоки химикатов. Заново выращенные позвонки протестовали при резких движениях. Пересаженная кость еще не полностью прижилась, но бой не был проигран. Несмотря на всю свою проклятую практичность, несмотря на то, что одерживали верх, ультрадесантники не могли разгромить сынов гора. Практически любой другой противник сломался бы перед столь неумолимой боевой машиной смерти. Но сынов гора оторвали от груди ради крови. Они отступали только через кровь, и этим они заработали себе передышку. Позади Оксиманда выстрелили невообразимо мощные орудия. Такие, что могут убить тебя, а ты даже не поймешь. Такие, что испарят на атомы каждую молекулу твоего тела прежде, чем мозг вообще заметит дульную вспышку. И теперь это вооружение было направлено на воинов 13-го легиона. Среди воителей в синей броне вспыхнул столб ослепительного света. Раскаленный добела бластер обратил свой жар против вражеской пехоты и плазма гейзеров взметнулась вверх. Поверх щебня вскарабкался однорукий пес войны, корпус которого испещляли воронки от попаданий стабберов. К взорванному панцирю словно коронный разряд липла дымка пустотного щита. С под брюшей оструилась маслянистая кровь. Кровавая пелена. С ее уцелевшей руки сорвался опустошающий веер турбовыстрелов. Ультрадесантников пробивало, рассекало и варило внутри доспехов. Сквозь руины ударили копья убийственного света. По щебню прострочили пятиметровые струи пара и осколков брони. В мгновение ока срезало две дюжины воинов. Раскаленный добила залп лазерного оружия выжег туман и оксимант победно вскинул кулак, как в старые времена, увидев, что приближается хромающий гигант безмолвия смерти. Разбойник раскурочили, броня превратилась в лохмотье. Обе руки были уничтожены. Рыцари почти что повергли разбойника. Но в прямой схватке с боевым титаном всякие шансы на победу всегда были скудны. Апокалиптическая пусковая установка разбойника заполнила небо десятками ракет, затем еще дюжиной. Световые стрелы по дуге мелькнули над головой и хлестнули вниз стучащей серией взрывов, которые слились в один непрерывный реп детонации. На руинах кровавая пелена запрокинула голову и спустила из боевого горна воющий звук. Победный рев или же песня бутрате. Оксимант не мог сказать наверняка. Безмолвие смерти рухнуло на колени. Верхняя секция панциря покачнулась и из кабины принципса вырвалось пламя. Машина интерфектор переломила ход боя, но ей не суждено было участвовать в дальнейшем сражении. Земля сотряслась от грохота взрывов и Оксимант схватился за торчащую из развалин гнутую железную балку, чтобы перевести дух. Пользуясь выдавшимся драгоценным мгновением, он перезарядил свой болтер в последний магазин, а затем он увидел, что тот ему не понадобится. Отступление из боя в правильном порядке было одним из самых сложных маневров, которые только могла провести формация. Исполнение под огнем превращало его в практически невозможный. И все же именно это и сделали ультрадесантники. Из дыма пошатываясь вышел ед Дурса, который выглядел так, будто сам сошелся с рыцарями кость в кость. «Ты выбрался», произнес Оксимант. «Луперкаль помог мне», произнес Дурса, поднимая руку. Золотое окогора, которое носил Дурса, вплавилось в ладонь, навеки став частью перчатки. Контуры расплылись от жара, но все еще были ясно узнаваемы. «У меня кончились заряды в болтере и сломался меч», сказал Дурса. «Ублюдок из 13-го легиона меня подловил». И что произошло? Дурс сжал кулак. Пришлось снести его проклятую башку. На Гололите появилось множество входящих данных, поступающих из орбитальных контрольно-наблюдательных систем. Планшет заполнился объемом информации. Новые значки, новые векторы сил, неизвестные сигналы, неизвестные боевым кагитатором, поправил Горд. «Известные мне». «Мой упрямый брат, ты чудо», произнес Горд. Он встал, и от его видов в шатре возникла атмосфера воинственной решимости. Малагар склонился над планшетом, его глаза метались между множеством загрузок. «Оповести легион», произнес Горд, снимая с ближайшей оружейной стойки сокрушитель миров. «Полное наступление, пора это закончить». «Это», начал было Малагар ведя пальцем по линии значков, надвигающихся с юга. «Да», ответил Горд, «точно там, где он мне нужен, и именно тогда, когда нужен. Откуда вы знали, что он прибудет именно в этот момент? «Я магистр войны», произнес Горд». Это не просто красивый титул. Тиана Курион сражалась в битве при Луперкале и своего грозового молота. Даже под прикрытием многих сантиметров слоеной брони из адамантии и стали, буря и натиск апокалиптического противостояния все равно воспринималась как симфония из грома и тяжелых ударов по борту сверхтяжелой машины. Рев двигателя и сотрясающие мироздания грохот, множество систем вооружения делали защитные наушники необходимыми. Было тесно, стоял оглушительный шум, воняло маслом, потом и страхом. С каждой секундой, что бушевала эта битва, гибли сотни ее солдат. Ее работа состояла в том, чтобы быстро выиграть сражение. Полдюжины инфопланшетов обрабатывали входящие данные в лог сообщений, пикт кадров, сигналов ауспиков и визуальной идентификации. Ни одно сражение никогда не шло по плану и сегодняшнее не стало исключением. Потеря кровавых ангелов ужаснула ее, однако их самоубийственная атака прогнула вражеский фронт, дав ее пушкам больше возможностей задавить наступление. Стоило ли это смерти сотни воинов легиона? Нет, однако ей было лучше воспользоваться, чем оплакивать. Схватка естественным образом перешла в переменчивые приливы и отливы бурных наступлений, стратегических отходов, полных разгромов и плавных выпадов. Танки имперцев и предателей сражались на собственных миниатюрных полях боя, каждая из которых являлась крошечным кусочком целого. Маневры по обходу с фланга, клещи и ступенчатое эшелонирование. Титаны Грифоникус и Крусс вели войну на уровне, далеко отстоящем от смертных, которые сражались в тени колосов. Они бились при помощи оружия, продувка которого могла сжечь целую роту. В войне такого масштаба отстреленные заряды были в силах раздавить эскадрон бронетехники, а неверный шаг мог уничтожить целый батальон. Здравомыслящие командиры избегали находиться поблизости от боевых машин, но порой от их чудовищного присутствия было некуда деться. Будто гиганты среди муравьев титаны крушили и били друг друга. При своей гибели забирая с собой сотни воинов с обеих сторон. Комплект титанов Грифоникус состоял в основном из псов войны, и они терзали фланги. По меньшей мере четверых уже не было. Они оказались либо погребены в руинах горы, либо окружены и сбиты превосходящими по численности разбойниками Легио-Вулканум. Вражеские титаны начали день, имея количественный перевес. Однако идеал Терры неуклонно сокрушал это преимущество до той точки, где группировки машин оказались бы более-менее равны. При текущем темпе потерь имперские машины должны были вскоре превзойти магистра войны числом. Справа прорываются новые химеры и массовые транспортеры, заметил Нейлор. Мы больше не можем оставлять это без внимания. Скоро их соберется достаточно, чтобы представлять там серьезную грифоникус их не останавливают, поинтересовалась Курион. Они чертовски хорошо уничтожают боевые машины механикума и их сверхтяжелую технику, но они игнорируют множество пехотных транспортов. Те ниже их, отозвалась Курион. Они окажутся чертовски выше нас, если мы не отобьем их, пока они не набрали достаточную численность, чтобы угрожать этому флангу. Согласна, произнесла Курион, выводя на основной планшет входящие дюжины расположенных там значков, быстро оценивая их ценность и боевую эффективность. Там не осталось в живых ничего, что обладало бы силой для эффективной контратаки. Она гоптически переместилась к центру и резервам. Один из значков отрядов выделялся среди прочих. «Вот», сказала она, ткнув пальцем, «это наш наилучший шанс отбросить их. Вводи их в этот проклятый бой». Нейлар кивнул. «Хороший выбор. Нет потерь в бою и идеальная позиция для поддержки Титана». «Отправляй приказы», велела Курион, переключая внимание на неясное марево от орудий большого вытеснения слева, где были развернуты ультрадесантники Кастера Алкада. Она не знала, что там творится, и это было неприемлемо. Нейлар настроился на локальную ВОК-сеть. «Лорд Дивайн», произнес он, закручивая группы векторов атаки, «Вам и вашим рыцарям предписано немедленно атаковать врага в следующих квадратах». На многоярусном командном мостике Идеала Терры пахло маслом и благовониями, горячей проводкой и злостью. 200 калькулюс-логи сервиторов и членов палубного экипажа были подключены к тактическим машинам и управляющим консолям, анализируя шифрованные ВОК-сообщения от всех элементов боевой сети Тианы Курион. Непрерывный гул низкоуровневой бинарики и приглушенных голосов сливался с раздраженным и щелкающим шумом помех и пощелкиванием молитв. Во все системы вливался жар. Злоба машинного духа Титана покрывала их красной дымкой. Наклонные экраны проецировали новости со всего Молеха, парившие в воздухе в виде энтаптических световых завес. Все они служили лишь для того, чтобы поддержать пламя ярости в ядерном сердце Титана. Титан-император представлял собой наземный звездолет, столь же могучий и требовательный владыка, как любой пустотный корабль. Его экипаж насчитывал тысячи членов, размещенных по всей огромной высоте. Он был сложнейшей машиной из когда-либо построенных людскими руками. Лишь тайные схемы Ковчега Механикум осмеливались приблизиться по сложности к императору. Дать жизнь столь громадной машине и перевести ее в движение было совершенно иным делом, нежели вести корабль в космосе. Нулевая гравитация прощала великое множество вещей, в отличие от планетарных условий. Коллектор Титана был горделив и царственен. Не имевший соперников высший хищник, повелитель битвы, он обладал клыками, которым не мог противостоять никто другой, и яростью, равная которой была лишь у его командира. Принцепс колонис стояла на выступающем носу стратегиума, уперев руки в бедра и впитывая поступающую в коллектор входящую информацию. Она считывала разнообразные проекции при помощи своей механической руки, разводя их будто дым и мгновенно загружая. Этана колонис была заключена в тело панцирь лорикоталакс. От нее остался только череп и позвоночник, сплавленные воедино со скрупулезно сработанным механизированным телом. Обладая развернутыми наоборот поршневыми ногами и хрипящими, пощелкивающими механическими суставами, она была роботом органический материал был обрамлен рельефными пластинами фарфорово-белой брони, а тонкие словно волос медные провода блока мыслеуправления позволяли ей взаимодействовать с дьявольски сложными механизмами идеала Терры, без заполненного гелем саркофага. Подобная связь с телом машины сопровождалась острой болью, но колонис предпочла бы скорее страдать всю жизнь, нежели оказаться навечно погребенной. Мистер Сулар произнесла она оценка. Алгоритмичные резонаторы переводили синаптическую активность звуки, позволяя голосу колонис звучать практически по-человечески. Это почти что снимало боль, но не полностью. На посту ее старшего модерате развернулся шквал топографических изображений. Карты, векторы, угрозы, боевые прогнозы, предпочтительные цели идеала Терры толкались, требуя его внимания. Однако Сулар подавил их, чтобы ответить своему принципсу. Магистр войны фатально недооценил сопротивление, с которым его предстоит столкнуться, мэм, произнес Сулар. Его торс с механизированными руками был сращен с боевым логистром. Имперский фронт рухнул в нескольких местах, однако этого недостаточно для прорыва. Хорошая оборона в глубине и многочисленные фланговые вылазки позволили силам генерала Курион встретить все прорывы и сдержать их. «Кроме этого», заметила колонист, «при всем уважении генералу Курион уничтожение горы Железный Кулак было немыслимо. Магистр войны его замыслил», произнесла она, чувствуя, как ее позвоночник словно иглой покалывает от желания императора отомстить. Крепости Легио Круцус больше не было, орбитальная ярость превратила ее в бурлящие вулканические развалины. Сгибнула вся их история, вся связь с братскими Легио. Одним жестоким налетом магистр войны поставил Легио Круцус на грань вымирания. «И мы заставим их за это заплатить», сказал карталь Ашур, который расхаживал по палубе, словно человек на переполненной сцене, которому не досталось роли. «Именно так, мистер Ашур, однако прошу вас сесть. Вы отвлекаете меня, а сейчас мне не нужно, чтобы меня отвлекали». «Мои извинения, мэм», произнес Ашур, заставив себя опуститься на свободную молитвенную скамью. Много лет назад Карталя Машуром и даже один раз с ним переспала, когда у нее еще оставалось тело. 21. «Клянусь жизнью, человек рядом с тобой, наследие Кортеза». Улицы Луперкалии были заполнены людьми, валившими в направлении транзитных платформ. Оливия смотрела через наблюдательные блоки Галина, как они с Гулом движутся к верхнему краю долины. Мужчины, женщины и дети уносили на спинах или в перегруженных машинах все, что могли. Возле вершины долины она заметила инверсионные следы от загруженных челноков, лихтеров и барш снабжения, которые пытались подняться в воздух. «Что ты видишь?» спросил Джефф из глубины Галина. «Я вижу много напуганных лиц», отозвалась она. Оливия знала, что их испуг был оправдан. Ни у кого не было шансов убраться с планеты, лучше одного из ста. И все же, несмотря на весь тот страх, что она увидела в пробивавшейся вверх по склону толпе, люди все равно пропускали Галлен. Какое-то глубоко укоренившееся почтение к символу медиков заставляло их отходить с дороги. И Оливии был отвратителен тот факт, что она считала свою необходимость важнее их. В конце концов, кем она была, чтобы судить, кому покинуть Молях, а кому остаться. И на кратчайший миг она испытала обиду по отношению к тому, кто поставил ее сюда и поручил ей присматривать за его тайной. Она бросила взгляд внутрь медицинской машины, где сидели Джефф, Вивьен и Миска, а также Наама Кальвер и Кьелл. Пятеро людей, которых ей было необходимо вытащить с планеты. Пятеро, чье спасение лишит пятерых других шансов выжить. Оливия была более чем готова совершить такой размен. Однако от этого у нее на сердце не становилось легче. Вокс Динамик трещал, повторяя все то же сообщение, которое транслировал на протяжении двух последних часов. Говоривший был немногословным, прямолинейным и убедительным, какими могут быть только карьерные военные. Разумеется, сперва она подозревала западню, ложную надежду, подставленную из враждебности или же по какой-то иной злонамеренной причине. Однако, прослушав сообщение, она уловила блеск неприкрытой истины. Существовал путь ухода Смолиха. Имперский корабль пережил войну в пустоте и нашел убежище в поясе астероидов. Проведя ремонт и перевооружение, его капитан совершил акт высочайшей отваги и привел звездолет назад. Просвещение Молиха было готово эвакуировать беженцев и выживших при вторжении магистра войны. Окно возможности было узким и уменьшалось каждой минутой. Вражеские корабли уже сейчас начнут запускать свои реакторы, чтобы покинуть орбиту и пойти на перехват. Если просвещение Молиха не уйдет в скором времени, то не уйдет никогда. Приближаемся к наветренным платформам, сообщил Ансон из водительского отделения. Оливия услышала в его голосе волнение. Ему ничего так не хотелось, как оставить Гален и отправиться за своей девушкой. Однако у Оливии не было времени идти ему навстречу. Скоро здесь окажется армия магистра войны, и она и без того рискнула слишком сильно, прибыв сюда первой. Будь проклята, это миссия, но она не собиралась дать своим детям умереть на Молихе. Она улыбнулась своим детям. затуманивая его тревоги и передавая ощущение благополучия. Уверена, что фия ждет тебя здесь, она бы не ушла без тебя. Нет, не ушла бы, с облегчением в голосе согласился Ансон. Она оправдала свою ложь, сказав самой себе, что та сохранит ему жизнь. Гален с грохотом остановился, и Оливия оттащила в сторону боковую дверь машины. Первым делом на нее обрушился запах города, вонь теплых пряностей и дымящегося металла, которая исходила от пожаров, горящих под горой Таргет. Это, да еще запах тысяч вопящих людей, столпившихся перед воротами посадочных платформ. Атмосфера была угрожающей, и построившиеся подразделения стражи рассвета изо всех сил старались сдержать беспорядки. Смесь эмоций была мощной, Оливия, как могла, старалась отключиться от них, но это было в ее силах лишь до определенной внутрь Галина. «Джефф, в виде девочек!» произнесла она. «Ноама, Кьел, вам тоже пора убираться!» Она ударила ладонью по водительской двери. «Ансон, вылезай, ты мне тоже нужен!» Джефф выбрался из Галина, разинув рот от изумления размерами города вокруг. Ноама, Кальвер и Кьел помогли девочкам слезть вниз и прижали к себе, когда стена окружающих тел приблизилась. «А что с нами?» спросил один из раненых солдат, попросивший их подвезти его назад в Луперкалию. «Вы все остаетесь на месте!» сказала она, добавив к своим словам усиливающий импульс. «Мне понадобится каждый из вас!» «Ты, как тебя зовут?» «Валанс, капрал аркадских добровольцев!» «Водил Галин раньше?» «Нет, мэм, но провел какое-то время на Троянце!» отозвался Валанс. «Разница будет невелика!» «Хорошо, залезай вперед и не глуши мотор!» «Когда я тут закончу, нам придется поторопиться, чтобы попасть в святилище!» «Ясно?» Мужчина кивнул и направился вперед в водительское отделение. Оливия повернулась к остальным. «Держитесь за руки и не отпускайте, что бы ни случилось!» «Что угодно, понятно?» Те закивали, и она почувствовала их страх. Они взялись за руки, и Оливия протянула им свои. Вивьен взялась за одну, Миска за другую. Взрослые оказались позади узкой буквой «В», и она двинулась вглубь толпы. Доворот посадочных площадок было около сотни метров, и с каждым раздававшимся ревом нагруженных двигателей, отрывавшихся от земли настроение толпы, все ухудшалось. Оливия не знала, какими критериями руководствуется стража рассвета, чтобы решить, кто проходит, а кто нет. Но она подозревала, что большинство из присутствующих здесь людей им не соответствует. Она проталкивалась вперед, и ее встречали враждебными взглядами и ругательствами, но она направляла всех в сторону. Напряжение изматывало, она никогда не считала подобные вещи легкими, как казалось, делал Джон. Ее таланты были направлены в сторону эмпатических, менее открытых способов манипуляции. Приходилось по-настоящему напрягаться, и каждое новое успокаивающее прикосновение стоило и больше, чем предыдущее. Однако это работало, и толпа отступала, давая им место. На случай, если все станет действительно скверно, во внутренний карман куртки была засунута ее заряженная ферлахская серпанта. Ей не хотелось думать о том, что случится с девочками, если зайдет настолько далеко. От ворот доносили сердитые голоса, раздраженные требования, настойчивые мольбы и отчаянные попытки убедить. К большинству были глухи, однако по периодически раздававшемуся стуку и лязгу двери она поняла, что, по крайней мере, кто-то проходит. Оливия протолкалась вперед. Мужчина в богато расшитом сюртуке развернулся, чтобы обругать ее, но вместо этого сделал шаг в сторону с озадаченным выражением на лице. «Нет, мисс, после вас!» произнес он. Оливия кивнула и перевела свое внимание на стражу ворот. Ей нужно было действовать быстро. Возможно, человек рядом с ней и оказался достаточно податливым, чтобы пропустить ее. Однако люди позади него не будут столь понимающими. у охранника ворот была висящая на ремне винтовка. Он держал инфопланшет и стилус. Список утвержденных персон, квоты. Неважно, это был ее пропуск на посадочной площадке. «Нам нужно пройти», произнесла Оливия, применяя более грубую форму убеждения, чем использовала бы при обычных обстоятельствах. «Мы есть в списке». «Мы есть в списке». «Имя». «Оливия Сурека», сказала она и повернулась, чтобы вытолкнуть остальных вперед и сообщить стражнику их имена. Тот наморщился, прочесывая планшет взглядом. Оливия напряглась, чтобы воздействовать на центры восприятия у него в мозгу. «Он был из муниторума, без воображения, человек рожденный жить согласно спискам». «Смотрите, вот», произнесла она, протянув руку через ворота и положив ее ему на запястье. «Мы в этом списке». Мужчина покачал головой, но Оливия вызвала у него в сознании имена ее семьи и Кьела с Наамой. «Я не вижу ваших». «Ах, погодите, вот же они», сказал он и кивнул отделению солдат у рычагов управления воротами. «Заходят пятеро». Ворота представляли собой крестовину, которую разблокировали, чтобы пропустить внутрь запрошенное количество людей. Такие ворота невозможно с легкостью взять штурман, когда они открываются. Первыми зашли Кьел и Ансен, которые были только рады нежданному шансу убраться с планеты. Наама направилась за ними, но прежде чем она успела пройти, Оливия крепко обняла ее. «Присмотри за ними ради меня», шепнула Оливия. Наама кивнула. «Я бы в любом случае так поступила. Чтобы ты не сделала с охранником для меня, тебе не было нужды этого делать». «Извини», сказала Оливия, залившись краской от стыда. «Я знаю, что так и будет». «Будь осторожна», произнесла Наама. «И чтобы ты не собиралась сделать, делай быстро. Ты нужна этим девочкам». Оливия кивнула, и Джефф подтолкнул девочек к воротам. Она обняла его. «Будь аккуратен и позаботься о наших прекрасных девчушках». Он улыбнулся, а потом на него обрушился смысл ее слов. «Погоди, что? Ты остаешься?» «Да», ответила она, «я должна». «Ты не идешь с нами?» спросила Вивьен, и ее глаза наполнились слезами. Оливия опустилась на колени рядом с девочкой и обняла ее. «Мне все еще нужно кое-что тут сделать», сказала она. Миска обхватила ее руками. «Лив, пойдем с нами, пожалуйста». Оливия крепко их обняла, и всего на мгновение подумала, не пройти ли просто за ворота. Сесть в челнок и направиться на просвещение Молеха. Кто ее осудит? Что она могла сделать против мощи целой армии? Мгновение прошло, но мысль о том, что она никогда больше не увидит девочек, была как холодный нож в сердце. Она крепко держала Вивьен и Миску, и по ее лицу бежали слезы. «Мне жаль, но я не могу пойти с вами». «Почему?» всхлипнула Вивьен. «Пожалуйста, не бросай нас. У вас есть ваш отец», сказала Оливия. «И наама с Киелом за вами присмотрят. Мне нужно здесь кое-что сделать, поэтому я не могу уйти. Пока не могу. Давным-давно я дала слово и не могу его нарушить. Как бы мне того не хотелось. «Пойдем с нами», повторила Миска. «Пожалуйста, я тебя люблю и не хочу, чтобы ты умерла». «Я не собираюсь умирать», произнесла Оливия. «И когда я закончу, то приду к вам». «Обещаешь?» спросила Вивьен. «Клянусь жизнью», сказала Оливия. «Зная, что это обещание ей никогда не исполнить». За все годы она нарушала множество обещаний, но от этого делалось больнее всего. Она успокоила страхи девочек мягким импульсом. «Слушайте, вам нужно идти. Там челнок, который отвезет вас на звездолет, и это будет самое большое приключение, которое у вас когда-либо случалось. А когда я здесь закончу, встретимся на борту, разделим приключения, а?» Они закивали, и от Веры, которая считалась у них на лицах, у нее едва не разбилось сердце. Оливии ничего так не хотелось, как сесть в этот челнок с ними, навсегда покинуть моля, но старое обещание держало ее крепче. Она полезла под куртку и достала потрепанный сборник сказок. Он был с ней дольше, чем она могла упомнить, но там, куда она направлялась, от него бы не было никакого толку. Ей не нравилась мысль, что книга закончит свои дни, навеки затерявшись под поверхностью моляха, и она вложила ее в руки Вивьен и замкнула пальцы девочке на корешке книги. «Вив, я хочу, чтобы ты приглядела за ней ради меня», произнесла Оливия. «Это очень особенная книга, и истории из нее не дадут вам бояться». Вивьен кивнула и прижала книгу к груди. «Все будет окей?» спросила Миска. «Да», ответила Оливия сквозь слезы. «Все будет окей». Возле шеи подул вздох из прошлого, прохладный и пронизывающий, несмотря на изоляцию брони. Локен двигался медленно, стараясь сконцентрироваться на спине доспеха Ариса Войтека. Три серворуки того были плотно прижаты к телу, четвертая держала пассивный ауспик, следивший за окружающим пространством. На этом уровне внутри мстительного духа уже присутствовали внутренние охранные сканеры. И всякий раз, когда Войтек вскидывал ладонь, они останавливались. И ту Балкаин разрабатывал обходной маршрут. Часто таким образом они попадали в места, которые стоило отметить. И указания символов футарка Брора стали еще сложнее. «Что, если их увидит один из сынов гора?» поинтересовался Варин. «Не увидит», отозвался Брор. «А если увидит, то что?» «Ну, они их попросту не сотрут». Локен уже размышлял о том же самом, но Брор лишь пожал плечами. «Сотрут, а может и нет. Нет смысла тревожиться на этот счет». Локен услышал звук, похожий на шлипок ладонью по трубам. Он остановился и опустился на одно колено, скинув в воздух кулак. «Что такое?» прошипел Нагай. «Мне показалось, я что-то слышал. Северян, есть что-нибудь впереди?» Вокс зачирикал, захлебываясь помехами. По мере их приближения к носу корабля, так бывало все чаще. Войтек утверждал, что дело в повышении плотности машинных духов. Но Локен не был в этом так уверен, хотя и не мог сказать, что бы это могло быть по его мнению. «Ты не думаешь, что я бы об этом сказал?» отозвался Северян. «Это значит нет?» «Да, это нет. А теперь заткнись и дай мне работать». Они вышли в передние галереи, двинувшись по одному из служебных туннелей, который шел по всей длине корабля. Следуя за курсографом Каина в направлении носа, Локен осознал, что эту область корабля уже видел раньше. Или, если точнее, она казалась местом, где он бывал. Он остановился, чтобы удостовериться, что не ошибся. Нет, это было одно из тех мест, уединенный забытый уголок в многослойной структуре корабля. Сейчас он был темным, как и тогда. С перекрученных к потолку труб капала солоноватая вода. В маслянистых лужах плавали остатки сгоревших свечей. «Что-то не так?» спросил Варин. «Не могу сказать», отозвался Локен. Варин фыркнул и двинулся дальше. Локен пропустил мимо ногая с Тюрфингером. Рубио остановился рядом с ним. «Скажешь мне, если начнешь слышать голоса, да?» «Конечно», произнес Локен. Они продолжали движение. Входя, как уже знал Локен, в затклое сводчатое помещение, полное отголосков прошлого и плавающих в воздухе хлопьев пепла. Внутреннее пространство было обрамлено железными прутьями. Повсюду лежали многочисленные разбросанные бочки из-под масла, из которых на палубу лились сырые отходы. Следопыты окружили Северяна и Каина, которые стояли на коленях посреди комнаты, тихо переговариваясь над насквих нацарапанной поверх пепла картой. «Где мы?» спросил Нагай. «Не похоже, что это заслуживает пометки. Я думал, план состоял в том, чтобы искать значимые места». «Это место значимо», произнес Локен. «Более, чем ты сознаешь». «Это просто трюм», сказал Рубио, наморщив нос. «Здесь воняет». «Это здесь они впервые встретились, да?» спросил Круз. Локен кивнул. «Здесь встретился кто?» поинтересовался Войтек. «Безмолвный орден». «Что?» «Воинская ложа», произнес Рубио, обходя помещение по кругу. К стенам до сих пор лепились леса, которые подпирали их, словно остальные кости. Брошенные пылезащитные чехлы свисали, как нераскрашенные знамена, будто толпа мастеров могла вернуться в любой момент. «Это здесь она началась, порча». «Нет», сказал Локен. «Она началась задолго до этого места, но здесь она пустила корни». «Ты был одним из членов?» спросил Северян. «Нет, а ты?» Северян покачал головой. «Это было уже после меня. А как насчет тебя, старик?» Круз расправил плечи, словно его оскорбила сама идея. «Конечно, нет. Когда Эрик принес это в Легион, я не понял. Зачем нам нужно подобное?» «Сказал об этом тогда. Говорю и сейчас». Локен пошел по залу, мысленно возвращаясь в то время, когда посетил встречу вместе с Таргадоном. «Я приходил сюда однажды», произнес он. «Не конкретно в это помещение, но в точно такое же». «Мне казалось, ты сказал, что не был одним из членов», заметил Брор. «Я и не был. Меня привел сюда Таргадон. Он думал, что я могу пожелать войти в Орден». «Так почему же не вошел?» поинтересовался Варен. «Я захотел взглянуть, чем занимался Орден», сказал Локен. «Воин из моей роты погиб. Он был одним из членов, и мне хотелось узнать, не связан ли Орден каким-либо образом с его смертью?» «Он был связан?» «Не напрямую, нет. Однако даже после того, как я увидел, что внешне это не более чем безобидное собрание воинов, у меня оставалось ощущение, будто там что-то начинается. Они слишком хорошо научились хранить тайны, а я не смог заставить себя полностью довериться Группе, которая окружает себя такой секретностью. Хорошие инстинкты», заметил Рубио. Локен кивнул, но прежде чем он успел ответить, с лесок у стены вспрыгнул Рама Караян. Космодесантник в полном доспехе обладал существенной массой, однако ему удалось приземлиться почти беззвучно. «Прячьтесь», произнес Караян, «кто-то приближается». Они сходились группами по трое-четверо, смертные в масках и тяжелых одеяниях с капюшонами. Локен наблюдал, как они собираются вокруг того, что ему первоначально показалось нерабочим узлом трубопровода. Он был накрыт перевязанным брезентом, но когда первые из незваных гостей зала разрезали веревки и сняли чехол, Локен увидел, насколько был неправ. Это было не место сбора ложи, по крайней мере, больше не было. Он попытался подобрать слово «Светилище», «Храм». Под брезентом помещался алтарь, массивный плинт из пыльной, обожженной глины, цвета охры, казавшейся странно знакомой. Ему потребовалась секунда, чтобы вспомнить, где ему доводилось видеть в точности такой же камень. «Давен», прошептал он, «этот алтарный камень, он с Давена». Когда он заговорил, северян поднял глаза, покачал головой и поднес палец к губам. Верующие продолжали безмолвно и благоговейно пребывать, пока помещение не заполнило больше сотни человек. Никто не произносил ни слова, словно они были заняты каким-то скорбным делом. Некоторые преклонили колени перед алтарем, пока остальные поднимали опрокинутые бочки из-под масла и заново разжигали огни при помощи ветоши, пачек бумаги из клянок с вязким горючим. Топливо быстро занялось и вскоре в зале стало тепло от жара пламени. На стенах закачались тени, которые прерывали и рассекали тела, движущиеся в такт какой-то неслышимой музыки. Наконец появилась последняя группа из восьми человек, которые вели к алтарю полураздетую фигуру. Ее тело явно принадлежало трансчеловеку, оно бугрилось мускулами и подкожными костяными щитками. На плечи была наброшена длинная риза из лиловой ткани, свисавшая ниже пояса. Северян постучал двумя пальцами себе по глазам, а затем указал ими на обнаженную фигуру, приподняв брови. Локен покачал головой. Нет, он ее не узнавал. Фигуру подвели к алтарю и приковали к палубе. Риза упала с плеч легионера и только тогда Локен увидел у него на лопатке татуировку в виде ультимы. Почему он не отбивается, прошептал Локен. И на сей раз Северян отозвался. Может, одурманен? Посмотри, как он двигается. Локен повиновался и увидел, что Северян скорее всего прав. На лице воина было безвольное сомномбулическое выражение. Руки болтались по бокам, голова опала на грудь. Приковав ультрадесантника к палубе, фигуры в рясах начали монотонно распевать исковерканные созвучия, перекрывавшиеся незвуки, которые авточувства Локена фиксировали как пронзительные помехи, похожие на укусы насекомых. Когда пение достигло пика, в помещение вошла еще одна фигура, столь же генетически усовершенствованная, как и привязанный воин. На ней тоже было одеяние с капюшоном. Однако Локен немедленно узнал целеустремленную походку и раскачивающиеся плечи. «Сергар Таргост», произнес он, «магистр ложи». Пальцы Локена сомкнулись на рукояти цепного меча, но Северян протянул руку вниз, сжав тыльник оружия. Он покачал головой. «Он должен умереть», сказал Локен, когда Таргост зачерпнул из пылающей бочки пригоршню пепла и прижал ее к груди скованного воина. «Не сейчас», ответил Северян, «а когда». Таргост извлек из-под своего одеяния меч с коротким клинком, гладий с полукруглым тыльником. Сынам Гора не нравился гладий. Слишком короткий и слишком механический. Больше подходит воинам, которые сражаются как одно целое. Клинок тускло блеснул, словно его покрывал слой угольной пыли. Таргост начал вырезать им на теле пленника круговые бороздки. Ультрадесантник и кричал. Локен не мог сказать, в чем причина. В его мужестве или же в состоянии искусственно вызванной фуги. «Когда?» требовательно повторил Локен. Слишком громко. Головы повернулись вверх, вглядываясь во мрак. Их было невозможно увидеть, однако Локен затаил дыхание и магистр ложи продолжил ритуальные истязания. Взгляд Северяна полыхнул злобой, а затем метнулся к самой высокой точке лесов на другом конце помещения. Локен ничего не видел, только стык, балки и крыши. Место, где пламя не отбрасывало тени там, где должно было. «Караян?» Северян кивнул. «Дай ему выстрелить!» Локена уязвило, что убить Таргоста выпадет кому-то не из 16-го легиона, однако логика Северяна была здравой. Он выпустил офис меча и развел пальцы, демонстрируя согласие. «Будь на готове с этим клинком», произнес Северян. «Никто не уйдет». Северян посмотрел наверх в тень и постучал пальцем по центру своего шлема, ровно между глазниц линз. Он поднял три пальца. Два. Один. Тень озарилась приглушенной дульной вспышкой, и на фоне крыши мелькнул силуэт Рама Караяна. Локен задержался ровно настолько, чтобы посмотреть, как падает Таргост, а затем выпрыгнул из укрытия. Он пролетел семь метров и приземлился с гулким ударом, от которого прогнулась плита пола. Его меч с ремом покинул ножны, и он врезался в культистов. Зубья клинка рвали их, при каждом ударе с плеча и сверху вниз перемалывая мясо, кости и одеяния. Локен помчался к арке входа, через которую они зашли, и встал, будто мифический страж, преграждающий герою путь дальше. Однако, это были не герои, а отбросы человечества, а требьи, устремившиеся за обещанием легкой добычи, которое дали порочные силы, действующие внутри легиона. Они не годились для войны, и могли лишь петь, молиться и проливать чужую, достойную кровь для вредоносных чуждых сил. Они бросились на него с кривыми клинками и дубинами, сделанными из обломков разрушающегося внутреннего убранства корабля. Он позволил им приблизиться и безжалостно рубил. Среди культистов спрыгнули вниз остальные следопыты. Цепной топор Варина прорубал кровавый путь. Серворуки Войтека поднимали людей над полом и разрывали на части, будто жестокий ребенок, пойманное насекомое. Тюрфингер дрался голыми кулаками и хрипло рычал, как будто боролся с верными друзьями. Локен потерял счет тем, кого он убил. Их было недостаточно, но в конце концов убивать стало больше некого. Он был покрыт кровью с головы до ног. Несмотря на всепоглощающую убийственную ярость, он чувствовал возле своего плеча чужое присутствие, как будто каждый его удар направлял мастер-фехтовальщик. Внутри шлема раздавался хриплый и гулкий звук, хотя он не сбивался с дыханием. Локен моргнул, приходя в себя после секунд, которые продолжалась резня. Рубио стоял посреди груды трупа. Его кулаки окутывало смертоносное пламя. С топора Каина капало кровь. Северян чистил свой боевой нож рясой обезглавленного мертвеца. Брор Тюрфингер сплюнул чужую кровь и вытер перемазанный подбородок локтем. Круз и Каин осторожно приблизились к Сергару Таргосту, но Локен наставил павшего магистра ложи без внимания. Вместо этого он направился помочь Арису Войтеку и Нагаю с пленным ультрадесантником. Пока серворуки Войтека перерезали цепи, приковавшие того к палубе, Нагай опустился на колени рядом с ним и приложил руку к боковой стороне его шеи. «Друг мой, что они с тобой сделали?» спросил Рубио, срывая с себя шлем. На окружавшей его голову кристаллической матрице больше не плясало свечение, однако в глазах ярко горел огонь. «Ты его знаешь?» поинтересовался Локен, заметив во взгляде Рубио узнавание. «Проксима Тархон», произнес Рубио, «офицер 25-й роты. Мы шли вместе с ними на Орегате, когда нас вел Эрикон Гай. Локен слишком хорошо помнил тот пропитанный кровью мир. Он бросил взгляд на Варина и увидел, что тот тоже его вспомнил. Однако сейчас было не время предаваться сожалениям о минувшем. «Во имя трона, как он здесь оказался?» спросил Локен. Рубио опустился на колени возле покачивающегося пленника. «А как каждый из нас оказался на своем месте? Случайность? Невезение? Должно быть, сыны гора захватили его в бою». «Так теперь ультрадесантники дают брать себя в плен, да?» поинтересовался Варин, чистя зубья своего топора от крови. Рубио бросил на него злой взгляд, но не стал расходовать слова на бывшего пожирателя миров. Вместо этого он обернулся к Алтану Нагаю. «Что они с ним сделали?» «Пока не знаю», произнес Нагай, вводя стержень сбора данных в резьбовые разъемы, врезанные в тело Проксима Тархона. «Скорее всего мощные наркотики, но скоро я буду знать больше. Не волнуйся, мы его вернем». Кончик пальца Рубио прошелся по разрезам на коже Тархона, и Локен ощутил отчетливую тошноту от очевидности их предназначения. «Узнаешь их?» спросил он. «Я видел такие же метки у примитивных племенных культур, которые 13-му легиону приходилось искоренять в первые годы крестового похода», произнес Рубио. «Его кулаки сжались, а голос выдавал глубину его ярости. На капюшоне замерцало холодное пламя, и дыхание Локена превратилось в дымку». «Что это такое?» спросил он. «Предвестие призыва». «Что это означает?» «Это означает «малификарум»,» сказал Брор Тюрфингер, ткнув красным большим пальцем в сторону Таргоста. Мертвец пытался поднять упыря из нижнего мира и облачить его вплоть этого человека. «Упрощенное толкование», заметил Рубио, вскинув руку, чтобы упредить нарастающий гнев Брора. «Однако, по сути, верно». «Это у него был не первый раз», прорычал Брор. «Посмотрите на порезы. Ни запинок, ни ошибок. Он уже так резал раньше, на слишком многих других телах. Много раз. Этому повезло, что здесь оказались мы». Локен оставил их и вернулся к Крузу и Каину, стоявшим на коленях возле тела Сергара Таргоста. Магистр ложи лежал на спине. Капюшон сорвало, проходящим модифицированным зарядом караяна. То, что осталось от головы, представляло собой раздробленное месиво из растрескавшейся мозговой тканей и погнутых металлических фиксаторов. На лоскутах кожи и фрагментах черепа болтались костяные крючки. Один глаз превратился в размазанный кусок, разорванной взрывом плоти, в другой, в налитую кровью сферу, из которой капали красные слезы. «Слишком легкий конец для тебя», сказал Локен. «Самус здесь», произнес Таргост и сел. Круз отшатнулся, упав на пол, а кулак магистра ложи врезался в горло Каина, разрывая замки горжета голой рукой. Бывшему железному воину не хватало воздуха, чтобы закричать, пока изуродованная мертвая ткань выдирала у него из горла жилистые, мясистые трубки. Брызнуло катастрофическое количество крови, жизнь обрывалась. Каин рухнул назад, тщетно сились остановить поток, а Таргост поднялся на ноги. Изуродованное место, где раньше помещалась его голова, заполнилось черным пламенем, смутно напоминавшим по форме череп. «Самус, человек рядом с тобой», произнес он. Королева Сабена яростно пылала. Из разорванного нутра грозовой птицы поднимались бурлящие столбы густого черного дыма, тянувшиеся к крыше пещерного ангара. От остальных десантно-штурмовых кораблей тоже не было проку. Мелтобомбы превратили ядра их двигателей в шлаг, а связки бронебойных и осколочных гранат разнесли все механизмы управления внутри кабин в металлолом. 30 ультрадесантников, переживших бойню, наблюдали, как их спасение с поверхности Молеха горит, обращаясь в руины. Позади на холостом ходу работали их носороги, двигатели кашляли и давились, так же умирая. Аркадон Кира дерзко встал перед устроенным им инферно и поставил рядом с собой знамя ультимы 13-го легиона. Единственное, что он спас из содержимого королевы Сабена, после того, как опустошил ее от вооружения и боеприпасов. Его шлем был пристегнут к поясу магнитным замком. Ребристые руки экспериментальной сервообвязки были сложены за плечами. По вымазанному пеплом лицу текли слезы. «Что ты сделал?» ошеломленно спросил Кастер Алкад. «То, что должен был», ответил Кира. «Я это сделал потому, что не собирались сделать вы». Дедакус Феррон двинулся к упорствующему технодесантнику, но Алкад удержал его. Схватка легионера с легионером была плоха сама по себе, но ультрадесантнику драться с ультрадесантником «Немыслимо даже во времена, когда подобные мысли стали нормой». «Ты убил нас всех», произнес Феррон. «Вырыл нам могилы на этой жалкой скале». «Жалкой скале, вверенной нам императором», напомнил Кира. «Или ты забыл клятву, которую мы давали?» «Я ничего не забыл», сказал Феррон. «Ты забыл, в чем сила твоей клятвы». «Ну так напомни мне». «В том, что принеся ее, ты просишь императора быть свидетелем данных тобой обещаний и ожидаешь, что понесешь ответственность за то, как сдержишь их». Феррон сжал руку на эфесе своего меча, и Алкад знал, что ему хватит малейшей провокации, чтобы обнажить оружие и ударить Кира. Феррон был рожден и воспитан на Калке, бесцеремонный, но с благородством в сердце, и только это не давало ему убить Кира на месте. «Мой родной мир горит», произнес Феррон. «Однако, ультрамар еще можно спасти. Эта планета потеряна, если мы здесь умрем, что это даст? Как это послужит императору, Кира? Мы, его ангелы смерти, а эта война против гора опрокинула доску». Феррон протянул руку к крепетавшему на наплечнике опаленному свитку с клятвой, прикрепленному к выпуклой пластине расплавившейся восковой печати. Он сорвал его и отшвырнул прочь. «Клятва погибнуть напрасно, это вообще не клятва», сказал он. «Калд нуждается в нас, а ты не допустил меня туда». «Времена испытаний не отменяют нашей обязанности исполнять клятву», ответил Кира. «В такие моменты это требуется даже сильнее, чем тогда, когда ее легко соблюдать». Феррон выхватил меч, у него побаливали костяшки. Алкад набрал воздуха, это зашло достаточно далеко. Центурион! Феррон обернулся, его лицо было багровым от злости. Алкаду была знакома эта злость, он тоже ее чувствовал, но несмотря на кошмар, творившийся на севере у них за спиной, свои позиции восстановила холодная практичность. «Оставь его, Дедакус, он прав», произнес Алкад, испустив протяжный вздох смирения. «Клятва, это не клятва, если ее можно отставить в сторону согласно своим желаниям. Мы поклялись защищать Моли, и именно так мы и поступим». «Легат, мы все еще можем выбраться с планеты», произнес Феррон. Его злость не уменьшилась, однако покидала его с каждым сказанным словом. «Мы можем завладеть другим орбитальным челноком, захватить корабль, пригодный для перелета в Варпи, и пробиваться. Еще может все измениться. 30 ультрадесантников не та сила, которую можно легко сбросить со счетов». «Я принял решение», сказал Алкад. «Вопрос закрыт. Мы маршируем во имя Молиха». Феррон начал было подбирать аргументы, но Алкад прервал его, прежде чем он смог продолжить спор. «Я сказал, вопрос закрыт». Какое-то мгновение он гадал, не нападет ли на него Феррон. Однако, десятилетия верности долгу сокрушили всякие мысли о неповиновении. «Как скажете ли, гад?» произнес Феррон. «Мы маршируем во имя Молиха». Алкад жестом отправил своих воинов к груди ящиков с боеприпасами и оружием, которые Кира забрал с десантных кораблей. «Собирайте все стволы и клинки, которые вам нужны», велел он. Он подошел к Кира и встал перед ним. «В любой другой день я бы заставил тебя носить красный цвет дисциплинарного взыскания. Но мне нужны все болтеры, какие я могу собрать. Возвращайся в строй и возьми с собой это знамя. Если мы здесь умрем, то умрем под ультимой». Внимание Алкада привлекло движение на входе в ангар. В пещеру въехала кренящаяся широкая машина армии и 30 болтеров рывком вскинулись ей навстречу. Автоматические системы вооружения нацелились на нее, но Кира быстро ввел перехватывающую команду, увидев нарисованный на лобовом скате красный символ Кадуцея. На борту откатилась тяжелая дверь и вниз выпрыгнула стройная женщина в запятнанной кровью куртке и износостойкой форме, которая была ей на несколько размеров велика. За ней появилось пять человек. Судя по манере держаться, армия. У всех было оружие, однако они не представляли угрозы. «Кто, черт побери, вы такие?» требовательно спросил Алкад. Женщина с облегчением улыбнулась. «Легат Алкад», произнесла она, «меня зовут Оливия Сурека и мне очень нужна ваша помощь». 22. Неулланор Это страх. Врата ада. В отличие от момента прибытия Оливии Суреки, когда магистр войны вошел в Луперкалию, город казался брошенным. Первыми появились колонны легионос Астартес, которые маршировали под знаменами с волчьими головами и племенными рунами Барбаруста, пока солнце клонилось к закату. Рота Оксиманда несла кровавые трофеи, взятые у побежденного 13-го легиона, а юстерианцы Эзекиля волокли за собой опаленные знамена Легиокруциус, чтобы другие могли топтать их. К саркофагу Контемптора было пригвождено тело Тианы Курион. За пехотой пошли почерневшие от дыма танки и шагающие машины Вульпы, Инфектор, Вулканум и Мортис. Их боевые горны исторгали триумфальный рев. Те из горожан, кто еще не бежал в окружающие деревни и не рискнул направиться на верхние транзитные платформы в надежде обеспечить себе уход с планеты, в ужасе сбились по домам. Вдали рвались к небу последние несколько челноков. Из-под защиты парапетов и стен за прибытием армии следили подозрительные взгляды. Помимо любопытства, помимо мазохистской потребности видеть своих покорителей, гор узнал пронизывающий до костей страх. В прошлый раз, когда я входил в этот город, я гордо шел с Джагатаем и Львом, празднуя славный триумф, произнес гор. Я шагал по правую руку от отца, и люди, ликующие, выкрикивали мое имя. Мортарион фыркнул с мрачным весельем. Да, не совсем уланок, верно? Гор обернулся к трем членам Марниваля, шедшим позади него. Их группа представляла собой жалкое зрелище. Они были покрыты боевыми шрамами и ожогами, но тем не менее оставались победителями. Особенно видавшим виды казался Эзекиль. Его глаза были опущены, лицо выражало жестокость. Что вы думаете, мои сыновья? Поинтересовался магистр войны, когда они прошли под огромной аркой второй стены. О чем? спросил Аксимант. Почему эти люди не приветствуют наш приход? Если не считать того обстоятельства, что мы перебили их армию, уточнил Кибры. Гор отмахнулся от этого шутливого замечания. Они боятся, произнес Аксимант. Чего? Что я предам их всех смерти? Возможно, но более вероятно, что они боятся перемен. Прямо сейчас большинство из этих людей гадает, что будет означать для них наш приход. Поработят их или освободят, станут они богаче или беднее. Как и все крошечные шестеренки в огромной машине, они знают, что мало существенно, чья рука лежит на рычаге. Важно лишь то, что она его поворачивает. Дай им время, сказал Гор, они вновь будут скандировать мое имя, когда я принесу им корону Терры. Так теперь корона, произнес Мартарион, тебе было недостаточно того, что тебя сделали магистром войны, и теперь ты собираешься стать королем? Ты уже успел забыть, поинтересовался Гор, когда в поле зрения возникли возносящиеся ввысь башни и золоченые купола. Забыть что? Я не собираюсь становиться ни королем, ни даже императором, произнес Гор. Я собираюсь стать богом. Таргост или тварь внутри Таргоста потянулся к ектону Крузу. Его лицо пузырилось, словно поверхность грязевой трясины. Смрад был ужасающим. Круз отползал на спине, нащупывая пистолет. Брор Тюрфингер бросился на тварь Самуса, но это было все равно, что пытаться остановить ногу титана полководец. Самус ударом отшвырнул фенресийца прочь, как человек прихлопывает надоедливую муху. Брор приземлился на горящую бочку и покатился, разбрасывая ее содержимое дождем тлеющих углей. Челюсти твари с треском широко распахнулись и изнутри черепа начал сочиться кипящий черный ход. Из обрубка шеи высунулись зазубренные треугольные зубы и появилось множество хлещущих туда-сюда вертикальных языков, шершавых и раздвоенных. В бурлящей вязкой массе призрачного черепа возникли многочисленные светящиеся глаза. Тело вытянулось вверх, из нижних конечностей прорастали пораженные болезнью корни, которые расходились по полу словно маслянистые канаты. Я Самос хрипло дыша сквозь мускус пробулькало существо и это имя затронуло ужасную струну в сердце Локена. В воздухе появился привкус электричества и металла. На стенах задвигались тени, независящие от цвета пламени. Самос он знал это имя, знал по миру, которые привели к согласию давным-давно в другой 63-19. Слышал, как его произнес Ксавьер Джубал прямо перед тем, как открыть огонь по своим братьям, шепчущие вершины. Локен вновь оказался там, в той поблескивающей пещере, сражаясь с товарищем легионером, когда распались основы его мира. У него в руке был меч, но он не мог его поднять. Это страх. Это было то, с чем смертные имели дело каждый день своей жизни. Страх перед чужими, страх перед войной, страх перед болью, перед болезнью, страх подвести тех, кто им доверился. Как возможно было так жить? Локена парализовала, налившиеся свинцом руки висели по бокам. Варин атаковал, погрузив лезвие своего топора в живот Самуса. Пилищие зубья вгрызлись глубоко. Тварь согнулась и оторвала Варина от пола. Ее круглый рот сомкнулся на его плече, брызнула кровь и руку Варина свело судорогой. Он выпустил топор. Руки Войтека рубили бока существа. Северян рассекал хрящевидные отростки, которые хлистали из преображающейся плоти торгоста. Сделанный сверху выстрел пробил призрачный череп Караян. Круз наконец-то достал свой пистолет и вгонял в грудь существа один болт за другим. Оно полностью поглощало массореактивные заряды без какого-либо эффекта. Самус захохотал и швырнул Варина в сторону. Тот упал на расстоянии 40 метров возле алтаря из давенского камня. Брор Тюрфингер поднялся и заорал что-то крузу с северианом. Алтан ногой что-то крикнул в ответ. В его голосе слышалось удивление. Доспех Локена зафиксировал внезапное падение температуры. А затем появился голубой стали. Топор Варина мало что дал, однако клинок Рубео глубоко рассек плоть твари. Огонь перекинулся с оружия на Самуса и остатки одеяния Таргоста вспыхнули с ревущим свистом. Существо завопило, ему наконец причинили боль. Локен почувствовал, как кто-то вцепился ему в ногу, глянул вниз и увидел, что его броню царапает рука Тубала Каина. Другую руку тот сжимал на собственной шее, между пальцев била кровь, бурлящими толчками изливавшаяся из ужасного разрыва на горле. Воин сорвал свой шлем и его взгляд приковал Локена железной хваткой. Тубал Каин источал злость, поддержку и нечто такое, чего Локен не мог распознать. В расширенных зрачках мерцали трепещущие отражения белого пламени Рубио. Умирающий воин его глаза остекленели и понял, что Каин мертв. И сковывающий его страх исчез. Он уже сражался с Самусом раньше. Они с Випусом убили его. Локен вскинул меч и атаковал. Рама Караян следил за Буэм через прицел своего болтера. На него что-то воздействовало. Тварь, которой противостояли его братья, не фиксировалась. Он видел Брора, Мейсера и остальных, но не существо, с которым они бились. Однако добычу можно было выследить как по ее следам, так и по их отсутствию. Его глаз охотника был отточен в молодости, во мраке рудничных выработок ликея. Владыки воронова шпиля признали его талант и развили его. Недостаточно невидим для мастеров тени, однако идеален для бесшумных убийц из поисковых отделений. Его авточувства были напрямую соединены с прицелом модифицированного болтера, и он перевел дыхание, интуитивно сопоставляя точки атак братьев. Периферическое зрение выхватило четкое белое пламя меча Рубио. Он нашел центр и вдохнул. Задержал дыхание. Выстрелил. Израсходованная гильза упала на доски лесов. Она подпрыгнула, медленнее, чем это могло быть возможно. Ее поверхность покрыла светлая паутина линий изморозя. Словно охотящиеся волки в сумерках зимнего леса. Или пыльные дьяволы на пепельных пустошах избавления. Караян почувствовал в воздухе холод могилы и ощутил у своего горла твердое и острое лезвие клинка. Хорошая винтовка, произнес скрижечущий голос. Думаю, я возьму ее себе. Караян пришел в движение. Недостаточно быстро. Клино глубоко полоснул, врезаясь до кости. Меч Локена разорвал обожженное брюхо твари по имени Самус. Из дымящегося черепа раздался булькающий смех. Вокруг взметнулся пепел и скользкие обгоревшие куски мяса. Сквозь раны в почерневшей плоти лилось красное свечение, будто из печи. Руки торгоста потянулись к нему, удлиняясь и треща, словно раскалывающиеся в огне поленья. Локен всадил ему в грудь заряд болтера и отсек кисть руки. На месте обрубка заязвивалась очередная корчащаяся конечность, однако она была уродливой и искореженной. «Оно уязвимо!» крикнул Рубио. «Его связь с варпом истончается». Следопыты окружили демоническое создание, рубя и расстреливая его. Даже в столь отчаянной обстановке каждый выстрел был тщательно выверен, а каждый удар наносился точно. «Я знаю тебя, Гарвиль Локен!» прошипело существо, нависнув над Локеном. «Я забрал душу твоего брата в той горной пещере. Он до сих пор кричит в муках». «Не слушай его!» заорал Рубио, блокируя хлещущую конечность из блестящей темной плоти. Капюшон библиария пылал синий белым огнем. «Молчи, ведьмак!» взревел Самус. Мощь слов существа повергла Рубио на колени. Оно изрыгнуло из своего корчащегося зубастого пищевода поток черного пламени. Рубио взметнул мерцающую стену колдовского огня. Пламя опало и потухло. Северян приблизился и ударил клинком в спину демона, раздирая ее снизу вверх. Локен даже не заметил, как он двигался. Наружу вывалились скрученные кольца, которые когда-то могли быть внутренностями, но теперь представляли собой распадающиеся в петли мертвой плоти. Тварь крутанулась и с противоестественной быстротой сбила Северяна на пол. Издав вопль полной незамутненной силы, она отшвырнула Войтока с крузом прочь и опрокинула Локена на палубу скользкими руками, похожими на покрытых волдырями змей. Локен увидел гладий, которым торгост калечил пленного ультрадесантника. Ультима из слоновой кости на тыльнике сверкала в свечении огня. Клинок был темен, однако на нем поблескивал свет звезд. Он потянулся к оружию, но первым его подобрала рука с покрытыми струпьями костяшками и разбитыми пальцами. «Это мое», произнес Проксима Тархон. Локен скачал на ноги, а изрезанный воин ультрамара метнулся вперед. Он подкатился подозвивающиеся руки Самуса и всадил гладий тому в живот. Эффект оказался мгновенным и сокрушительным. Тело Таргоста развалилось на части, как будто каждая молекулярная связь в его плоти внезапно разорвалась. Оно превратилось в жидкость и распалось зловонной лужей гнилостной материи. Следопыты рассыпались. Северян оттащил тело Каина от расширяющегося озера дымящейся жидкости. Локен опустил меч и судорожно выдохнул. Казалось, он сдерживал этот выдох на протяжении десятков лет. Алтон Нагай поспешил к Каину и опустился возле него на колени. Ты ничем не сможешь ему помочь, сказал Локен. Да освободится тот, что мертв от долга легиона, произнес Нагай, когда редукторный блок его перчатки скользнул на место. Локен услышал приглушенный треск выстрела за доли секунды до того, как лицевой щиток шлема Нагая вышибло наружу. Апотекарий завалился на тело Каина. На затылке его шлема дымилось пробитое входное отверстие. С верхних уровней помещения спрыгнули воины в доспехах, сыны гора. По меньшей мере две дюжины, закованные в черненую броню цвета ночи. Линзы шлемов блестели мертвенным светом, словно по другую сторону бурлило холодное пламя. Большинство было вооружено болтерами. Он заметил плазмомет и мелку. Локен поборол потребность потянуться к собственному оружию. «Поднимите хоть одно оружие и умрете все», произнес воин без шлема. Локен не узнал его, но увидел ровные черты того, кого они когда-то называли истинным сыном. «Нактуа, Граэль Нактуа и заколдованных», сказал Севериан. Локен резко повернул голову. Севериан пожал плечами. «Он был в 25-й роте, как и я». Севериан в явном ошеломлении произнес Нактуа, «Когда магистр войны сказал, что двое вероломных трусов вернулись вместе с блудным сыном, я понятия не имел, что он подразумевает тебя». «Иектон Круз, твое имя стало ругательством с того момента, когда ты бросил легион в миг его величайшего триумфа». От слов Нактуа, Круз дернулся, однако расправил плечи и ответил, «Ты говоришь о миге, когда мой легион умер». Локен никогда не испытывал к Яктону Крузу большого уважения, следопыты неохотно поснимали себя вооружение, и сыны гора в черной броне сжали кольцо вокруг них. Теперь при более близком рассмотрении Локен заметил, что их пропорции слегка неправильны, асимметричны и не вполне вертикальны, как будто воины внутри вовсе не легионеры, а бесформенные противоестественные существа, или же превращаются в них. «И ты, тринадцатый легион», произнес Нактуа, «особенно ты». Проксима Тархон медленно положил свой гладий, и Локен увидел в его ясных глазах такие бездны расчетливой ненависти, каких ему никогда не доводилось встречать. На ритуальных разрезах запеклась кровь. Размазанный пепел должен был вечно отмечать шрамы. «Когда я снова его возьму, то сделаю это, чтобы пронзить им твое сердце», сказал воин ультрадесанта. На это Нактуа улыбнулся, но ничего не ответил. «Граэль Нактуа, мелкий ты ублюдок», произнес Северян, кладя свой клинок. «Ты знал, что, когда поднималась твоя кандидатура, я трижды выступал против повышения. Я всегда говорил, что ты слишком хитрый, слишком готовый услужить. Плохие качества для лидера. Похоже, ты был неправ», отозвался Нактуа. «Нет», сказал Северян, «не был». «Думаю, что был, я теперь в Марнивале». Сердце Локина сбилось с ритма при упоминании о Марнивале, о братстве, к которому когда-то принадлежали они с Таргадоном. Братстве, столь близком к магистру войны, насколько это вообще возможно. Кто-то сказал Марниваль, говорящий спрыгнул из-под потолка и Локин застонал, увидев в его руках модифицированный болток. Оружие рамы караяна, с патронника и дула капало кровь. «Я помню, Марниваль», произнес воин. Как и у остальных стоявших вокруг, его доспех был черным и не отражал света. На нем не было шлема, как и на Нактуа, и что-то в его мрачной, самоуверенной развязности придавало ему жутковато знакомый вид. Воин подобрал с пологладей Тархона и повертел темный блестящий клинок, словно любопытствуя, для чего тот создан. Он покачал головой и убрал оружие в пустые заплечные ножны. «Бедный, проклятый Самус», с ухмылкой сказал он Локину. Он только-только заслужил возвращение после того, как плоть его носителя убил на Калте, такой же прямолинейный воин, как ты. Это уже входит в тенденцию. «Кто ты такой?» спросил Локин. «Никто меня не помнит», заметил воин. Он ухмыльнулся, обнажив безупречные белые зубы. «Мне было бы больно, не будь я уже мертв». «Ты, Гер Геродон», произнес Круз, один из бойцов маленького гора Оксиманда. «Надо признать, Кело принадлежит ему», отозвался Геродон, «но его давно нет, Ягтон. Я перерожденный Тарик, тот, кто теперь Тармагеддон». Оливия вела ультрадесантников и пятерых своих солдат все ниже и ниже по извивающимся петляющим лестницам под светилищем. Стены были стеклянистыми и гладкими. Их вырезала в геомантических корнях горы Таргер колоссальная мощь самого На этой глубине не горело никаких светильников. Враг пронзали только прожекторы доспехов ультрадесантников. Казалось, сюда никто не заходил, и это было именно потому, что сюда никто никогда не заходил. «Насколько глубже эти ворота?» Мадмуазель спросил Кастер Алкат. К его броне до сих пор цеплялся запах плазменного огня, а у дыхания был жаркий привкус сжженого камня. «Уже недалеко», отозвалась она, хотя по мере их погружения расстояние становилось все более субъективной величиной. «А откуда вы об этом знаете?» Оливия попыталась придумать способ ответить, чтобы не показаться сумасшедшей. «Я сюда приходила очень давно», произнесла она. «Вы уклоняетесь от ответа», заметил Алкат. «Да». «Так почему я должен вам верить?» «Вы уже поверили, легат», сказала Оливия, повернувшись и одарив его своей самой обаятельной улыбкой. «Вас бы здесь не было, если бы не поверили». Она уже рассказала им о том, что находится под святилищем, о вратах, которые в минувшие эпохи закрыл император и которые планировал открыть гор. Рассказала, что по ту сторону врат лежит источник чудовищно опасной силы, и, к счастью, этого им оказалось достаточно. Ей не доставляло удовольствия перспектива пытаться применить свое эмпатическое воздействие к воинам 13-го легиона. Но, как оказалось, не было никакой необходимости оказывать давление на душу легата. Было несложно понять, почему. Она предложила ему последний жизненный путь, на котором можно добиться чего-то стоящего, и он ухватился за него обеими руками. «Противостояние 30 человек мощи двух легионов замечательно звучит в почетных списках», сказал он, когда она сообщила, чего хочет от него и его людей. Однако последние бои это как раз тот вид теории, который нас всю жизнь учат избегать. «И это не тот бой, от которого мы станем уклоняться», предупредила она. «Лучше сражаться за что-то, чем умереть просто так». Он произнес это все с тем же бесстрастным лицом. Ей не хватило смелости сказать ему, что именно из-за подобных утверждений люди тысячелетиями продолжали драться друг с другом. Они обнаружили, что цитадель заполнена беженцами. Большинство не обращало на них внимания, однако некоторые молили о защите, пока дедакус Феррон не сделал предупредительный выстрел поверх голов. Светилища и его потаинные уровни действительно интересные уровни, о которых не было известно даже сакрестанцем и механиком располагались под брошенным божественным убежищем. Оливия совершала каждый сложный поворот по катакомбам и находила все спрятанные двери так, словно проходила здесь только вчера. В прошлый раз, когда Оливия взбиралась по этим самым ступеням, ее ноги казались сделанными из резины, а спину будто слой изморози покрывал пот. Она помогала ему вернуться в мир, ее руки обнимали его за талию, его лежало у нее на плече. Она старалась не дать его мыслям, обычно столь недоступным, проникнуть в ее собственные. Но он был слишком силен, слишком измучен и травмирован тем, что находилась за вратами, чтобы держать все в себе. Она видела такое, что жалела об увиденном. Будущее, снившееся ей с тех пор в кошмарах или нарисованное тушью на страницах забытого сборника сказок. Омерзительные вещи, которые теперь торгались в явь по приглашению тех, кто не имел ни малейшего понятия, какую ужасную ошибку совершает. «Эти проклятые ступени хоть где-то кончаются?» спросил Феррон. «Кончаются, но будет казаться, будто это не так», ответила Оливия. «Это что-то вроде побочного эффекта от пребывания так близко к рубцу на ткани пространства и времени мироздания или часть защитных механизмов врат. Забыла, что именно. Поразительно, как много людей просто сдается, подумав, что никуда не попадут. Я фиксировал наш маршрут», произнес технодесантник по имени Кира с интонацией превосходства, которая предполагала, что он равен всему, что может бросить против него это место. «Не фиксировали», сказала Оливия, постучав себя пальцем по виску. «Поверьте мне». Кира откинул часть своей перчатки и возникла вращающаяся голограмма. Трехмерный курсограф. Кира сразу же замер и насупился, когда зернистое изображение заполнилось множеством маршрутов и несуществующих ответвляющихся проходов. «Я же говорила», заметила Оливия. «Но они на самом деле кончаются», спросил Алкат. Вместо ответа Оливия вышла в широкий коридор. Она знала, что любой из ультрадесантников поклянется, что несколько секунд назад прохода тут не было. Как и все прочие, здесь он был гладким, в вулканической природе, но тут присутствовал свет, который блестел внутри скалы, словно луна на поверхности океана. Достаточно широкий, чтобы в нем легко прошли плечом к плечу шестеро легионеров. Коридор был длинным и вел в глубоко высеченную камеру из долбленного кирпича цвета умбры. Император никогда не рассказывал ей, как появилось это помещение или как он узнал о нем. Только что оно было здесь еще до того, как геологические силы минувшей эпохи создали сверху гору. Здешние каменные кирпичи были вырезаны руками древних, но Оливии никогда не нравилось слишком пристально глядеть на пропорции блоков или их едва заметное неправильное расположение. Это всегда вызывало у нее странный дискомфорт и ощущение, будто те руки не принадлежали ни одному из видов, известных нынешним обитателям галактики. Ультрадесантники рассредоточились, мышечная память и укоренившаяся привычка заставили их образовать рабочее оборонительное построение. Смертные союзники Оливии, в особенности Валанс, держались поближе к ней, будто телохранители. «Это оно?» спросил Алкат, не в силах скрыть разочарование в голосе. «Это те врата ада, о которых вы говорили?» «Это они», согласилась Оливия с насмешливой улыбкой. «А чего вы ожидали? Врат вечности?» Она кое-что им рассказала о том, что лежит по ту сторону врат. Однако Оливии приходилось признать, что они не выглядели в точности как самое надежное средство сдерживания чего-то столь жутко опасного. Неровные куски темного камня с белыми прожилками образовывали высокую арку в темно-красном основании горы. Пространство внутри арки представляло собой зеркально-гладкий черный камень, похожий на обсидиановую плиту, вырезанную из идеально плоской толщи лавы. В его поверхности не отражалось ничего из того, что находилось в помещении. Мы ожидали что-то такое, при виде чего кажется, что для преодоления потребуется нечто большее, нежели горный бур или подрывной заряд, сказал Кира. Поверьте мне, произнесла Оливия, ни вы, ни механикум не сможете задействовать ничего, чтобы их открыло. Так как же гор планирует открыть их? Он, кровь от крови императора, ответила она. Этого будет достаточно, если только мне не удастся их запечатать. Вы же говорили, что император их запечатал, сказал Феррон. Нет, я сказала, что он их закрыл, произнесла Оливия. Это не то же самое. Алкад странно на нее глянул, как будто теперь отчасти понял истину касательно того, кто она. А откуда вам известно, как их запечатать, поинтересовался он. Он мне показал. Кира постучал по черной стене одной из своих серворук. Не раздалось вообще никакого звука, по крайней мере в этом мире. Если то, что находится по ту сторону этого места столь же ужасно, почему же ответила Оливия, вспомнив изможденное постаревшее лицо, которое увидела за чарами. Для нее он отсутствовал не больше одного удара сердца, однако она увидела на лице, которое на ее глазах прошло врата следы сотен лет. Император не мог их запечатать, а вы можете, спросил Кира. Простите, мадемуазель Сурека, мне сложно в это поверить. Мне плевать, во что вам так сложно поверить, бросила Оливия. Есть вещи, которые Бог может сделать, а есть те, которые не может. Потому то порой им нужно, чтобы за них делали грязную работу смертные. Император оставил армии для охраны от явных незваных гостей, однако ему потребовался кто-то, чтобы не пускать одиноких безумцев, искателей темного знания или любого, кто случайно наткнулся на правду. За время моего пребывания на Молихе я убила 113 человек, которых притянул сюда шепот зла, просачивающегося из-за врат. Так что не смейте сомневаться насчет того, что я могу. Она вдохнула, успокаиваясь, и стряхнула себя куртку, заткнув заряженную ферлахскую серпанту за пояс форм. Она чувствовала себя глупо из-за того, что вышло из себя, но в этом месте все эмоции усиливались. «Сколько вам лет, мадмуазель Сурека?» спросил Алкад. «Какое это имеет значение к чему-либо?» поинтересовалась Оливия, хотя в точности знала, куда он клонит. «Император последний раз был на Молихе более века назад», сказал Алкад. «И даже если учесть омолаживающие процедуры, ваш возраст и близко не подходит, чтобы вы могли быть рядом с ним». Оливия горькая и безнадежно рассмеялась. «Вы не знаете, сколько мне лет, Кастер Алкад, и сейчас я жалею, что это известно мне самой». Локену показалось, будто у него из легких выдавили весь воздух до последнего кубического сантиметра. Ему хотелось опровергнуть то, что сказала тварь, носящая лицо Геродона. Однако голос, манера держаться, все указывало, что это была правда. «Когда увидишь меня, убей!» К нему снова слова, шепот которых он слышал в тени своих покоев на Тарнхельме. Нет, не так. Это было не восстановление. Казалось, он опять их слышал, как будто с ним все еще говорил некий фрагмент того, что когда-то было его другом. Меч и болтер Локена лежали перед ним на полу. Было бы нетрудно подхватить их, но смог бы он всадить в Геродона болт прежде, чем остальные его застрелят. Имело ли это вообще значение? Он подавил желание убивать. Тарик, произнес он, выдавив имя сквозь стеснутые зубы. Нет, раздраженно вздохнув, ответил Геродон. Ты что не слышал? Я Тармагеддон. Я ждал варпе, когда маленький гор отсек Тарику голову и схватил яркую побрякушку его души, прежде чем ей смог полакомиться кто-либо из детей варпа. Знаешь, он вопит и умоляет, будто побитая собака. Фулгрим вел себя так же, а ведь он был примархом. Только представь, как это скверно для Тарика. Не слушай его, Локен, предостерег Рубио. Отродья варпа кормятся болью, которую причиняет их ложь. Граэль Нактуа пнул Рубио под колено, сбив Псайкера на пол. Тот распростерся от удара прикладом Болтера. Брор Тюрфингер ощерился на Нактуа, но Северян покачал головой. Локен испытывал горе. Он печалился о гибели Нера Випуса и скорбел о боевых братьях, которых терял. Смерть Тарика на Истване практически сломила его и ввергла в бездну безумия. Он не был уверен, выбрался ли в действительности оттуда, до настоящего момента. Он поднял голову и разжал молять. Даже смерти он сильнее этого. Говоришь, он кричит, я верю тебе. Но он кричит не от боли, он кричит, чтобы я убил тебя. Я первый из луперков, сказал Геродон, братьев Волка, и ты не можешь меня убить. Локен потер подбородок рукой и снова склонил голову. Когда он снова взглянул на Гера Геродона, на его лице была улыбка. Знаешь, если бы ты просто дал ему умереть, меня бы тут не было, произнес Локен. Теперь он мог слух признать образы и звуки, которые терзали его с момента визита на берегу моря спокойствия. Я видел и слышал Тарика Таргадона на каждом шагу этого путешествия, продолжил Локен. Он давно мертв, однако он вернул меня на мстительный дух. Вернул, чтобы я убил тебя и освободил его. Геродон бросил винтовку Караяна одному из легионеров с мертвыми глазами и шагнул к Локену, широко разведя руки. Ну так сделай свой лучший выстрел, сказал Геродон. Стоя на месте, вмешался Граэль Нактуа. Он не может тебя убить? Что ж, ты тоже не можешь его убить. Он нужен магистру войны живым. Геродон ухмыльнулся и указал на преображенных воинов в черном, которых он назвал луперками. Посмотри, как следует, Гарви, произнес Геродон. Ты станешь точно таким же, как они. Я собираюсь поместить внутрь тебя демона. 23. Плата кровью. Обсидиановый путь. Бог среди людей «И это лучшая оборона, какую смог устроить наш отец», произнес Мартарион, когда в стеклянистые каменные стены рядом с ним врезались заряды болтеров. Повелитель смерти ответил парой выстрелов из лампиона, столь ярких, что от них слезились глаза. Аксимант не видел, попали ли они в цель. Однако, можно было смело предполагать, что в 13-м легионе стало на двух воинов меньше. Немного пустяшных чар и горстка легионеров. Аксимант слышал в голосе повелителя смерти, копившиеся десятилетиями презрения, но даже в полубое не смог оставить это замечание без комментариев. Только не после пролитой им крови, только не после того, как погибло так много воинов под его командованием. «Это не все, что он оставил», бросил Аксимант. Отброшенное обратно по коридору граната взорвалось с кратким грохотом. Он оставил миллионы людей и танков, оставил армии, с которыми сражались и которые сокрушили сыны гора. А что сделала гвардия смерти? Снесла джунгли и вырезала побежденного врага. Мартарион оглядел Аксиманда внимательно, будто мужчина ребенка в выскочку. Его пальцы крепче сжали безмолвие. Те из савана смерти, кто не стрелял в коридор, приблизились к Аксиманду, пока Мартарион жестом не отправил их обратно. «Возможно, когда-то ты и был истинным сыном маленький горд», произнес Мартарион низким голосом, похожим на скрижащущее рычание. «Но поглядись в зеркало, ты больше не сеян». Аксимант высунулся наружу и выстрелил. Синий шлем разлетелся веером керамита и крови. Какое это имеет отношение к чему-либо? Повелитель «Это означает, думаешь, ты особенный, ты никто. Это означает, изморневаля ты или нет, но я прикончу тебя, если снова заговоришь подобным образом. Луперкаль вас убьет. Твоя смерть вызовет неудовольствие моего брата, однако он меня простит. Но ты в любом случае останешься мертв. Рядом с Аксимантом возник горд. Свирепая предвкушающая ухмылка создавала впечатление, что он моложе и более полон сил, чем когда-либо. Он высунулся в коридор и изверг из встроенных в перчатку болтеров ревущий всполох пламени. Будут и другие, сказал горд, ныряя обратно за укрытие, когда по коридору прошлась пара сцепленных станковых тяжелых болтеров. Отец не станет полагаться на то, что смертные уберегут его секрет. У него будет какой-то ход в запасе. Личная причина позволить мне отправить сюда Груль-Гора, сказал Мортарион, перекрикивая сокрушительные удары и детонации разрывных боеприпасов. Он быстро с этим покончит. Гор покачал головой. Нет, мы сделаем это по-моему. Так близко от врат Груль-Гор мог бы убить нас всех. Груль-Гор? Оксиманду было известно это имя. Он читал его в списках потерь. Он оглянулся на юстерианцев, которые фиксировали свои абордажные щиты на месте. Оксимант не удивился, увидев, что позиции по флангам занимают Абаддон и Кибры. Их щиты были покрыты брызгами крови, образовывавшими остроконечные круглые узоры, которые не были случайностью. Готов, Азекиль? спросил Гор своего первого капитана. Вместо ответа Абаддон ударил щитом об пол и вставил свой комби-болтер в огневую прорезь. «Твоим услугам, брат!» произнес Гор отходя назад и занимая место во главе строя юстерианцев. Один из терминаторов пристегнул к бронированной руке луперкаля щит. На фоне его могучего тела казалось, что тот дает ужасно мало прикрытия. Мортарион жестом направил вперед двух воинов, вооруженных роторными ракетными установками. Гор кивнул и проход заполнился сокрушительным обстрелом болтерными зарядами. Двое гвардейцев смерти шагнули вперед и дали зал ракетами. Боеголовки пронеслись по коридору. Оксимант уловил металлический кашель детонации, глушащие бомбы и осколочные. Один из воинов упал на колени, затылок его шлема вышибло наружу, второй зашатался, большую часть грудной клетки разорвала изнутри бронебойными массореактивными безостановочно маршировал в ногу. Они углублялись в коридор, сапоги работали, будто механические поршни. Пригнув головы и выставив щиты, юстерианцы перекрыли всю ширину прохода, по ним молотили выстрелы. Недостаточно, чтобы остановить, даже не близко к тому, чтобы их остановить. Оливия выводила на поверхности врат узоры, которые запомнила все те годы назад. От каждого движения по ней проходила дрожь болезненного лучше, чем большинству было известно, что лежит по ту сторону врат. Ей было известно, как оно жаждет того, что находится по эту сторону. Закрытые врата лучше, чем никаких врат, и воющие безумные хищные твари на другой стороне не собирались отдавать даже столь непрочную опору без боя. Эмпатический дар Оливии теперь стал проклятием. В такой близости от врат все когда-либо посещавшие ее неприятные мысли усиливались. Она вновь переживала боль, причиненную ей каждым предавшим возлюбленным, каждым ранившим ее нападавшим и каждым брошенным ею человеком. И это принадлежало не только ей. Возле нее стояли на коленях, прижав свои винтовки к плечам валанс и четверо из его людей. Они были солдатами, и у них было множество скверных воспоминаний. Все это заполнило ее мысли. По лицу струились слезы, грудь сводила с окрушительными спазмами рыданий. Она уже не в первый раз выругалась на мертвом языке, что именно ей предоставили сделать это. Ей было известно, что он не мог этого сделать. После того, что он забрал из мира по ту сторону, для него было бы самоубийством подойти так близко к тем, чью силу он похитил. Все мантры, что она шептала, сбивались. Все линии, которые она выводила лунной содой, гасли прежде, чем она успевала наполнить их силой. Она не могла сконцентрироваться. Она провела столько лет, ожидая этого момента и не могла добиться проклятой концентрации. На самом деле, едва ли в этом было что-то удивительное. Шум боя был невероятен. Болтеры и прочее, более тяжелое вооружение заполняли проход разрывными снарядами. Но она знала, что этого не хватит, чтобы остановить магистра войны. Ей было известно, что в конечном итоге Гор отыщет это место. Но он нашел его быстрее, чем она надеялась. Она бы никогда не согласилась с решением скрыть существование и природу варпа. Но если Оливия чему-то и научилась за всю свою долгую жизнь, так это тому, что совершенно бесполезно искать виновных, когда все уже произошло. Вместе с ней и с ее телохранителями стояли четверо ультрадесантников, живая стена из плоти и керамидов. Только в этом месте смертные могли уцелеть. Находиться без брони посреди перестрелки легионов было верным способом расстаться с жизнью. Кастер Алкад взял с воинов, защищавших ее маленький отряд клятву. Сражаться так, будто позади них стоит сам император. Этим людям предстояло умереть за нее. Они не были первыми, кого постигла такая участь, но она всей душой надеялась, что они станут последними. Помещение сотряслось от взрыва и Оливия закашлялась от едкого дыма движущих газов. Она чувствовала в воздухе привкус дымки распыленной крови. Плохо, особенно когда каждый из находившихся в комнате полыхает агрессией. Ультрадесантники любили свою практику, однако они принесли в жертву слишком многое, чтобы сражаться беспристрастно, когда причина их боли находилась так близко. Оливия глубоко вздохнула, представляя Вивьен и Миску, даже Джеффа с его печальными глазами, пристыженной собакой, и нелепой верой в то, что он должен ее защищать. Она скучала по ним и надеялась, что просвещение Молеха уже набирает скорость, двигаясь к точке Мандевилля системы. Нет, это не помогало. Ей требовалось нечто большее, нечто нежно лелеемое. Она вспомнила, как Кауспик идущего из афира транспортного погрузчика дал сбой, и он налетел на затопленную мину в гавани Ларса. Она была не на корабле, но видела, как он утонул со всем экипажем. Только вернувшись домой, она узнала, что Вивьен с Миской думали, будто она находилась наконец поддались сну. Их теплое дыхание и запах волос напомнил Оливии о давно минувшем времени, о завершившейся жизни, когда она пребывала в влаженном неведении относительно собственной природы Ирока, приближавшегося к Аркадии. Тогда она была счастлива, и она воспользовалась этим, чтобы подавить жесткие мысли, вторгшиеся в ее душу. Оливия рисовала символы, которые ей показали. Точные сочетания пересекающихся линий, которые не могли пересекаться. Кривые, нарушавшие все установленные правила исчисления. Диаметрия безумия. Она произносила слова, не являвшиеся словами, вливая в свои действия каждый дюйм желания запечатать эти врата. Руки описывали представляемые ею жесты, двигаясь по поверхности гладкой черной преграды. Это выглядело и казалось твердой преградой, но не было ею. Невозможный объект, существовавший в бесконечном числе возможных реальностей, но он был нереальным, ненереальным. Ведущая в преисподнюю дверь, которую Оливия теперь пыталась уничтожить. Окружающее пространство посерело, мир стал монохромным фоксимеле, на котором она была единственным цветным пятном. Она слышала выстрелы, крики боли и взрывы. Все это было приглушенным и невыразительным, словно доносилось с далекого поля боя. Ее руки сияли, оставляя за собой отголоски свечения варта. Начал возникать узор. Разобщенное значение, рассеянное в ее душе, собиралось в многомерную структуру, которая отчасти была нерушимой печатью, а отчасти подрывным зарядом. Оливия улыбнулась, увидев хитрость замысла, ту аккуратность, с которой это таилось внутри нее. Конструкция была столь сложной, что она практически не возражала, что ее используют подобным образом. Несомненно, она была бы не против, если бы завершение этого убило ее. Оливию окатило струей крови, и она закричала, когда один из ее защитников упал с пробитой в кобальтово-синем нагруднике дырой. Ударная волна обрушилась на нее и сбила наземь. Крутящийся осколок раскаленного металла полоснул по плечу. Вспыхнула боль, и по спине потекла кровь. Пространство вокруг нее вновь просачивалось в ее сознание. Шум, страх и удушливые облака дыма. Она услышала тяжелую посту, стучащую в унисон. Короткие топающие шаги искрежет железо по камню. Оливия перекатилась на бок, моргая, чтобы прогнать слезы от боли в плече. Левая рука оказалась бесполезной. Чувство заполнял смурат горелого мяса. Возле нее лежал на спине Валанс. Ему досталась большая часть удара, сбившего ее на землю. Останки можно было опознать только по уцелевшей половине головы. Она подняла глаза как раз вовремя, чтобы увидеть, как в комнату пробивается ребристая стена сцепленных щитов. Сыны гора с абордажными щитами, рассеянные взрывами ракет и прижатые подавляющим обстрелом ультрадесантники не имели шансов удержать позицию. Концентрированные очереди выстрелов укладывали их по двое по трое. По мере увеличения помещения линия щитов становилась шире. Шедшие позади воины сынов гора увеличивали строй, добавляя к нему еще больше стволов. Аркадон Кира пробил в стене щитов брешь при помощи скоординированных выстрелов из одноразовых плазмометов на своих механических руках. Все заряды попали в цель точно одновременно, разнеся на части один из щитов и воина за ним. Технодесантника сразил массореактивный огонь болтеров. Нелепая избыточная мощь до неузнаваемости изорвала его плоть и полностью разрушила механическую аугметику. Дедакус Феррон и Кастер Алкад бросились в проделанный Кира разрыв, пытаясь расширить его. Силовой меч Феррона рассек щит и державшую его руку. Болт-пистолет в упор палил в лицо Терминатору. Столь громадные боевые чудовища практически совсем не нуждались в смертной плоти. Болты детонировали при попаданиях, но не причиняли вреда воину внутри. Потрескивающий энергокулак Терминатора резко ударил и пробил тело Центуриона. Тот распался на части взрывом оторванных конечностей и разгробленной брони. Оливия пыталась подтащить себя обратно пятками. Ее работа была почти закончена. Еще совсем чуть-чуть и все обязательно будет исполнено. Больше никаких долгих вматывающих лет, никакого обмана и одиночества. Вообще ничего. От строя щитов отделилась огромная фигура. Гигант, полубог. Прекрасное воплощение всего величия, которого могло достичь человечество. Ей доводилось слышать все эти эпитеты, а также и другие, которыми описывали магистра войны. Однако их придумывали те, кто видел его в мирное время. Его вид в бою был совершенно иным. Горлу Перкаль был чудовищем, демоном войны и погибели, обретшим плоть. Он был разрушителем, губителем и образом всего того, от чего человечество должно было отвернуться еще тысячи лет назад. Его лицо было лицом абсолютного зла, и он даже не сознавал этого. Он был худшим, что когда-либо видела Оливия. Кастер Алкат отпрыгнул от поступавшего к нему терминатора Алкат никак не мог победить его. Не было даже надежды на честный поединок. Алкат бы умер, как только пришел в движение, и все же он это сделал. Это было лучшим, что когда-либо видела Оливия. Легат 13-го легиона сделал выпад гладием. Оружие щелкнуло об янтарное око на груди гора. Титаническая булава магистра войны совершила взмах, и Кастер Алкат исчез, словно его никогда не существовало. Оливия поднялась на ноги и бросилась к вратам. Ее руки были скользкими от крови. Она провела последние черты и открыла рот, чтобы произнести заключительные слова, отвращающие беду. Но раздался только крик боли. Оливия посмотрела вниз и увидела, что из ее груди торчат четыре параллельных клинка. Они пригвоздили ее к черной стене. Кровь бежала по лезвиям и стекала во врата. «Не знаю, кто ты, но мне нужно это открыть», произнес магистр войны. «Прошу», выговорила Оливия, когда ее наконец накрыла боль. Гор выдернул когти своей перчатки из тела Оливии. Та упала и казалось, что она падала очень долго, прежде чем ударилась об пол. Она подняла взгляд на лицо магистра войны. Она не увидела ни жалости, ни милосердия, но, как ни странно, увидела сожаление. Оливия силилась заговорить, и магистр войны опустился рядом с ней на колени, чтобы выслушать ее последние слова, пока из нее вытекала жизнь. «Даже в душах, опутанных злом, остается маленький плацдарм добра», произнесла она. «Я хочу, чтобы ты помнил об этом в конце». Какое-то мгновение Гор казался озадаченным, а затем улыбнулся, и на миг Оливия забыла, что он враг человечества. «Не следует верить святым, мадемуазель», сказал Гор. Оливия не ответила, глядя за плечо магистра войны. Из врат черного обсидиана текла кровь. Гор встал над телом мертвой женщины. Ему было жаль, что она умерла, и он не мог спросить у нее, как она тут оказалась. Однако она выступила против него и пыталась помешать ему достичь своего предназначения, а это означало смертный приговор. «Кем она была?» спросил Мортарион. «Не знаю, но я ощутил на ней прикосновение отца». «Она встречалась с ним». «Да», сказал Гор. «Но думаю, что это было очень давно». Мортарион поднял глаза на врата. Он явно не был впечатлен. Гор увидел выражение лица брата и положил тому руку на плечо. «Не нужно недооценивать то, что наш отец сделал здесь», произнес Гор. «Он пробился в иной мир, в мир, куда не прорывалось и где не жило ни одно существо. По сравнению с этим странствием, твой подъем к покоям первого отца покажется приятной прогулкой». Мортарион пожал плечами. «Меня не слишком заботит, что он сделал», сказал он. Повелитель смерти постучал древком безмолвия по телу женщины. «Она пришла сюда, чтобы запечатать врата. Как думаешь, ей удалось?» Гор протянул руку и приложил ладонь к черной стене. Он почувствовал, как поверхность слегка дрожит, слишком слабо, чтобы это заметил кто-либо, кроме примарха. «Есть только один способ выяснить», произнес Гор, отстегивая фиксаторы нагрудника. «Возьми эту свою косу и порежь меня». «Порезать тебя?» Гор сбросил себе доспех, роняя на пол пластину за пластиной, пока не остался только в серой одежде. «Мне говорили, что эти врата можно открыть только кровью», сказал он. «Так что режь меня и не жалей лезвия». «Сэр», произнес кибры, выступив вперед, «Не надо, пусть это сделает один из нас, пролейте мою кровь, сколько потребуется, даже если это меня убьет». Маленький Гор и Эзекиль присоединились к протесту против его желания, чтобы Мортарион нанес ему глубокую рану. Гор скрестил руки, «Благодарю вас, мои сыновья, но если я чему-то и научился у Ларгара, так это тому, что для подобного не подойдет чья-то чужая кровь, она должна быть моей». «Тогда давай покончим с этим», произнес Мортарион, поднимая безмолвие и готовя его к клинок. Некоторые из братьев Гора могли бы воспротивиться идее ранить его, но у Мортариона не было подобных сомнений. Если брат стремится свергнуть его, сейчас представлялся шанс. Гор сверкнул. Гор взвыл, когда коса повелителя смерти рассекла его от ключицы до таза. Боль была ужасна, столь беспощадна, что вернула его назад на луну Давина, к похищенному клинку Эугана Тембе. Из раны струей ударила кровь, забрызгивая черную стену. Сквозь слезы боли Гор увидел незавершенные символы и построения с тайным смыслом. Гор увидел, как от оставленного им следа на стене расходятся тонкие как волос трещины. Он ухмыльнулся, пересиливая боль. Сокрушитель миров взлетел на его плечо. Пора оправдать свое имя, произнес Гор. Подарок императора описал дугу, словно кувалда, и разбил стену на куски. Абсолютный мрак хлынул в комнату, как нечто материальное, словно океан темной материи затопил гору наверху и теперь изливался наружу. Гор почувствовал, как его силой тянут ураганные ветры, но не пошевелился. Он ощутил космический холод, пробирающий до глубины души мороз, который окутал его льдом. Он был один, парил в необитаемой пустоте. На него не светила ни одна звезда. Он не помнил, как прошел через врата, а затем обругал себя за столь буквальное толкование. Врата под горой были не настоящим порталом, отделяющим одно пространство от другого, а аллегорией. Лишь пролив собственную кровь на камень, который не был камнем, он прошел внутрь. Осуществив свое желание при помощи сокрушителя миров, он безрассудно бросился во владение богов и чудовищ, царство о котором он знал лишь по мифам и бреду безумцев, записанному в запретных текстах и мрачных трудах, которые оставляли без внимания как выдумку. Законы, управлявшие бытием в материальном мире, не имели здесь власти и бесконечно попирались. Даже когда он понял это, окружавшая его пустота постаралась опровергнуть подобное представление. Постепенно проступил мир, ужасающее место с белыми, словно кость песками, кроваво-красными горами и оранжевым небом, озаренным всеобъемлющим огнем. У воздуха был привкус пепла и горя, печали и плодородия. Гор слышал лязг мечей, но не было никакого боя, заунывные крики любовников, но никакой плоти. Его окружали перешептывания, которые строили планы и заговоры, и он почувствовал цикличную энтропию собственного тела. Старые клетки умирали, новые рождались им на замену. Он моргнул, прогоняя жар неба, теперь увидев, что оно было оранжевым, не из-за отражения небеса пылали от края до края горизонта. Над далекими горами полыхала огненная буря, вспухавшая раздвоенными рубиновыми молниями, бьющими вверх с вершин. Гор почувствовал, что земля у него под ногами становится более твердой, посмотрел вниз и увидел, что стоит внутри круга из обсидиановых плит. Восемь исходящих от него лучей терялись далеко вдали, и вдоль каждого из путей местность жутковато искажалась. Тянулись акры проволоки со стонущими телами ближайших из его сыновей, развешанными на зазубренных шипах. Мерцающие огоньки скользили над поверхностью безлюдных болот, где раздавались рыгающие и шипящие звуки разложения гниющих трупов. Шелковистые пустыни со змеящимися полосами тумана ароматного мускуса, запутанные леса деревьев с когтистыми ветвями лепились группам округлых холмов, по периметру каждого из которых располагалось восемь дверей. «Я уже странствовал по подобным мирам», произнес Гор, хотя поблизости не было никаких слушателей, по крайней мере в явном виде. Каждый из четырех основных путей заканчивался у крепости на вершине горы, способной поспорить с дворцом императора. Их стены были построены из меди и золота, кости и земли. Они поблескивали в рыжевато-буром свете огненной бури. От каждой доносились вопли. Из пиков скатывался грохочущий хохот безумных богов. «Они смеются над тобой», раздался голос позади. Гор обернулся, уже зная, что увидит. Круар Ангелус был красен, словно закат над полем боя. Его доспех уже не был расколот и разбит. Лицо больше не представляло собой почерневший агонизирующий кошмар. Оббивавшие тело цепи исчезли, но свет потушенных солнц все так же горел в мертвых глазах. «Зачем ты здесь?» спросил Гор. «Я дома», произнес Красный Ангел. «Я свободен. Холодное железо, которое на меня повесил Эрип, не имеет здесь власти, как и охотничьи клятвы, вырезанные на моей коже. Здесь я совокупность всего ужаса, жаждущий крови и пожиратель душ». Гор проигнорировал его самолюбование. «Так почему они смеются надо мной?» «Ты смертный во владениях богов. Рядом с пантеоном ты насекомая. Несущественное и не стоящее внимание. Пылинка на ветру космоса». Гор вздохнул. «Нактуа был прав. Вы, твари варпа, все нелепо вычурны». Из перчаток существа вырвались отточенные костяные когти. Из лба проступили закрученные рога. «Ты в моем царстве, где ты увидишь лишь то, что мы пожелаем тебе показать. Я могу задуть тебя, будто пламя свечи, магистр войны». «Если ты пытаешься меня запугать, то плохо работаешь», произнес Гор, делая шаг в сторону демона. «Позволь мне рассказать, что я знаю. Ты существуешь в обоих мирах, но если я уничтожу твое тело, то срок твоего пребывания в моем мире завершится». Ангел расхохотался и шагнул ему навстречу. «Демоны не умирают», сказал он. «Нет, однако становятся все более утомительны», ответил Гор, протянул руку и схватил красного ангела за горло. Он приподнял существо над землей и стиснул кисть. Оно выплюнуло черный хор, и в его глазах полыхнуло пламя. «Отпусти меня», взревело оно, вцепившись ему в руку. Из порезов хлынула кровь, забрызгивая зеркально-черные плиты. От прикосновения демона по предплечью гора поползли черные жилы, наполненные распадающейся кровью. Он чувствовал, как внутренние механизмы его тела разлагаются, но лишь сильнее сдавил шею демона. «За это ты умрешь», выплюнул демон. «Когда-нибудь возможно», сказал Гор, «но не сегодня. Тебя послали сюда не для того, чтобы убить меня». Гор кивнул на громадные цитадели в горах. «Ты здесь для того, чтобы указать мне путь. Я нужен твоим хозяевам, так что отведи меня в их крепости. Назови мое имя и скажи им, что с ними будет говорить новый господин галактики». Гор бросил красного ангела и на мгновение его посетила мысль, что тот может в ярости налететь на него. С гор донесся грохот грома, злобный рев, виск наслаждения и еще более шипящий шепот. По кошмарному ландшафту прокатился миллион голосов, и когти красного ангела втянулись в воздух. Обсидиановый путь есть вечная дорога. Она гибельна для плоти и духа. Несмертным ступать по ней, ибо ее опасности. «Заткнись», сказал Гор, «просто заткнись ко всем чертям». Оксимант закричал от ужасного ощущения слепоты. Авточувствия его шлема отказали в тот же миг, как булава магистра войны ударила в черную стену. Он сорвал шлем, но вокруг все так же был мрак. Не просто темное помещение, а пространство абсолютного небытия. Словно самому понятию света еще только предстояло воплотиться в реальность. «Эзекиль», крикнул он, «Фальк, отзовитесь, кто-нибудь». Никакого ответа. Что произошло? Они потерпели неудачу. Луперкаль невольно обрушил на них некую жуткую катастрофу. Оксиманду казалось, будто все его тело окружено вязким клеем. Каждый вдох был полон ядов, желчи и сладких липких привкусов, от которых его до глубины души пробирала тошнота. «Эзекиль», вновь закричал он, «Фальк, отзовитесь, кто-нибудь». И почти сразу же после начала все кончилось. Мир снова вернулся, и Оксимант моргнул. Он развернулся и увидел на лицах братьев такое же замешательство. Даже Мортарион выглядел сбитым с толку. Сам он объекта защиты. «Где он?» требовательно спросил Абаддон, хотя Оксимант не был уверен, кому он обращался. «Где он?» «Именно там, куда намеревался попасть», произнес Мортарион, глядя на черные врата. Раньше они казались плитой из полированного обсидиана, но теперь представляли собой вертикальную лужу черного масла. По ее поверхности расходились колышущиеся концентрические круги, будто с другой стороны на нее падали капли дождя. «А ты хочешь умереть?» поинтересовался Мортарион, оборачиваясь к ведоводелу. Лишь одно другое создание входило в варпы выживая. «Ты равняй императору, малыш!» «Как давно он ушел?» спросил Абаддон. «Недавно», отозвался Аксимант. «Самое большее несколько секунд. Откуда ты знаешь?» Аксимант указал на рубиновые капли, стекавшие по косе повелителя смерти. Его кровь еще не высохла на клинке. Абаддон, похоже, признал его логику и кивнул. Он встал перед порталом, как будто пытался вытащить Луперкаля обратно, одной только силой воли. Рядом с ним встал Кибры, верный Абаддону до конца. Аксимант вдохнул воздух глубокого подземелья. Даже давенский кошмар не мог подготовить его к этому моменту. Магистр войны пропал, и Аксимант не знал, увидит ли его снова. В сердце вошел холодный осколок льда. Мир утратил яркость и цвет. Так ли себя ощущал Железный Десятый, когда погиб Феррус Манус? Аксимант почувствовал себя совершенно одиноким. Не важно, что возле него стояли самые близкие из его братьев. Не важно, что они только что одержали великую победу и осуществили амбиции магистра войны в отношении этого мира. Что они будут делать без магистра войны? Бессмысленно отрицать, что подобное вообще могло произойти. Убийство Мануса фулгримом доказало, что примарх может умереть. Кто кроме магистра войны обладал достаточной силой воли, чтобы возглавить сынов гора? Кто из истинных сынов смог бы достичь того, чего смог достичь гор? Гор слаб, гор глупец. Эти слова обрушились на него словно удар. У них не было источника, однако Аксиман знал, что они раздались из-за черных врат. Вошли ему точно в середину черепа, как кинжал палача. Он моргнул и увидел давно минувшее или грядущее, мир, ставший гулкой, безлюдной пустошью. Он представил смерть в одиночестве, далеко от всего, что когда-то было ему дорого. Смерть вместе с лежавшим у его ног бывшим братом, из чьих страшных ран на прах безымянной скалы текла кровь. В ухе раздалось дыхание, холодное и размеренное дыхание из кошмаров, которые, как он думал, сгинули вместе с призраком Гарвиля Локена. Железный кулак стиснул сердце Аксиманда и раздавил его в груди. Маленький гор не мог вдохнуть. Транс человеческий ужас. Он на краткий миг почувствовал подобное надвеле, а теперь оно практически взяло над ним вверх. Ощущение пропало, когда изурат подул злой ветер. «К бою!» заорал Абаддон. «Что-то происходит!» Все оружие в комнате вскинулось, нацелившись на портал. Его поверхность колыхалась уже не от мягкого падения капель дождя, а от буйства океанского шторма. Гор Луперкаль выполз сквозь маслянистой черную поверхность прохода и рухнул на колени перед Абаддоном Экибры. Темные врата позади него исчезли с хлопком вытесняемого воздуха. Осталась лишь сплошная скальная стена, как будто врат никогда и не существовало. Аксимант бросился вперед на помощь. Магистр войны стоял на четвереньках, его спина тяжело вздымалась от вдоха, словно у запертого в вакууме человека, который внезапно вернулся в атмосферу. «Сэр!» заговорил Абаддон. «Сэр! С вами все в порядке?» Даже через перчатки Аксимант чувствовал, лишь чуть громче сухого шепота. «Вы ждали меня все это время?» «Конечно, мы ждали», ответил Аксимант. «Вас не было всего несколько мгновений». «Мгновений?» слабо, почти лихорадочно проговорил Горд. «Тогда все, все еще предстоит сделать». Аксимант оглянулся на Абаддона, увидев на лице первого капитана такое же непроходящее сомнение. Никто из них не имел ни малейшего понятия о том, что могло произойти по ту сторону врат, или о возможных последствиях путешествия в подобную чужеродную среду. Они позволили своему повелителю и господину отправиться в неизвестность, и ни один из них не знал, чего ожидать. Этот недостаток предусмотрительности теперь ужасал Аксиманда. «Брат», произнес Мортарион, прерывая самобичевание Аксиманда, «Ты нашел, что искал?» Гор выпрямился в полный рост, «Братарел». Хтония сформировала его, сделала воином, обладавшим твердыми, как кремень чертами и суровой красотой. Два столетия войны не оставили на нем следов, однако несколько мгновений, проведенных за вратами, сделали то, чего не смог ход времени. Коротко стриженные волосы на скальпе пронизывала седина, морщины в уголках глаз стали более глубокими и выраженными. Лицо, службе которому посвятил свою жизнь Оксимант, теперь принадлежала древнему воителю, сражавшемуся дольше, чем возможно было вообразить, видевшему слишком много ужасного и досуха опустошенному днями кампаний. Но огонь и целеустремленность в ее глазах горели ярче, чем когда-либо. Да и в глазах был не просто огонь. То, что Оксиманду показалось холодной плотью, являлось силой эмпириев, очищенной и отшлифованной в теле бессмертного создания. Гор стал более горделивым, цельным и могучим, чем раньше. Луперкаль всегда считал титул магистра войны неуклюжим термином, который никогда полностью не приживется и не будет принят на веру. Сейчас же этот титул стал для него родным, будто он владел им задолго до того, как возникла такая должность. Теперь он был магистром войны естественным образом и недвусмысленно. Оксимант, Абаддон и Кибры попятились от гора. Все они примарха силой, которая развертывалась в материальном мире. Даже Мартарион, самый непокорный из примархов, преклонил перед гором одно колено, чего никогда не делал для императора. Гор ухмыльнулся, и все признаки измученного войной старца исчезли в мгновение ока. На его месте возник смертный бог, еще более великолепный и опасный, чем когда-либо. Полной силы, которой до него пользовалось лишь одно существо во всем мироздании. Да, произнес гор. Я нашел в точности то, что искал. 24. Покидая Луперкалию. Скверный прием в лунном свете. Глаз охотника. Луперкалия пылала. Пожар разожгли не сыны гора. Однако Оксимант наблюдал, как тот распространяется по переплетенным улицам низиной части долины, пока грозовая птица магистра войны улетала от стен цитадели. Рыцарь дома Дивайн бродили по улицам своего города, словно мстительные хищники, сжигая и убивая с бессмысленной самозабвенностью. Одна из машин, покрытая рубцами ожогов и вооруженная, клещащим туда-сюда кнутом, танцевала в свете буйствующего огня. Ее боевой горн издавал уханье, как будто пилот был пьян. Оксимант выкинул рыцарей с головы, когда десантно-штурмовой корабль стал подниматься под более крутым углом, и с обеих сторон заняли свои места несколько громовых ястребов. Странно покидать планету так скоро после прибытия, произнес Фальк Кибре, листая инфопланшет с анализом расположения сил, особенно когда еще остаются армии, с которыми нужно сражаться. Нет ни одной, с которой стоит сражаться, проворчал Абаддон из глубины отсека. После выхода из катакомб под цитаделью он был немногословен. Сражение под Луперкалией уничтожило лучших из них. Кибре покачал головой. Орбитальные сканеры утверждают, что десятки тысяч солдат и дюжины полков бронетехники бежали через горы на краю южной степи. Абаддон промолчал. Оксимант знал Эзекиля лучше, чем большинство. И ему было известно, когда лучше остановиться. Это был как раз один из таких моментов. Кушицкий Восток и Северный Океанический были по большей части уничтожены при Луперкалии и Абаддоне. Продолжил Кибре, которому, как заместителю Абаддона, следовало бы знать, что не стоит настаивать в этом вопросе. Однако еще не уничтожены Ван Венкельберг и Мальбек. Проклятие! Так спустись и прикончи их! бросил Абаддон. Кибре стоически воспринял вспышку первого капитана и вернул планшет в нишу. Эзекиль, сказал Кибре, нам с тобой достался самый тяжелый бой там, внизу. На что Аксимант насупился. Чтобы прорвать фронт, пятая рота пробилась через тринадцатый легион. И они сделали это без поддержки орбитальной орудийной платформы. Мы сошлись с проклятым императором и выжили, продолжил вдоводел. Так что не вынуждай меня подойти и дать тебе оплеуху за забывчивость относительно того, что мы сделали. Аксимант пересмотрел свое предположение, будто он знал Эзекиля лучше большинства прочих, когда вместо того, чтобы убить Кибре, Абаддон издал фыркающий смешок. Ты прав, Фальк, произнес Абаддон. Это кажется каким-то незавершенным. Это, по крайней мере, Аксимант понял. Как и все настоящие бойцы во все времена, он ненавидел бросать задания до его завершения. «Это завершено», сказал он. Абаддон с Кибре посмотрели на него через салон. «Мы пришли сюда ради Луперкаля», произнес маленький Гор. «Это было его дело, не наше, и оно закончено. Нам просто придется снова драться с этими людьми на стенах Терры», сказал Кибре. «Ты ошибаешься», вмешался магистр войны, появившись из пилотского отсека и усаживаясь на кресло командира высадки. «Эти люди скоро будут мертвы, об этом позаботятся Мартарион и Груль Гор». Гор всегда был полубогом среди людей, но теперь смотреть в глаза магистра войны было все равно, что глядеть в сердце звезды, находящейся на грани превращения в сжигающую саму себя сверхновую. «Мы предоставляем закончить работу 14-му легиону», спросил Кибре. Гор кивнул, устраивая свое громадное тело в кресле. Оно явно было ему мало, в особенности теперь, когда его природную сущность усилила странствие межизмерений. Теперь Молях принадлежит Мартариону и Фулгриму. «Фулгриму?» переспросил Аксимант. «Почему фениксиец получает долю трофеев?» «Он сыграл свою роль», произнес Гор. «Хотя я и сомневаюсь, что он будет с нежностью вспоминать проведенное тут время. Заряд плазменного огня в лицо имеет свойство быть неприятным переживанием. По крайней мере, так мне сообщил Ларгар с арматуры». «Чем занимался Фулгрим?» спросил Аксимант. Гор ответил не сразу, и Аксимант воспользовался моментом, чтобы рассмотреть резные черты лица магистра войны. Аксиманда все еще тревожил замеченный им увеличившийся возраст генетического отца. Ему очень хотелось спросить Луперкаля, что тот нашел, какие чудеса повидал и как далеко прошел по пути. Когда-нибудь быть может, но не сегодня. Фулгрим собрал урожай, посеянный здесь много лет назад», сказал Гор. «Но довольно о моем брате. Давайте насладимся предстоящим моментом». «Каким моментом?» спросил Кибрэв. «Своего рода воссоединением», произнес Горд. «Братство прежнего Марниваля вот-вот возродится». Двор Луперкаля Темный самоцвет в короне Питера Эгона Момуса. Если раньше Локену было тяжело вернуться на мстительный дух и незаметно пробираться по его потайным коридорам и секретным нишам, то пребывание внутри двора Луперкаля стало утонченной пыткой. Локен стоял возле магистра войны, когда они планировали кампанию наистований. Тогда он был горд, даже более горд, чем в тот день, когда его выбрали для вступления в 16-й легион. Теперь же он чувствовал только замешательство. Геродон и Нактуа протащили их по кораблю и перевели на пневмопоезд, идущий в сторону Носа. Сперва Локен думал, что они направляются в стратегиум, однако после высадки в музей завоеваний точно понял, куда лежит их путь. С высокого потолка все так же свисали необычные знамена, частично новые, частично гниющие и пыльные, к толстым колоннам липлетений, из-за которых было невозможно сказать наверняка, одни ли они. 23 Луперка он пересчитал их, пока они шли через музей завоеваний, рассредоточились и повели их к громадному базальтовому трону на дальнем конце зала. На колени произнес Геродон, и они мало что могли сделать, кроме как повиноваться. Слева от Локена были Ектон, Брор и Севериан, справа Варен, Тархон, Рубео и Войтек. Луперки окружили их, словно палачи. Они стояли на коленях, лицом к трону, глядя в невообразимый космос через одно из дополнений к залу. Витражное окно, похожее на соборное. На невообразимом расстоянии мерцали огоньки света далеких звезд, размером с булавочное острие. Луна Молеха раскрашивала пол ромбами Млечного Сияния. Хороший трон, заметил Варен. Стало быть, изменник все еще считает себя королем. Это давно следовало бы предвидеть. Геродон пнул бывшего пожирателя миров в спину. Варен растянулся на полу и оскалился, потянувшись к отсутствующему топору. Четверо луперков держали воина на прицеле болтеров, а другие вздернули его обратно на колени. Королем переспросил Геродон с ухмылкой, которую Локену захотелось разорвать пошире. Вы, пожиратели миров, всегда мыслили мелко. Горлуперкаль не считает себя королем. Вы не почувствовали, теперь он бог. Северян расхохотался, и Граэль Нактуа плашмя ударил его болтером по лицу. Продолжая смеяться, Северян завалился набок и поднялся. Локену хотелось высмеять театральное поведение Геродона, однако он едва мог дышать. То, что вскоре ему предстояло оказаться лицом к лицу с магистром войны, перенапрягало его сознательную память. Уголки двора Луперкаля превратились в разрушенные руины, где собирались мертвецы Иствана, жаждущие плоти. Расписывающий пол, свет луны стал сверканием бурь атомного огня, а дыхание возле уха принадлежало его убийце. Локен произнес Круз. Он не ответил, не отрывая глаз от черного трона. Гарвиль! Локен моргнул и поднял голову. Громадные железные двери двора Луперкаля открывались, и, глядя на Локена с отеческой гордостью, в них стоял он, его генетический отец, его магистр войны, Гор Луперкаль. Магистр войны всегда был самым грозным из примархов. Этот факт признавали все сыны Гора, хотя с ним видели легионеры из большинства других легионов. Его внешний вид, несомненно, пресек бы эти споры. В горе присутствовал мощный динамизм, заряд, который передавался от него тем, на кого он смотрел. Оказаться в его присутствии означало узнать, что боги ходят среди людей. Гиперболизированное утверждение, однако его подтверждали те, кто оказался достаточно удачлив, чтобы повстречаться с магистром войны. Теперь же эта мощь, эта сущность увеличилась. Она приумножилась стократно и опустошила запасы ненависти Локена настолько, что тот едва удержался, чтобы не броситься к ногам магистра войны с мольбой о прощении. Ноги, смотри на его ноги. Совет, который ему дали, когда Луперкаль еще служил императору. Справедливый сейчас так же, как и в то время. Локен не поднимал глаз. Он вдохнул и задержал дыхание. Сердце гремело, словно молот, стучавший по сросшемуся костяному щиту грудной клетки. Во рту пересохло, как перед его первой битвой. «Посмотри на меня, Гарвель!» произнес Горд. Этот миг узнавания смыл всю ту боль, которую Локен испытал с момента, когда наистван упали первые бомбы. Он не мог не подчиниться. Магистр Войны был всепобеждающим героем, облаченным в черный, как пустота космоса доспех. На огненном оке у него на груди виднелась прорезь зрачка и черные прожилки. Когти были выпущены, как у хищника джунглей, приближающегося для убийства. Его лицо было таким же героически самоуверенным, как помнил Локен. Остальные воины, сопровождавшие горы, были знакомы Локену. Однако они казались призраками, он услышал их ошеломленные голоса и понял, что знал их, а они его, но не мог оторвать глаз от своего бывшего верховного командующего. Желание остаться на коленях из верности, а не по неволе, было всеподавляющим. Встаньте, все вы, сказал Горд. Локен повиновался, сказав себе, что это был его собственный выбор. Никто из остальных следопытов не последовал его примеру. Он предстал перед магистром войны в одиночку, как всегда, и знал, как бы это сейчас или в грядущие годы все сведется к двум воинам, схватившимся насмерть. Фигуры, окружавшие магистра войны, вышли из тени, и Локен почувствовал вспышку гнева при виде бывших братьев помарнивалев. Покрытый шрамами и враждебный эзекиль, в глазах неизгладимая ненависть. Бледный гороксимант, глаза расширены, лицо прижато к черепу, будто плохо застывшая глина. Он глядел на Локена не с ненавистью, а со страхом. Возможно ли, чтобы маленький гор чего-то боялся? Массивный и далекий от изящества фальк-кибры следует за абаддоном. Ничего нового. Граэль Нактуа занял место рядом с ними, и Локен тут же осознал перекос отношений между ними. Марниваль переродился, однако его нрав оказался гротескно неуравновешенным. Никогда не думал, что увижу тебя снова, Гарвиль, произнес гор. С чего бы, ответил Локен, призывая свои запасы непокорства, чтобы говорить отчетливо и громко. Я умер, когда ты предал все, за что когда-то стояли лунные волки, когда убил Истван-Три и верных сынов четырех легионов. Гор медленно кивнул. И несмотря на все это, ты возвращаешься на мстительный дух. Почему? Чтобы остановить тебя. Ты это сказал Малкадору, произнес гор, а затем повернулся и оглядел остальных следопытов. Он это сказал вам? сказал Локен. Тебя необходимо остановить. Чем? Отделением? Спросил гор, приподняв брови. Не думаю, Гарвиль. Галактика вовсе не стерильное место, не питающее любви к мелодраматизму. Ты не хуже меня знаешь, что это кончится не истребительными командами ассасинов или упреждающим ударом в тысячах световых лет от Теры. Это кончится тем, что я буду смотреть отцу в глаза, держа его руками за шею и покажу ему, как его ложь сжигает в пепел все, что ему дорого. Ты безумен, произнес Брор Тюрфингер. Волчий король остановит тебя, вырежет свое имя на твоем сердце и отдаст твои кости в юрду, чтобы вечно прорицать будущее. Гор щелкнул пальцами. Рус? А, так вот, в чем тут дело. Локену хотелось, чтобы Брор заткнулся, но вред уже был причинен. Лемон не утолил свою жажду крови на Проспера, продолжил Гор, печально качая головой. Интересно, знает ли вообще император, что вы здесь, или волчий король устроил все сам? Ему всегда не терпелось пролить кровь своих братьев. Он убедил Малкадора, будто отправить вас сюда единственный способ завершить войну, пока она не добралась до Терры. Рус, как верный сын, стоит на стенах Терры, сказал Крус. На стенах, которые магистр камня укрепил так, что пробить их не в твоих силах. «Пертураба уверяет меня в обратном», отозвался Гор. Он наклонился и взял Круса за подбородок. «Ах, я Ктон! Среди всех моих сыновей ты был единственным, от кого я никогда не ожидал, что он отвернется от меня. Ты был старым стражем, воином, чьи корни и на Терре, и на Ктонии. Ты был лучшим из нас, но твое время кончилось. Скажите, как вы вообще попали на борт?» Локен сохранил на лице нейтральное выражение и надеялся, что Крус смог сделать то же самое. Он не знает о Рассуа или Тарнхельме. «Мы пришли сюда, чтобы разметить мстительный дух для Русса», произнес Локен. «Надеясь, что только правды сможет отвлечь магистра войны от Рассуа». «Да, Граэль говорил мне, что видел нацарапанный на стенах футарь». «Проклятый свесл», прошипел Брор. «Есть хоть кто-то, кому он не сказал?» Гор двинулся дальше, неторопливо обходя оставшихся следопытов по кругу по пути к своему трону. «Разметка пути для Руса», произнес он. «Звучит правдоподобно, однако брось, Гарвиль, мы с тобой оба знаем, что это не единственная причина, по которой ты здесь. В твоем возвращении есть нечто большее, чем ты рассказываешь». «Ты прав», ответил Локен, обернувшись Геру Геродону. «Я пришел убить его, освободить душу Тарика». «Возможно, это отчасти так», признал Гор, усаживаясь на трон. «Но почему же ты не говоришь своим товарищам? Зачем на самом деле пришел сюда?» «И не скромничай, Гарвиль, я узнаю, если ты солжешь». Локен попытался заговорить, но взгляд магистра войны пригвоздил его к месту, через глаза зачерпывая со дна наихудшие из предательских опасений. Он селился повторить то, что только что сказал, однако сказать не получалось. Воседая на троне в сиянии луны, светящей сквозь витражные окна, Гор выглядел царственным и величественным. Владыка, из-за которого стоило бы отдать жизнь. Сотню жизней, тысячу, столько, сколько он попросит. «Я?» «Все в порядке, Локен, я понимаю», произнес Гор. «Ты вернулся, так как хочешь вновь присоединиться к сынам Гора». Именно этого момента Брор Тюрфингер боялся с тех пор, как они покинули Теру. Не смерти. В этом миге для него не было ничего страшного. Он считал себя мертвым в стой секунды, как отверг синий цвет стаи и принял протянутую руку Ясу Нагасены. Нет, он боялся не смерти. Локен сделал шаг к трону магистра войны. Брор наблюдал за крахом разума Гарвиля Локена, так как эстет мог бы сокрушаться о медленном разрушении великого произведения искусства. Брору было приказано убить Локена, если тот преклонит колено перед гором. Он понимал, почему эта обязанность досталась ему. Он был одним из шестого легиона, сыном палача, и можно было рассчитывать, что он совершит немыслимое, какие бы сложившиеся братские узы тому не мешали. Он медленно выдохнул. Можно было надеяться, что собравшиеся вокруг воины последуют за ним, однако их чрезвычайно превосходили числом. В сознании Брора были запечатлены позиции луперков. Они бы его не остановили. Возможно, когда-то они и были воинами легиона, но теперь являлись малификарумом. Брор был безоружен, однако воин стая не нуждался в оружии. Он мог сломать Локену шею, не моргнув глазом. А если спустя один удар сердца он умрет, так тому и быть. Брор прикрыл глаза, чувствуя, как на загривке поднимаются дыбом волосы. Впервые он ощущал подобное в лесах Фенриса, когда на него охотился громадный седой волк. И годи говорили, что однажды тот убьет его. Он доказал, что они ошибаются и сделал из шкуры зверя плащ. Брор поднял взгляд и увидел, что Тилас Рубио неотрывно смотрит на него. Его глаза были расширены, и в них читалась мольба. Они метнулись в направлении Гера Геродона. Воины не обменялись ни единым словом, но смысл был очевиден. Будь на готове. Локен почувствовал, что двигается вперед, один шаг за другим к трону магистра войны. То, о чем говорил Гор, было нелепо. Он не мог вернуться в легион, только не после всей той крови и предательства, случившихся между ними. И все же, он хотел этого, глубоко внутри он хотел этого. «Локен, не делай этого», произнес Круз, поднимаясь на ноги. «Не слушай его, он предал всех нас, сделал чудовищами в глазах тех самых людей, для защиты которых нас создавали». Удар кулака Абаддона обрушил Яктона на пол. Красные полосы в его волосах напоминали кровь на снегу. «Закрой рот в полуха», сказал Абаддон. «Локен», закричал Круз, двигаясь вперед на четвереньках. Он больше не в полуха, его голос прозвучит громче, чем чей-либо еще в его легионе. «Локен моргнул, услышав у себя в голове слова Мерсади Алитон. Нет, это были не слова Мерсади, они принадлежали Эофратии Кииле. Если ты увидишь гниль, намек на порчу, отступишь ли ты от своей упорядоченной жизни и выступишь ли против этого, ради высшего блага человечества». Он слышал эти слова на борту этого же самого корабля, на жилых палубах, которые занимали летописцы. Испуганная и одинокая Эофратия потянулась к нему. Она пыталась предостеречь его о том, что произойдет. Однако он отмахнулся от ее страхов, как от беспочвенных. «Гарвиль», произнес Гор. Локен обернулся и увидел, что магистр войны протягивает ему свою перчатку. «Не питай ко мне ненависти за случившееся». «Почему бы мне не питать к тебе ненависти?» спросил Локен. «Ты совершил худшее, что можно сделать с другим человеком. Ты позволял нам верить, будто нас любят и ценят, а затем показал, что все это была ложь». Гор покачал головой, но не убрал протянутой руки. Позади него, поверх лунного лика, прошел зубчатый боевой корабль. Нос звездолета был украшен оком гора, но это был грубый рисунок, похожий на графики. «Вернись ко мне, сын мой. Мы можем воссоздать утраченную связь, обновить узы товарищечества. Я хочу, чтобы ты был рядом со мной, пока я заново творю империум». Локен оглянулся на воинов, стоявших позади него на коленях, на людей, вместе с которыми он сражался и проливал кровь. Людей, которых он звал братьями в самые мрачные времена. Он посмотрел им в глаза, увидев там непокорство и многое другое. Рубио стиснул кулаки, а шея Войтека была напряжена, словно машина, которая вот-вот сорвется с передачи. Он увидел устремленный на него холодный взгляд Брора Тюрфингра и вспомнил слова, которые тот произнес при их первой встрече. «Если я сочту, что твои корни слабы, то лично убью тебя». Он почти незаметно кивнул товарищам и сделал шаг прочь от трона магистра войны, чувствуя, как туго натягиваются узы верности и братства, которые связывали его с этим моментом. Проходящий боевой звездолет полностью пересек соборное окно и гор поднялся на ноги. Внутрь двора Луперкаля снова палился слепящий свет луны. Он окружил Луперкаля орелом, расписал серебром и отбросил на палубу самую темную из теней. Освещенная спинка золотень и крылья, как у безликих демонов из жутких книг, что давал ему Кирилл Зиндерман. «Часть меня жалеет, что я не могу этого сделать, сэр», произнес Локен. «Поверьте, мне хочется тепла, которая приносит участие в чем-то большем. Мне хочется быть частью. Так было между мной и легионом, но вы лишили меня этого, когда ударили нас всех в спину». «Нет», произнес Гор. «Гарвиль, нет, это не...» Но теперь Локен не собирался останавливаться. «Отвернуться от всего, что я знал, оказаться отделенным от легиона, который сделал меня тем, кто я есть. Это был худший миг моей жизни. Он свел меня с ума. Не смерть Тарика и не погребение заживо наиствования. В конечном итоге меня сломили разбитое сердце и зияющая пустота». «Ну так вернись же ко мне, Гарвиль», сказал Горд. «Ощути это тепло вновь. Разве тебе не хочется стать частью величайшего предприятия, какое когда-либо видела галактика?» «Я уже в нем участвовал», ответил Локен, отворачиваясь от гора. «Оно называлось Великим Крестовым Походом». Рубио кивнул, и Брор Тюрфингер прыгнул через палубу. Его рука была твердой, как лезвие секиры. Он врезался в Гера Геродона и сбил того с ног. Вместе с ним двигался Войтек. Предводитель Луперков отлетел назад и от неожиданности растянулся на полу. Ударили выстрелы, и по резкому всплеску, выраженной двоичным кодом боли, Брор понял, что Вариса Войтека попали. Он почувствовал запах смазки и горячих масел. Круз и Севериан уже двигались, атакуя Марниваль. У Брора не было на них времени. Новые выстрелы, вопли. Он зафиксировал расположение Луперков, но это было несколько секунд назад, и его знание обстановки безнадежно устарело. «Убей его, Брор!» закричал Рубео. «Он блокирует мои силы!» «Пытаюсь», проворчал Брор, «он сильнее, чем кажется». Лицо Геродона исказилось от ярости. На мгновение Брор увидел, как внутри извивается темное пламя. Он ударил Геродона лбом в лицо. Скула смялась, на рассеченную кожу хлынула омерзительно пахнущая кровь. Они еще боролись, а кровь уже перестала течь, и порез на щеке Геродона затянулся сам собой. Тот рассмеялся, «Думаешь, ты можешь мне навредить? Вы волки и впрямь глупцы!» Серворуки Войтека прижали одну из рук Геродона, и Брор попытался вытащить его клинок из ножен. Кулак Геродона с грохотом ударил Брора в живот, расколов броню и выбив из него дух. Геродон пинком отбросил его, и Брор выпустил рукоять. Он пошатнулся, когда в спину ударил заряд из болтера. Еще один разорвал плоть на бедре. Его переполняла боль, однако он снова бросился на врага. Геродон схватил его за горло свободной рукой и впечатал Вариса Войтека. Столкновение было ужасающим, доспех треснул. Брор заметил, что за спиной Геродона что-то блестит. Лунный свет сиял на ультимии слоновой кости. Похищенное оружие торчало из-за плечных ножен. Он потянулся к нему. Слишком далеко. Хватка Геродона усилилась, выдавливая из него жизнь. Он напряг все мышцы плеч и шеи, лицо стало лиловым от напряжения, а потом он увидел это. Гладий Проксима Тархона, поднятый над головой, словно дар древних богов Асахейма, зажатый в манипуляторной клешне Ариса Войтека. Серва рука всадила клинок в спину Геродона. Демон внутри Луперка взвыл, упустив контроль над смертной плотью мертвеца. Железная хватка на шее Брора ослабла. Не слишком сильно, но достаточно. Брор оторвал руку Геродона от своей шеи. Он бросился вперед и сомкнул отточенные клыки на плоти Луперка. Их взгляды встретились, и Брор испытал наслаждение, увидев внезапный страх. Он дернул челюстями назад и вырвал Геру Геродону глотку. Двор Луперкаля был охвачен сумятицей. Луперки заполнили воздух прерывистым огнем болтеров. Их очертания колебались, словно плоть пыталась покинуть нечто звероподобное. Дульные вспышки нарушали холодное сияние лунного света. Широкая дуга синей молнии, вырвавшаяся из перчаток Рубио, отшвырнула шестерых луперков назад своим сверкающим разрядом. Доспехи лязгнули о палубу, чудовища внутри превратились в пепел. Локен помчался к Оксиманду, подхватив упавший цепной меч, который еще дымился от холодного огня Рубио. Он знал, что не может надеяться убить Оксиманда, но его это уже не заботило. Он встретился с магистром войны лицом к лицу и отверг его. Никто из них не уйдет с мстительного духа живым. Северян был прав, попасть внутрь было легкой частью. Яктон Круз вернулся на флагман с одной и только с одной целью. Когда зал заполнился выстрелами, он нырнул к Геру Геродону, пытавшемуся заткнуть кровотечение из растерзанного горла. Сухожилия и кожа пытались срастись, но рана была слишком ужасной, а потеря крови слишком катастрофической, чтобы носитель демона смог выжить. Круз выдернул меч Геродона из ножен, и в этот момент палуба позади него покрылась воронками от болтерных зарядов. Кожу на щеке рассекло рикошетом, и если он выживет, то останется ровный шрам от челюсти до виска. Локен и Брор боролись с маленьким Гором Оксимандом и Фальком Кибре в жестокой, тяжелой и кровавой схватке, которую они проигрывали. Кибре был сама сила и жестокость, но Брор Тюрфингер не оставался в долгу. У Локена был цепной меч, у Оксиманда клинок силовым лезвием. Это не могло кончиться добром. Рубио бился с абаддоном при помощи меча, сотворенного и синий молнии и стрел колдовского пламени. Первый капитан сейчас казался чудовищем, гигантом с мертвым лицом и черными глазами, похожими на самоцветы. Там, где страшные кулаки абаддона распороли доспех Рубио, текла кровь. Сер остальные пластины были покрыты красным. Библиарий вложил все свои силы в атаку, ничего не оставив для защиты. Варин помогал как мог, но перевязанные Алтоном ногаем раны Тархон, вновь вооружившийся своим доработанным гладием, стоял на страже над Арисом Войтеком, который стекал литрами липкой красноватой жидкости из полудюжины порезов от мечей и воронок от болтеров. В бедро Круза пришелся удар. Расцветшая жгучая боль едва не заставила его упасть на колени. Он развернулся и к нему устремились четверо луперков. Они держали топоры, мечи и оружие, которое выглядело так, будто его похитили из музея завоеваний. «Давайте!» взревел Круз, вдавливая активатор меча. «Позвольте старому псу показать вам, что он еще кусается». Первый взмахнул топором, метя Крузу в шею. «Слишком рискованно для первой атаки», произнес тот, низко пригибаясь и разрубая цепным клинком живот противника. «Обезглавливающий удар оставляет тебя слишком беззащитным перед выпадом понизу». Он качнулся вбок от колющего удара мечом, наклонился и выхватил болт-пистолет из кобуры поверженного воина. «Полностью заряжен, предохранитель снят, небрежно». «Слишком опираешься на ведущую ногу», проворчал Круз. «Нет контроля, чтобы уйти от контратаки». Он пробил острием меча позвоночник луперка, провернул и выдернул клинок из груди. Оставшиеся луперки, по крайней мере, извлекли урок из гибели товарищей. Они разошлись и начали медленно обходить Круза по дуге, держа мечи в оборонительной позиции и осторожно переступая. Круз выпалил обоим в лицо, классический двойной выстрел. Массореактивные заряды зафиксировали пороговую плотность детонации и шлемы взорвались. «И если у твоего противника есть пушка, а у тебя только меч», произнес он, оборачиваясь к сидящему на базальтовом троне магистру войны, тогда ты умрешь. При каждом столкновении мечей Локен терял зубья. Треугольные осколки с фырканьем отлетали от его цепного меча, когда мерцающее лезвие клинка оксиманда вгрызалось в незащищенный металл. «Скорбящий тебя прикончит», произнес оксимант. Локен не ответил, он пришел убить оксиманда, а не тратить на него ненужные слова. «Никаких слов ненависти за жизнь, которую я забрал на истване?» спросил оксимант. «Только дела», сказал Локен, силиясь держать себя в руках. Разозлившийся мечник, мечник мертвый. Он выругался, когда оксимант воспользовался мигом его невнимательности и с молниеносной скоростью сделал колющий выпад в пах. Локен отвел клинок в сторону плоской стороной меча, стараясь не дать разрушающему лезвию еще сильнее повредить его оружие. «Тарик всегда утверждал, что ты такой прямолинейный», произнес оксимант, слегка двигая запястьем и заставляя острие своего меча описывать узкие круги. До настоящего момента я никогда по-прежнему не понимал, что он имел в виду. Только когда пытаешься убить человека, узнаешь его подлинный характер. Локен был слишком опытным мечником, чтобы купиться на столь очевидный гамбит и не отвел взгляда от глаз оксиманда. Они единственные из всего некогда горделивого лица оставались неизменившимися, какими их помнил Локен. Светло-голубыми, будто льдинки в лучах зимнего солнца. «Кто дал тебе новое лицо?» Маска оксиманда из прикрепленной мертвой кожи дернулась. «Кто тебя победил?» спросил Локен, подныривая под взмах скорбящего на уровне пояса. Он ударил понизу, метья издала виск, выбросив красные искры. «Какое тебе дело?» «Так я могу рассказать ему, что закончил начатое». Оксиманд взревел и атаковал с неустанной яростью. Локен блокировал со всей возможной быстротой, но каждый отраженный им смертельный удар отсекал от его оружия куски, пока оно не стало практически бесполезным. Локен отбросил сломанный клинок, глянув за плечо оксиманда. «Давай, мейсер!» выкрикнул он. Кулак бывшего пожирателя миров врезался в затылок шлема оксиманда. И не будь мейсер Варен столь ужасающе изранен, его сила могла бы расколоть оксиманду череп. Тем не менее, тот рухнул на Локена, и все трое упали на пол бьющимся клубком конечностей. Скорбящий отлетел в сторону, лезвие тускнело в отсутствии руки носителя. Оксимант вогнал локоть в лицо Варена. Локен пнул оксиманда в живот. Они степились. Кулаки молотили, локти трещали, колени наносили удары. Это была неизящная схватка, не из тех, которые в сагах описываются яркими героическими фразами. Даже будучи один против двоих, Оксимант побеждал в бою. Локен зашатался от сокрушительной серии ударов по корпусу. Варен наступился, и Оксимант с грохотом ударил ногой по ранам, которые перевязал Алтан Нагай. Ты мне снился, сказал Оксимант в перерыве между вдохами. Казалось, он не столько злится, сколько сожалеет. Снилось, что ты жив. Почему ты должен был выжить? Локен перекатился и выпрямился, а пальцы Оксиманда сомкнулись на обернутой в кожу рукояти скорбящего. Он взмахнул мечом, клинок вгрызся в броню и плоть. Ливнем хлынула кровь. Больше никаких снов, произнес Оксимант. Проксима Тархон был повержен. Он распростерся поверх Ариса Войтека. В его теле было пробито три воронки от масс реактивных зарядов. Гер Геродон все еще слабо шевелил ногами, но можно было только гадать, жив он или же просто подергивается перед смертью. В одной руке Северяна был боевой нож, в другой болт-пистолет. Луперков, сделав ровно столько же выстрелов и режущих ударов, перемещаясь в хватке словно призрак. Люди видели его, но не замечали, не понимали значения видимой ими картины, пока не становилось слишком поздно. Северяну никогда не требовалось больше одного удара. Обычно этого оказывалось достаточно, однако Абаддон лишь пошатнулся от колющего выпада и продолжил сражаться. По крайней мере, это позволило Варину выйти из боя и прийти на помощь Локену. Сражение перешло в поединки, но это не могло длиться долго. Пистолет опустел, он выбросил бесполезный груз. Северян увидел свою цель и будто движущаяся тень направился к Граэлю Нактуа. Сержант заколдованных увидел его приближение, что само по себе было довольно необычно. Он ухмыльнулся и достал собственный клинок. «25-е против 25-е», произнес Нактуа. «Приятно симметричный бой, да? В конце ты умрешь, так что симметрия может катиться в преисподнюю». Они сошлись, как в тренировочных клетках, низко пригнувшись клинок к клинку, вытянув руки и глядя друг другу в глаза. Первым пришел в движение Нактуа, который сделал ложный выпад справа. Северян с легкостью это предугадал. Он парировал настоящий удар, крутанулся понизу и ткнул Нактуа в пах. Блок предплечья, обратный удар локтем, угодивший в пустой воздух. Северян поймал Нактуа за руку и ударил лбом. Нактуа метнулся назад, увлекая Северяна за собой. Они покатились по полу, сились высвободить руки с ножами. Первым выбрался Северян. Он ткнул Нактуа в бок. От удара Нактуа перекатился и клинок со скрежетом вышел наружу. Северян оттолкнулся и освободился. Оружие Нактуа рассекло ему шею сбоку, на волосок от того, чтобы перерезать горло. Всегда тебя ненавидел, Северян, произнес Нактуа, даже до возвышения. Мне никогда не было до тебя столько дела, чтобы ненавидеть. Они снова сошлись. Укол, порез, блок, поворот. Клинки казались жалящими змеями. Оба воина пустили кровь. Оба были подстать «Хорош», сказал Северян. «Двадцать пятое хорошо учит своих воинов». Северян взмахнул клинком перед лицом Нактуа. Тому в глаза попала капелька крови, и Северян воспользовался долей секунды, на которую противник отвлекся. Он вогнал свой кинжал в середину груди Нактуа, повернув клинок там, где располагалось сердце. Лицо Нактуа исказилось от боли. «Не так хорошо, как хтония», произнес Северян. Боль была невероятной, сильнее, чем все, что когда-либо доводилось испытывать Локену. Она заполнила его и раздирала, обошла биотехнологические механизмы подавления. Она не давала закрыться вратам страдания в позвоночнике. Там, где скорбящий рассек ребра, ощущалось ядовитое жжение, с которым в кровеносную систему проникало нечто омерзительное. Клинок был отравлен. Он завалился на бок, силясь не скрючиться и не заплакать. Оксиман стоял над ним. Надписи по длине желобка втягивали в себя багряные нити с лезвия. Локен перевернулся на живот, продолжая сжимать одной рукой пробоину в доспехе. Он пополз прочь, зная, что это бесполезно. Варен стонал, лежа в луже собственной крови. Возвратный удар Оксиманда отсек Локен приподнял голову. Воздух внутри двора Луперкаля сгустился и он увидел, что их последний рывок во имя Толики Победы пресекли. Абаддон наконец уложил Рубио и прижал Броро Тюрфингра к палубе. Фенрисиец продолжал отбиваться от первого капитана, но даже его силам было не сравниться с терминаторской броней. Серворуки Войтека издавали хрип и пощелкивания, безуспешно пытаясь поднять его в вертикальное положение. Рядом с ним неподвижно лежал Проксима Тархон. Ультрадесантник продолжал сжимать свой окровавленный гладий, но его голова низко поникла на покрытую воронками грудь. На ногах оставался только Северян, но его окружали Луперки и выхода не было. У его ног лежали тела Гера Геродона и Граэля Нактуа, находили его. Локен услышал, как кто-то выкрикивает его имя и моргнул. Воздух утратил холодность и он набрал в легкий большой глоток воздуха. Тот обжигал, Локена пронзила боль от тяжелой раны в боку. Он повернулся к источнику крика, но в том, что он увидел, не было никакого смысла. Яктон Круз стоял на коленях перед троном Луперкаля спиной к Локену. Магистр войны прижимал его к груди и что-то шептал на ухо в полуха. А потом Локен увидел, что из спины Круза торчат когти магистра войны. Гор выдернул руку и оттолкнул Круза от себя. Яктон рухнул на палубу и Локен увидел в его груди зияющую рану. Магистр войны высоко поднял влажной перчаткой два сердца яктона Круза. Оба органа были яркими от насыщенной кислородом крови и они сокращались в последний раз. Нет, закричал Локен. Трон нет! Он пересилил резкое жжение, пронизывающее тело и пополз туда, где лежал яктон Круз. Глаза в полуха были широко распахнуты и полны муки. Он шевелил челюстью вверх-вниз, пытаясь заговорить, пытаясь придать своим последним словам осмысленность. Но ничего не выходило, боль была слишком интенсивной, а шок от неименуемости смерти слишком сильным. Локен поддержал его, не в силах сделать ничего больше. Даже будь Алтон ногой жив, Круза было не спасти. Горло перкаля затаил дыхание, никто из собравшихся врагов не двигался. Умирал герой, и подобный момент заслуживал паузы даже посреди озлобленного брата убийства. Боль Локена была несущественна по сравнению с той, что претерпевал Круз. Локен встретился с ним взглядом и увидел в его глазах неотложную потребность поговорить. Отчаянный императив, который вытеснил все прочие дела. Круз с железной хваткой вцепился в запястье Локена. Его взгляд был непоколебим. Изуродованное тело содрогалось в конвульсиях, болевые сигналы захлестывали мозг. Но даже на пороге мучительной смерти Круз все равно ставил долг на первое место. «Як Тон, мне жаль», произнес Локен. «Мне так жаль». Круз покачал головой. Его лицо озарилось злости. Он протянул Локену свободную руку. Вдавил что-то ему в ладонь и сжал его пальцы поверх. Локен попытался поднять это, но Круз снова покачал головой, широко раскрыв глаза. Молящее требование. «Не сейчас, не здесь». Локен кивнул и почувствовал, как хватка Круза на запястье обмякла. Свет в глазах в полуха погас, и он умер. Локен уложил Круза на пропитанный кровью пол и потянулся к подсумку на поясе. Он вытащил две хтонийские зеркальные монеты, которые ему дал Севериан в тени семи нерожденных и положил их на глаза Яктону Крузу. Горе Локена прошло, его выжгла злоба. Он выпрямился в полный рост и поднял взгляд на гора. Магистр войны стоял перед своим троном. С длинных когтей его перчатки еще капала кровь Яктона Круза. Я не хотел, чтобы до этого дошло, Гарвель, сказал Гор. Локен оставил эту нелепую банальность без внимания и встал прямее, чем ему когда-либо доводилось стоять. Горделее, чем он когда-либо стоял прежде. Вся неуверенность, все смущение, все обрывки безумия, которые окутывали его заблуждениями, исчезли. Миг ненависти очистил его от всех сожалений и благоговения перед магистром войны. Яктон Круз был мертв, разрушилась последняя связь с тем, чем когда-то был Легион, а вместе с ней последние остатки веры в то, что в магистре войны присутствует благородство или же следы великого человека, которым он когда-то являлся. Локен почувствовал, как из бездонного запаса уверенности внутри него поднимаются слова «Прощание и угроза все вместе». Я ручаюсь, что еще до заката этой войны, даже если ты победишь, даже если я умру здесь, ты пожалеешь о том дне, когда отвернулся от Императора. За каждую захваченную тобой планету Империум взыщет ужасную плату кровью Хтонии. Я ручаюсь, что даже если ты покоришь Теру, плоды победы покажутся на вкус прахом во рту. Ручаюсь, что если ты не убьешь меня сегодня, то встретишь меня вновь. Я буду противостоять тебе на каждом аванпосту, на каждой стене, у каждых врат. Я буду сражаться с тобой всеми мечами, что будут в моем распоряжении, всеми болтерами, всеми кулаками. Я буду биться с тобой голыми руками, биться самими камнями мира, которые ты хочешь завоевать. Я никогда не сдамся, пока сыны Гора не умрут, став лишь скверным воспоминанием. Локен перевел дух и увидел, что магистр войны принял его угрозу. Гор понял, что Локен действительно имел в виду каждое из только что произнесенных слов, и ничто не сможет увести его с этого пути. Мне хотелось, чтобы ты вернулся, произнес Гор. Тармагеддон хотел сделать тебя таким же, как он, но я сказал ему, что ты всегда будешь сыном Гора. Я никогда не был сыном Гора, ответил Локен. Я был лунным волком и останусь им. Гордым сыном Хтони, верным слугой императора, возлюбленного всеми. Я твой враг. Локен услышал чириканье потрескивающего бокса. Он снова услышал звук. Тот исходил из шлема, примагниченного к поясу Круза. Локен узнал голос, и несмотря на лежащее у его ног тело и все, чего они лишились, чтобы зайти так далеко, он улыбнулся. Он наклонился, поднес шлем губам, а серебряную сферу луны за стеклом огромного соборного окна пересекла призрачная тень. Рассуа, как там глаз охотника? «Я его держу», отозвался пилот Торнхельма. «Дай команду». «Проклятие, просто стреляй», произнес Локен. Окно разлетелось буря осколков. Внутрь двора Луперкаля ударили полосы лазеров. Орудия Торнхельма заполнили его убийственным огнем. За один миг беспощадного уничтожения произошла внезапная и абсолютная потеря атмосферы. Воздух вырвался в космос вместе с оружием, телами и всем, что не было примагничено к полу. Стрелянные заряды болтеров, выбитые из стен куски камня и фрагменты разбитого керамита. Туда же отправились стекло и обломки. Локен отдал себя на милость взрывной декомпрессии, которая вышвырнула его из мстительного духа в пустоту пространства. Тело Круза, вертясь, улетело прочь от него. Грудь заполнилась давящим ощущением чего-то ужасно твердого. Внутренние органы подверглись резкому замерзанию. Системы жизнеобеспечения доспеха зафиксировали внезапные изменения. Они силились выровнять разницу в давлении и принуждали опустошить легкие, чтобы избежать смертельно чрезмерного растяжения. Однако без шлема это была безнадежная борьба. Локена омывал свет луны. Лунному волку уместно умереть в лунном свете. Зрение Локена затуманилось. Он ощутил в горле внезапный ошеломляющий холод, словно его трахея заполнилась жидким гелием. Он попытался выкрикнуть последнее проклятие, но глубокий вакуум не давал ему издать ни звука. Локен закрыл глаза. Он позволил лунному свету забрать его, и мстительный дух пружаясь скрылся во мраке. 25. Дорога Ктери Больше не вполуха. Окей. За огромным наблюдательным окном мигали громадные пряди, покровы и скопления ярких звезд. Свет галактики, которая вскоре будет принадлежать ему. Гор стоял на переднем крае стратегиума, сложив руки за спиной. На нем уже был не доспех, а простое тренировочное облачение светло-кремового цвета, перехваченное на поясе широким кожаным ремнем. Флот сынов гора снимался с якоря, собираясь для следующего этапа похода на Теру. Множество транспортников все еще перевозило с поверхности Молиха людей и технику. Однако Боас Камненус ожидал, что в течение четырех часов они будут готовы к переходу из системы. Эзекиль и Кибры хотели отправить быстрые крейсеры за имперским эсминцем типа Кобра, однако Гор запретил им это. Первый капитан выступил против этого решения, как и тогда, когда Гор отказался убирать символы Футарка. Гор был непреклонен, просвещение Молиха должно было остаться невредимым. Пусть известие об участи этого мира несется впереди мстительного духа на крыльях ужаса. В грядущие годы отчаяния станет столь же могучим оружием, как танки и титаны, воины и боевые корабли. Гор отвернулся от звездной панорамы и направился обратно к ауслитовому диску в центре стратегиума. Марниваль ожидал его распоряжений, терпеливо стоя, как будто естественный ход вещей будет продолжаться так, как раньше. Сейчас он видел их по-иному. Гор знал их лучше, чем они сами, но теперь он видел то, что они скрывали. Тайные сомнения, пагубные мысли и, глубоко внутри, страх, что они выбрали путь, который может закончиться только плохо. Война на Молехе подогрела пламя амбиции Эзекиля. Его недолго будет устраивать должность капитана, пусть даже первого капитана сынов гора. При наличии силы, которой повелевал гор и древних знаний Терры, в его распоряжении были способы создать новых легионов Састартес. Почему бы величайшим из его воинов не стать хозяевами самим себе? Фальк Кибре простой человек, свободный от больших амбиций. Он знал свое место, и все мысли об улучшении своего положения ясно относились к службе магистру войны. Фальк будет верен до самой смерти. После момента сомнения, последовавшего заистованом пять, Оксимант скрупулезно воссоздал себя. Даже Двел, несмотря на все связанные с ним болезненные ассоциации, послужил воодушевлению маленького гора, желанием выиграть войну. Откровение, было особенно жестоко. Меланхолия, доминирование которой в своем характере он так долго отрицал, теперь окутывало его страхом, что Локен был прав, отвергая магистра войны. И все же самая сильная перемена произошла с Граэлем Нактуа. Гор видел два пламени, горящих внутри него. Одно злобное и мрачно сияющее, другое подавленное и подчиненное. Фенресиец погубил плоть Геродона, и призванному торгостом демону потребовалось новое тело, которое стало бы носителем его сущности. «Сир, каковы ваши приказы?» спросил Кибре. Гор улыбнулся новой гласной в почтительном обращении. Естественная эволюция, учитывая силу, которая теперь наполняла его, силу, приобретение которой едва не стоило ему жизни. Глядя на него, никто не узнал бы об этом. Казалось, что многочисленные раны, которые он получил, чтобы завоевать Молех, исцелились много лет назад. Было сложно утверждать наверняка. Сыновья говорили, что его не было лишь несколько мгновений. Как он мог сказать им иное? Теперь Молех был для Гора далеким воспоминанием. За эти мгновения он сражался в войнах, убивал чудовищ и бросал вызов богам. Вырывал власть у тех же самых богов во главе громадных армий демонов. Сражался в битвах, которым предстояло незримо бушевать целую вечность. Он завоевал в империях тысячу царств, миллиарды принадлежавших ему вассалов, однако отверг это. Он мог взять любое удовольствие, любой трофей, но отказался от всего. Он взял ту силу, которую взял его отец, однако сделал это без обмана. Он взял ее силой оружия и благодаря вере в себя. Не было никаких сделок, никаких обещаний, которые необходимо исполнять. Сила принадлежала ему и только ему. Наконец, после всего Гор стал богом. «Сир, каковы ваши приказы?» повторил Азекиль. Гор вперел взгляд в звездную пелену, словно мог разглядеть весь путь от Молеха до Терры. Он простер руку с когтями, как будто уже охватывая драгоценную игрушку колыбели человечества. «Я иду за тобой, отец!» произнес Гор. Таренхельм всегда был тесным кораблем, но теперь, таясь в тени просвещения Молеха, он казался непростительно просторным. Локен сидел на своей койке, на нем не было доспеха, только облегающий комбинезон, охватывающий грудь бандаж из синтикожи и дермальный регенератор. Варен пребывал в индуционной коме, равно как и профсима Тархон с Арисом Войтеком. Сервообвязка бывшего Железнорукова проявила уровень автономности, о котором до сих пор никто не подозревал, и удержала проксима Тархона, когда двор Луперкаля вытряхнула в космос. Рубио в одиночестве сидел за столом, за которым они пили в компании Рогала Дорна. На бывшего ультрадесантника тяжким грузом давили пустые места, где раньше сидели братья следопыты. То, что хоть кто-то из них находился здесь, было практически чудом. Или скорее это произошло благодаря сверхъестественно ловким рукам Рассоа на рычагах управления электромагнитными тросами Тарнхельма и локационным маячкам доспехов. Она следила за их перемещением по Мстительному Духу и забрала их на борт Тарнхельма в течение минуты после вылета из бронированного окна Дворца Луперкаля. Она оторвалась от Мстительного Духа, петляя через разрывы в сети обороны, которые проделала вместе с устройством Тубала Каина. Их не преследовали, что она связала с выдающимися качествами Тарнхельма. Однако Локен не был в этом так уверен. Они догнали имперский эсминец, набиравший ускорение мимо пятой планеты системы. Его двигатели ожесточенно работали, капитан явно ожидал погони. Но ничего не происходило. Флот магистра войны все еще был пришвартован около Молеха. Во входной люк постучали, и Локен поднял глаза. В дверях стоял Северян и Брор Тюрфингер, одетые в комбинезоны и простые туники до колена. Покинув мстительный дух, Локен не общался со следопытами, кроме как по рабочей или медицинской необходимости. Северян выглядел таким же свежим, как в день, когда они отправились на задание. Но лицо Брора было покрыто кровоподтеками и ссадинами от трепки, которую ему задал Эзекиль Абаддон. «Все не так плохо, как кажется», произнес Брор. «Он лжет», сказал Северян, «все гораздо хуже». «Ему повезло, что он вообще выбрался из схватки с Эзекилем», ответил Локен. «Мало кто из людей может таким похвастать». «В следующий раз я до него доберусь», произнес Брор, когда волчий король поведет стаю обратно на мстительный дух. «Чего вы хотите?» спросил Локен. Брор протянул ему пластиковую бутыль, полную прозрачной жидкости. Локен почувствовал едкий аромат с другого края комнаты. «Что это?» «Дзира», произнес Северян, подтаскивая табурет и доставая три чашки. А Брор разлил каждому его долю. «Я думал, мы все выпили», заметил Локен. «А Войтек не может быть в состоянии перегнать еще». «Возможно, он по большей части из металла, но мы успеем вернуться на Теру, прежде чем он выйдет из режима покоя», произнес Брор, подковыляв поближе и усевшись. «Нет, эту сделал я. Мало есть такого, что волка Фенрика не смогут соорудить», один раз попробовав на вкус. Локен принял чашку и сделал обжигающий глоток. Напиток прошел вниз, и он втянул в себя воздуха. «На вкус точно такая же, может, даже крепче». «Ну да, мы же не можем позволить, чтобы люди подумали, будто волки делают что-то слабее, чем Десятый Легион», отозвался Брор. «Этому конца не будет». «Так чего вам на самом деле нужно?» спросил Локен. «Я не в настроении быть в компании». «Не будь дураком», усмехнулся Брор. «Всякий раз, когда возвращаешься из боя, самое время побыть с братьями. Даже если я потерпел неудачу». Брор подался вперед и ткнул чашкой в направлении Локена. «Мы не потерпели неудачи», сказал он. «Мы выполнили то, зачем нас послали. Мы разметили мстительный дух. Когда волчий король придет сразиться с гором, ему будет легче, благодаря тому, что мы сделали». «Я имел в виду не это», ответил Локен, не желая задерживаться на нарушенных обещаниях. «Но Луперкалью известно о символах хутарка». Брор вздохнул. «Он не найдет их все. К тому же, ты думаешь, что я бы стал делать их все работающими по принципу видимости?» «Ах, Локен, тебе много предстоит узнать о том, насколько на самом деле умна стая». «Я потерял половину людей, которыми командовал». Брор вновь наполнил свою чашку. «Послушай, ты их не терял. Они погибли. Так бывает. Но ты не понимаешь смертей в одиночестве. Это под силу смертным, но мы не смертные. Мы братство. Братство воинов. И именно это делает нас сильными. Я думал, ты об этом знаешь». «Полагаю, что мог об этом позабыть», произнес Локен. «Да, ты, а еще и вот он», заметил Брор, кивнув в сторону Севериана. «Я лучше всего работаю в одиночку», отозвался Севериан. «Может и так, однако остальные из нас лучше сражаются, когда мы бьемся вместе с нашими братьями», произнес Брор. Залпом выпил и сразу же продолжил. «Это сражение ради человека рядом с тобой. Сражение за человека рядом с ним и следующего за ним». «Я слышал, что ты сказал Гору, так что мне известно, что я не говорю тебе ничего нового. Но ты чего-то пытаешься добиться. Оно у тебя уже есть. Прямо здесь, прямо сейчас, с нами». Локен кивнул и протянул свою чашку, чтобы ее заново наполнили. «Ладно, хватит проповедей», сказал Севериан. «Мы хотим узнать, что тебе дал Яктон Круз. Оно еще у тебя...» «Да, но я не знаю, как это понимать. Тогда давай взглянем», произнес Брор. Локен потянулся в небольшой ольков над своей койкой и снял оттуда металлическую коробочку. Коробочку, которая очень напоминала ту, что он оставил на борту Мстительного Духа, заполненную его немногочисленными сувенирами на память о войне. Он открыл ее и вынул предмет, который Круз вложил ему в ладонь. Диск из затвердевшего красного воска, прикрепленный к длинной полоске пожелтевшей бумаги для обетов. «Его клятва момента?» спросил Севериан. «Та, что мерса Диалитон, велела мне передать Яктону». Локен перевернул свиток с клятвой, чтобы Брор и Севериан смогли увидеть, что на нем написано. Они прочли слово и перевели взгляды на Локена. «Что это значит?» спросил Брор. «Не знаю», ответил Локен, пристально глядя на слово. Буквы были написаны красной тушью, которая выцвела до ржаво-коричневого цвета. Их аккуратно нацарапали чем-то острым, как игла. Убийство! В коридорах просвещения Молеха было холодно и тесно. Вивьен не нравилось там находиться. В них было слишком много людей и казалось, будто никто из них ничего не знает о том, что происходит. Она видела множество солдат и папа сказал, что это значит, что они в безопасности. Вивьен определенно не чувствовала себя в безопасности. Она забилась в расширяющийся транзитный коридор под вентиляционной трубой, откуда иногда выходил теплый воздух, а порой тянуло холодом. Папа, понизив голос, переговаривался с Намой и Кьеллом. И они странно смотрели на нее, когда она спрашивала, увидят ли они Оливию снова. У Вивьен на плече лежала голова миски. Та спала. Вивьен было нужно пописать, но она не хотела будить сестру. Чтобы отвлечься от переполняющегося мочевого пузыря, она достала потрепанный сборник сказок, который ей передала Оливия среди напирающих тел в космопорте. Она не могла прочесть слов, те были написаны на каком-то старом языке, который Оливия называла Данч, но ей нравилось разглядывать картинки. Ей не требовалось знать слов, она слышала истории так часто, что могла прочесть их наизусть. И порой, когда она смотрела на слова, возникало ощущение, словно она действительно понимает их. Как будто сказка хотела, чтобы ее прочли и разворачивалась у нее в сознании. Она совершенно не осознавала, насколько странна эта мысль. Для нее в этом присутствовал смысл, и это просто было. Она перелистала пожелтевшие страницы в поисках картинки, которая вызовет у нее в голове нужные слова. Ее взгляд упал на страницу с молодой девушкой, сидящей на берегу океана. И она кивнула собственным мыслям. Девушка была прекрасна, но ее ноги срослись воедино и заканчивались широким рыбьим хвостом. Вивьен нравилась эта история о юной девушке, которая во имя настоящей любви отказывается от жизни в одном мире, чтобы получить место в другом. По коридору кто-то шел. Вивьен ждала, что люди пройдут мимо, но они остановились перед ней, заслонив свет. «Я не вижу слов», сказала она. «Это хорошая история», произнесла стоящая перед ней женщина. «Могу я ее тебе почитать?» Вивьен удивленно подняла голову и счастливо кивнула. «Разве я не говорила, что все будет окей?» спросила Оливия Сурека. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова